Глава двадцать пятая. Ирония по-муртиански. Мать! Смерть в темноте. Выстрел в рыбу. Вход в крыльчатник представлял собой круглую шахту. Зубастая пасть из красного камня находилась на некотором расстоянии от лагеря. На краю обрыва был укреплен деревянный ворот с изрядно потертой веревкой, на которой Фрей заметил пару петель вроде стремян. Капитана подвели к сила. Оба застыли на краю, а тучи мух жадно пили их пот. Дариан посмотрел вниз. Яма оказалась не особенно глубокой. Около трех дюжин футов. Но и этого вполне достаточно. Акад собрал толпу вокруг себя и произнес короткую речь по-муртиански «Фрей не нуждался в переводе». Он моментально определил по тону вождя, что тот занимался поганым словоблудием. Акад снимал с себя всякую ответственность и сообщал, что как ни печально, но необходимость требует бросить пленников в яму, полную голодных тварей. Часть аудитории, включая матерей с болезненными детьми и пожилых обитателей лагеря, одновременно и роптали и сетовали. Фрей попытался угадать, какую сделку сила намеревался заключить с местной шишкой, но так или иначе этого явно оказалось недостаточно, чтобы стереть память о попытке переворота. Бортинженер выслушал приговор с каменным лицом. Затем пленников заставили поставить ноги в стремена, когда они ухватились за веревку и их спустили в яму. Эхри стояла возле невысокого мужчины, который обнимал ее за талию. Эхри еле сдерживалась от гнева, а лицо ее спутника было наполнено скорбью. Их быстро скрыла каменная стена шахты, хор насекомых приутих. Мир сузился до круга сумеречного света наверху. Фрей и сила вцепились за мягко поскрипывавшую веревку, они висели почти вплотную друг к другу и едва ли не обнимались. По мере спуска воздух делался прохладней. Ко дну шахта расширилась, образуя нечто вроде несимметричного зала без крыши с несколькими тенистыми проемами. Слабый свет казался резким и теплым по сравнению с холодным мраком, сгустившимся устем. Фрей без энтузиазма стал озираться по сторонам. «И как я вечно умудряюсь попадать в такие ситуации?» – простонал он. Вопрос являлся риторическим. Он понимал, что должен бояться, но пока он не столкнулся ни с чем ужасным. Неопределенной перспективы опасности было недостаточно, чтобы встревожить его. Пока реальная угроза отсутствовала. Внезапно что-то свалилось сверху и грохнулось на землю, заставив Дарьяна вздрогнуть от неожиданности. «Ясно. Мешок из пасконной тряпки». Даже не прикоснувшись к нему, Фрей распознал Эфес свои сабли и рукоять револювера. «Нам отдали оружие?» – спросил он Сила. «Ага», – хмыкнул тот, развязывая мешок. Бортинженер вручил капитану его вещи и взял свой дробовик и кинжал. Фрей проверил барабаны, обнаружил, что они пусты, но увидел, как Сила пересчитывал патроны. «Почему бы им не расстрелять нас?» «От стрельбы много шума». Фрей закатил глаза. «Неужели Сила настолько отупел?» «Тогда отрубить головы! Ты же меня понимаешь!» Сила вручил ему патроны. «Десять штук. По пять на каждого!» – произнес он и принялся заряжать дробовик. «Старый закон. Муртиане не убивают себе подобных. У нас и так полно врагов. Но их можно оставить в...» Фрей оборвал себя на полусловие. «Все-таки где же мы?» «Колония Кхаллов». «Кхаллов...» Сила пожал плечами. «Не знаю, как их назвать по-вардийски. В сумерках они охотятся на берегах реки, а после захода солнца возвращаются сюда. Поэтому нам нужно поскорее выбраться отсюда». Он твердо взглянул в лицо Фрею. «Для муртианина лучшая смерть – гибель в бою. Рабы в бараках не получают этого шанса. Свободная муртия...» Он ненадолго умолк. «Лучше и не скажешь. Надо уважать себя». Они также нашли в мешке кремни и два деревянных факела. Палки, обмотанные тряпками, липкими от смалы. Фрей поднял голову. «Верёвку вытягивали обратно». «Сколько народу вы сюда спускали?» Сила сел на колени и принялся высекать огонь из кремней. Первые годы правосудие было суровым. Кое-кто и не смог выжить в джунглях. Они совсем отчаялись в бараках. Он ловко высек искру и зажёг факел. «Воровали. Та и накопили еду. Иногда мужчины дрались из-за женщин насмерть, у нас нет судов к гвардии и времени в обрез. Для дурных людей необходимо средство устрашения. А потом его стали применять и к хорошим. «Твоим друзьям?» — уточнил Дариан, засунув за пояс саблей один из революверов. На мгновение Сила напрягся. Но спустя Мик расслабился и вручил Фрею второй горящий факел. «Давай-ка двигаться». Сила шёл уверенно и целеустремлённо. Он направился к одной из дыр в стене и сунул факела внутрь. Трещина оказалась изрядно узкой. Тогда он заглянул в соседние и удовлетворённо кивнул. Поднял земли камень и нацарапал возле отверстия крестик. «Отличная идея! Отмечать наш маршрут, чтобы мы не бродили кругами без толку. Почему я не додумался до этого?» Фрей следовал за Сила по тесному туннелю. Чем слабее становился свет пробивавшейся из шахты, тем явственнее капитан ощущал реальность отвратительного положения, в котором они оказались. А ведь безопасностью здесь и близко не пахнет. И хотя он не знал тех, кто водится в крыльчатнике, но Сила доходчиво объяснил, что с ними стоит считаться. Кроме того, никто никогда не выходил отсюда живым. Они выбрались в тесную пещеру, которая причудливо изгибалась, тени от факелов так и плясали в полумраке. На Фрея наваливалась клаустрофобия. Он не мог отогнать от себя мысли о многотонной массе камней над головой. Всё напоминало могилу. Шарканье ботинок и скрип песка под подошвами казались грубым вторжением в безмолвие. «Твой приятель Аккат – гнусный мерзавец!» – пробормотал он. «Это не он, а я!» – ответил Сила. «Что ты?» – бортинженер обернулся. «Крыльчатник придумал я!» – сообщил он. «В те годы я не шибко терпимо относился к тем, кто не был предан нашему делу». Фрей с шипением выдохнул сквозь стеснутые зубы. «Как по-муртиански будет ирония!» – произнёс он. «Нет у нас такого слова!» – заявил Сила. «Я сам полез сюда. Человек лишь делает выбор на своём пути. А ещё он распоряжается тем, что дала ему мать. Ирония тут ни при чём». «Мать?» – удивился Дориан. «Какое неуместное слово. Слишком формальное в устах Сила. Пылеглоты обычно говорили «мама» и «папа». Тёмные глаза Сила сверкнули, но он не стал ничего добавлять. Фрей наблюдал, как Сила крался вдоль стен, то и дело засовывая факел в разные дыры. «Что ты там шаришь?» – спросил капитан недоумённо. «Сквозняк. А его нет. Значит, нам без разницы, куда лезть». – заметил Фрей, указывая на самое большое отверстие. Сила что-то проворчал, сделав очередную отметку и шагнул в трещину. Капитан присоединился к нему. Ширина лаза вполне позволяла протиснуться внутрь. Но уже через дюжину футов его перегородила куча обрушившегося щебня, Сила поднял факел повыше и произнёс. «По-моему, здесь можно подняться». Так они и поступили. Ход, ведущий наверх, был очень извилистым и узким. Фрей еле-еле протискивался сквозь каменные прорехи, цепляясь саблей за стены и огибая углы, он карабкался следом за Сила. Он сильно вспотел, а от дыма факелов у него начался кашель. Во рту стоял кислый вкус. Дарьян почти впал в панику. Ему мерещилось, что его сейчас завалят и он будет навеки здесь погребён. Проклятье! Он не хотел выбираться по такой, с позволения сказать, дороге. Чтобы отвлечься от угнетаемой обстановки, он решил о чём-нибудь поболтать с Сила. Например, о матери. Однако бортинженер совершенно ясно дал понять, что не намерен затрагивать эту тему. Кстати, Фрей догадался, что он имел в виду не свою родительницу, а нечто большее. И тогда он, подчиняясь интуиции, начал разговор издалека. «Сила, ты верующий человек?» – поинтересовался он. «Покажи мне муртиянина, который не был бы им!» – донёсся ответ спереди. «Веришь в мать?» Сила остановился и посмотрел вниз на Фрея, который выбивался из сил. «Не надо, Кэп!» – буркнул он. Но Фрей не желал отступать. У него внезапно прорезывался глубокий интерес к философии. Только бы переключиться и не думать о том, где он находится. «Ладно, но если у тебя в рукаве завалились какие-нибудь молитвы, сейчас самое время ими воспользоваться». «Нет», – ответил Сила, возобновившая восхождение по неудобному каменному колодцу. «Она не вмешивается в ход событий. Мать приносит человека в мир, скорбит о его бедах, но все её дети избирают свою собственную тропу. Точно так же, как и родная мама. Кроме моей», – возразил Фрей. «Она бросила меня на пороги приюта». «И именно поэтому ты дуришь женщинам головы», – осведомился Сила. «Может быть», – признал Судариан. «Но клал я на всякие причины. Клал то самое, что люблю засаживать». Сила усмехнулся и покачал головой. «Кэп, ты своеобразный парень. Я таких никогда не встречал». Фрей кивнул. Странно, но сейчас он был доволен собой. Пусть это даже проявлялось в несколько истерической форме. За последние девять минут он узнал о Сила больше, чем за предыдущие девять лет. Надо же, опасность сближает по-настоящему. Подумал он. На полпути к поверхности они добрались до новой небольшой пещеры. Дарян услышал журчание, Сила передал ему факелы, вылез из прохода. Капитан подождал, пока тот выберется и выглянул наружу. Огонь разогнал мрак. Перед ними в извилистом каменном русле билась вода. Этот слабый тревожный звук казался оглушающим. «Она ведь должна куда-то вытекать?» — предположил Фрей, вручив факелы муртианину и буквально вытаскивая себя из колодца. «Да», — согласился бортинженер. «Но как раз у источников они и собираются. Они питаются рыбой, если не могут раздобыть ничего покрупнее». «Сила, как по-твоему, сколько времени у нас еще будет свет?» спросил Дарян. И тут по пещере разнесло сехо отдаленного крика нечто среднее между визгом и карканьем. Оба дружно повернулись в сторону воды. «Кап, ты уверен, что это хорошая идея?» «Я не собираюсь погибать в темноте», — серьезно ответил Лан. «Я предпочел бы встретиться с любыми тварями, чем бродить здесь, пока наши факелы не догорят». Это не было бровадой. Дикий вой леденил душу, но Дарян не мог вообразить себе ничего хуже, чем умереть безвестно, ничего не видя, заблудившимся и беспомощным. «Лучше уж встретиться с врагом лицом к лицу». Сила одобрительно хмыкнул. Они шли вдоль русла, и Муртианин продолжал методично оставлять пометки на стене. Наконец, они обнаружили узкую расщелину. Фрей не сводил встревоженного взгляда стеней, то и дело меняющих свои очертания, а Сила решил идти вброд. Фрей последовал за ним и с изумлением ощутил, что вода теплая. Теперь они двинулись в расщелину. Капитан старался не намочить револьверы, клинок болтался как неуправляемый руль, но о нем Фрей не беспокоился. Демон, который заставлял саблю самостоятельно двигаться и даже умел отражать пули, защитит металл от ржавчины. «Сила, как у вас считают? Что бывает после смерти?» Негранко произнес он. «А что, уже пора?» «Ну, вероятно». Сила оглянулся и зашляпал дальше. «Я вернусь к матери и снова появлюсь на свет», — сказал он. «Скорее всего опять в бараке. Но всё, что я усвоил, останется со мной, в глубине сознания. И в следующий раз я буду лучше. Ты не боишься умереть?» «Нет», — фыркнул Сила. «Но я не горю желанием лишиться свободы. Наверное, я утрачу память. Но смогу обрести её, если захочу». «А как насчёт меня?» — не унимался Дариан. «Ты не муртианин. У вас всё не как у людей». Фрей закатил глаза. «Точно. Вход только для избранных». «Тебе ещё не поздно податься в Пробужденце», — буркнул Сила. Когда бортинженер повернул голову, Фрей увидел, как сверкнули белые зубы, и понял, что он улыбается. «Может, всеобщая душа и позаботится о тебе». «Сила шутит?» В этот момент Фрей подумал, что он уже попал на тот свет. И почему-то улыбнулся в ответ. «Крейг убьёт меня раньше, чем твои кхалы», — заметил он. «Сначала ему нужно будет тебя найти», — заявил Сила. Фрей взглянул на руку. Когда-то он носил на ней серебряное кольцо. Украшение имело демоническую связь с компасом, который всегда указывал на него. Грейзи разготовил вещицу специально для своенравного капитана после того, как Фрей исчез, ударившись в трёхдневный запой. Он бы мог отыскать Дарина и сейчас, однако тот подарил кольцо Тринике. «Женщины когда-нибудь меня погубят», — пробормотал он. «Верно», — сказал Сила, и оба умолкли. «Триника». Если для него всё закончится в крыльчатнике, значит и его отношения с ней прервутся на самой резкой ноте, а с этим он не мог смириться. Но, несмотря на позор, которому она подвергла его, выкинув с Делириум триггер, он думал о том случае лишь как о случайной неудаче. Хотя если их встреча действительно окажется для них последней, то каким же жалким она кажется в её воспоминаниях. Расщелина закончилась, упершись в насыпь. Подземный поток бодро сбегал по ней в длинную сумрачную пещеру, фраи и Сила осторожно сползли по скользким камням. Ноги Дарина совсем промокли, ботинки хлюпали при каждом шаге. А где они теперь? Пещера была сыроя и прихотливо изогнутой. Из углов выпирали каменные гребни, а с потолка угрожающе свешивались сталактиты. Местечко крайне неуютное. В поле зрения не имелось ничего похожего на выход, но пещера тянулась далеко за пределы досягаемости светофакелов. «Но кто его знает? Может, мы всё-таки спасёмся?» Подумал Дарин. Снова прозвучал громкий выпаль к Халла, и Фрей подскочил от испуга. На самом краю освещенного пространства высоко на стене на капитана торящились чьи-то глаза. Он вскрикнул и выхватил револьвер, но мишень уже исчезла. А он мог поклясться, что видел блеск пламени, отразившийся во влажных глазницах монстра. Но приблизившись и протянув вперёд руку с факелом, не увидел ничего. Только угловатые отверстия в красной скале. «Там кто-то был!» Прохрепел он. «Успокойся, Кэп!» Пробасил бортинженер. «Одного из них не стоит бояться. Вот когда их соберётся десяток, тогда держись. Похоже, я сделал фальстарт, будь он неладен!» Рявкнул Фрей. И тут что-то плеснулось в воде совсем рядом с его пяткой. А он сразу выстрелил. Дарьян прислушался к громовому эху, вырвавшемуся из туннеля. Его нервы натянулись до предела, на лицо застыла кривая ухмылка, потом он медленно втянул воздух сквозь стеснутые зубы. «Это рыба?» Прошептал он. «Да», – ответил Сила. А из углов пещеры донеслось зловещее шипение. «Во мраке притаились к халлы. Кэп, течение как раз в ту сторону!» Тихо сообщил Сила. «Да», – сказал Фрей, и оба пошли по течению. Глава двадцать шестая В упор Логово Кхаллы Последний бой Чего они ждут? Фрей понятия не имел, сколько времени продолжалась пытка. Минуту? Час? Больше? Ему казалось, что факелы потускнили, хотя, возможно, его воображение просто разыгралось от испуга. А кхаллы до сих пор не попадались на глаза. Но он слышал их. Дарин улавливал их приглушенное шипение, которое раздавалось отовсюду. Они хрипло-каркали и взвизгивали. Он мельком замечал неясные быстрые движения и пыльные облачка от падающих камней, которые срывались со стен пещеры. Но ему никак не удавалось разглядеть хотя бы одного. «Нас подкарауливают!» – решил он. По пещере они продвигались очень медленно. Ручей стал слишком глубоким, а стены порой сходились вплотную к воде. Иногда проползали вокруг скальных выступов, которые будто норовили столкнуть пришельцев. Каждый метр нужно было преодолевать осторожными шагами, а они не осмеливались расслабиться ни на миг. Но факелы действительно горели все слабее, и темнота сгущалась. «У нас проблема!» – проворчал Сила. Фрей придвинулся поближе к Муртианину. Какое препятствие возникло на их пути? Револьвер он держал наготове и лишь на мгновение прекратил обшаривать взглядом пещеру. Но он понял все сразу. Они дошли до конца. Ручей, журча, скрывался под камнем. «Вниз ушел!» – констатировал Сила. «А мы сможем проплыть?» – спросил Фрей. Бортинженер покачал головой. «Конечно. Вода гасит огонь. Я помню». Дарин настолько разнервничался, что даже не мог соображать толком. К счастью, Сила обнаружил отверстие в стене на высоте трех футов от земли. «Надо проверить!» Фрей поднял свой факел. Он обнаружил туннель, еще более узкий, чем тот колодец, по которому они недавно взобрались. «В такую лазу он не протиснется». «Я не проползу!» – выдохнул капитан. Словно в ответ ему тьма позади разразилась хором воплей. «Хотя...» – поспешно добавил он. «Наверное, получится!» Дарин втиснулся в туннель, неловко отталкиваясь локтями и коленями и держа перед собой факел-револьвер. До него с запозданием дошло, насколько ужасно будет, если проход закончится тупиком или если будет кто-нибудь поджидать. «Хотя зачем размышлять?» Сила поставил на стене крестик и двинулся за ним. Теперь Фрей настигла настоящая клаустрофобия. Он мог ползти только вперед. Если бы он знал, что скоро выберется наружу, то, вероятно, ему было бы легче. А если туннель превратится в крохотную щелку? Тогда он застрянет здесь навсегда. «Кап, ты справишься!» – вдруг забормотал Сила. Фрей понял, что замер парализованной мыслью о том, что угодил в ловушку. Он, содрогнувшись, перевел дух и пополз дальше. Зачем он выбрал этот проход? И почему он настаивал на том, что он должен сопровождать Сила? А ведь бортинженер старался уберечь его от опасности. Не надо было ему брать в руки окаянную реликвию и навлекать на себя проклятие. Но это же просто последние звенья в очень длинной цепи ошибочных решений. Все началось много лет назад. Поворотной точкой стало бегство от треники в день их свадьбы. Я должен был вернуться и помириться с ней. Слишком поздно, но, по крайней мере, рядом с ним Сила. Лаз чуть заметно расширился. Фрей вознес сердечную хвалу богине Сила. Он считал, что сейчас было бы разумно выпросить хоть немного покровительства матери, и неважно, муртианин он или нет. Стараясь не замечать едкого дыма факела, обжигавшего глаза и горло, он лез вперед. Туннель изогнулся налево. Сабля на секунду, за которой у него остановилось сердце, зацепилась за камень, но тут же высвободилась после его рывка. Дариан двинулся дальше. «Давай же!» – мысленно повторял он. Лишь этот приказ не позволял ему развалиться на части, и он с неистовой силой сосредоточился на нем. А потом перед ним открылось зрелище более привлекательное, чем сотня ящиков, наполненных дукатами. «Конец туннеля!» При иных обстоятельствах он бы сто раз задумался прежде, чем вылезти из холодной черной дыры, но сейчас она обещала долгожданную свободу. Фрей почти добрался до цели, когда в отверстии появилось нечто такое, что украсило бы самый жуткий ночной кошмар. Он увидел широко раззявленную пасть с парными рядами длинных тонких полупрозрачных зубов. У существа была блестящая, как у тюленя, кожа, и выпуклые глазища глубоководной рыбы. Последнюю он видел в музее, куда его затащила малиция Тайт. В крольчатнике обитало чудовище из доисторических времен. Его грубо, начерно отковали на наковальне эволюции, а потом отбросили ради иных изящных созданий. И разденутая пасть завизжала. Фрей в панике завопил и в упор всадил пулю точно между миндалинами твари. Она задачно пискнула и свалилась. «Кап!» — крикнул Сила. «Они сзади!» Этот факт, а также мысль о том, что Сила вооружен горящим факелом, придали Фрею энергии. Еще минута, и он выглянул из туннеля, расположенного невысоко над землей. Фрей выскочил из лаза и поспешно прижался к стене, направляя дуло револьвера в разные стороны. Сила появился сразу же за ним. Едва муртиянин обрел почву под ногами, он молниеносно нацелил свой дробовик в туннель. Прогремел оглушительный взрыв, из отверстия вылетело облако крови, сразу осявший на щеках и носу муртиянина. «Попал!» — произнес он. Фрей переступил через Кхалла, в которого стрелял. Монстр лежал на боку, судорожно сыпев конечности. Кхалл оказался тощим, сквозь его кожу отчетливо проглядывали ребра, а длинные тонкие лапы заканчивались перепонками. Величиной он был с ребенка, но челюсти были громадными. Зрачки открытых глаз походили на лягушачьи. «Ничего себе!» — произнес Фрей. «Кэп, того, что ты не знаешь о Самарле, хватило бы на целую библиотеку!» — отозвался Сила. «Да я и в библиотеках не бываю!» — ответил Дарьян, сморщив нос от отвращения. В очередной пещере, где они оказались, стояла ужасная зловония. «Давай-ка посмотрим, куда мы попали!» Он поднял факел, Сила сделал то же самое. Пещера была усыпана костями. Останки животных, рыб, среди которых определенно белел человеческий череп. На костях еще сохранились обрывки гниющей плоти, а рядом валялись клочья шерсти обезьяньи хвосты. Фрей и Сила заметили край темной заводи, а когда осветили ее, то обнаружили там полдюжины угрожающих присевших каллов. Еще несколько крадучись выбирались из воды. «Началось!» — сказал Фрей. Из глубины пещеры появлялись новые монстры, не громко шипя они с ужасающей целеустремленностью приближались к непрошенным гостям. Их было столько, что страх почему-то моментально улетучился, Фрей и Сила забрались прямиком в их логово. «Не стреляй, пока они не набросятся!» — шепнул Сила, размахивая факелом. Огонь озарял ближние складки и трещины в скале, но Фрей не видел ничего напоминающего выход. Из залитой кровью дыры, сквозь которую они пробрались сюда, доносилось карканье и виск. Внезапно из отверстия вывалилось на пол несколько изуродованных тел, а следом вылезли Кхаллы. Капитаном овладело мрачное чувство, подавившее сожаление и раскаяние. Такое бывает, когда остальные возможности выбора исчерпаны и остается или выжить, или умереть. А в данном случае драться до последнего и погибнуть. Но одновременно с мучительным ощущением неизбежности, смерть уже ничего не значила. Теперь она и являлась для него обычным словом. «Он будет сражаться!» Кхалл с гулким пляском выскочил из воды и зашлепал мокрыми перепонками по камням. Фрей повернулся. Тварь двигалась недостаточно быстро. Дарьян прицелился и прострелил ей грудь. Кхалл недопрыгнул до капитана и безжизненно рухнул у самых ног Фрея. Та для верности несколько раз пнул труп ногами. Ни гибель сородича, ни шум, похоже, нисколько не встревожили стаю. Кхаллы окружили их, подобно тому, как осторожные хищники собираются вокруг раненого зверя. Они приближались и тут же отступали. Фрей и Сила попятились, ступая по сломанным костям и тухлым клочьям мяса. Наконец они уткнулись в стену пещеры. Кхаллы, стопившиеся на краю освещенного круга, злобно скалились на добычу. Моножество диких безгубых морд клацали челюстями, предназначенными для того, чтобы ловить и рвать. Ещё две дюжины твари выскальзывали из воды и карабкались по скалам, как уродливые саламандры. «Сила!» – произнёс Фрей. «По-моему, нас взяли в кольцо!» Борт-инженер неодобрительно хмыкнул. Воткнув факел в щель за своей спиной, он передёрнулся в ёдра бовика и дослал патрон. Фрей оценил положение. В первом револьвере осталось два патрона, за поясом второй, полностью заряженный, и сабля. Держать факел в руке неудобно, но от света он не откажется. Ни за что. Он сплюнул на земь. «Хотел бы я взглянуть на морду железного шакала, когда он узнает, что я уже мёртв!» Криво усмехнулся он. «Вот это – настоящая ирония!» «Ничего подобного, Кэп!» «Просто так сложились обстоятельства!» «Отлично!» – подытожил Фрей. «У тебя, дружище, есть способность видеть самую суть вещей!» Сила приподнял бровь. Дарьян и сам удивился своим словам, но решил подумать об этом позже. Если выберется отсюда. «Было приятно познакомиться с тобой, Фрей!» Капитан принуждённо улыбнулся. «Лучше поздно, чем никогда!» Сила пожал плечами. «Ладно!» Он кивком указал на револьвер Дарьяна. «Ты оставишь пулю для себя?» «Нет!» «Я тоже!» Один из кхаллов разъявил пасть и спустил продолжительное босовитое карканье, которое подхватили другие суплеменники. Постепенно звук превратился в жуткий потусторонний виск. Первородный боевой клич разнесся по пещере и ударил людей по ушам отвратительным диссонансом. Фрей открыл огонь по двум ближайшим к нему кхаллам, лишь для того, чтобы твари заткнулись. Выстрелы послужили для кхаллов сигналом к атаке. Прогремел дробовик сила. Картич уложило сразу троих. Взметнулась вверх кровавая месива из колечной плоти. Фрей потянулся за вторым револьвером, но неожиданно для него самого ладонь схватилась за рукоять сабли. Он решил, что так и впрямь будет лучше, и выдернул оружие из-за пояса. Клинок описал смертоносную дугу и, встретив в воздухе прыгнувшего к халла, рассек его пополам. Затем Дарьян приготовился к новому выпаду. Сабля вела его руку, и хозяин старался не мешать оружию. Громыхал дробовик сила, выбивая бреши в рядах кхаллов. Танкокожих монстров было легко убивать, но они отличились быстротой и ловкостью. Фрей рубил и колол, успевая отмахиваться от кхаллов факелом. Они боялись пламени, но, увы, отступали совсем ненадолго и подыскивали другое место для нападения. Всё большее трупов ложилось поверх старых окровавленных костей, но число кхаллов увеличивалось. Они набрасывались на людей беспорядочно, без какой-либо координации, но убитых сменяли ряды живых тварей. Сила справа от Фрея выстрелил ещё раз, а потом раздался сухой щелчок. «Пять патронов!» «Возьми мой револьвер!» — крикнул капитан. Повторять ему не пришлось. Сила бросил дробовик, выхватил револьвер из-за пояса Фрея и поразил очередного кхалла. «Ко мне, зубастые недомёрки!» — заорал Фрей. Внезапно он сильно разозлился. Нахлынувший гнев заполнил пустоту, которая образовалась в нём после исчезновения страха. Он злился на то, что он умрёт здесь, в крольчатнике, а его жизнь так и останется незавершённой. «Что за дурацкое стечение обстоятельств!» «И будь он проклят, он не сдастся живым!» Возможно, твари уловили в его голосе вызов, потому что вдруг скопом набросились на него. Фрей тоже порадовался этому. «Наконец-то!» Стиснув зубы, он позволил клинку делать то, что нужно. Сабли рубило направо и налево, а они карабкались к нему и прыгали. Он чувствовал, как перепончатые лапы скребли по его телу, но он расшвыривал их и рубил и лисовал факел в мерзкие морды. Повсюду, куда падал его взгляд, он замечал кхаллов. Они всё ещё выныривали из пляшущих теней, но сабля знала своё дело и непрерывно купалась в жидкой солёной крови монстров. Часть его сознания считала револьверные выстрелы, и он уловил торжественно скорбный грохот последнего патрона. Что-то тяжёлое ударило Фрея по тыльной стороне кисти и вышибло из руки факел. Он потянулся за ним, и тут же, словно из ниоткуда, возник хал. Он бросился к Дарину, щёлкая челюстями, Фрей дернулся в сторону, но опоздал. Руку пронзила резкая боль, зубы полоснули по его бицепсу, прежде чем он стряхнул проклятую тварь и отрубил ей голову. Он поискал взглядом факел, но тот катился по сырому дну пещеры. Его последние вспышки вырвали из тьмы триклыкастые морды, похожие на демонов из жуткой детской сказки. Потом пламя угасло, и кхалы исчезли. Сила подхватил факел, который он прежде закрепил в скале, и подвинулся к Фрею. Теперь из оружия у него остался только кинжал. Весьма жалкая защита против ватаги чудовищ, но ничего не поделаешь. А кхалы перестали нападать. Может, поняли, что их добыча слабеет, или испугались сабли Фрея. Бортинженер и капитан, тяжело дыша, стояли в уменьшившемся островке света. Их лица и одежда были густо залиты запекшейся кровью. Битва приостановилась на несколько мгновений, кхалы замерли, это была временная отсрочка, и конец неизбежен. И вдруг... «Ты видишь свет?» спросил Фрей. Он не ошибся. Противоположная стена пещеры озарилась огнем факела, раздался звук бегущих ног и... «Эй!» заорал капитан с такой мощью в голосе, какой доселе и не подозревал в себе. «Сюда!» Халы повернулись к новым пришельцам, послышалась муртианская речь. Свет становился все ярче, а затем, когда люди появились в поле зрения, разделился на отдельные огоньки. Четыре, пять, шесть вооруженных человек вбежали в пещеру. Их возглавляла Эхри. Она выкрикнула команду, и вновь прибывшие стали стрелять. Трещали винтовки, грохотали дробовики. Кто-то бросил фосфорный фальшфайр, и ослепительная вспышка залила все вокруг. Увиденное ужаснуло Фрея. В пещерике шмяки шели кхалы. Твари припустили на утек, как тараканы, застигнутые врасплох включенную на кухне электрической лампочкой. Дарьян будто очутился в аду какой-то древней, существовавшей задолго до пробуждянцев религии. Повсюду метались гротескные тени отмечащихся визжащих монстров. Несмотря на подавляющее превосходство в численности, кхалы сразу потеряли весь азарт. Люди устремились на них, а те бросились в рассыпную. Твари укрывались в отверстиях или ныряли в большое темное озеро посередине пещеры. Фрейзор убил кхала, который случайно оказался слишком близко к нему, но остальные были слишком озабочены и не обратили внимания на соплеменника. В конце концов, они являлись животными и очень быстро поддались панике. Спустя пару минут всё стихло. Фрейзор позволил острию своей окровавленной сабле уткнуться в землю, а он не мог поверить, что уцелел. Преодолевая головокружение, он поднял револьверы и сунул их за пояс. От усилия, которое ему пришлось приложить, чтобы выпрямиться, и из-за резкого падения уровня адреналина в крови его ноги подогнулись. Он упал бы, если бы Сила не поддержал капитана. Как только кхаллы разбежались, Эхри кинулась к пленникам. Её сопровождал уже знакомый Фреймужчина, несомненно её возлюбленный. Оба крепко обнялись Сила. «Я не был уверен, что вы доберётесь сюда», произнес Сила по-муртиански. «А я сомневалась, что мы застанем тебя здесь», ответила Эхри. «Аккат убьёт вас». «У него ничего не получится», сказала Эхри, сурово взглянув на него. «Сегодня мы закончим то, что начал ты. Мы с ним разделаемся». Сила вслушивался в ночные звуки джунглей и смотрел, как воротом поднимали на верёвки последнего из спасителей. Тёплый влажный воздух пробудил в бортинженере множество давних воспоминаний о той поре, когда он подчинялся страстям, а мир был намного проще. Чёрное и белое, сами и муртиане. Он проскальзывал сквозь лес с ножом зажатым в зубах, незаметно крался мимо стражников под покровом темноты. Он увидел, как в хаосе перестрелки раздавались вспышки выстрелов. Это было время насилия, свободы и уверенности. Рядом с ним стояли Фэл и Эхри, Фэл ловко делал самокрутки, Эхри курила. Они стали намного старше, но это было неизменным. Бессловесное родство душ. Он посмотрел на капитана. Фрей прислонился к дереву и опустил голову. Ему изрядно досталось, подумал Сила. Он отбросил надежду и приготовился к смерти. Такое возвращение даром не проходит. Но Сила знал, что Дарьян выдержит. Тебе повезло, говорила Эхри. Мы потеряли отметки, которые ты делал, но нам помогли ваши выстрелы. Там настоящий лабиринт. Вы нашли другую тропу, произнес Сила. Я вам благодарен. Рядом уныло сидели на траве трое молодых муртиан. Их связали и заткнули им рты. Аккад оставил на страже тех самых караульщиков, которые схватили Силу и Фрея. Возле крольчатника кто-то всегда нес дозор на тот случай, если родственники приговоренных попытаются вызволить их из ямы. Но Эхри привела с собой целый отряд. Охранники сдались без сопротивления. Фел вручил самокрутку Сила и начал сворачивать еще одну для себя. Бортинженер прикурил и указал на пленников. «Что вы собираетесь с ними сделать?» «Отпустим!» Бросила Эхри. Он взглянул на свою собеседницу. Ее лицо было озарено блеклым лунным светом, пробивавшимся сквозь густую листву. «Мы можем удрать или довести дело до конца!» Заявила она. «Но я не сбегу!» «Все из-за меня!» Она покачала головой. «Так или иначе, это должно было случиться. Завтра, на следующей неделе, через месяц. Но твое появление ускорило события. Очень многие, как и мы, считают, что Акад забыл о несчастьях наших братьев Мортиан. Пояснил Фел, уставившись на трубочку из бумаги и трав, которую держал в руке. «Он не стремится к освобождению наших сородичей, томящихся в неволе. Он хочет лишь властвовать. Он стал параноиком», добавила Эхри. «Каждый день выдумывает что-то новенькое». Сила мрачно затянулся самокруткой. Акад безумно боялся измены еще до неудачного восстания. А теперь ситуация осложнилась до нельзя. «И люди совсем другие», продолжал Фел. «Они испуганы. Акхаллов закармливают. Акад наказывает невинных и таким образом превращают в предателей их родственников. А он готов на все, чтобы защитить нас». Горько вздохнула Эхри. «Хотим мы того или нет?» Она стала гораздо суровее, чем он ее запомнил, а ведь и тогда она отличалась непреклонностью. Но то было в иное время, когда ОН и ФЛ соперничали друг с другом, а она никак не могла сделать выбор. Девять лет назад он попытался свергнуть Аккада. А Эхри заболела, ее укусила змея. Фел отказался покинуть ее. И Сила понял, он не будет ждать, пока она поправится. Слишком много осколков нужно было сложить, тогда каждый решил, что или кто для него важнее. Для Сила Эхри находилась на втором месте, но не для Фела. Он несколько не удивился, узнав по возвращении, что они поженились и носили на ладонях знак своей любви. Но прежде они заключили договор. Если кого-нибудь из них бросит в крыльчатник, остальные выведут его оттуда. Но все сложилось иначе. Единственным здоровым из них на тот момент оказался Фел. Ему одному было не под силу спасти мятежников. Он и Эхри избежали возмездия, потому что оба не принимали участие в бунте. Вдобавок их не выдали. Сам Сила уже сбежал, спасая свою жизнь. Он сомневался, что Эхри и Фел помнят о договоре. А если именно они раскрыли Аккаду план заговорщиков? Укус ядовитой змеи случился подозрительно, кстати, для этой пары. Но Сила быстро откинул недостойные мысли. Эхри, которую он знал, должна была испытывать жестокие муки совести. Она пойдет на что угодно и загладит свое вино. А Фел, как всегда, будет рядом с ней. Он наблюдал, как другие проверяют оружие, все отлично натренированы и целеустремленны. Он заметил и вардийца, который был в свете вождя. Его звали Грифдон. Похоже, гниль насквозь проела мир Аккада. Что вы собираетесь предпринять? Поинтересовался он. Фел нервно закурил самокрутку. В прошлый раз нас предали. Теперь такого не случится. Он ничего не подозревает. У него в хижине только четыре охранника и двое из них наши. А ты? Спросила Эхри, бросила окурок на землю и тщательно придавила ногой. Сила уловил напряжение в ее тоне и догадался о причине. Восстание организовывала именно она. Как же он сразу не понял расстановку сил? Возможно, она радовалась его возвращению, но случилось это не кстати. Мне нужна карта, сказал он. Мы слышали. Ты ищешь Гагрииск. И что ты намерен делать, когда получишь ее? Вмешался в разговор Фел. Помогу капитану. Ты необходим нам, изумленно вскинулся Фел. Ты, живая легенда, ты все то, чем не является Аккад. Он не позволял нам устраивать набеги на лагеря саммайцев, чтобы добыть медикаменты. Но ты же безжалостен. Он прав. Непринужденно подтвердила Эхри, ее глаза были твердыми, как кремни. После того, как мы покончим с Аккадом, если ты будешь с нами, они объединились бы вокруг тебя. Я не гожусь в лидеры, вымолвил Сила. Верно, согласилась Эхри. А я гожусь. И хотела бы иметь тебя рядом с собой. Народ к тебе потянется. Сила затянулся окурком, и у него запершило в горле. Он загасил самокрутку, смял ее и сунул в карман. Старая привычка. Бросать окурки в джунглях — верный способ сообщить врагу о своем присутствии. — Однажды так уже было. Я не вынесу такого бремени повторно. Эхри отступила от него на шаг. На ее лице проступило какое-то новое выражение. Какая-то уродливая тень во взгляде. — Значит, ты вернулся не ради нас? — Да. — ответил Сила и указал на Фрея. — Ради него. — Вардейца? — ехидно ухмыльнулась она. — Старого друга. — А как же мы? — произнес Фелл. Эхри отвернулась от Сила. Она излучала разочарование. Он не станет исправлять положение в лагере и вдохновлять людей. Он пришел за картой и исчезнет, как только получит ее. Снова бросит их. Снова изменит делу. — Зачем тебе понадобился Гагрииск? — осведомилась она отчужденно и недружелюбно. — Чтобы освободить заключенного. — Муртианина? — Йорта. Эхри фыркнула. — Сила. Что с тобой случилось? — Я попробовал и потерпел неудачу. — Ты сдался. Злобно и презрительно поправила она. Ее настроение резко изменилось. — Эхри. — проговорил Фелл, всегда выступавший в роли миротворца. Он протянул руку, чтобы прикоснуться к ней, но она сердито отмахнулась. — Ты обещала к каду лекарства и еду. — Отчеканила она Сила. — Привези их, и мы дадим тебе свою карту. — Справедливо. — Кивнула Сила. — У тебя есть транспорт? — Для пятидесяти человек. — Поместятся. — Эхри! — воскликнул Фелл. — Гагрииск? — Ты, наверное, шутишь. Эта каторга была страшной легендой для Муртиана еще до нашего рождения. — Рявкнула она, срываясь на мужа. — Сотни наших братьев и сестер гибнут от непосильного труда. Ее слова задели Фелла, и он будто окаменел. — И ты хочешь напасть на Гагрииск? — Да. И каждый свободный Муртианин услышит о нашем налете. Молодежь последует за нами. Жизнь будет совсем не такой, как пряк Каде. Фелл покачал головой. — Чистое самоубийство! Так поступил бы Сила! — ганевно произнесла она. Сила уставился вниз и кивнул своим мыслям. Он заслужил ярость, которую она обрушила на него. — Забирай своего капитана! — сказала она. — Возвращайся на свой корабль. К рассвету все будет закончено. — Как насчет Аккада? — спросил он. — Вы его пощадите? — Это тебя не касается. Ты здесь вообще ни при чем. Сила отвернулся. — Время дорого. Я надеюсь вернуться завтра или самое позднее послезавтра. Он подошел к Фрею, а за спиной он слышал голос Эхри отдающей команды. Сейчас они проскользнут в лагерь, а Сила направится в другую сторону. Когда он приблизился, Дарьен поднял голову и, похоже, лишь сейчас обратил внимание на общее оживление. — Что стряслось? — обратился он к Сила. Сила потребовалась несколько мгновений, чтобы вновь переключиться с муртианского языка на вардийский. — Расскажу на обратном пути. — пробормотал он. — Мы не с ними? — Нет. Фрей нахмурился. — С тобой все в порядке? — Да, Кэп. — кивнул он. Дарьен не задавал дополнительных вопросов, и Сила была ему благодарен. Возможно, он до сих пор оставался с Капитаном лишь по одной причине. В глубине души он верил, что Фрей поймет его, если прошлая Сила когда-нибудь вскроется. Наверное, Дарьен был единственным человеком, способным на это. Обнаружив разбитый Кэтти Джей умирающего Фрея, он, конечно же, нашел в трюме и труп молоденького Дака. Поблизости от солдата валилась винтовка с окровавленным штыком. Никого из других членов экипажа на борту не оказалось, Сила моментально догадался о том, что произошло. Они оба потерпели провал. Они не смогли быть лидерами и помалкивали об этом. Но отреагировали на свои трагедии они по-разному. Сила твердо решил, что никогда больше не поведет людей за собой, он считал себя недостойным брать ответственность за жизни других. Фрей же оставался капитаном с тем условием, что ему не будет дела до своей команды. Но время заставило его изменить позицию. Все началось с водопадов возмездия. И теперь время грозило сокрушить его. Сила видел, как убийственно сказалось на Дарьене необходимость тянуть их в свои проблемы. Кроме того, экипаж волей-неволей искупал его ошибку. Если кто-нибудь из них погибнет, Фрей сломается. Муртианин сожалел, что не сможет убедить капитана в предности экипажа Кэтти Джей. Если надо, они встанут за него горой. И не важно, лично это проблема или общая. Они здесь. Один за всех и все за одного. Но Сила больше не имел права что-либо советовать. Девять лет проведенных в полной пассивности. Рабство, на которое обрек себя по собственной воле. А сейчас круг замкнулся, Сила чувствовал, что он чего-то лишился. Такой расклад ему очень не нравился, хоть тресни. Пин был совершенно подавлен. Он сидел на грязном металлическом полу каюты, который уже давно делил с Харкинсом. Перед ним на нескольких листах бумаги, испещренных неуклюжими чертежами, лежала самарландская безделушка. Проклятая штука сломалась через два дня после того, как он купил ее. Заводная птичка замерла в своей клетке, и ее щебет умолк навсегда. Но она все еще была таинственным шедевром, созданным мастерами, а точнее, настоящими волшебниками. И, конечно, его приобретение совсем не никчемное барахло, которому место только на помойке, как выражался Малвори. Харкинс спал на нижней койке и отчаянно дергался, будто видел во сне, как его жестоко колотят. Арис был рад покою. Эджандрю терпеть не мог, когда он работал в каюте и постоянно жаловался. Его раздражал яркий свет, скрип ручки по бумаге, и то, что Пин громко пускал ядовитые ветры, от которых Харкинсу тошнило. Но именно здесь Пин занимался своими экспериментами. В общем, Харкинсу приходилось терпеть, и в конце концов он одурел от вонючих извержений и усколизнул в беспамятство. Арис знал, что у него на роду написано стать гениальным изобретателем. Он был самоуверен и считал себя великим во всем, к чему доводилось приложить руку. Ладно, пусть он не просек, как делать те хитрые штучки, которыми славились сами. Ничего страшного. Он генератор идей. Правда, беда состояла в том, что вдохновение исчезло. Проверку теории бутерброда и слага он отложил на потом, до тех пор, пока не сможет заполучить еще несколько кошек. Кроме того, прежде он не видел, как слаг падал и приземлялся на лапы. Несомненно, слаг ненормальный кот. У него мозги не в порядке, и он должен быть странным и в других отношениях. Ему, небось, тысячи лет. Очень необычный котяра. И дрочливый, как ман. Кстати, об этом напоминала добрая дюжина кусков пластыря, прицепленных к лицу и голове пинна. Сарапины еще побаливали. Нет, слаг определенно не подходит для научной деятельности. Он попытался вспомнить, как создавал невероятную огненную слизь, но так и не смог. Повторные эксперименты закончились полным крахом. А как эффектно все получилось. Даже хвостун Крейг признал. Но ему было весьма трудно придумать, как ее использовать. Он долго бродил с кастрюлькой с Лиззи по кораблю и пытался найти ей хоть какое-нибудь практическое применение. Сначала Пин обмакнул в нее кончик сигареты, чтобы та подольше курилась, но после пары тройки затяжек у него начались галлюцинации. Ему померещилось, что в темном трюме прячется железный монстр. Поместь человека и собаки. В общем, что-то ужасное. Но Пин никогда не умел хорошо разбираться во всяких мелких подробностях, поэтому он решил, что его огненная слизь немного ядовита. Целую ночь, пока Сила и Капитан шлились под джунглем, он сидел в каюте, безуспешно стараясь родить новую идею. Он рисовал неопрятные каракули и множество стрелок, но успеха его чертежи не приносили. Дело портило и то, что теперь обе его руки висели на перевязях. И рисовать оказалось почти невозможно. Он чувствовал себя как буйно помешанный в смирительной рубашке или ощипанная индейка, дожидающаяся, когда ее сунут в духовку. Он не без труда засунул руку в карман и вытащил сложенную ферротипию. Это один из двух портретов его возлюбленной Эманды, которым он успел рожиться. Второй он вставил в рамочку и прикрепил к приборной панели Скайланса. Ари смутно помнил, что раньше там находилось изображение другой девушки, Лоринды, Лиссандры, но так или иначе она навсегда ушла из его жизни. Белые складки делили портреты Эманды на четыре части. Ее возраст приближался к пятидесяти годам, значит, она была вдвое старше, чем Пин. Эманды красовалась в шикарном платье с большим вырезом, открывавшим пышную грудь. На ее лице сияла широкая улыбка, выставляя на всеобщее обозрение восхитительно кривые передние зубы. Густые кудри вероятно имели рыжий цвет, а может и каштановый. Он не знал точно. Ферротипия была черно-белой, а с тех пор, как он увидел предмет своей любви, минуло уже несколько месяцев. Обычно любуясь на портрет, он вздыхал, но сегодня ему показалось, что в ее глазах застыла укоризна. «И когда ты разбогатеешь, Эррис, когда ты преподнесешь мне все то, чего я заслуживаю?» «Прости, Эмонда», пробормотал он и пошевелил ранеными руками, чтобы показать ей. «Я не виноват». Никто из команды не понимал его. Они думали, что разбираются в любви, но ошибались. Например, Харкинс, который сохнет под жест, а она вовсе не замечает. Или Фрей гоняется за этой девкой трупного цвета, ведь любому дураку ясно, что она с радостью всадит нож ему в спину просто для развлечения. Или Крейг, который считает себя гораздо лучше Пинна, а сам заикаться начинает, когда кто-нибудь упоминает о самом Дребри. Воображают себе что-то несбыточное и страдают. Они же в разных лигах, и... Ну, в общем, Пинн так и не смог подобрать подходящее сравнение, ну, короче, очень далеко друг от друга. Они завидовали ему. У него-то была женщина. И она любила его. Эмонда сама призналась ему в этом однажды, когда они пьянствовали, кутили и играли в разных заведениях королевского шпиля. Но, конечно, нищий бродяга не достоин настолько великолепной дамы, как только он разбогатеет и прославится, он вернется к ней победителем. А не дошли ли до нее слухи о его подвиге в тростниках? Взаимоотношения Пинна с реальностью никогда не отличались надежностью, и он сам верил в то, что участвовал в гонках. Он действительно летал в тот день. Он выиграл и посадил свой файтер без двигателей. Аррис Пинн пилот из пилотов. О да, Эмонда услышала о нем. О тех соревнованиях говорила вся Вардия. Эмонда должна гордиться им. Она любит героя. Но и этот славный подвиг не принес ему богатства. Чувствуя, как его разбирает гнев, он сложил ферротипию, спрятал ее в карман и покинул каюту. Открыть сдвижную металлическую дверь, когда обе руки перевязаны, оказалось нелегко. Интересно, почему Малваре понадобилось подвешивать его обожженную руку наперевесь? Вроде бы в этом не было никакой необходимости. И лишь после того, как он справился с дверью, Пинна осенила. Док просто захотел посмеяться над ним. В коридоре он столкнулся со слагом. Кот держал в зубах крысу и угрожающе косился на пилота. Наверное, гадал, когда надо нападать на беззащитного врага. Пинн занес ногу, чтобы пнуть кота, но ослаг развернулся и с оскорбленной храбростью неторопливо затрусил прочь. Внимание Пинна привлекли звуки, доносившиеся из трюма. Голоса и поскуливания гидравлического привода рампы. Добравшись туда, он обнаружил, что вернулись капитаны сила. Снаружи сочился серый свет раннего утра. А еще в трюме находились Ашу и Крейг. Следом за Пинном явилась Джесс. Каждый отреагировал на шум гидропривода. Было странно видеть почти всю команду на рассвете, но обитатели Кэтти Джей не придерживались строгого распорядка. Джесс всегда бодрствовала. Крейг решил последовать ее примеру и валился с ног от усталости. Похоже, он экспериментировал. Ишь ты, соперник выискался. Подумал Пин. Хорошо прогулялись? Спросил Грейзер, зевая в кулак. Нормально. Ответил Фрей. Почему не спите? Изобретаю! Громко объявил Пин. Грейзер бросил на него короткий взгляд. Меня осенила одна идея, Кэп. Выбери минутку. Разделайся с демоном, я подарю тебе своего первенца. Заявил Дориан. Если у тебя когда-нибудь будут дети. Усмехнул Исяшо. А уж без твоих детей я как-нибудь обойдусь. Добавил Крейг. Но Фрей был не расположен шутить. У нас проблема. В джунглях имеется лагерь полный людей, которым остро нужны самые обычные медикаменты и еда. Провизию добыть легко. С лекарствами будет сложнее, а времени мало. Но вы тратите его на благотворительность? Удивилась Джесс. Я заключил сделку. Они получат материальную помощь, а мы ударный отряд. Крейг вопросительно взглянул на сила. Лицо борта инженера было абсолютно бесстрастным. Грайзер вздохнул. Карафи сапли. Ты опять собираешься устроить там танец с саблями? Фрей проигнорировал его реплику и обратился к остальным. Кто-нибудь знает, как раздобыть медикаменты? Или вот что? Разбудите Малвори. Я могу это устроить. Произнесла Ашуа. Все изумленно уставились на нее. Прошу прощения. Начал Фрей. Доставьте меня в шассиит. Я добуду вам то, что нужно. Правда? Спросил удивленно моргнув Дориан. Он будто не верил, что проблему удастся столь быстро разрешить. Да! А раздраженно выкрикнула она. Фрей сразу исполнился подозрения. Фрей сразу исполнился подозрениями. А цена? Человек, которого я знаю, он очень богат. Существует только один способ убедить его расстаться с таким количеством медицинского добра. Ашуа нервно постучала ногой по полу и поглядела на потолок. Ее глаза блеснули от навернувшейся влаги. Я хочу присоединиться к вашей команде. Надолго. Пока сама не решу уйти. Нет! В испуге воскликнул Пин. Нет! Возразила Джесс. Нет! Бросил Крейг. Договорились! Кев Нолфрей. Глава двадцать восьмая. Возвращение домой. Законный бизнес. Крейг видит возможность. Джесс и кот. Дверь открыла долговязая девочка Самарланка лет двенадцати-тринадцати с изящными чертами лица, враждебными карими глазами и смоленой кожей. От нее исходило подозрение и небрежная хищная самоуверенность. Ашу не поддалась заблуждению. В этом возрасте она была точно такой же. Несмотря на внешние различия, она мгновенно узнала свою замену. «Позволь я угадаю», сказала она по-самарландски. «Он нашел тебя на улице и стал воспитывать. Как у тебя со словарным запасом?» «Изысканный», вызывающе ответила девочка повардийски. «Он предупредил меня о встрече с тобой». «Ясно», ответила Ашуа. Девочка долго разглядывала ее и корчила презрительные гримасы. Нельзя было ни на минуту усомниться. Она стремилась дать понять Ашуа, что и в грош ее не ставят. В конце концов она отступила в сторону и позволила ей войти в дом. Мадеус сменила много жилищ, но все они рано или поздно превращались в развалюхи. Прекрасные диваны в зале были истерты и покрыты пятнами, огромное зеркало помутнело, краска на стенах облупилась, крошечные окна покрылись грязью и почти не пропускали света. Переезжая на новую квартиру, Мадеус тут же роскошно ее обставлял, но само его присутствие губительно сказывалось на месте обитания. В своем нынешнем убежище он прожил три месяца и оно уже оказалось в плачевном состоянии. Ашуа следовала за девочкой по коридору с полуоткрытыми дверями, здесь царила духота, потолочные вентиляторы не работали, и повсюду ей попадались на глаза незнакомые люди. У Мадеуса всегда собирались странные компании. Он окружал себя подсевшими на наркотики философами, художниками-декадантами и заблудшими душами, которые попадались в его сети. Дни пролетали за пустопорожней болтовней, подкрепляемой куревым и уколами. Некогда Ашуа считала его приятелей изумительными личностями, героически отказывающимися мириться с унылым прозябанием. Но все они стремительно угасали и скатывались на дно. Уважая желание хозяина, Ашуа не посещала его, а Мадеус похоже произвел очередную перестановку. Избавился от старых друзей и завел толпу прихлебателей, которая будет ему интересна, но, увы, ненадолго. Хотя был один человек, с которым Мадеус ни за что бы не расстался. Ашуа обнаружила его в кабинете. Он сидел за столом и пил мятный чай. Разложение, охватившее дом, не затронуло это укрытие, однако болезненно сладкий запах пота и невоздержанности не выветривался и отсюда. Он взглянул на нее поверх очков. Осбри Фоле, преждевременно посидевший, подтянутый и узкоплечий. Осбри, помимо прочего, был бухгалтером Мадеуса, то есть управлял его финансами. Ашуа нравился Осбри, и он тоже симпатизировал ей. Они стали своеобразными заговорщиками. Две трезвых головы среди множества дурманиных. Он коротко кивнул ей, вложив, впрочем, в свой жест гораздо больше эмоций, чем она могла ожидать от него. Затем он вернулся к работе. В конце коридора находилась двустворчатая дверь. Девочка открыла ее и впустила в тесной комнатушке, окна были задернуты тонкими красно-зелеными занавязками, в проникавшем сквозь них слабом свете медленно плавал слоями едкий дым. Помещение ломилось от дорогой мебели, которое выглядело неухоженно и обшарпанной. Сквозь наркотические испарения пробивался запах смерти, как в больнице. Мадео с полузакрытыми глазами раскинулся на позолоченные оттаманки, рядом с ним на полированном приставном столике лежали серебряный шприц, резиновый жгут, курительная трубка и куча других вещей. Между пальцами тлела очевидно забытая сигарета, превратившаяся в длинный столбик пепла. Девочка шагнула за Ашуа, но та преградила ей путь. «А сигарета? Я разберусь!» пообещала Ашуа и захлопнула дверь перед ее носом. Воздух в комнате был сизым и туманным. Ашуа будто попала в чужой сон. Она уже подзабыла ощущение нереальности, пронизывающая все места, где поселял самоделс. Здесь время и сознание сразу путались и выходили из привычной колеи. А она давно не бывала у него и успела привыкнуть к ясности. Возможно, именно поэтому он и сказал, что ей следует покинуть его. Ей, видите ли, надо жить в Шассиите самостоятельно. После юности, проведенной возле него в качестве не то дочери, не то работницы, не то домашнего животного, ее вышвырнули на улицу. Это причинило ей боль, но она рьяно кинулась в новообретенную независимость. Она быстро выучила местный язык и ознакомилась с нравами теневого мира. Но выживать различными способами было проще простого. Она только тем и занималась, сколько себя помнила. Она заключала сделки, обзаводилась союзниками и врагами, воровала, когда было нужно, обманывала, если удавалось. Она хотела доказать ему, что она ловкая и умелая. Она прекрасно обходится и без него. А потом он увидит, что урок хорошо выучен и заберет ее обратно. Она никогда не думала всерьез, что ее изгнание лишь временно. Ашуа села на томанку, вынула сигарету из его пальцев и погасила в пепельнице. Мадеус пошевелился, немного приоткрыл глаза. По его лицу медленно расплылась изумленная улыбка. Ашуа, моя дорогая, нечленно раздельно промемлил он. Привет, Мадеус. Он слабым движением указал на столик. Ты наверное не... Начал он. Она взяла его руку в свои ладони. А да, пробормотал он. Ты ведь никогда этого не делаешь. Его кожа совсем высохла. Кости были хрупкими как у птицы. Он выглядел болезненным и изможденным. Она почувствовала, как что-то подступило к горлу. Он продолжал улыбаться, как слабоумный. Я помню день, когда встретил тебя. Сказал он, но фраза осталась незаконченной. Слова оборвались под тяжестью неодолимой литургии, под властью которой он находился. А она бы предпочла это забыть. Она погладила его пальцы. Все в порядке. Не волнуйся. Мадеус закашлялся и неуверенно потянулся за сигаретами. Ашуа молча взяла одну из золотого портсигара, прикурила и вложила ему в губы. Она столько раз повторяла это движение, что оно превратилось в рефлекс. Он затянулся и вытянулся на оттаманки. Она поняла, что он стремительно уплывает и стиснула его руку, прежде чем он успел полностью отрешиться от действительности. Мадеус, резко произнесла она. Он очнулся и недоуменно посмотрел на нее. В его глазах появилось подобие сосредоточности. Откуда ты взялась, моя дорогая? Разве ты не знаешь, что здесь может быть опасно? Она попыталась выжать из себя улыбку, но она умерла на ее губах. Я уезжаю, заявила она. Аммм, протянул Мадеус, мысли которого снова ускользнули в неведомые дали. Аша собрала его длинные волосы, упавшие на лицо, чтобы вырвать Мадеуса из транса. Я уезжаю, повторила она твердо. Навсегда покидаешь Асиит. Я присоединилась к команде Кэтти Джей. Он стал серьезным. Ага, ведь ты хотел, чтобы я так поступила. Да, рассеянно сказал он, как будто пытался что-то вспомнить. Но я им кое-что должна. Уверена, ты не будешь возражать. Медикаменты. Малвари составил для меня список. Он доктор? Мадеус широко улыбнулся, но в его глазах вдруг блеснули слезы. Внезапно у нее перехватило дыхание. Ее захлестнуло ужасающе мощное чувство, от которого она наверняка могла бы взорваться изнутри. Ашу отвернулась от Мадеуса. Насколько печаль принадлежала лично ему, а насколько была порождена наркотиками. И какая, в принципе, разница. Я отдам список Озбри, ладно? Хрипло прошептала она. Так будет лучше всего. Он тебе поможет. Ответил Мадеус. Его веки сомкнулись, и она на мгновение решила, что он заснул. Но он заговорил снова, тщательно подбирая слово. Твой капитан. Какое выражение для него подходит? Протравленный. Он фыркнул. Это не фраза, моя дорогая, но я тебя прощу. Он пошевелился и вслепую провел рукой по столику. Его пальцы скользнули мимо резиновой трубки и нащупали серебряный шприц. Он удовлетворенно вздохнул. Ты не позовешь ко мне девочку? Чувствуя, как глазам подступает едкая влага, она взяла шприц и жгут. Зачем? Ласково произнесла она. Я же здесь. Он опаздывает, сообщил Крейг, держа перед собой карманные часы. Малвари уставился на демониста сквозь свои круглые очки с зелеными стеклами. Нет, как же так? Возмутился Грайзер. Он оптовый торговец. Мы покупаем продовольствие. Все происходит мирно и в рамках закона. Расслабься, сделай милость. Малвари посмотрел на улицу, оба они сидели на веранде кафе, под ними мычали и орали рушу и ослы, скрипели телеги, толкались и перекликались горожане. На противоположной стороне пыльной улицы находился склад пекарни, его перекошенные деревянные ворота были распахнуты на стеж. Во дворе сновали светловолосые даккадийцы. Такое количество харчей сразу не погрузишь, заверил он Крейка и добавил обмахнувшей смесь из ты ладонью. К тому же в Самарле не слишком торопятся. Крейк спрятал часы и развернул вардийскую газету, купленную у мальчишки разносчика. Она оказалась вчерашней. Заголовок на первой полосе поверх демонисту воторопь. Вандалы, разгромившие Ментенфорс, все еще на свободе. Они же размещались в эротипе купола-хранилища Института Ментенфорс, в котором Малвари пробил из пушки огромную дыру. К счастью, их имена упомянуты не были. Получается, что Брейг и Руч ничего не сказали прессе. Интересно, что бы это значило на самом деле? Но пока он не мог холоднокровно обдумывать события. Крейк положил ноги на соседний стул, он обливался потом и даже большой зонт не защищал его от солнца. Зонт был закреплен посреди круглого столика из кованого железа, на котором стояли чайник травяного чая и графин сладкого мясного ликера. Весь минувший час Малвари неутомимо прикладывался к своему стакану и помаленьку пьянел. Крейк, отказавшийся от алкоголя, изрядно нервничал. Ему не схватят самайские солдаты. Но Малвари напротив чувствовал себя в безумной суматохе спокойно. Они приняли меры предосторожности и зарегистрировали корабль под другим названием. Кроме того, Джесс для конспирации перегоняла Кэтти Джей из порта в порт, которые были расположены в разных концах города. Конечно, им потребовалось некоторое время, они потратили на все еще одну ночь. Но теперь дело оставалось за малым. Сейчас они получат продукты, Ашия в свою очередь занималась лекарствами. Капитан отправился искать тренику Дракен, которая тоже находилась в Шассиите. У него имелся компас со вселенным туда демоном, а у нее серебряное связное кольцо. Малвари и знать не хотел, что происходило между ними, но капитан заявил, что у него есть план нападения на Гагрииск, в котором он предусмотрел ее участие. Короче, ему виднее. Но и новость, пробормотал Крейг, поднимая голову от газеты. Какой-то город Валенфае публично объявил, что будет воевать с арцгерцогом, если тот попытается объявить пробуждянцев незаконно. Ничего себе, пробормотал Малвари. Крестьяне, должны соображать, что арцгерцог такого не потерпит. Доктор отхлебнул ликера. Он не любил болтать с грайзером религии. Демонист ненавидел пробуждянцев и заводил обличительные речи по любому поводу. Малвари не верил во всеобщую душу, попытка разочарованных роялистов сделать пророка из последнего короля была шита белыми нитками. Но и не собирался мешать другим. Проблема состояла в том, что эрцгерцог придерживался иного мнения. Он мечтал о возможности избавиться от них. Все могло обернуться плохо. На его памяти Вардия уже дважды воевала за свою свободу. Многие считали, что сами намерены напасть и в третий раз. Но вместо того, чтобы обедниться, вардийцы ссорились между собой. Малвари боялся подумать о том, что случится, если кто-то не уступит. Вардия не знала гражданских войн с тех пор, как герцоги ликвидировали монархию. Одна только мысль о том, что «Они прежде всего вардийцы. Почему люди так забывчивы?» Именно капитан, вернувшись из-за погибели полгода назад, снабдил эрцгерцога боеприпасами, необходимыми для борьбы с пробужденцами. Малвари следовало бы остановить его, но он предоставил событиям идти своим чередом, он всегда так поступал. Его охватило уныние, приятное опьянение исчезло. Он осушил свой стакан и наполнил его снова, но облегчения не было. Доктору стало как-то неуютно. Он потянулся, шлепнул ладонью муху, усевшуюся на затылок, и обвел взглядом веранду кафе. По ней бродил одинокий официант. Сами вардийцы прятались от яростного солнца под зонтами и тентами, улица вокруг сделалась зловещей, вокруг зудело бормотание шпионов и тайных заговорщиков. Сколько еще продержится этот неустойчивый мир? Возможно, сами наблюдают за вардийцами, завидуя их богатым запасам аэрума. Наверное, скоро объем контрабандных поставок через зону свободной торговли станет для них недостаточным по сравнению с их мечтами о великих империях. Все менялось и вряд ли к лучшему. Он вспомнил встречу со старым приятелем в клубе Аксельби, предложение Хоукби было заманчивым. Постоянная работа в приюте, уход с душевнобольными, а потом собственный хирургический кабинет. Тогда перспектива показалась ему замечательной, но сейчас он засомневался. Подобное будущее немного страшило. Или, если говорить честно, его пугал алкоголь. Он помнил свою прежнюю жизнь. Серость, сплошная рутина. Дом, операционная, клуб. Малвари боялся этого ритма. Он моментально находил места, где можно было выпить, и скоро возлияния стали узловыми моментами его дня. Вся происходила регулярно, как движение стрелки часов. Порция виски с позаранку, чтобы взбодриться, в следующий раз, перед утренней сменой, но никогда между приемами пациентов, пока он делал записи в истории болезни. Затем во время ланча, чтобы передохнуть. Во время операции он воздерживался, но вечерами страдал без крепких напитков. Поэтому он прикладывался к бутылке, прежде чем отправиться в клуб. А там принимался за дело по-настоящему. В полетах он скучал, но зато оказавшись на земле не сомневался, что Кэтти Джей нигде не задержится и снова отправится в путь. Конечно, Малвари закладывал за воротник, но когда команда нуждалась в нем, он собирался силами. Если капитан Дарьян Фрей никогда не знаешь, где и во что вляпаешься. Это неупорядоченность заставляла Малвари быть относительно трезвым на протяжении большей части дня, или по крайней мере не пить до посинения. Он не желал подводить товарищей и валяться, словно кит на мели, пока они будут рисковать головами. Но предложение Хоукби было соблазнительным, Малвари хотел ощутить себя тем молодым хирургом, который заслужил медаль, спасая солдат с поля битвы. А что станешь делать, если... Ну, ты понимаешь... Крейк опустил газету. Если что? Если у Кэпа не получится? Малвари! Грайзер выглядел потрясенным. Брось притворяться! Капитан не умрет! Неужели? Тебя посетила гениальная идея? Возможно. Уклончиво бросил Крейк. Малвари ждал. Демонист отхлебнул чаю. Ну? Рыкнул доктор. Выкладывай! Не знаю! Плачущим голосом ответил Грайзер. У меня есть кое-какие задумки. Пока чистая теория. Кап сегодня что-то принес. Металлический шар с проводами. Он по твоей части? Да. А поконкретней? Шар предназначен для того, чтобы железный шакал не мог его найти. Он придумал кличку для своего гада? Так называл его колдун в изнанке. А-а-а-а-а. Малвори откинулся на спинку стула. Разговор всерьез заинтересовал его. И как шар работает? Грайзер поставил чашку с недопитым чаем. Он был рад отвлечься. С его лица даже исчез налет усталости. Я считаю, что проклятие является выдающимся примером искусства. Начал он. Сведения о существовании примитивного демонизма задолго до того, как мы подошли к нему с научных позиций, существовали всегда. Вдобавок, такую практику сложно отличить от суеверия. Вероятно, самарландские колдуны занимались этим на протяжении многих столетий, но в данном случае мы столкнулись с демонизмом, который опередил наши методы. «Вселить в предмет столь разумное и изощрённое создание, дать ему подробные инструкции, не исключено, что нынешний демонизм — лишь остатки древнейших знаний. Ну а мы старательно изучаем всё заново. Возможно, наши представления об искусстве перевернутся вверх тормашками. Я был бы счастлив, если бы разгадал, где и когда возникла реликвия». Малвори, заметив, как разволновался его друг, громко хохотнул. «Чтоб мне провалиться! Теперь ясно, на чем работает твой мотор!» Крейг тоже усмехнулся. «Верно. И теперь наш капитан стал неким... маяком. Он испускает сигнал. Я думаю, что именно поэтому железный шакал находит свою цель. И от него не скроешься. Он всегда знает, где преследуемый. «И ты решил заблокировать Кэпа?» Крейг щелкнул пальцами. «Точно. Излучение интерферирует и нейтрализует друг друга. Устройство, которое я дал капитану — это переделанный резонатор, который должен, теоретически, устранять сигнал. Вроде бы смысл улавливаю». Кивнул Малвори. «Но проблема состоит в питании. Мои портативные батареи очень большие. Их надо носить в рюкзаке. И кроме того, они быстро разряжаются. Если только капитан не согласится всю оставшуюся жизнь просидеть около электрической розетки, я не смогу подавлять сигнал на более-менее длительный срок». Малвори нахмурился. «И что ты затеял?» «С маленьким аккумулятором он отключит сигнал несколько минут. Конечно, я не представляю, как демон охотится, но капитан получит шанс, когда он явится в следующий раз. А до полнолуния всего-то три ночи. Странно, но железный шакал так и не приходил вторично». Крейг нервно постучал пальцами по столу. «В общем, будем надеяться на удачу. Я делаю всё, что могу». В этом Малвори охотно готов был поверить. Крейг выглядел лет на десять старше своего возраста. «Дружище, ты гений!» Крейг слабо улыбнулся, давая понять, что принимает комплимент. Потом он неуверенно сказал. «А я не так давно подумывал о том, чтобы покинуть Катти Джей. Ты чего?» Удивился доктор. «Надо же!» А Крейг испытывает те же чувства, что и он сам. «Да, я решил, что... Короче, я демонист». Заволновался Грайзер и поспешил понизить голос. «Это моя профессия. Когда я нахожусь на Кэти Джей, у меня нет доступа к серьёзному оборудованию. Я сам себя ограничиваю. Твой талант пропадает зря». Пробормотал Малвори, пригладив усы. «Но история с Капитаном меня слегка встряхнула. Заставила импровизировать. У меня нет современных приборов, и поэтому я должен суметь обойтись тем, что есть. Я получил уникальную возможность». «Возможность, говоришь?» Судя по тону, Малвори совсем не одобрял эту формулировку Крейга. «Ты отлично понимаешь, что я имею в виду. Вдруг проклятие не снимется, когда мы вернём реликвию обратно. Но я не собираюсь пренебрегать научной ценностью происходящего. Ведь методы, которые я испытываю, никто никогда достоверно не описывал». Малвори было неприятно говорить о Капитане так, словно тот являлся подопытной морской свинкой, но он решил игнорировать реплику Крейга. В конце концов, Грейзер взял на себя громадную ответственность. «Жаль, что от меня пользы нет», — проворчал он и сжал кулаки. «Я никак не пригожусь тебе в борьбе с демоном. Я тут вообразил, что было бы со мной, окажись, на месте Кэпа. Я бы трясся от ужаса. Ждал бы, когда этот шакал подстережёт меня и мигом разделается со мной». Он отхлебнул из стакана. «Я бы по нужде бегал двадцать раз на дню». «А он действительно боится», — ответил Крейг. «По сути сам, нам известен лишь срок последнего посещения. В полнолуние. Но тогда Фрей будет не один. Обещаю тебе». Малвори поперхнулся ликёром. «Скажи-ка прямо, ты собираешься схватиться с демоном в рукопашную?» «В случае чего я буду с ним сражаться», — тихо произнёс Крейг. «Но может всё закончится, когда возвратим реликвию». «Чтоб я сдох!» Воскликнул Малвори с искренним восхищением. «Ты гораздо храбрее меня!» «Сомневаюсь», — сказал Крейг. Оба некоторое время в доброжелательном молчании слушали уличный гвалт. «Меня пугает то, что я могу потерять всё это», — внезапно вымолвил демонист. «Что?» Крейг повёл рукой, указывая и на кафе, и на обожжённый солнцем неряшливый город, лежащий вокруг. «Хотя бы сегодняшний день. Понимаешь? Я ведь действительно хотел уйти от вас. Я целиком и полностью зациклился на идее, что мне необходимо святилище. Я собирался расстаться со своими друзьями и удалиться в какой-то душный, но безопасный мир. «Тихое существование без трудного выбора и всяких неприятных потрясений. И никаких тебе визитов в новые места и спасения городов. Ты помнишь про Саккан? И никаких тебе свиданий с рыцарями Сентурии!» Подхватил Малвори. Крейг зарделся и удручённо потупился. «Но их, конечно, уже не будет. Я уверен, что если она увидит меня, то застрелит. И будет права. Я это заслужил». Малвори усмехнулся. «Самандра Бри! Таким успехом не может похвастаться даже Кэп!» «Признаю тот факт, что на Кэти Джей постоянно оказываешься в самой гуще событий. Чистая правда!» Согласился Малвори. Крейг снова погрустнел, и доктор понял, что происшествие с Самандрой Бри расстраивает его куда сильнее, чем он показывает внешне. Надо было сменить тему пораньше, но теперь, пожалуй, поздновато сожалеть. «И что ты думаешь об этом?» Спросил Крейг. «О чём? Что бы ты делал, если бы Капитана не стало?» Малвори отхлебнул ликёру. «Эх!» Только и вздохнул он. Тут он увидел, что из ворот склада ему машет коренастый деккадиец. «Перерыв окончен? Нам пора! А мне нравится быть честным торговцем!» Заявил Грайзер, когда они поднялись. «Успокаивает нервы, и шальных пуль не предвидится. Не привыкай к этому!» Посоветовал Малвори, и оба покинули веранду. Бросок, укус и горячая кровь, хлынувшая в пасть. Солёный вкус победы и убийства. Её ноздри заполнила затхлая зловония крысы, Её ненавистного врага. Грозун до сих пор дёргался в острых когтях. До чего же легко поддавалась под остриями её зубов вплоть добычи. Чужая жизнь была заключена в мягкую оболочку, В которую она сразу проникла. Крыса оказалась маленькой и хилой, Далеко ей до крупных сородичей, Затаившихся в недрах корабля. Эти противники ей по плечу, Но она не боялась их. Некоторые представляли реальную опасность, Но в конце концов все умирали одинаково. Она никогда не проигрывала ни одной схватки. Правда, однажды она сцепилась с высоким вонючим существом, Которое вечно забредало в её владение. В коридоры и грузовые отсеки. Неуклюжий, нервный. Он заманил её в ловушку, Утащил в бескрайний ужас небо, А потом... Затем всё как-то спуталось. Никакой последовательности и упорядоченности событий. Да и остальные воспоминания были потоком расплывчатых ощущений. Она твёрдо знала лишь то, Что с неуклюжим не следует шутить. Она принялась терзать убитую крысу, Разодрала ей брюхо и сожрала внутренности. Она — повелительница. И это правильно. Слак обедал, И Джесс ела вместе с ним. Но где заканчивался кот и начинался человек? Она была словно вшита в сущность Слака, И её инстинкты перепутались со зверинами. Тело Джесс находилось в пилотском кресле Кэтти Джей, Но её сознание раздвоилось. Одна часть держалась настороженно И приготовилась стартовать с посадочной площадки При первом признаке каких-либо неприятностей, Вторая же путешествовала пассажиром в мозге Слака, Пока кот пробирался по тёплым вентиляционным каналам Кэтти Джей. Впрочем, Слак не понимал, что с ним случилось. Он знал о её присутствии, Но ничего дурного в этом не видел. Раньше он боялся Джесс, Ощущая в ней мана. Теперь он не только привык к ней, Но и радовался ей, Словно она являлась его кровной сестричкой, Вместе с которой они сосали материнское молоко. Она как будто впиталась в него. И Слак не сомневался, что знал её целую вечность. Она наелась досыта, И принялась вылизываться, Чувствуя удовлетворения в самом ритуале мытья, Скольжение шершавого языка по шерсти. Наконец она захотела спать. Хорошо бы найти место, чтобы свернуться поудобней. Она принялась изучать окружающую обстановку. Всё было чёрным и белым, как на ферротипе. Вентиляционные отверстия выделились особенно ярко и чётко. То да. Беззвучно ступая по трубе, Она направилась в стык, соединённый с другим ходом. Сквозь решётку сверху проникал слабый свет, Которого ей хватало с лихвой. То да. Она исполнилась решимости. Но внезапно ей пришло в голову, Что она не знает, чья мысль направила её в ту сторону. Для неё было совершенно естественно, Что она кошка, Полностью сосредоточенная на своих делах. Но ведь она всё-таки пассажирка. Причём тайная. А было ли совпадением то, Что слаг дважды пошёл в ту сторону, Которую она выбрала? Стой! Она замерла, И принялась лениво вылизывать лапу. Другою? Она послушалась. Слага, очевидно, ничего не беспокоило. Он считал, что мысль облизать лапу Принадлежала ему одному. Но он ошибался. Джесс нисколько в этом не сомневалась. Подтянуться. И она прогнула позвоночник, Вытянувшись чуть ли не вдвое. Ну-ну, Сказала она себе. Неплохо. Глава 29 Новое применение техники Невидимый враг Скотобойня Среди освежованных туш Фрей прижался к деревянной стене коридора. Его сердце бешено колотилось, Глаза широко раскрылись. Не может быть! Он вытянул шею и выглянул за угол. У подножья лестничного пролета находилась дверь на улицу. Снаружи был ослепительный свет, Яркие ткани, Пыль, Шум и хаос. Город раскалился под полуденным солнцем, Словно жаркая печь. Шассиит напоминал огромный жужжащий улей. Нет. Наверное, это ему померещилось. Проклятье. В Самарле у кого угодно начнутся видения. А в излишней нервозности его вряд ли кто-нибудь обвинит. Вчера вечером он послал Триники на Делириум Триггер записку с просьбой о тайной встрече. А потом он решил прогуляться пешком, А не ехать на рикше. Ему нужно отрепетировать свое извинение. И подумать, как умаслить ее, чтобы она помогла ему. Если, конечно, она вообще соблаговолит появиться. Погруженный в размышления, Возбужденный перспективой встречи, Он почти не уделял внимания окружавшим его людям. Едва замечал, где находится. Лишь случайно он поднял голову и заметил переулок, Вымощенный щербатым булыжником. Железный шакал как раз маячил в полутьме. Фрей надеялся на то, что днем будет в безопасности. Для кошмаров предназначалась ночь. Правда, он уже не мог спать из страха, Что шакал материализуется, когда его глаза будут закрыты, И он не мог позволить себе даже капельку Шайна, Чтобы успокоить нервы. Ему надо быть постоянно сосредоточенным на случай, если... Нет. В левой руке Дарьен сжимал устройство, Которое ему дал Крейг. Хромированный шар величиной с яблока. Он был ничем не примечателен, За исключением единственной кнопки. Шар соединялся двумя тонкими проводами, С аккумуляторной батареей, Находившиеся в сумке, которая висела у Фрея на бедре. Она оказалась тяжелой и неудобной, Сильно колотила его по ноге, Но Дарья не жаловался. Сейчас он готов был испробовать что угодно, Лишь бы избавиться от железного шакала. Ты получишь пару минут, Сказал Крейг, Вручая ему снаряжение. Не трать заряд впустую. Найди укрытие и нажми кнопку. Если демон увидит или услышит тебя, Толку не получится. Но острое-то помешает ему. Чувствуя, как его трясет, Он попятился. Вообще, куда он попал? Он находился в ветхой полутемной деревянной галерее, Расположенной параллельно улице. Она заканчивалась прямоугольником света, Оттуда доносились приглушенные звуки города. Здесь он был укрыт от солнечных лучей, Но липкий воздух жадно вытягивал из кожи пот. Пройдя половину галереи, Фрей остановился. А если шакал ему померещился? Это продолжалось всего мгновение, И если учесть, насколько он измотан и взвинчен, Можно не удивляться даже галлюцинациям. Выждав несколько секунд, Дариан почти убедил себя в том, Что ничего не было. И вдруг он услышал шаги на лестнице. У Фрея ёкнуло сердце. Он инстинктивно выхватил револьвер и напрягся. Сейчас он побежит или будет драться, Но, вероятно, предпочтёт бегство. Но паника сразу же закончилась. Лёгкая и быстрая поступь не могла принадлежать его врагу. Навстречу Фрею шла докадейка средних лет в пыльной одежде. В руках она держала охапку белых простыней, Обнаружив на своём пути незнакомца, Она застыла и испуганно глотнула воздух. А когда она разглядела револьвер, Её узкие глаза округлились. Дарян поспешно сунул оружие обратно за пояс и поднял руку. Дескать, я не причиню никакого вреда. «Простите», — произнёс он. «Подумал, что вы ужасный демон». Она, нахмурившись, уставилась на Фрея, А потом прошипела что-то по-самарландски. Затем она протиснулась мимо капитана, Продолжая бормотать себе под нос оскорбления в его адрес. Капитан прислонился к стене и с облегчением вздохнул. И его кровь похолодела от раскатистого рычения. Дарян медленно повернул голову. Шакал поднимался по ступеням, Массивный и заполнивший собой весь проход. Он нёс с собой мрак. Ещё миг, и он вздёрнул вытянутую морду. Ярко сиял красный свет механического глаза. Фрей едва не споткнулся и пустился на утёк. Доккадейка ещё не успела добраться до конца галереи. Услушав топот, она вздрогнула и испуганно закричала. Должно быть, подумала, что Фрей собрался напасть на неё. Но капитан молниеносно проскочил мимо, Оттолкнув её к стене. Он напрочь забыл о галантности. Женщина упала, рассыпав простыни, и он рванулся дальше. Галерея выходила на высокий дощатый помост и вела к площади, Окружённые обшарпанными домишками с ржавыми балконами. По обе стороны помоста размещались чаны, Сверкавшие жёлтыми, красными и пурпуровыми цветами. Вокруг них суетились доккадейцы. Мужчины размешивали густую краску длинными шестами, А женщины развешивали мокрые ткани. Неподалёку прохаживали строй надсмотрщиков-самарланцев, Следивших за рабами. Фрей оглянулся. Возможно, Железному Шакалу нужна темнота. Значит, солнечный свет спасёт его, Дарьяна. Однако надежда тут же развеялась. Демон на четвереньках выскочил из галереи, Но никто на него даже не взглянул. Горожане уставились на Фрея, На спытившего чужеземца, Который мчался, не разбирая дороги. Ближайший из самарланцев сначала неуверенно отступил, Но осмелило решил поймать чужака. Что ты делаешь, болван? Взревел Дарьян. Прочь! Но тот не унимался. Тогда Фрей ударил его по голове шаром, Сами покачнулся и свалился с помоста Прямо в котёл с пурпурной краской. Дарьян сбежал по невысокой лестнице на земле И помчался между чанами. Рабы тем временем пытались выловить Своего бесчувственного надсмотрщика. Железный Шакал прыгнул с помоста Через головы рабочих и бросился на перерез Фрею. Тот затормозил и устремился в обратном направлении. Даккадийцы благоразумно расступились перед ним, Многие хлопали в ладоши и громко хохотали над безумцем. Никто из них не видел чудовищный гибрид животного, механизма и человека, Который тоже бежал между чанов и нагонял Дарьяна. Вдруг Фрей разглядел открытую дверь в одном из зданий. Нагнув голову, он устремился туда. Он не сомневался, что Железный Шакал совсем рядом. Сейчас штыки вонзятся ему в спину точно так же, как много лет назад в живот. Он испытает тошнотворную невыносимую боль, когда лезвия проткнут кожей мышцы. Но... Он влетел в дверь и захлопнул ее за собой. Прежде чем полотно легло на косяк, он заметил демона. Тот мчался к укрытию, как паровоз. Фрей попятился. Шаг, другой, третий. Ожидая, когда же дверь разлетится в щепки и монстр ворвется внутрь. Четыре, пять, шесть. Он замер в тишине. И забеспокоился еще больше. Фрей стал озираться по сторонам. Он находился в коридоре с каменными и оштукатуренными стенами. Здесь было полдюжины одинаковых дверей с цифрами, наверное, номера квартир или комнат. Фрей снова побежал, чувствуя, как по его телу стекает пот. Вскоре он очутился перед очередной дверью, массивной, дощатой и слегка подгнившей. Он распахнул ее и оказался в узком проходе, зажатом высокими постройками. Его пересекали такие же переулки. Обычный лабиринт за дворок Шусиита. Посередине струился ручеек зловонной источной воды. Под ногами пружинило мусор, успевший разложиться в однородную грязь, которая, в свою очередь, постепенно превращалась в почву. В воздухе пахло чем-то зловонным. Направо проход опирался в оживленную улицу, где он в первый раз заметил железного шакала. И туда, конечно, не следует направляться. Толпа не помешает демону, а лишь задержит Фрея. Поэтому он решительно повернул налево. А края нашей Шусиита представляли собой запутанный лабиринт с тропинками, которые сгибались, поднимались и опускались, повинуясь рельефу местности. В крутых местах устраивались самодельные ступеньки, камни, вбитые в красную глину. Ширины улочек едва хватало для того, чтобы двое могли разменуться между покосившимися трехэтажными зданиями. Даже солнечный свет казался здесь поблегшим. Фрей слышал людские голоса, выкрики играющих детей, лай собак и стук дешевой посуды, но не видел ни души. Город казался зловеще безлюдным. Он бежал еще минуту, полностью потерял ориентировку, а потом остановился и попытался отдышаться. Он находился на дне каменного колодца, образованного несколькими домишками с окнами, завешанными грязными шторами. Из точной трубы, обросшей мощной плесенью, капала ржавая вода. А если ему удалось оторваться от преследователя? Он мог считать себя в относительной безопасности, но знал, что железный шакал непременно найдет его. Капитан взглянул на блестящий шар. «Так будет лучше, Крейг», — сказал он и нажал на кнопку. Ничего не произошло. Грейзер предупредил его, что эффект внешне никак не проявится, но когда он демонстрировал устройство Фрею, оно вибрировало и тихо гудело. Значит, теперь оно превратилось в бесполезный кусок металла. Его кишки скрутило спазмом ужаса. Повернув шар, Фрей обнаружил маленькую вмятину. Несомненно, повреждение появилось от того, что он ударил надсмотрщика по его безмозглой голове. «Ну все!» — прошептал Фрей. Внезапно раздалось раскатистое речение. Капитан сорвался с места. Железный шакал свалился во двор. Чавкнуло и громко зашипело гидравлика. Фрей уже вбежал в подарочный проем в стене и лихорадочно думал, как бы оторваться от демона. Дарья наустраивали только крутые углы и узкие галереи. Напрямую тварь догнала бы его в два счета. Вскоре он достиг развилки. Фрей свернул наугад и помчался вперед. Влетев в новый переулок, он увидел ржавую металлическую дверь, из-за которой раздавался вой животных. Кроме того, он почуял ту самую вонь, на которую обратил внимание раньше. Но иного выхода не было. Фрей отчетливо слышал за спиной топот железного шакала. Хватая воздух обожженными легкими, он бросился к двери, а демон без устали гнался за ним по пятам. Место, куда он попал, напоминало поле массового побоища. Повсюду краснело блестящее освежеванное мясо, с крючев свисали обезглавленные, лишенные конечностей туши. С больших столов падали груды кишок и прычи требухи, мужчины в перепачканных кровью фартуках, вооруженные мачете, бродили по скотобойне. Горячий воздух жужжил от мух и смердел. Территория была разгорожена на множество загонов, вдоль оград рассказывали декадийцы, раздававшие приказы рабам. Те прямо перед ними забивали скотину и тут же начинали потрошить ее. Непрерывно кудахтали от инстинктивного страха куры, мочали коровы. Быку, голову которого удерживали в железном ерме сразу несколько человек, перерезали глотку как раз в тот момент, когда Фрей проносился мимо. Ноги животного начали подгибаться, из него одновременно хлынули кровь, под которую заранее подставили ведра, моча и навоз. При иных обстоятельствах Дарьяна, вероятно, стошнила бы от обыденной жестокости происходящего, но сейчас ему было не до сантиментов. Он спасал свою жизнь. Он мчался через бойню между загонами, мясник-дагкадеец, в кулаке которого трепыхалась курица, изумленно уставился на чужака. Покупатели испуганно вскрикивали и уступали дорогу. Дарья наглянулся. Железный шакал протискивался в калитку. Демон оскалил зубы, его чудовищные глаза неотрывно следили за беглецом. Фрей замешкался и поскользнулся на пропитанной кровью грязи. Покачнувшийся он на всем ходу врезался в штабель клеток с кроликами. Они посыпались на него, больно врезаясь в спину. Некоторые из них открылись, и звери выскочили на волю. Дагкадеецы гневно заорали. Фрей, которого подгонял страх перед демоном, поспешно поднимался на ноги. Из загона выскочил разъяренный мясник, державший в одной руке кроличьи шкурки, а в другой окровавленный нож. Но капитан догадался, что окружающих взбудоражило не только происшествие, виной которого он оказался. Животные словно взбесились. Птицы кидались на прутье заграждений, коровы с налитыми кровью глазами принялись слегаться и бодаться, гуси громко гоготали и хлопали крыльями. Покупатели впали в панику, а мясники начали успокаивать скотину. Несколько свиней, грамко визжая, пытаясь вкарабкаться друг на дружку, дружным напором проломили ограду и выбежали из загона. На бой не воцарился хаос. «Я не спятил!» — сказал себе Фрей. «Животные тоже чувствуют его!» Он протискивался среди людей, старавшихся выбраться из кутюрьмы. Кролики носились зигзагами, ускользая от людей. Толкаясь в толпе, Фрей потерял из виду своего преследователя. Он высмотрел в конце ряда загона в дверцу, ведущую в один из возвышавшихся над бойней домов, и поспешил туда. Достигнув цели, он обернулся. Шакал стоял среди перевернутых клеток на задних ногах и не шевелился. Даки и животные метались вокруг него, но никто не задевал невидимого демона. Он возвышался над всей суматохой. Воплощенный ужас с горбатой спиной, по хребту которого тянулся ряд шипов. Вытянутая морда, наполовину отлитая из черного металла, злобно скалилась. Монстр смотрел на свою жертву и не торопился. Как будто в его распоряжении было все время мира. Шакал знал, что Фрей никуда не денется. «Он играет со мной!» Подумал капитан. «Как пить дать!» Внезапно демон прыжками двинулся к Дариану. Сразу за дверью находилось просторное помещение с пустыми стеллажами и грубо сколоченными окровавленными столами, придвинутыми к стенам. Фрей заметил два выхода. Невысокую лесенку и здоровенную металлическую дверь. Подниматься по ступеням ему не захотелось, и он направился к двери. Ручка оказалась тяжелой и холодной на ощупь. Когда он нажал на нее и открыл, то сразу понял, почему. Перед ним тянулись длинные ряды мясных туш, подвешенных на огромных крюках. Вверх поднялась облачко тумана, в который превратился проникший снаружи теплый воздух. Холодильник для мяса. Дариан крутанулся на месте, надеясь, что он успеет добраться до лестницы. Но железный шакал уже проник в разделочный зал, черный глаз Триники в упору ставился на капитана Кэти Джей. Когда тварь и ринулась к нему, Фрей невольно вскрикнул, метнулся обратно в холодильник и захлопнул дверь. Он опоздал. В щель просунулась ручище. Железная створка со звоном ударила шакала по пальцам штыкам и не закрылась. Фрей отскочил и метнулся вглубь помещения. Он бежал в лесу, замороженные плоти, огибая говяжьи туши и ребра. Холод проникал в его тело с ужасающей быстротой, он был одет очень легко. В Самарле властвовал жаркий климат, ну а здесь он практически заледенел. В тумане перед ним появилась дальняя стена, безо всяких дверей. Ясно. Я ж в холодильнике, чтоб ему сгореть. Но он должен вырваться. И Фрей начал краситься к углу. В его ушах гулка пульсировала кровь. Остановись. Подумай. Он прислушался и различил дыхание крупного зверя. Фрей наклонился и осторожно выглянул из-за висящих туш. И где затаился железный шакал? На холодильник окутала белая дымка, и демон мерещился ему повсюду. Мысли Дарьяна совершенно спутались. А ведь шакал был прекрасно осведомлен, где он находится. Пусть чудовище не выйдет к нему напрямую, но чутьё-то у него есть. Шакал разыщет беглеца по следам. Дарьян поёжился и продолжил пристально вглядываться в помещение. Он до сих пор сжимал в ладони хромированный шар. И почему у надсмотрщика был такой твёрдый череп? И вдруг капитан что-то заметил. Два тонких провода соединили сферу с аккумулятором, притороченным на боку. Он провисал, а другой был туго натянут. Фрей задрал рубашку, чтобы проверить батарейку, и сразу обнаружил, что провод, который должен был касаться разъёма, соскочил с него и свободно болтается. Дарьян дёрнул его, когда треснул тупого самми, и провод соскочил. Триколятая штуковина вовсе не сломалась. Он поднял голову. Тёмный силуэт мелькнул в проходе и тут же исчез. Фрей поспешно двинулся в противоположном направлении, стараясь быть бесшумным. «Дай ты мне хоть пару секунд, мерзавец!» Он зажал шар подмышкой. Действуя двумя руками, Фрей обернул зачищенный конец провода вокруг разъёма и закрепил зажим. «Теперь попытаюсь счастья!» Топот когтистых лап демона предостерёг его за миг до нападения. Дарьян метнулся в сторону. Лезвия чуть не дотянулись до него и проткнули воздух. Зацепив промороженную тушу, они разрубили её пополам. Фрей споткнулся, врезался в твёрдую, как стена, плоть и упал, выронив шар. Где-то в тумане его поджидал демон. Шакал может в любую секунду схватить Фрея и располосовать его на части. Он на четвереньках пополз прочь, подобрав упавший шар. Тварь стала с рёвом рубить мороженое мясо, стремясь добраться до добычи. Туши раскачивались на крюках, как маятники. Наконец капитан нашёл свободное место, встал и опрометтию кинулся прочь. Он едва не врезался в стену. «Нет, только не это!» «А что там левее?» «Ага, дверь!» Снова послышалось щёлканье когтистых лап. Железный шакал нагонял Фрея. Наверное, присытился игрой и решил действовать серьёзно. Фрей выскочил через открытую дверь в разделочный зал. Пока он носился по холодильнику, то думал лишь о том, чтобы запереть чудовище внутри. На сбои не как раз вошли двое мясников с огромными разделочными ножами. Увидев Фрея, они узнали виновника паники и кинулись к нему. В мгновение око капитана выхватил револьвер. Он выстрелил в земли перед мясниками, и они тут же притормозили, потом попятились, подняв руки. А со дворона выстрел спешили их товарищи. «Дело дрянь!» Бросил он сквозь зубы и бросился к единственному оставшемуся выходу на лестницу. Она сделала поворот и закончилась в коротком коридоре с дверями по обеим сторонам. В конце зияло широкое окно без стёкол. «Типичная ситуация для шассиита». Зато имели ставни жалюзи. Фрея услышал, как кто-то поднимается по ступенькам вслед за ним. Он промчался вперёд и высадил жалюзи. Они оказались хлипкими, и капитан очутился среди щепок на покатой крыше. Не удержавшись на ногах, он покатился по скату и свалился в переулок. Высота была небольшой, с одноэтажный дом, да и упал он не на камни, а на утоптанную глину. Однако у него буквально посыпались искры из глаз. Лишь благодаря везению он ничего не сломал. Тяжело дыша он повернул голову, в нескольких дюймах оказался ввоз соломы. «И почему я не свалился туда?» Хозяин куда-то запропастился, а сёл, запряжённый в телегу, одиноко стоял на привязи в безлюдном уголке. Фрей быстро залез под телегу. У него оставались считанные мгновения до появления железного шакала. Укрывшись в тени, капитан повертел блестящий шар и нажал пальцем на кнопку. Шар завибрировал. Раздался удар, и внезапно телега грузно осела. Фрей зажмурился, и лишь через секунду понял, что его не придавило. Одно из колёс отлетело в сторону, и вся конструкция накренилась. Но Фрей лежал неподвижно и не убирал палец с кнопки. Мол, будь что будет. Животное отчаянно закричало и забилось на привязи. Фрей раздирало между желанием набрать полную грудь воздуха и затаить дыхание. Он раскрыл рот, как выброшенная на берег рыба, и не шевелил ниеденным мускулом. Телега заскрепела, очевидно, железный шакал переступил с ноги на ногу. Фрей услышал протяжный басовитый рык и исполненный подозрения. А потом зверь заметался и вниз полетели клочья соломы. «Тебе не найти меня, тварь!» Дерзко подумал Фрей. Новый удар. И ещё один, но не такой сильный. Наверное, шакал спрыгнул и направился прочь. Дариан прислушался. Осёл постепенно успокоился и перестал дёргаться, а капитан не отпускал кнопку, хотя аккумулятор разрядился и шар перестал вибрировать. Наконец Фрей вылез на свет. Он в глубине души опасался, что демон перехитрил его и сейчас пронзит его спину. Но чудовище исчезло. Интуиция подсказала Фрею, что оно ушло. Он пережил второе посещение, но впереди третий визит. Если верить колдуну, то тогда железный шакал не допустит промашки. Фрей закашлялся и сплюнул. Ощущая себя полностью разбитым, поплёлся по переулку. Несмотря ни на что, ему необходимо встретиться с Триникой. И он не сомневался, что из-за проклятого демона он опоздал на свидание. Глава тридцатая Безымянная Джеггернауты Фрей впадает в паранойю Водяной сад «Что с тобой случилось?» Смеясь, спросила Триника. Потом разглядела выражение его лица и смех замер на её губах. «Что случилось?» Повторила она. Фрей сидел рядом с ней на широкой ступеньке лестницы, которая вела от храма к протекавшей внизу реке. Его одежда была испачкана в грязи и порвана, разлохмаченные волосы торчали, от него воняло потом и убитыми животными. «День выдался неудачный!» Ответил он. Триника наклонилась к нему, и после секундного колебания быстро и неуверенно убрала упавшую ему на лоб прядь волос. Увидев беспокойство в её глазах, Фрей был вынужден быстро отвернуться. Ей незачем видеть слёзы, подступившие к его глазам. В последнее время он стал излишне сентиментальным. Он сосредоточился и попытался собраться с духом. «Хочешь осмотреть храм изнутри?» Поинтересовалась она. Ему не было дела до храма, но она чувствовала, в каком состоянии он находится, и предложила ему отвлечься. Серьёзный разговор можно отложить. Проклятье. Триника всегда понимала его верно, как никто другой на свете. «Да», кивнул Дарьян и вымоченно улыбнулся. «Отличная идея». Она встала, взяв зонтик, и протянула ему руку. Он порадовался возможности дотронуться до Триники и поморщился от боли, поднимаясь на ноги. Сегодня к нему явилась прежняя Триника, та, на которой он чуть не женился. Она оделась в короткие брючки и сандалии. Блузка открывала её белые, как мрамор, руки, смазанные кремом от загара. Фрейни видел её в подобном наряде более десяти лет. И сейчас, измотанный и издёрганный, он вдруг поймал себя на мысли о том, что её открытая кожа до чрезвычайности волнует его. Она уложила свои обесцвеченные волосы в элегантную прическу, теперь стриглась не так коротко, как раньше, и могла при желании изобразить у себя на голове нечто симпатичное. Она заметила, что он рассматривает её. «Что?» произнесла она доброжелательно. «Сама знаешь». Она картинно закатила глаза. «Дарьян», вымолвила она и замолчала. Однако он решил, что она довольна. Сегодня она пребывала в лёгком девчоночном настроении. Их последняя, столь неудачная встреча была предана забвению, и никаких извинений уже не потребовалось. Фрейя это утешило. Как правило, извинения давались ему очень плохо. Они направились к храму, безостановочно болтая о какой-то ерунде. Всё настолько отличалось от кошмара, который Фрей пережил по пути сюда, что он действительно перестал волноваться. Что из того, что он выглядел как бродяга? Треника простила его. Всё к лучшему. Храм представлял собой простой полукруг белых, выщербленных временем и непогодой колонн, накрытых плоской крышей. Он был весьма скромным по сравнению с величественными помпезными зданиями, возвышавшимися на другом берегу реки. Даккадийцы и самарланцы проходили мимо, неторопливо беседуя, или отдыхали на ступеньках, наблюдая за медленно плывущими лодками. В храме, хотя он и был открыт со всех сторон, сорили прохлада и полумрак. Его украшало девять высоких алебастровых статуй, лица скульптур не имели черт и являлись гладкими и пустыми. Тут стояло шесть одинаковых мужских фигур и три женских. Они различались лишь по росту, фигурам и длине волос. Кроме изваяния в храме ничего не было. Тихое, пустое, белое здание. «Ну и боги усами!» «И кто они?» – удивился Фрей. «Безымянные?» – лукаво сказала Триника. «Мог бы и сам догадаться!» – фыркнул он. «В какую же чушь верят люди?» «Представь себе, сила считает, будто после смерти он возродится опять. А разумеется, он ведь муртианин?» «Как получается, что это знает каждый кроме меня?» Она похлопала его по руке. «Книги, Дариан, если ты откроешь любую, то обнаружишь там множество слов». «Неужели?» «Расскажи-ка мне что-нибудь еще». «Ладно. В книгах есть, например, легенды о древних богах Самарлы. Некогда они жили в Аталоне, среди своего народа. Это был истинный рай, и никому не требовалось ничего больше. Но люди испортились и перестали поклоняться богам. В них стало расти зло. Так всегда и бывает. Перебил ее Фрей. И зло сделалось явным. Продолжала она. На землю обрушился мор. В буквальном переводе мор души. Истребляющий лучших людей. Умирали многие верующие и благочестивые. А потом начали погибать и сами боги. Их сразила неблагодарность. Злые люди решили, что может они и не боги вовсе. И пошли на них войной. Те покинули мир и вознеслись в небо на колонне из пламени. Ага. Пробормотал Фрей. На колонне. Дариан, если ты попытаешься смотреть на мир пошире, это принесет тебе пользу. Нет. Протянул он. Когда я так делаю, беды не минавать. Ясно. Кевнул от Ринника. Ну а слушай дальше. Чтобы покарать смертных, боги выпустили семь страшных чудовищ неимоверной мощи. Их назвали джиггернаутами. Они уничтожили селения и города, истребляли посевы и беспощадно всех убивали. Люди прятались, голодали и молили богов о милосердии. Они страдали целый век. В конце концов, джиггернауты утихомирились и загадочно исчезли. Ну а безликие идолы... Осведомился Фрей, указав на статуи. Погоди. После джиггернаутов боги сотни лет хранили молчание, и рассеянные по земле племена вновь объединились. А затем появился человек по имени Незуат. Он... Постой. Вновь перебил ее Фрей. Он объявил, что может общаться с богами. Ах, Дариан, ты циник. Думаешь, что ты великий мудрец? Эй, я просто знаю, как все устроено. Не забывай, что я не из тех, кто рождается с серебряной ложкой во рту. Верно. Согласилась Триника. И не с ложкой, а со здравенной занозой. Поэтому ты такой задира. Точно. Ты хочешь узнать о безымянных или нет? Честно говоря, нет. Признался он и добавил, улыбнувшись. Зато мне нравится, как ты рассказываешь сказки. Тогда заткнись и слушай урок. Хорошо, мам. Ответил Фрей, старательно изображая раскаяние. Триника собралась с мыслями. Незуат, произнесла она. Объявил, что может общаться с богами. Дарьян расхохотался. Триника шлепнула его по плечу, но он не мог остановиться. Она поспешно вывела его наружу. Триника опасалась, что местные жители возмутятся его поведением. Ты никудышный ученик? Вздохнула она, когда они начали спускаться по лестнице к набережной. Зонтик она держала на плече, прячась в его тени. Да, подтвердил он. Вдруг он остановился, нахмурился и уставился куда-то вдаль. В чем дело? Спросила она, сразу заметив происшедшую с ним перемену. Ничего, я... Буркнул он и встряхнул головой. Прости, я увидел женщину и предположил... Он подумал, что это сама Андрабри. Нет, невероятно. Он видел ее лишь мгновение. Да и то со спины, а потом она скрылась за углом. Она была одета в легкий дорожный костюм, и ее распущенные волосы струились по спине темными локонами. Определенно вардийка, но в Ши-Си-Эти полно вардийцев. Однако она сразу бросилась Фрея в глаза. Дарьян, я, между прочим, еще здесь, сообщил от Ринника. Он внутренне собрался. Ты превращаешься в параноика. Бри не может добраться до тебя. Извини. Короче, этот Низавоз заявил, что поговорит с богами. Ну и? Триника с подозрением взглянула на него. Фрейн опустил на лицо самое почтительное выражение. Она покачала головой в деланном негодовании. Итак, Нозуат утверждал, что боги продолжают гневаться на людей из-за кощунства их предков. Он говорил, что смертные недостойны произносить имена богов и тем более поклоняться им. Имена должны быть удалены из записи и забыты, а их изображения уничтожены. Но надежда все же остается. Ведь боги сделали Нозуата своим глашатаем. После его смерти мантия должна была перейти к его первому сыну или дочери. Жителям Аталона следовало повиноваться и поклоняться им. Но однажды, когда боги поймут, что род людской в достаточной мере раскаялся и смирился, они вернутся и возродят рай на земле. А пока народ выполняет то, что ему прикажет. Ты прав. Нозуат стал первым из богов императоров. С тех пор династия тянулась непрерывно не одну тысячу лет. Фрей остановился подножье лестницы и посмотрел на храм. Да. Значит тут просто напоминание? Да. Молиться здесь запрещено. Ммм. Озадачно хмыкнул он. Понимаю, что вроде бы должен восхищаться обычаями чужой культуры, но по мне это немного жутковато. Ты безнадежен. Сдаюсь. Пусть тебя просвещает кто-нибудь другой. Ну, боги им в помощь. Они стояли на краю набережной, перед ними раскинулась река, в лазурном небе сияло обжигающее солнце. Триника обняла Фрея за талию и прислонилась головой к его плечу. Она проделала все настолько естественно, что он не сразу осознал случившееся. Его сердце бешено заколотилось, он боялся пошевелиться. Триника чуть заметно вздохнула. Дарьян! Что? От тебя и вправду воняет? Он расхохотался и возникшая напряженностью летучилась. Ты за словом в карман не полезешь. Она убрала руку. Он удивился тому, насколько острым оказалось испытанное им разочарование. Триника пританцовывая отошло на несколько шагов, потом взглянула на него по-ребячески нахмурившись. У меня есть вопрос. Какой? Ты чувствуешь, как тут жарко? Можно жарить рыбу прямо на ступенях? Да, пожалуй. А зачем тогда ты носишь перчатку? Фрей посмотрел на кисть своей руки. Его хорошее настроение сразу испарилось. Долгая история, произнес он. Ему не хотелось демонстрировать черную метку на людях, и они отправились в ближайший водяной садик, где было относительно малолюдно. По пути он рассказал ей обо всем, что с ним случилось. О том, как он вынул из футляра реликвию, и она поцарапала его. О пророчестве самарландского колдуна, о встрече с крик с линтом и о грабеже в Ментенфордском институте. О лагере в джунглях, бывшем доме сила. Он поведал ей о железном шакале и о его появлениях. Впрочем, Фрей не стал упоминать о внешнем облике демона, поскольку тот оказался соткан из фрагментов его собственного подсознания. И, конечно, он умолчал о чудовищном черном глазе пиратской королевы, который красовался на морде монстра. Затем он снял перчатку и продемонстрировал ей ладонь. О, Дарьян! Ахнула она. А отметина совсем не изменилась. Гангренозные щупальца по-прежнему разбегались в разные стороны от небольшой кляксы, она не болела и не стесняла его движений, но Фрей постоянно ощущал ее присутствие в своей плоти. Клеймо демона, означавшее смертный приговор. Если только он не доставит реликвию обратно. Если только он не вернет украденное. Они сидели на скамье в беседке плотно увиты виноградом. Поблизости по камням миниатюрного водопада журчала вода. Неподалеку сверкал маленький пруд, окруженный деревьями. Стрекозы то носились, то повисали в воздухе, птицы порхали с ветки на ветку. Водяной садик, многоярусное сооружение со множеством окромных уголков, был частицей покоя в суматошном городе. А Фрею сейчас требовалось именно это. Треника внимательно рассматривала метку, как будто надеялась отыскать признаки подделки. Сколько осталось? Спросила она. Три ночи. А реликвия у тебя? На Кэтти Джей. Но откуда она взялась неизвестно. Что ты собираешься делать? Беспомощным голосом осведомилась она. На юге есть одно место. Не то завод, не то рудник. В общем, трудовой лагерь где-то в долине удушья. Гагрииск. Я слышала о таком месте. В общем, там они его и держат. Кого? Йорта путешественника. Он отыскал эту треклятую реликвию. Наверное, он расскажет, где раздобыл ее. Значит, ты собираешься освободить его? Да. План примерно такой. Мы ворвемся туда, перебьем всех и спасем его. А он в свою очередь помогает мне. Триника выпустила его руку Пенни, играя дрожащими пальцами, уставилась на прудик. Он не помнил, когда она была столь встревоженной. Дарьян, Гагрииск хорошо укреплен. Нам придут на выручку. Заявил он. Полсотни, а может и больше, Муртьян. Местные революционеры. Он пожил плечами. Они как бойцы посильнее моей банды. А иного способа у тебя нет? У меня и времени нет. Три ночи. Прошептала она. Эй! Он прикоснулся к ее плечу, она повернула голову, и они встретились взглядами. Я пока еще не умер. Она кивнула. Что я могу сделать? Одолжи мне дылириум триггер. Она нахмурила брови. Тебе зачем? Лагерь караулит воздушный флот. Фрегат в сопровождении файтеров. Многовато для Кэти Джей. К тому же оба моих эскортных файтера сейчас вне игры. Если мы начнем атаковать, нас перебьют с воздуха. А дылириум нет. Отщеканила она. Безапелляционность этой краткой реплики поразила Фрея. Нет. Я отправлюсь с тобой. Буду драться. Проси чего хочешь, но не мою команду. Ты капитан. Произнес он. Если ты прикажешь, они-то конечно ринутся в бой. Они не знают тебя, Дарьян. А те, кто знаком с тобой, мягко говоря, недолюбливают капитана Кэтти Джей. Что я им сообщу? Что веду их сражаться за даром? Рисковать жизнями ради чего-то абстрактного? Фрей внезапно разозлился. Рядом с ужасом, который он совсем недавно испытал, ее сомнения оказались пустяковыми. И не говори им ничего! Воскликнул он. Я вроде бы слышал, что над Далериом триггер нет демократии. Да, согласилась она. Потому-то я не могу приказать им. Дарьян, быть вождем можно лишь когда тебе доверяют. Триника, это я понимаю. Выпалил Фрей. Он разозлился и ощущал подавленность. Не забывай, свою команду я тоже беру в долину удушья. Или ты считаешь, что меня мало они идут с тобой по собственной воле. У них есть побуждения, которых нет у моих людей. Триника, взгляни на мою ладонь, вымолвил Фрей. Я уже видела ее. Посмотри еще раз, рявкнул он. Она послушалась и отвела глаза. Другого выхода нет, сказал Дарьян. Если ты мне откажешь, я погибну. Все очень просто. Она ничего не ответила, лишь крепко стиснула зубы, на ее шее напряглись мышцы. Там лишь несколько кораблей. Продолжал он гораздо более мягким тоном. Твой экипаж не успеет вспотеть. Сбей файтеры, отгони в сторону, что угодно, а грязную работу оставь мне. Не заставляй меня раздираться между командой и тобой, пробормотала она. Он жал в кулак заклейменную руку. Триника, я не хочу умирать, выдавил он. Я могу на тебя надеяться. Глава 31. Долина Удушья. Наблюдатели. Точный график. Атака. Сила ведет расследование. Грязный воздух чуть заметно колебался и свивался в медленные кольца. Над головами нависала серо-желтая дымка, ложившаяся на землю густыми клубами тумана. Отравленная почва была голой и безжизненной, зиявшие, как открытые раны серные ямы источали испарения. Гейзеры и кратеры походили на дымящиеся язвы, впереди раскинулись унылые болота, испещренные буро-зелеными пятнами. Стояла всеобъемлющая тишина, нарушаемая однообразным отдаленным грохотом. Долина удушья. Фрей лежал на краю одинокого утеса и, прищурившись, смотрел в подзорную трубу. Ему очень мешали защитные очки, но он не мог без них обойтись. Вдобавок маска для дыхания давила на переносицу и больно мяла щеки и подбородок, заросшие щетиной. Даже сквозь нее отчетливо воняло тухлыми яйцами. И почему они устроили это заведение в таком кошмарном местечке? Поинтересовался он. Эхри расположилась рядом с ним. Здесь место рождения серы, а еще тут есть алюм, редкий и дорогой. Его используют в ювелирном деле. Даже сквозь маску он услышал презрение в ее голосе. Рядом с ней был Фэл, а по другую сторону от Фрея Сила. Пескоход, на котором они приехали, остался внизу, в полумили от них на пустой труднодоступной равнине находился Гагриевск. А лагерь с несколькими дюжинами зданий опоясывала высокая стена, из которой торчали сторожевые вышки. В первой, судя по всему, обитали начальство, охрана и какие-то службы. Во второй помещались бараки. Дарин уже разглядел ряды длинных построек, куда на ночь загоняли рабов. В третьей части был карьер, плохо различимое изогнутое место, занимавшее больше половины огороженного пространства. Между строениями возвышалась буровая вышка, окруженная приплетением трупы громадными баками. Темный фрегат плавал на якоре над посадочной площадкой, на которой отдыхал грузовоз. А вот файтеры, о которых предупредила Ашоа, куда-то сгинули. Вероятно, они находились в чреве фрегата, готовые в любой момент вырваться на волю. Другие подробности терялись в желтом на фрей продолжала зачить укрепление. Внезапно он напрягся и передал трубу Сила. Слева, возле стены, сообщил он. Что там? Сила надолго прильнул к окуляру. Защитное орудие, сказал он наконец. Я тоже так решил, буркнул капитан и вырвался сквозь зубы. Ради каких слюней им понадобилась зенитная пушка? Кроме того, конечно, чтобы сбивать корабли. Гагрииск не просто трудовой лагерь, а тюрьма, объяснила Эхри. Всегда найдутся желающие спасти кого-нибудь из заключенных. Я думал, что сами сразу казнят всех, кто им не нравится. Файл поднял голову. Бывают и исключения. В Гагрииске держат тех, кого не должны найти, и тех, кто слишком важен. Их тщательно допрашивают, мучают, пытают. Поэтому их и присылают сюда. Только работать вместе с муртианскими рабами в карьере их не посылают. С горечью добавила Эхри. Это считается слишком унизительно даже для преступников. Фрей до сих пор не привык к дракийскому акценту, хотя слышал его от силы на протяжении девяти лет. Он посмотрел на часы. Сила, сколько на твоих? Бортинженер вытащил свои часы. Время совпадало минуту в минуту, день клонился к закату, хотя в отвратительной мгле долины удушья разница между вечером и утром была невелика. Санса превратилась в тусклый диск. Его опаляющие лучи почти полностью поглощались желтой взвесью. Чуть тепловатый воздух неприятно касался кожи, в тумане прогремели глухие удары. Что еще такое? Фэл произнес очередное незнакомое слово. Они живут в болотах, произнесла Эхри. Неужели кто-то дышит этой дрянью? Удивился Дариан. Эхри пожала плечами. Рабам масок не дают. Экономят на замене фильтров. И что происходит? Они выдерживают год. Максимум пятнадцать месяцев. Потом их расстреливают. Она говорила жуткие сведения ровным будничным тоном, но Фрей угадывал за ним тщательно сдерживаемый гнев. Эхри взяла у сила подзорную трубу и направила ее на лагерь. Бараки, сообщила она, ворота наверняка охраняются, но если прорвемся сквозь, то можем выпустить заключенных. Вот что самое главное. Для вас, уточнил Дориан. Надо захватить лагерь, сказал Фэл. Пленных рабов раза в три больше, чем охранников, а наша команда поищет Угрика. Пока мы будем отвлекать на себя огонь, заявила Эхри. Фрейя ее замечание нисколько не устыдило. И у нас, и у вас есть свои причины для нападения. Эхри фыркнула. Пора бы твоей женщине появиться, ты ее увидишь. И когда? Спросил Фэл. Они тоже не дремлют. Если она опоздает, она будет в Гагрииске. Раздраженно бросил Фрей. Неприкрытое сомнение Фэлла и Эхри рассердило его вдвойне, поскольку совпало с его собственным. Он сомневался в Тринике. В водяном садуше Сиита она пообещала ему, что прилетит в Долино Удушье, но ее слова в общем-то походили на прощание. Хотя у них все неплохо складывалось, если не считать недоразумение над Элириум Триггер. Однако Фраю не давала покоя мысль, что он чересчур опирается на доверие к ней. Прежде Триника с радостью предавала его налево и направо, не слишком ли наивно с его стороны рассчитывать на перемену в ее поведении? Не поддался ли он опасной наивности? Что если он уподобится девицам, которые падали в его объятия? Бедняжки отдаваясь ему обычно рассчитывали, что сумеют его переделать. Волит ему умереть. Он был уверен в этом. Почти. Он выудил из кармана компас. За последние месяцы у него вошло в привычку глядеть на него перед тем, как впасть в блаженство, даруемое Шейном. Стрелка связывала его с Триникой. Он чувствовал себя ближе к ней и знал, что она носит кольцо, которое он вручил ей. Стрелка показывала на север, но Фрей понятия не имел, на каком она расстоянии. На севере находился Шесиид, который она возможно даже не покинула. А вдруг она потеряла координаты, которые он оставил ей в условленном месте. А он специально покрасил ящик особой краской, ярко светящейся, когда используешь поляризующие очки. Организация налета прошла через пень-колоду. Эхри не давала карту до тех пор, пока не получила медикаменты, а Фрей естественно не мог сказать Триники куда следовать. Триника не полетела вместе с ним в лагерь повстанцев, поскольку гигантский Делириум Триггер не мог толком сесть в джунглях. А возвращаться в Шесиид некогда. Дарьян был вынужден договориться с Триникой заранее, а разговор получился весьма скомканным. Могла случиться любая накладка. Ей нужно ночью вылететь из Шесиида, добраться в темноте до тайника и затаиться на подходах к долине атаке, если, конечно, она будет на месте. Если все идет по плану, сейчас она должна приближаться именно с севера. В противном случае она все еще в Шесииде. Теперь и компас не мог разрешить его сомнений. Она прилетит, прошептал он. Он всерьез надеялся, что не ошибается. Он продолжал беспокоиться и часом позже, сидя в пилотском кресле Кэтти Джей. Туман лениво проплывал мимо застекленного фонаря кабины. Джесс то и дело бросала на него встревоженные взгляды, а он их игнорировал. Чтобы не волновать Муртиан, она тоже носила дыхательную маску, а вот очки надевать не стала. Фрей «Капитан, пора», произнесла Джесс. Фрей утешился возможностью отвлечься от праздных мыслей и сконцентрировался. Он пустил уэрум в балластные цистерны и начал прогревать турбины. В коридоре послышались шаги. Он обернулся, в дверях стояла сила. «Твои люди готовы?» спросил капитан. «Ага, кое-кто из мальчишек того и гляди начнет палить друг в друга, если им не подсунуть даков. Боюсь, посадка получится грубоватой», сообщил Фрей. «Ты у меня старший в трюме. Нам нужно все проделать правильно». Сила кивнул и зашагал по коридору. «Курс 05», отрепортовала Джесс. «Держите прямо, ровно на двухстах, и выйдите прямо на точку. Турбины приглушите насколько возможно». «Есть», ответил Фрей и сдвинул рукоять газа. Двигатели Кэтти Джей зарокатали, и корабль начал набирать скорость. Дарья напасался, что гул турбин взбодоражит охрану, и поэтому посадил судно в 20 милях от лагеря. На этом участке не было ничего, кроме выжженной земли, ядовитых миазмов и эсмрадных болот, из которых доносилось уханье загадочных существ. График следовало выдерживать буквально по секундам. Триника будет атаковать с севера, а Кэтти Джей необходимо проскользнуть в суматохе с юга. Раз они не в состоянии приблизиться вплотную, не встревожив врага, значит, удары надо синхронизировать. Если они станут медлить, неприятель откроет огонь, прежде чем Кэтти Джей приземлиться. Конечно, Фрое вовсе не хотелось оказаться возле Триники в тот момент, когда она узнает о том, что здесь есть зенитная пушка. Но даже учитывая этот маленький сюрприз, Делириум Триггер вполне способен разделаться с вражеским фрегатом и файтерами. Однако, если она не прибудет, им предстоят крупные неприятности, и Кэтти Джей потеряет все свои шансы до единого. Корабль поглотила густая желтая мгла. Внизу проплыло зловонное озерцо, и Фрое подчудилось, что он разглядел на берегу расплывчатый контур кого-то высокого, ковыляющего на четырех ногах. Он снова мысленно вернулся к последнему разговору с Триникой, пытаясь восстановить тончайшие нюансы беседы. Не было ли в ее тоне выражения лица скрытого подтекста? Почему, согласившись наконец спасти его жизнь, она буквально потускнела? Неужели ее гложат сомнения? «Пять миль», произнесла Джесс. «Они скоро услышат наши турбины. Может вернемся?» спросил Фрей, ощущая нервную дрожь. Джесс помолчала, потом нарушила паузу. «С вами все будет в порядке, капитан. Мы вас вытащим». Он слабо улыбнулся ей, но сообразил, что она не могла увидеть его улыбки за маской и очками. Вновь воцарилась тишина. «Три мили», сообщила Джесс. Фрей кинул взгляд на часы. «И где же стрельба или что-то в этом роде?» «Вы просто убавьте газ немного», сказала Джесс. «Дадим ей время». Он послушался штурмана, но в нем уже стала укрепляться очень неприятная уверенность. «Проклятие! Сколько еще раз ему придется получить от нее удары ниже пояса?» Так он и терзался, пока Джесс не подала голос. «Две мили! Е нет, капитан! она появится!» Пробормотал он. «Давайте свернем, пока не поздно». Но лагерь неумолимо приближался. В тумане появилось темное расплывчатое пятно, Дарьян не смог бы смириться с подобным поражением. Оно означало бы полное фиаско. Выстрел замок на песке, его надули, и он подписал себе смертный приговор. «Не заставляй меня раздираться между командой и тобой!» Сказала она. Похоже, она в конце концов сделала выбор. Он верил, что она появится, до тех пор, пока Кэтти Джей не сотряс первый взрыв. Огненный шар разорил кабину, воздушная волна ударила по кораблю. Обстрел заставил Фрея вернуться к действительности, он нажал на ручку управления и кинул судно в сторону. Зенитная пушка продолжила размеренно грохотать, второй взрыв ударил Кэтти Джей снизу и заставил ее круто накрениться. Дарьен почувствовал, как рукоять в его руке сразу сделалась тяжелее, пятьдесят человек в трюме разом покатились к одному борту. «Будь ты проклят от триника!» Он выровнял Кэтти Джей и резко пошел на снижение. Охранники лагеря выскакивали из мрачных строений на плац и разбегались по сторонам. Кэтти Джей спустилась к крышам, чтобы заставить зенитщиков задуматься. Вряд ли они будут палить по собственным казармам. Теперь он разглядел самарландский фрегат. Поджарый, стройный, напоминающий быстрое насекомое. Судно у Сами были стремительными и элегантными за счет, правда, таких излишеств, как броня. Сами вообще помешаны на эстетике. Приготовься к эффектной гибели. Якорь корабля болтался в воздухе, приближаясь к днищу корабля. Вдобавок фрегат начал выпускать файтеры, которые вырывались в небо как стрелы. Ну и скорость. Фрей любил играть в рейк и всегда знал, когда можно рассчитывать на выигрыш и когда нет. Вся хитрость в том, чтобы вовремя сбросить карты. Если файтеры седут ему на хвост, собьют наверняка. Пора его союзник поможет Кэтти Джей спрятаться. Хорошо, что его лицо скрывает маска. Никто не заметил горький изгиб его губ. Вдоль борта фрегата сверкнул ряд зорниц. Прогремел гром. Из мглы выплывала черная медлительная громада Делириум Триггер. Его эскортные файтеры ринулись на перерез своим самарландским собратьям противником. Ах ты зараза! Ах ты красавица! Зарал Фрей, у которого сразу отлегло от сердца. Надежда вернулась, едва успев исчезнуть. Она прилетела сюда ради него. Триники не все равно. Его кровь кипела, и его охватило головокружительное безумие боя. Прежний обычный Дарьян Фрей исчез, он превратился в капитана Фрея. Он, человек легенда, командир Кэтти Джей, пробил его час. Он пронес и над лагерем заложил крутой вираж, чтобы выйти на обратный курс. Зенитщики полностью утратили к нему интерес, как только обнаружили Делириум триггер. Фрей выровнял корабль и подлетел к лагерю с южной стороны, где он высмотрел подходящую площадку для приземления. Охранники на стене принялись в упор полить по кораблю, но их пули не представляли никакой опасности для брони Катти Джей. Фрей сбросил скорость, резко развернул хвост Катти Джей на 180 градусов и открыл огонь из подвешенных под крыльями пулеметов. Взметнулась каменная пыль, охранники кинулись в укрытие, Дарьян в общем-то даже не рассчитывал на попадание, ему просто нужно было позаботиться о том, чтобы никто не всадил пулю в стекло кабины. Внизу лежал небольшой плац, огороженный постройками и крепостной стеной удобное место для обороны. Запев гидроприводами, Катти Джей выпустила посадочные опоры, Фрей выключил турбины, стравил эрум из цистерн и открыл погрузочную рампу еще до того, как Катти Джей с грохотом, от которого клацнули зубы, шлепнулась вниз. Капитан откинулся на спинку кресла и укмыльнулся. Есть! Выдохнул он. От сотрясения при посадке находившиеся в трюме муртияне потеряли равновесие. Они отчаянно вцепились в переборки и сети для закрепления груза, рампа в кормовой части трюма медленно открывалась, капитан рассчитал все предельно точно. Ее край коснулся земли только на пару секунд позже, чем это сделала Катти Джей, момент был весьма волнующим и мало кто сразу поверил, что они очутились на территории лагеря. Внезапно в ошеломленной тишине прозвучал голос Эхри. «Вперед! Вперед!» сверкнули топоры, обрубившие крепления пескоходов. Взревели моторы, в тесном трюме их звук показался оглушительным, и два драндуля-то сорвались с места. Они скатились по рампе, дав по очереди из гатлингов. Следом с ревом затопал рвущийся в бой бес, а за ними и все остальные. Зрелище походило на прорыв плотины. После долгой ночи, насыщенной предвкушениями и тревогой, муртиане выбежали наружу. Здесь находились в основном молодые мужчины, чахнувшие под властью Аккада, которым до нельезин доело подчиняться и повиноваться. Годами они подавляли ярость, и теперь выпустили ее на свободу. Грамко крича, они с ружьями наперевяз ринулись в Грииск. Ни о каких маневрах не могло быть и речи. Они ничего не знали о месте, куда прибыли, зато понимали, что если позволят остановить себя, то погибнут. Даки даже не поняли, что в сердце крепости высадились враги, пока не появились вооруженные муртиане. Поли гатлингов поливали здания, охранники, выглядывавшие из окон, падали замертво, те из них, кого атака застала на открытом пространстве и попытались вырваться с площадки, никому не удалось далеко уйти. Муртиане, безликие воины в масках и очках, безжалостно истребляли каждого человека в форме. Какой-то невезучий дак подвернулся бес, она втоптала бедолагу в землю и вшвырнула труп через крышу. Эхри отдавала приказы, пытаясь взять под контроль чрезмерно пылкую молодежь. Сила невольно занялся тем же самым. Он ничего не мог с собой поделать, он был среди своих, слушал родной язык и будто очутился в прошлом. Он не самозванец, думающий повардийски. Сила испытывал дикарскую жажду мщения, гнев несчетных поколений замученных рабов. Муртиане не были четко организованы, они не думали о прикрытии тактики. При Аккаде их почти не учили воевать. Однако тут же нашлись бойцы поумнее и поопытней. Сила видел, что по мере того, как ветераны начинают командовать своими бестолковыми товарищами, везде появляются признаки порядка. Он схватил за плечо ближайшего муртианина и ткнул рукой в сторону стены. Наверху уже собирались напуганные даки. Сила не желал, чтобы они стреляли по площадке, пока его соратники не покинут опасный участок. Возьми еще троих, уничтож охранников. Если не получится, хотя бы заставь их спрятаться и не высовываться. Справишься? Молодой человек, обрадовавшись, что в общем безумии у него появилась определенная задача, уверенно кивнул. Он что-то закричал, обращаясь к одному из муртиан и указал на стену. Сила предоставил ему возможность самостоятельно выполнять задание и побежал вперед. Фузеляш Кэтти Джей защищал его от пуль. К этому времени им удалось очистить площадку от даков. Многие бросились на утек и засели в соседних домах. Муртиан заранее предупредили, что разделяться нельзя, но кое-кому потребовалось напоминание. Грифдан, вардеец, бывший помощник Аккада, метался, орал и старался остановить тех, кто рвался в погоню за врагами. Сила высмотрел нескольких человек, забившихся в укрытие. Судя по всему, они были смертельно напуганы и потрясены до глубины души первым ощущением боя. Небо сотрясали гулки и разрывы. Это самарландский фрегат всерьез отвечал на атаку Делириум Триггер. В ядовитые дымки стрекотали пулеметами файтеры. Сила понадобилась лишь пара секунд, чтобы отыскать то, что нужно. Раненый в живот Дак хватал ртом воздуха и кашлял кровью. Схватив Дака за шиворот, Сила затащила его в ближайший дверной проем. Капитан уже покинул Кэти Джей и закрывал трюм с помощью внешнего пульта управления, находившегося на задней посадочной опоре. Остальная команда собралась вокруг него за исключение Машуа. Девушка спешила к Силе. Бортинженер бегло оглядел помещение, пулевые пробоины, трупы и поломанная конторская мебель и вновь повернулся к пленнику. Резким движением сорвал с него очки, одного лишь взгляда на лицо до кадийца хватило, чтобы в силу пробудилось бешенство. Виновниками несчастья Муртиан являлись самарланцы, но они всегда были где-то далеко и почти никогда не заходили в бараки. Охраняли их, жестоко избивали и безнаказанно убивали Даки. Они представляли собой реальную угрозу. Сила с детства научился бояться и ненавидеть их светлую кожу, белокурые волосы и узкие глаза. В древности сами победили Муртиан, а Даки просто были рабами. Чтобы доказать свое превосходство, они убивали себе подобных. И действовали они из-под тяжка, участвуя в беспрерывных мелких конфликтах, которые умело организовывали их хозяева. Сила не сочувствовал страдающему человеку, который находился перед ним. Они давние непримиримые враги, какое тут взаимопонимание? Где Йорд? рявкнул борт-инженер по-самарландски. Этот язык тотчас пробудел в нем омерзительные воспоминания. Дак молча таращился на Муртианина, Ашуа присела рядом на корточке, Сила, не обращая на нее внимания, ударил Дака повыше ухо, чтобы вывести ступора. Йорд, он здесь, ты знаешь где? В тюрьме? Умирающий кашлянул, струйка свежей крови, очень яркой на фоне бледной кожи, выплеснулась на подбородок. Один, прохрепел он, никто не видит. Где? В карьере? Отдельно от остальных? Сила взглянул на Ашуа, девушка кивнула, дескать, поняла. Муртианин выпрямился, вскинул дробовик и выстрелил в грудь пленнику. Ашуа тоже поднялась и отвернулась, как будто Дака вовсе не существовало. Смерть не представляла для нее ничего нового, по меньшей мере не ужасала ее. К ним присоединился Фрейв, бежавший в здание. Он посмотрел на труп, а потом осведомил Саумуртианина. Ну как? Ёрт в одиночке, в карьере, ответил тот. Ясно. В комнату ворвала Сехри. За ее спиной Фелл поспешно собирал людей. Бараки! крикнула она и остановила тяжелый взгляд на Сила. Ты с нами? Он молчал. Несмотря на то, что между ними возникла новая преграда, в ее глазах блеснула надежда. Прежде оба разделяли одну и ту же боль. Они закалились в горниле чудовищного риска. Они познали рабство и должны были доказывать вновь и вновь, что никто и никогда не наденет на них оковы. Наверное. Сила позабыл об этом, но теперь вспомнил. Он повернулся к Фрею. «Я должен идти, кап. Давай», сказал Дарьян. «Желаю удачи». Сила хмыкнул в ответ, Фрей вытащил его из Самарлы, девять лет давал ему кров, был его командиром и в некотором роде другом. Сила понимал, что жизнь могла бы связать его с кем-нибудь намного хуже. Внезапно Эхри прошипело, что нельзя терять время, Сила последовал за ней на площадку, где ждали его войны. Глава 32 Фрей замышляет предательство, умиротворение, во мраке, засада, патовое положение. Дарьян в последний раз взглянул на КТД. Он не хотел оставлять ее здесь, пусть даже и крепко запертою. С другой стороны, подумал он, если мы не справимся, меня уже не будет в живых, тогда я точно не вернусь к ней. Нечего сказать воодушевляющие размышления. Изучая лагерь издалека, он постарался запомнить его расположение. Карьер-то будет нетрудно отыскать, по местным масштабам весьма заметный объект. Отряд скользил от постройки к постройке, стреляя во всех охранников, которые попадались на пути. Они уверенно продвигались к своей цели. Туман превращал людей в расплывчатые мелькающие тени, муртиани теснили даков к середине лагеря. Те оказались не готовы к столь серьезному нападению, однако они скоро поймут, что их вдвое больше, чем неприятеля. Фрей рассчитывал на то, что муртиани вовремя успеют добраться до бараков, наверняка рабы, когда их освободят, смогут драться. Но так или иначе игра развернулась нешуточная, хватит беспокоиться по пустякам. У него есть собственная задача. Бес шествовала впереди. Она пугала и при случае завечивала любого, кто встречался на ее пути. Остальные, за исключением сила, находились рядом с капитаном. Необычная ситуация. Фрей крайне редко собирал команду целиком. Жаль только, что бортинженер не с ними. Дарья но не хватало ощущения молчаливого присутствия силы возле себя. Ему следовало дать клипсу, чтобы поддерживать связь. Но Фрей не мог не отпустить его. Порой надо действовать без оглядки на других. И сейчас сила оказался перед выбором. Малвари снял что устроил все лишь для смеха. Арри снова мог стрелять. Харкинс тоже пошел вместе с ними, хотя и вздрагивал при любом грозном звуке. Ладно, если он желает лезть под пули, чтобы произвести впечатление на Джесс, Фрей не станет его отговаривать. Он и сам мастак в подобных глупостях. К отряду присоединилась Иашуа. Очередная проблема. Но с ней Фрей намеревался разобраться позднее. Он заявил, что принимает ее в команду, поскольку, чтобы спасти свою шкуру, он согласился бы с чем угодно. Увы, скоро она узнает грустную правду. Ведь когда у мужчины все в порядке, его обещание не стоит ломаного гроша. Когда история с реликвией закончится, он вышвырнет девицу вон. А команда скажет ему спасибо. Особенно его старые сподвижники. Они-то должны помнить плачевные финалы прежних случаев пребывания женщин на корабле. Естественно, в то время Фрей ставил привлекательность выше компетентности, однако рано или поздно он прощался со всеми дамами, когда-либо посещавшими Кэтти Джей. Дело заключалось в том, что Дариан часто напивался и обязательно начинал приставать к барышне. И неважно имели его притязание успех или нет. Жизнь делалась невыносимой до тех пор, пока женщина не покидала корабль. Небольшая Кэтти Джей буквально плавилась от сексуально напряженной обстановки, и Фрей не умел сдерживаться в подобных обстоятельствах. С Джесс все обстояло нормально, поскольку она не привлекала Фрея. Кроме того, Джесс являлась мертвой. Живая теплая женщина это совершенно ненужное осложнение. Наплевать! А шо можно выгнать? А тебе, Дарья, надо уцелеть! Постройки закончились неподалеку от края карьера, Фрей убедился, что участок пустой, и махнул рукой, подавая своим спутникам сигнал оставаться на месте. Он перебежал через открытое пространство и нагнулся над обрывом. Спустя несколько секунд команда была рядом с капитаном. Без заявила о своем приближении скрипом кожи бряцаньем металла. Я велел вам ждать, озадаченно произнес Фрей. А, понятно, проворчил Малвари, пародируя жест Дарьяна. Извини, Кэп, ошиблись? Может, в следующий раз ты попробуешь воспользоваться словами и не станешь изобретать новые балетные па? Добавил Крейг. Пин расхохотался. Изобретать! Выкрикивал он, что забавного он нашел в этом слове было для команды абсолютной загадкой. Сдается, мне там полный мрак, заявил Малвари. Фрей согласился с доктором. Ядовитый туман сгущался, и карьер походил на огромный резервуар. В скальном грунте были вырублены террасы, соединенные пандусами и лестницами, но сверху виднелся лишь один ярус и намек на следующий. А ниже растелалась грязно-желтая мгла, в которой угадывались блеклые огоньки. Еще одно препятствие. Ладно, сказал он. И поосторожней, друг от друга не отходить. Мы же не хотим, чтобы кто-нибудь случайно подстрелил товарища. Пин, это к тебе относится. Эй, ты о том, когда я в лесу уронил парня с псобури? Но ведь он не умер! Возмутился Пин. Это принципляция и больше ничего! Это что? С откровенным презрением в голосе поинтересовался грайзер. Что, что? Принципляция? Ответил Арис снисходительным тоном, как будто говорил с ребенком. Нравится, когда тебя самого подловили, а? Ничего себе, господин умник! Крейг устало вздохнул. Когда-нибудь я куплю тебе словарь. Пообещал он. А он будет изучать его вместе с Фреем. Жизнерадостно бросил Ашуа. А мне-то зачем? Обиделся капитан. Для расширения кругозора. Ответила Ашуа. Ну что, спустимся и умиротворим стражников? Фрей поймал себя на том, что не понял реплики своего собеседника, точнее собеседницы. Он даже не мог решить сознаваться в этом или нет. усмиренный это мертвый а умиротворить значит убить. Недовольно заворчал Пин. И на слух одинаково. Верно? Он посмотрел на Ашуа. Та ободряюще кивнула. О, протянул Дарьен. Тогда умиротворим охранников. Дошло наконец. А я сначала и не расслышал. Крейг и Ашуа приглянулись. Малвари кивнул своим мыслям. У Фрея сложилось смутное ощущение что над ним посмеялись. Что вообще сегодня творится? Вдруг над их головами раздался взрыв заставив всех поспешно пригнуться. В небе пронесся один из эквалайзеров с Делириум Триггер. Мне кажется не стоит торчать на открытом месте. Рассудительно сообщил Аджесс. Поэтому то я и велел вам быть в укрытии. Буркнул Фрей. Не хочу чтобы кого-нибудь из вас умиротворили. края кратера и Дарьен заподозрил что Крейг с трудом удерживается от смеха. Но возможно демонист просто закашлялся под маской. Они заметили даков. Тени слезь прочь от яростной перестрелки завязавшейся в центре лагеря. К счастью команда КТГ умудрилась добраться до карьера не привлекая ничего внимания. Вымощенный плотно утрамбованными камнями пандус был широк и явно предназначался для механического транспорта. Спустившись они оказались на первом ярусе. Уступ скрывал их от жилых построек и Фрей почувствовал себя в относительной безопасности. Охранники улизнули и отряд без помех прошел по ярусу до нового спуска. Густой туман заглушал звуки боя. Грохот пулеметов превратился в отдаленное постукивание. Взрывы уже не пугали. Зато теперь Фрей отчетливо слышал шорох одежды, поскрипывание суставов бес и судорожное дыхание Харкинса. К ним доносились крики охранников. Они перекликивались между собой по-самарландски. Они внизу! Заявил Малвори. Не знают, что мы приперлись к ним в гости. Нас дает сомнение, что кто-нибудь из даков должен отправиться в лагерь, чтобы разведать обстановку. Верно. Ребята смотрите по сторонам. Напомнил воскликнула Ашуа. Он догадался о причине ее раздражения. Все, что находилось дальше двадцати футов, представляло собой расплывчатые тени, а затем и вовсе исчезало в ядовитой мгле. В общем, не спим. Вскоре они миновали механические громады, застывшие в зловещей неподвижности. Землеройные машины с бурами, ковшами и гусеничным приводом в человеческий рост. Грубая мощь техники он сразу стал маленьким и беспомощным. Шаги, прошептала Джесс, подняв руку она дала команде знак остановиться. Почему-то ее все моментально поняли и скользнуло сквозь дымку к откосу. Фрей последовал за ней, они пригнулись над краем карьера. Внизу виднелась дюжина охранников с винтовками, увенчанными даккадийскими штыками. Дарьян вздрогнул и выждал пока они пройдут. Думаю нам с ними не по пути. Отличный план, капитан. Они вернулись обратно и двинулись в сторону противоположную той, куда направились охранники. Карьер был велик и наверняка Ерус и соединял не один въезд. Фрей с огромным удовлетворением убедился в том, что он прав. Они благополучно разминулись с даками. Огни на дне карьера приблизились, тем не менее отряд мог легко заблудиться. Они будто попали в призрачный потусторонний мир. Грохот сражения наверху напоминал невнятное постукивание. Они быстро преодолели Ярус, тщетно пытаясь обнаружить спуск. Джесс опять вскинула руку и замерла. Остальные тоже затормозили. Одни безмаловно, другие не очень. Что случилось? Спросил Фрей. Джесс прищурилась. Пока непонятно. Она прислушалась. Похоже, они стараются вести себя очень тихо. Они? Фрей всмотрелся во мрак, но разглядел впереди лишь массивную тушу землеройной машины. Чего ждем? Бодро поинтересовался Пин, приблизившись. Джесс поспешно приложила ладонь к его маске. Они над нами, прошипела она, кивнув на крутой скат, поднимавшийся к верхнему ярусу. По-моему, они нас засекли. Тишину разорвал громкий рев мотора. Вспыхнул ослепительный свет. Туман пронзили лучи фары мощного прожектора. Колоссальный бульдозер ожил и изрыгал дым. Настоящее чудовище из черного железа. Раздался чей-то крик, и началась стрельба. Во мраке засверкали вспышки выстрелов. Застегнутая врасплох команда Кэтти Джей в панике бросилась в рассыпную. Первым инстинктивным порывом Фрея было бежать обратно, но он поднял голову и увидел наверху даков. Они рассредоточились и поспешно занимали оборонительную позицию. Их в клочья разорвут, если... Все к стене! Заорал капитан. Его спутники не медлили. Стена, вздымавшаяся слева, оказалась неровной, к тому же за ней имелся выступающий горб. Даккадийские стрелки решили не высовываться, пули щелкали по камням, высекали искры и со звонким свистом улетали прочь, а вородийцы прижимались к впадинам. Даки в основном целились в Бес, самую крупную заметную мишень, но нисколько ей не вредили, а лишь вызвали у голема сильное раздражение. «Бес, прикрой нас!» крикнул Крейг. Она пригнулась и встала, растопырив ручище между бульдозером и своими спутниками. Фрей высунулся из-за как раз выстрелил в сторону врагов. Бьющий в глаза свет ослеплял, зато охранники могли прекрасно рассмотреть чужаков. Крейг и Харкин запаниковали. Они бестолково размахивали оружием и закрывали голову руками. Остальные держались спокойней, но ситуация складывалась крайне невыгодная. Враги занимали господствующую позицию и не позволяли отряду перемещаться. Главное помешать дакам спуститься по дороге пандусу и зайти с тыла. Если такое случится, команда Кэтти Джей уподобится мишеням в тире. И тут бульдозер пополз вперед. У Фрея ёкнуло сердце. Уступ достигал тридцати футов ширину. Атаковать врага значило рвануться на их ружье, на их штыки. А потом надо лететь сломя голову полским проходом слева и справа от громадной машины. Но если бульдозер подойдет совсем близко, укрытие придется покинуть. И тогда засевшая наверху группа перещелкает их как цыплят. Капитан пробормотал длинное затейливое ругательство. Выстрелило в сторону кабины. Вдруг удастся зацепить водителя. Но услышал только протяжный свист рикошетившей пули. «Капитан, есть идеи?» спросил Аджесс. «Нет», признался он. «У нас серьезные неприятности». Надо пробиться, выбраться из загороженного квадрата, где приземлилась кот Ти-Джей. Силом челся по утоптанной земле с дробовиком наперевес, поблизости торчала высоченная газовая вышка, в ее подножье располагались емкости для хранения газа и очистные установки переплетенной паутиной труб. Поле взметали с земли облачко ядовитой пыли, а рядом пробиваясь сквозь воздух, наполненный вонью тухлых яиц, бежали люди. Пуля угодила кому-то в грудь, мужчина упал, перекатился и замер. Соратники перепрыгнули через него и двинулись дальше. Наискосок от плаца расположились казармы и административные здания, а за ними возвышались ворота зоны, где стояли бараки. Даки пока не успели прийти в себя, многие отступали перед нападающими. Другие прятались и отстреливались, но действовали несогласованно и с ними удавалось справиться. Пусть муртиане были плохо обучены, зато у них были особые преимущества, внезапность и решительность. Жертвы имелись с обеих сторон, однако доккадийцы несли большие потери. Сила вжался в стену длинной узкой постройки, довольный, что удалось скрыться от пуль. Все строения в Гагрииске оказались приземистыми, практичными и уродливыми. Массивные двери отливали металлическим блеском, а окна защищали выпуклые корабельные ветровые стекла. Внезапно раздалось шипение. Дверь противоположного здания отворилась, выбросив порцию относительно чистого воздуха, который на мгновение разогнал вездесущий туман. Сила метнулся туда и, затаившись за створкой, дождался, когда она вновь распахнулась. Услышал приглушенные голоса, топот тяжелой обуви. Два человека. Он ударом ноги захлопнул дверь и открыл огонь. Его жертвами стали самарландские офицеры в униформе и противогазах. Это делало их совершенно безликими. Ничего, картечь убивает их точно так же, как и всех остальных. Сила переступил порог здания и очутился в небольшой комнатушке, в конце которой он заметил плотно закрытую дверь. Воздушный шлюз, не позволяющий отравленному воздуху проникать в дом. Вот значит, как они здесь выживают. У рабов такой роскоши наверняка нет. Следом за ним вбежали двое муртиан, едва взглянув на Сила, выскочили наружу и заторопились к баракам. Сила бросился за ними, спереди перекрикивая грохот зенитки и рев турбин, грохотали пулеметные очереди. Муртиани неслись вперед подгоняемые жажды мщения. Прогремел пулемет, один из атакующих дернулся, как марионетка и рухнул наземь, второй резко остановился и кинулся назад. Сила столкнулся с ним на углу. Парень тяжело дышал и скулил, оглядываясь на товарища. Даже сквозь очки Сила разглядел, что он глубоко потрясен. Сила не стал успокаивать его, сам научится или погибнет. Между зданием и воротами зоны лежало открытое пространство, здесь даки действительно укрепились. На стенах темнели пулеметы, а в земле были прорыты траншеи с каменными брустверами. Около ворот расположились две машины, платформы на гусеничном ходу, предназначенные для перевозки рабов из бараков в карьер. В общем, отличное укрепление для 30-40 охранников и никакой защиты для муртиан. И как атаковать их в лоб? Понятно, куда бежали даки, подумал бортинженер. Отступление было запланировано заранее. Они знали, что если на лагерь нападут, то лишь ради того, чтобы освободить заключенных или рабов. Поскольку в Гагрииске явились муртиане, цель нападения была ясна. План капитана даки вряд ли могли угадать, но ко встрече основных сил неплохо подготовились. Если начать сражение, несомненно, погибнет значительная часть муртиан. Возможно, они выбьют даков с занятых позиций, и то без гарантии успеха. Он принялся озираться по сторонам и вдруг приободрился. Разве что... Неподалеку оказались Эхри и Фэл, и Сила побежал к ним. Он петлял между домов и наконец добрался до Эхри. «Мы не будем атаковать под огнем пулеметов!» Сказала она. «Но нам необходимо пробиться!» Произнёс Фэл. Сквозь треск орудий и грохот услышал другие звуки. Приглушённые расстоянием возбуждённые крики, голоса рабов. Они почувствовали, что у них появился шанс обрести свободу и восстали. Сила ощутил прилив яростной гордости. Муртияне не такие, как Даки. Они не склонят головы и не согласятся стать безропотными рабами саммайцев. Уже столько их поколений живёт в неволе, но они полны гнева и рвутся в бой. Иногда Сила размышляла о том, что нужно поискать более хитрый способ расправы над врагом. Ведь из-за прямого ожесточённого сопротивления чужой власти они так и останутся навеки под ермом угнетателей. Но нет, сказал он себе, первый же компромисс будет первым шагом капитуляции. Его народ никогда не сдастся. Он осмотрел площадь перед воротами, там лежали мёртвые Даки и Муртияне. Кровь медленно впитывалась в землю, слишком много муртиян полегло, их и взрослыми ты не назовёшь. И все они на его совести, потому что именно он предложил напасть на Грииск. Однако он ничего не чувствовал. Где же сокрушительная душевная тяжесть? После того, как провалился его заговор против Аккада, он отказался от бремени командира, он превратился в ведомого. Он боялся повторить прежние ошибки и стать виновником новой трагедии, но сейчас он оказался здесь, люди гибли, а он привёл их сюда. Он был бойцом, так уж сложилось. Попытка скинуть себе ответственность была жалким самообманом, вроде того, как курица прячет голову под крыло. Кстати, сколько народу он пристрелил, пока находился на службе у капитана? Немало. Даки угнетали его соплеменников, но ведь они тоже являлись рабами и просто выполняли приказы. Можно ли считать их невиновными? По его мнению, нет. И теперь он решился. Ведущий или ведомый, нет никакой разницы. Люди живут и умирают. Если бы эти мальчишки не погибли сегодня по его вине, они так или иначе очень скоро нашли бы свою смерть. В конце концов, каждый отвечает только за себя. «Ладно», подумал он, «либо говори, либо молчи. Одно из двух. У меня есть идея», произнес он. «Выкладывай», потребовал Фэл. Сила указала рукой на домишки, за которыми возвышалось зенитное орудие, оно стояло на небольшом бугре. «По моему, пушка нам пригодится». Эхри и Фэл переглянулись, глаза Фэла сверкнули. «Веди, дружище», сказал он. «Мы с тобой». Глава 33 Закон больших чисел. Крайние меры. Джесс теряет себя. Паника. Атаки не обходятся без жертв. Время бежало неумолимо. Зрение Джесс было намного лучше, чем у остальных, но свет фар бульдозера слепил ее и мешал сосредоточиться. Она выстрелила пару раз наугад, понимая, что это пустая трата времени и патронов. Даже определить местонахождение ламп было очень трудно. Прежде чем они смогут расколотить фары, машина успеет расплющить их в лепешку. И никакой возможности проскочить. За бульдозером находились охранники, использовавшие механическую тушу как щит. Если они бросятся в атаку и мгновенно перебьют. Даже если бес преградит путь громадине, та подомнет ее под себя, а деки перестреляют отряд вардийцев. Джесса боняло под своих спутников, пропитанный страхом, им уже не выкрутиться. Не поможет ни дерзкий план, ни капля удачи. Сейчас у них не имелось никакого выбора, и ужас у них был самый неподдельный. Единственное исключение составлял Пин. Он смеялся над смертью, поскольку у него просто не хватало ума понять, что дело-то серьезное. Джесс встала на цыпочки, прицелилась поверх горба бес и выстрелила. Опять бестолко. Затем она быстро пригнулась, ответный огонь не заставил себя ждать. Бес оказалась практически неуязвима для малокалиберных винтовок даков, но недовольно стонала, когда в нее попадали. Крейг бормотал ей какие-то утешения и испуганно вскрикивал, когда пуля пролетала слишком близко к нему. То, что в него до сих пор не попали, было чудом. На бульдозер подползал, и неровная стена уже не могла служить надежным убежищем от невидимого противника. Джесс напряглась. Вдруг ей в ноздри ударил резкий запах, прерывавший ход мыслей. Она оглянулась и обнаружила, что Пин сел на землю. В раненой руке он держал жестянку с прозрачным густым веществом, а другой, здоровый, окунал в банку патроны. Закончив, он закрыл жестянку и неловко сунул ее в карман, а потом принялся запихивать пули в барабан револювера. «Пин? Огненная слизь!» Заорал он, перекрыв грохот стрельбы и, захлопнув барабан, для вещего эффекта с треском провернул его. «Что? Невероятная огненная слизь профессора Пинна! Неужели не помнишь? Но зачем? Огненные пули!» Крикнул он. «Но для чего?» Арис пожал плечами. «Пригодится!» Он выпрямился и прицелился. «Гляди! Подожди, Пин, не надо!» Но она опоздала. Он выстрелил. Вспыхнувшая пуля, как трассер, пронзила мрак. «Ха-ха!» Триумфально крикнул пилот. «Получилось!» Джесс молча указала на его револьвер, и с барабана вырывался огонь. Пин взвизгнул и отбросил загоревшееся оружие в сторону, оно отлетело на уступ скалы, качнулось и повернулось стволом к своему хозяину. Спустя долю секунды порох патрона взорвался, револьвер отдачи сбросило вниз и он исчез. Арис посмотрел на свою перевязанную руку, сквозь белые бинты сочилась кровь. Уродливое лицо пилота посерело, прошедшее на вылет пуля застряло в стене у него за спиной и продолжило гореть. «Дерьмо!» проговорил он. «В то же самое место!» и потерял сознание. «Док!» крикнул Харкинс. «Знаю!» буркнул Малвори, старательно паливший из дробовика. «Мне сейчас не досуг возиться с нашим гениальным придурком!» «Ты предупреждал его, чтобы он случайно не подстрелил кого-нибудь!» заявила Ашуа Фрею. «Тебе нужно заняться прорицанием!» «Сработал закон больших чисел», ответил Фрей. «Похоже, это все-таки была не принципляция», добавил Малвори. Джесс снова втиснулась в щель. Шутливая перебранка товарищей не обманывала ее. Обычная дешевая бравада. Она чувствовала приближение паники. Дыхательная маска начала давить, как напоминание о тех днях, когда она еще дышала, и она сорвала ее с лица. Как спастись? Она наполовину ман. Ну и что? Если пуля пробьет ей череп, станет мертвой по-настоящему. Маны. Она осознала, что слышит их. Джесс зажмурилась, физически они здесь отсутствовали, их завывания являлись лишь фантомным эхом где-то на самой границе сознания. Но они пребывали в явном волнении и расстройстве, маны чувствовали ее тревогу и разделяли ее. В последнее время они не появлялись, уважая ее решение не присоединяться к ним, но сейчас не удержались. Как мать, не способная равнодушно внимать плач у своего ребенка, они потянулись к Джесс. Они сочувствовали ей и горько сожалели о том, что не могут оказать ей реальную помощь. Почему я не захотела стать одной из них? В чем же была причина? Она подзабыла. В их любви, в призыве их многоликого единства ощущалась грубая наивность. Они обладали умом и были людьми, но демон, обитавший в них, превращал их в первобытных существ. Наподобие животных. Что? Ее глаза сами собой широко раскрылись. Однажды она оказалась в похожей ситуации. Она вместе с силой Харкинсом защищала Кэтти Джей, стоявшую на посадочной площадке. Тогда было двадцать пиратов треники Дракен. В ту ночь она считала мысли врага, определила, где он находился, и застрелила его в полной темноте, когда он вздумал перебежать на другое того, она с легкостью влезала в кошачий разум слага. А чем лучше Дегги охранники? Она уже пыталась проникнуть в человеческое сознание, и у нее ничего не получалось, но с тех пор она практиковалась. Если она почувствует, где прячется неприятель, то расправится с ним. У команды Кэтти Джей появился шанс. Творящийся вокруг хаос не помеха. Джесс удавалось входить в неглубокий транс без всяких усилий, даже занимаясь обуденными делами. Конечно, теперь ей требовался более глубокий уровень. Она привыкла использовать свои способности с величайшей осторожностью, опасаясь последствий. Но время не было в обрез. Давай, Джесс. Она словно провалилась в глубокий колодец, и как падающий камень стремилась к сердцевине своей сущности. В один миг перестала ощущать собственную кожу, сделалась бестелесной и затерялась в пустоте. Она изо всех сил старалась отыскать путь, проложенный ею инстинктивно. Увы, она очень смутно представляла, каким образом ей это удавалось. Она чувствовала, как ее несет в неизвестность, внезапно ее сознание переменилось, широко распахнулось, впустив внутрь окружающий мир. Сперва прозвучало несколько голосов, нечленораздельный гвал толпы. В ее голову неистово воровались обрывки многочисленных мыслей, свалились в кучу, спутались в неразделимый клубок. Она слышала три языка и одинаково хорошо их понимала. Она ощущала стена неумирающих, будто они воровались из ее собственной глотки. Она была людьми, обитавшими в Гагрииске, находилась в шкурах своих друзей, Даков, Муртиан, всех одновременно. Этот сбивающий с ног поток был слишком силен и продолжал безжалостно нарастать. Едва она осознала, что утратила возможность управлять собой, ее охватил ужас. Она попыталась воспротивиться безумию, аду, в которой ввергла себя, но уже толком не знала, кто она есть и существует ли вообще. Она стала застреленным убитым муртианином и торжествующим снайпером Даком. Она была перепуганным капитаном и засевшими наверху охранниками, мрачными, хищными, ожидающими того момента, когда их враги будут вынуждены покинуть укрытие. Она превратилась в рабов муртиан, которые следили за побоищем в небесах и осмеливались думать о приходе долгожданной свободы. Она утратила саму себя. Харкинс, как трус с несравненным опытом и стажем, мог определять тончайшие различия в уровне испуга. Избитые фразы, которыми обычные люди характеризуют степень своего эмоционального состояния, казались ему прискорбно неточными. Вероятно, ему не хватало ума для того, чтобы облекать свою мудрость в слова, но если он о чем-то догадывался, то уж наверняка. Тишина утонувшего в тумане карьера порождала затяжную постоянную тревожность. Так маленький ребенок ожидает, когда же из шкафа в его темной спальне выскочит чудовище. А вот резкий всплеск во время перестрелки совсем другое дело. Это шок, потрясение, после которого Харкинс сразу лишился контроля над собой и хотел лишь забиться в уголок, сжаться в комочек и бормотать какую-нибудь чушь. Но мысль о том, что Джесс будет презирать его, придала ему мужество. Он взял себя в руки и даже выстрелил в сторону противника. Кроме того, пилоту показалось, что теперь-то ему храбрости не занимать, хотя, возможно, все было игрой его воображения. Страх посещавшей Харкинса был разнообразен, но такое происходило с ним впервые. Он вдруг услышал нечеловеческий вопль, от которого у него кровь застыла в жилах и исключился за металлической спиной знания чернеющей круги ада. Но в следующий миг кошмар усилился до максимума, Харкинс оглянулся через плечо и обнаружил источник звука джесс. И все же не совсем джесс. Она изменилась, но не физически. В общем, Харкинс не понимал. Там, где только что находилась женщина, которую он обожал, оказалось непостижимое существо, имевшее облик джесс. Чудовище распространяло вокруг себя ледяной ужас, в глазах сверкала бессмысленная жестокость, сквозь оскаленные зубы вырывалось рычание. Джесс или не Джесс напряглась как кошка, готовившаяся к броску на жертву. Ее лицо было в считанных дюймах от пилота, у Харкинса перехватило горло. Сердце остановилось, глаза выпучились. И вдруг она расплывчатой тенью мелькнула мимо него, подняв ветер, от которого клапаны и звонко шлепнули хозяина по ушам. Он уставился перед собой. Потом его отпустило, и он заорал. По внутренней стороне его ноги растеклось мокрое тепло, он обмочился и не обратил на это никакого внимания. Харкинс продолжал истошно орать. Она являлась демоном, и он едва не столкнулся с ней. А кругу огласил очередной вопль пилота, и он не собирался останавливаться. Харкинса отрезвила жестокая оплеуха, от которой его голова чуть не сорвалась с шеи. Полегчало? Осведомился Малвори, подняв мясистую лапу для следующей пощечины. Аджандрюш мыгнул носом, кивнул и схватился за щеку. Тебя вроде бы ни разу не было с нами, когда ее корежило. Харкинс кивнул, не сводя с доктора обиженного взора. А сейчас она настроена очень мрачно. Произнес капитан. Охранники тоже вопили, и Харкинс решил взглянуть в их сторону. Бульдозер подползал к отряду, и пилот мог различить в отцвете фор темные силуэты. Стражники метались и беспомощно размахивали винтовками, похоже, они не знали, куда стрелять. Между ними носилась джесс. Ее движения были молниеносны и стремительны, и если бы не собранные в хвостик волосы, Харкинс ни за что не догадался бы, что это штурманка Ти-Джей. Она то пригибалась к земле, то высоко подпрыгивала, а затем вообще пропадала в тумане. Даки валились как подкошенные, Фрейо вернулся от оторванной кисти руки, которая, быстро вращаясь, летела прямо на него. Из мрака шатаясь, вышел Даккадиец, споткнулся и рухнул под огромный нож бульдозера. Харкинс, разинув рот, наблюдал, как Джесс вскочила на движущуюся гусеницу и исчезла за ослепительным светом. Раздался дикий вой, то ли демона, то ли жертвы, и громкий треск сломанных костей. Бульдозер повернулся, и фары наконец-то перестали бить в глаза прижатым к стеневардийцам. Потом его гусеница навислен добрывом, и машина накренилась. Заскрежетал металл, громадина соскользнула вниз и разбилась тридцатью футами ниже. Займемся взревел капитан. Он выбежал из укрытия и прицелился в одного из стражников, которые пытались заглянуть под скальный козырек. Команда Катти Джей последовала примеру капитана, Харкинс не двинулся с места. Прогремели четыре выстрела, два тела свалились сверху и безжизненно рухнули на камни. Джандр зажмурился, заткнул уши и зарыдал. Когда он опустил руки, все стихло. Малвари грубо вздернул пилота на ноги. «Давай, некогда рассиживаться». «А как же он?» Проскулил Харкинс и жестом обвинителя указал на лежавшего без сознания пинна. «Не думай о нем, лучше помоги Кэпу». Буркнул доктор и опустился на колени возле раненого пилота. Джандр неловко попятился. Мокрая штанина начала натирать ногу, он принялся озираться по сторонам, пытаясь разглядеть джаз или демона в ее обличье. Ее здесь не было. Лишь глухо грохотали взрывы между фрегатами где-то высоко в другом мире над затопившей карьер ядовитой дымкой. Ошеломленный Харкинс побрел капитану. Фрей стоял среди изуродованных останков даков и смотрел на бульдозер, на котором тускло светилась случайно уцелевшая лампа. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Но в себя он придет еще не скоро. Я не собираюсь тащить этого толстого болвана на себе. Эхри оставила Грифта накомандовать схваткой. Он должен был очистить подходы от разбежавшихся даков, не позволяя охранникам отходить от ворот. Еще она строго-настрого запретила ему бросать Муртиан на штурм. Грифтон — пехотинец, ветеран Второй Эйрумной войны, не нуждался в подробных объяснениях. Покончив с этим, Сила, Эхри и Фелл побежали через открытый участок. Они направились к зенитной пушке. Сила возглавлял процессию, спутники следовали за ним, как в прежние времена. Вокруг болтались даки, не успевшие отступить к воротам после начала атаки. Некоторые прятались, рассчитывая переждать заваруху, но кое-кто пытался сражаться с дерзкими чужаками. Сила заметил двух противников, быстро скрывшихся между зданиями. Троица Муртиан выстрелила им вдогонку, но даки ускользнули. Сила подкрался к углу и осторожно выглянул. Охранники буквально испарились. «Типичные повадки даков!» — презрительно подумал он. «Кишка у них тонко драться!» Постройки заканчивались у подножья бугра, на котором возвышалось орудие. Пушку окружал высокий бруствер из мешков с песком. В кругу находились пять даков. Двое занимались пушкой, остальные засели за мешками и приготовились отражать возможное нападение. Сила внимательно осмотрел позиции. «Мы не будем подниматься по склону! Нас перестреляют!» — пробормотал Фэл у него за спиной. Эхри, присевшая на корточке, опиралась на винтовку, как на посох. «Отсюда с ними легко расправиться!» «Ты можешь пришить одного!» — ответил Фэл. «Когда они узнают о нашем присутствии, сразу откроют ответный огонь. И всё!» Сила нахмырился, но его лоб тут же разгладился. «Отлично!» — сказал он. «Отвлечем их на себя! Пушку защищают всего трое! Не понимаю тебя!» — удивился Фэл. «У тебя есть карманные часы!» Ни у него, ни у Эхри часов не оказалось. Сила вручил Фэлу свои. «Подождите пять минут! Потом начинайте стрелять! Оставайтесь в укрытии, постарайтесь разделаться с ними, если получится!» «А ты?» — с подозрением спросила Эхри. Она до сих пор не доверяла ему. Надо с этим смириться. «За меня не беспокойтесь!» Заявил Сила и, постучав по циферблату, добавил. «Пять минут!» И он бросился обратно между домами в обход бугра, чтобы выйти к позиции зенитки с тыла. Перед ним тянулась внешняя стена Гагрииска. Охранники покинули часть вышек и перебрались в укрытие. Над лагерем парился марландский фрегат, корабль сильно кренился, от него валил густой дым, а борт был охвачен огнем. Внезапно в него угодил очередной залп с Делириум Триггер, и фрегат начал быстро терять высоту. Дракен разделась с противником. Теперь ей надо только перебить файтеры. Сила еще глядел на небо, но вдруг прямо перед ним из двери выскочил Даккадиец. Оба столкнулись, когда было уже поздно уворачиваться. Они упали, сцепившись на лету, и стали драться, даже не успев понять, что случилось. Дак ухитрился оказаться сверху и принялся остервенело колотить Сила. Муртианин перехватил предплечье врага и, выворачивая его как рычаг, свалил охранник из себя. Несколько минут они боролись лежа, но Сила вскоре перехватил инициативу. Он резким движением завел руку Дака ему за спину, отчего тот взвыл дурным голосом. Затем Сила ткнула его лицом в землю. Дак скреб пальцами по камням, он хотел дотянуться до своего оружия, которое валилось в паре футов от него, Сила навалился ему на спину и зажал его шею железной хваткой. Стеснув зубы, он напрягся и в один миг сломал охраннику шею. Скатившись с трупа, он встал на колени и застыл, переводя дух. Давно он не убивал людей голыми руками. Это совсем не то, что застрелить неприятеля издалека. Отдыхать некогда. Сила вскочил на ноги, подобрал дробовик и побежал дальше. Раздался звук, похожий на стон искореженного металла. За ним последовал взрыв, от которого зазвенели стекла в ближайших постройках. За стеной, на отравленных равнинах, разбился фрегат. Бортинженер добрался до наружной стены. Он промчался вдоль нее и достиг основания площадки с дениткой с тыльной стороны. Укрывшись за поворотом, он наблюдал за охранниками, спрятавшимися за мешками с песком. Они расположились так, чтобы иметь хороший обзор. Сила находился не точно напротив Эхри и Фэлла. По его прикидке, получалось градусов 120, а не 180. Тоже неплохо. Правда, пустырь, который нужно было пересечь, казался страшноватым, но отступать уже поздно. Он потерял счет времени. Прошло пять минут или нет. Проверил дробовик. Заряжен полностью. Вероятно, он добрался сюда быстрее, чем рассчитывал. А может, Эхри и Фэлл отказались от его затеи? Что если Эхри решила, что он пытается сыграть с ними грязную штуку и не будет верен делу освобождения? Ведь он целых девять лет проторчал в чужой стране. Резко громахнула винтовка. Один из охранников отлетел от бруствера и упал замертво. Загремела канонада. Оставшиеся двое даков стали палить в ответ, повернувшись спинами к Сила. Наводчик пушки лихардочно ловил в прицел эквалайзер, гонявшийся в желтом небе за последним самарландским файтером. Сила выбежал из-за укрытия и кинулся к укреплению. На языке он остро ощущал медный вкус адреналина. Если его увидит, то сразу прикончит. Но его никто не заметил. Будто сам мир отвел им глаза и сделал Муртианина невидимым. Те двое так и суетились около зенитки, а охранники ввязались в перестрелку с Эхри и Феллом. Сила перемахнул через бруствера и очутился в редуте. Его обнаружили лишь после того, как он уложил первого дака. Быстро передернув цевьё, Сила моментально всадил пулю во второго. Трудно промахнуться, стреляя почти в упор. Спустя секунду он бросился к рудийному расчёту. Этот Даг не успел даже вытащить револьверов с кобуры. Он попятился к прибору управления и рухнул наземь, держась обеими руками за простреленный живот. В живых был только один наводчик, сидевший в кресле. Он поднял руки вверх. «Слезай оттуда!» — приказал Сила. Тот повиновался. «Отойди!» Даг послушно отступил на несколько шагов, Сила держал его на мушке. Наводчик поглядел на Муртианина и сразу понял, что его ждёт. Его лицо перекосилось. «Нет! Умоляю! У меня де!» Сила нажал на спуск, и крик оборвался на полусловие. Он не желал ничего слушать о детях-дагкадийцев. Муртианские мальчики и девочки вырастали кривобокими от работы в шахтах или лишались пальцев на бумагопредельных фабриках. Когда он был молод, месть улучшала его настроение. Она утихомиривала пылающую в нём ярость. Теперь же Сила не испытал чувств. Убитый даг являлся каплей в океане. Его смерть ничего не изменила. Эхри и Фэл перелезли через бруствер. Даже сквозь очки было видно, что глаза Фэл осиели от восторга. «Получилось!» — крикнул он. «Великолепно!» «Точно как в старое время!» — ответил Сила. «Да», — согласилась Эхри. Совсем рядом просвистела пуля. Они вздрогнули. Фэл болезненно охнул. Эхри вскинула оружие и выстрелила. Сила оттолкнул Фэл и обнаружил внизу дака с револювером. Из глубоко оцарапанного пулей виска текла кровь. Эхри не убила врага, а лишь контузила. Сила всадил в него заряд. На сей раз без ошибки. «Фэл!» Он молчал. Это случилось слишком быстро. Сила инстинктивно, не думая, убил дака, но сейчас он свел все концы с концами. Выстрел, стон Фэла, крик Эхри. «Будь проклята вся, это гнили дрянь!» Фэл лежал на земле. Эхри осторожно приподнимала его голову, зажимая свободной рукой его рану на груди. Кровь толчками пробивалась между ее пальцев и расплывалась на одежде муртианина. Сила за свою жизнь повидал немало пылевых ранений. Фэлу оставалось несколько минут. «Фэл!» «Не покидай меня!» Он закашлялся. Его блуждающий взгляд казался растерянным. «Я не... я...» Сила наклонился и положил руку на его плечо, чтобы хоть как-то выразить свою поддержку, но Эхри заорала, чтобы он убирался. Он послушался. Фэл принадлежал ей, а не ему. Он ушел и не возвращался девять лет. Он не претендовал на звание друга. Фэл сумел сфокусировать зрение на лице Эхри. Мазка и очки казались неуместным барьером, разделившим их обоих. «Мать идет!» Прохрепел он. «Нет!» Воскликнула Эхри. «Нет!» В горле Фэла что-то булькало. Он задыхался. Членораздельная речь давалась ему с огромным трудом. «Я снова окажусь здесь!» «Ты не умрешь!» Проговорила она сквозь набежавшие слезы. «И ты когда-нибудь освободишь меня!» Эхри так и не смогла произнести ни слова из того, что хотела. Она погладила его ладонь с татуировкой и приложила к своей. Глаза Фэла прищурились в улыбке. «Холодно!» Прошептал он. И добавил с тихим смешком. «Почему мне...» «Страшно!» Потом он замолчал. Сила принялся перезаряжать дробовик. Отсюда он мог видеть часть площади у ворот. Сражение продолжалось. Стреляли винтовки, трещали пулеметы, но ни одна из сторон не продвинулась ни на дюйм. В небе еще завывали эквалайзеры с Делириум Триггер. Когда он закончил перезарядку, Эхри стояла на коленях возле тела своего мужа. «Эхри!» «Заткнись!» Бросила она. «Не смей говорить со мной!» Она обожгла его ненавидящим взглядом, потом ткнула пальцем в огромную пушку, возвышающуюсь над ними. «Займись делом!» Орявкнула она, словно плюнула в него. Сила устроился на сиденье и стал изучать рукояти управления. Трагедия не сразу уложилась в его рассудки. Фал погиб, по его вине. Он считал, что больше не будет ощущать ответственности за чужую смерть, но ошибался. Его не тревожила лишь судьба тех, с кем он не был знаком. Сила вздохнул. «Идти вперед!» «Вот и все, на что способен человек. Иди и забудь о том, что разрушил на своем пути. Наконец он собрался с мыслями и обнаружил, что управление орудием не представляет для инженера никакого труда. Муртианин опустил ствол, тот дошел до горизонтали и замер. Сила решил, что на расстоянии траектории полета снаряд начнет снижаться и этого вполне хватит. Он принялся разворачивать пушку к воротам, за которыми находились бараки рабов. «За тебя, Фал!» Подумал он и нажал на гашетку. Ударив по ушам равномерным и оглушительным «бах-бах-бах», пушка выплюнула поверх крыш сверкающие трассирующие снаряды. Притяжение пригнуло их полет к земле, и они ударили точно в ворота, раздробив их на мелкие части. Сила изменил угол прицела. Он начал осыпать снарядами стены и охранников, притаившихся у их подножья. Пулеметчики исчезли в тучи каменного крошева, пыли и огня. Даки кинулись из укрытия в рассыпную, муртияне убивали их на бегу. Когда сила отпустил гашетку, из разрушенного проема повалила грязная туча. Но вскоре она рассеялась. Он услышал многочисленные крики. Начался штурм. Кто именно атаковал, рабы, свободные муртияне или те и другие, он не представлял. Но он знал, что сегодня они победили. Он немного посидел, тщетно дожидаясь ощущения триумфа. Все его мысли занимал Фелл. Тогда сила выбрался из кресла стрелка. Эхри стояла неподалеку с винтовкой в руке. Ее суровые глаза были сухими. «Ты со мной?» Спросила она. Он поглядел на Фелла. В муртиянской культуре не предусматривалось церемонии проводов мертвых. Покойники являлись мертвой плотью. Их души возвращались к матери. «Пожалуй, побуду здесь», произнес он повардийски. «Нет особого желания убивать». Эхри фыркнула. «Может, тебе это и надо», — сказала она. И, перебравшись через бруствер, побежала вниз по склону туда, откуда доносились звуки боя. Сила проводил ее взглядом и опустился на колени рядом с Феллом. Снял с него маску и очки. «Может, мне и надо», — пробормотал он. Глава 34 Шутливая перебранка Бесосвободительница Унижение пачи гордости Арестант На дне карьера творился ад. Здесь туман сгустился до предела. Все стреляли в любые подозрительные тени. Из мрака вылетали пули, посланные наугад. Джесс находилась где-то поблизости. Она пребывала в демоническом состоянии, и ее крики напоминали вопли доисторического чудовища. Словно кто-то воскресил и выпустил сюда одного из гигантских хищников, населявших эталон в древние времена. Фрей и его спутники укрылись за машиной, оснащенной длинной стрелой с буровой головкой на конце. Она была припаркована у стены карьера. Харкинс ни на что не годился. От каждого возгласа Джесса начинал трястись и бормотать, что-то бессвязное. Ашуа почти непрерывно приплясывала на месте от переполнявшей ее энергии, Крейг вертелся под лебез, демонист проверял, не получила ли она повреждений, и шептал голему успокаивающие слова. Пин уже мог держаться на ногах, но пребывал в горячке. Он вещал себе под нос чушь о том, как он выиграл сто гонок подряд и стал истинным героем небес. Малвари, наскоро перевязав Арриса, объявил, что пилот в порядке, но с полетами надо повременить. В общем, команда находилась не в лучшей форме, хотя все уцелели и к тому же почти добрались до цели. Фрей позволил своему сердцу немного приоткрыться навстречу надежде. Он выглянул из-за буровой машины и заметил расплывчатое пятнышко. Наверняка это и есть здание тюрьмы с камерами-одиночками. И поль тут свистит не слишком много, подумал он. Участок можно быстренько пробежать. Внезапно во мгле появилась чья-то фигура. Дарьянов скинул револьвер, не зная, стрелять или нет. Впрочем, оказалось, что решать ему вовсе не требуется. Перед ним возник другой силуэт. Маленький, с волосами, собранными в хвост, Джесс. Она мгновенно напала на неизвестного со спины и повалила его на землю. К счастью для Фрея, подробности короткой схватки скрыл туман. А Джесс, пригнувшись над останками, оглядывалась в поисках новых жертв. Дарьян вздрогнул и поспешил укрыться. Спустя минуту вой Джесс донесся с противоположной стороны карьера, Фрей предположил, что отряду можно двигаться дальше. И тут раздался многоголосый хор. Похоже, люди кричали не в ярости или страхе, а чтобы привлечь к себе внимание. «Муртиане!» произнесла Ашуа. «Рабочая смена!» «И что они говорят?» «Не знаю». Она пригладила волосы над ухом. «Наверное, что-то вроде «Заберите нас отсюда!» «Пожалуй, мы пойдем вам навстречу», сказал Фрей. «Чем больше народу будет шляться вокруг, тем меньше нам достанется, верно?» «Фрей, ты прямо в воплощении доброжелательности!» «Эй, я для тебя, между прочим, капитан!» «И за грубой внешностью я на самом деле до невозможности сложен, добр и чувствителен!» «Не сомневаюсь. Изумительный пример нарциссизма!» «Спасибо!» «И еще я очень смелый!» Ашуа тихо выругалась. «Совсем забыла, что ты ловко умеешь обращаться со словами!» «Все-таки нужно купить тебе пару книг для самообразования!» «Вы перестанете любезничать или как?» окликнула Хмалвари. «Мы собираемся освободить рабов, если вы не против!» «Мы не любезничаем!» возмутилась Ашуа. «Неужели?» удивился Фрей. «Нет!» Дарин вздернул брови, хотя этого никто не мог видеть. «Правда?» «Нет!» «Буквально и формально – нет!» Фрей почувствовал, что его брови поползли еще выше. «Разве мы...» «Кэп, сейчас не время и не место для глупостей!» взвизгнул Харкинс. Все разом подскочили. «Ишь ты!» проворчал Малвари. «Кого-то проняло!» «По-моему, он расстроился, когда полюбовался на джесс без косметики!» заметил Фрей. «Ничего подобного!» Харкинс, похоже, находился на грани апоплексического удара. «Это ее распроклятый демон!» «Трудности взаимопонимания!» глубокомысленно произнес Малвари. «Я порекомендовал бы пациенту нажраться. Мне всегда отлично помогает!» ответил капитан. «Чтоб вам всем пропасть!» прохрепел Харкинс голосом задушенной вороны. Фрей ухмыльнулся. «Мне нравится, когда он злится. Заявил он. Ладно, Харкинс, будь здесь. Остынь немного. А ты, док, пригляди за идиотом!» Он указал на Пинна. «Остальные за мной!» Он пошел первым, отряд последовал за ним. Они прижимались к стене карьера, держась в стороне от перекрестного огня. Фрей сомневался, что они справятся без силы от Джессы Малвари. Крейг – некудышный стрелок, и в бою от него никогда не бывало проку, но они с бес неразрывны. Аша умела обращаться с оружием, но, судя по ее поведению, ей не хватало практики. Он поискал глазами Джесс. Где она? Не стоит ли опасаться ее точно так же, как Даков? Конечно, она только что спасла их от верной гибели, однако он боялся ее. Когда она выходила из-под контроля, никто не мог предсказать ее поступков. Пусть штурман, самый знающий член экипажа, при всем при том, Джесс являлась весьма большой обузой. Размышления Фрея прервал отдаленный рев, становившийся все громче. Он нахмурился. Это еще что такое? Рев усилился. Турбины! Дарьян задрал голову. Сквозь туман летело огненное копье. Эквалайзер Триники, охваченный пламенем, врезался в землю. Пропахав в дне карьера полыхающую борозду, он врезался в стену со скрежетом, от которого Фрея передернуло. Капитан пробормотал. Триника убьет меня. Прибавив шагу, он направился туда, откуда доносились крики. Рядом шумно топало бес, вскоре они обнаружили муртиан. Они были прикованы цепью к выступу скалы, все одеты в жуткие лохмотья, у каждого мужчины и даже мальчика на ногах гремели кандалы, а на шее висел железный ошейник. Через металлические звенья, прикрепленные к ошейникам петли, были пропущены цепи, закрепленные замочные столбы. Муртиане были вооружены кирками, при виде Фрея они принялись восторженно размахивать своими орудиями, но, разглядев бес, забились в панике. Кое-кто принялся отчаянно рваться, будто всерьез рассчитывал освободиться. Аша обратилась к ним по-самарландски с длинной фразой. Девушке удалось успокоить Муртиан. Тем не менее, рабы оставались настороженными. Охранники сбежали, поэтому Фрей приступил к решительным действиям. «Бес, займись столбами, ладно?» Попросил он голема. «Только поосторожней, к ним люди привязаны». Бес протопала к ближайшему столбу и выдернула его из земли, нечаянно повалив дюжину рабов. «Ты уж как-нибудь потише!» — посоветовал Фрей. Крейг показал бес, как порвать цепь, не причинив никому вреда. Бес послушалась его и выполнила все без запинки, а остальное Муртиане завершили самостоятельно. Бес же двинулась дальше, с удовольствием выворачивая столбы и разрывая толстые звенья. Рабов было человек пятьдесят. Они кашляли, но громко и радостно кричали. Кто-то помогал соседям, некоторые устремились в туман, торопясь побыстрее воспользоваться обретенной свободой. А часть подхватила Кирки и направилась искать своих недавних угнетателей. На дне кратера продолжала пылать огненная полоса, оставленная разбившимся эквалайзером. Вдаль нее с воплями метались Деки и Муртиане. Где-то среди них Джесс. По мере того, как в схватку включились рабы, выстрелы раздавались все чаще. Кэп, по-моему, хаоса более чем достаточно. Нервно спросил Крейг. Да. Кивнул Фрей. За мной. Они зашагали к середине дна карьера, где смутно сиели электрические лампы. Наверное, именно там находилась тюрьма. В воздухе продолжили свистеть пули, но количество даков сильно уменьшилось, и никто не вел прицельного огня по команде Кэти Джей. Кто-то выскочил из мрака и замер, уставившись на них, бес мигом отреагировала. Она резко наклонилась, схватила человека за руку и вздернула в воздух. «Бес нет!» испуганно заорал Крейг. В лапище голема болтал сарап Муртианин с перекошенным от страха лицом. «Светлые!» произнес Крейг, притрагиваясь к своим волосам и аккуратно подстриженной бородки. «Остальных не обижай!» Бес создала басовитый звук, раскатившийся у нее в груди гулким эхом. Она, похоже, выражала недовольство, словно ребенок, которого подловили на очередной каверзе. Фрея передернула. Иногда голем наводил на него чудовищный ужас, как, впрочем, и джесс. Бес выпустила Муртианина, он шлепнулся наземь, вскочил, попятился, держа одной рукой другую, явно вывихнутую, и кинулся прочь. «А мы — хорошие парни!» саркастически бросил демонист. «Но мы же все-таки освободили его, согласен?» По дороге им больше не встретилось ни одной живой души. Постройка оказалась приземистой и унылой, не дома коробка. С крыши светили прожекторы, поблизости тарахтел генератор. Они случайно подошли прямо ко входу на глухо запертой двери. «Они очень хотели упрятать людей в одиночке!» — вымолвила Ашуа. «Иначе зачем было засовывать их сюда?» «Бес, открой дверь, будь добра!» — сказал Дариан. Бес радостно забулькала и насквозь пробила металл кулаком, а потом сорвала створку с петель. «Она весьма непосредственно, верно?» — обратилась Ашуа к Крейку. «Просто она любит ломать!» Извиняющимся тоном ответил тот. «К сожалению, капитан ее постоянно поощряет. Ты бы посмотрела на нее, когда она по-настоящему разозлится. Восторжно сообщил Фрей. Внутри загремели выстрелы, пули высекли искры из брони Бес. Дариан в свое время напрягнулся. Бес стряхнула дверь с руки и с ревом вломилась в проем. Изнутри донеслись треск грохот и вопли даков. Ашуа прислушалась к невидимому побоищу. «Получается, что на борту Кэти Джей я занимаю среди женщин лишь третье место по смертоносности?» задумчиво произнесла она. «Подумать только какое унижение!» съязвил Крейг. «Я чувствую себя практически безобидной», пожаловалась она. «Как же! Ты так колотила меня ногами по роже, что мне до сих пор коренные зубы шатаются!» «О, да!» Мечтательно улыбнулась Аша. «В день нашего знакомства!» «А Бес-то управилось!» заявил Крейг, заметив, что крики прекратились. Он сунулся в дверной проем, но тут же вернулся и сказал упавшим голосом. «Готово!» Фрей вошел в здание. Все, кроме свисавших с потолка ламп, было сломано и разбито. В тени замерла громада Бес, во мраке за лицевой решеткой светились ее глаза. В кулаке голем зажал чей-то окровавленный хребет, на котором уцелела голова докадийца. Дарьян последовал дальше. Под ногами у него что-то негромко чавкало, он не хотел думать, что конкретно. Туман лениво вползал внутрь постройки, отравляя чистый до сих пор воздух. В помещении почти не осталось мебели, но даже по обломкам можно было угадать, что Дарьян попал в вестибюль, где занимались канцелярской работой. Справа он заметил деревянную дверь, а слева — металлическую. За ней-то и надо искать заключенных, решил он. Бес с удовольствием выломала ее. Капитан нырнул в коридор, Бес стопала за ним, то и дело озираясь по сторонам, поворачиваясь бронированным телом. Замыкали шествие Крейг и Ашуа. Справа тянулись массивные двери камер, снабженные запертыми снаружи откидными створками, окошками для наблюдения за заключенными. «Угрик!» — крикнул Фрей. «Я ищу Угрика! Кто-нибудь видел его?» Тишина. Он заглянул в первую камеру, она оказалась почти пустой. Из обстановки — койкое ведро, служившее ночным горшком. Сам орланец, одетый в пасконную рубаху и штаны, расхаживал по ней взад и вперед. Увидев Фрея, он затороторил что-то на своем языке, сам митыкал рукой в сторону замка и просил открыть его. Дарьян не стал задерживаться, затем с окошком поравнялась бес. Самми охнул и метнулся в глубь комнатушки. Фрей проверял другие камеры. В тюрьме находились самми и даки. Ни один из них не казался опасным. «Чем же они провинились, чтобы заслужить подобное заточение?» — недоумевал капитан. Все они реагировали одинаково. Слышали стрельбу и взрывы снаружи и верили, что к ним пришло спасение. Они воспринимали Фрея как спасителя, пока не видели сопровождавшего его голема залитого кровью. После этого бедолаги не желали покидать свои относительно безопасные жилища. В последней камере обнаружился Йорд. Он сидел на койке и чем-то чистил ногти. Приземистый, коренастый и широкоплечий мужчина, облаченный в тюремную робу. Свалявшиеся грязные темно-рыжие волосы заплетены в три толстые косы, как и борода. Прическу Йорта обильно украшали кости и бусины. Фрея отодвинул засов и открыл окошко. Заключенный уставился на капитана. Ему было около сорока пяти лет. Дубленную непогодами кожу прорезали глубокие морщины, на щеках синели татуированные полосы, а в носу, как у быка, блестело кольцо. — Угрик! — Йорд встал и ухмыльнулся, продемонстрировав зубы, разделенные широкими щелями. У него были странные глаза. Один зеленый, а второй голубой. — Интересно, что его так порадовало? — удивился Фрей. — Вы Угрик! — повторил он. — Я! — ответил тот. — Помните реликвию, которая была у вас, когда сами вас поймали? — Допустим. — Мне необходимо знать, где вы ее взяли. — Угрик фыркнул. — Я скажу. — А может, и нет. — Вот болван! — подумал Фрей. Он потер пальцем переносицу и продолжил допрос. — А если я оставлю вас гнить в камере? Вас такое устроит? Угрик приблизился к двери и придвинул лицо к окошку, пытаясь хорошенько разглядеть Фрея и его спутников. Присутствие бесни в малейшей степени не взволновало его. — У вас неприятности с этой штукой! — внезапно осведомился он у Дариана. Капитан стянул перчатку и с громким шлепком припечатал изуродованную ладонь к стеклу прямо перед носом Угрика. Тот пристально всмотрелся в метку с расстояния в несколько дюймов. — Когда? — спросил Угрик. — Завтра ночью. Йорд отвернулся. Фрей натянул перчатку, и его терпение практически иссякло. — Этот тип что, издевается над ним? Или его накачали наркотиками? — Послушайте, вы хотите выбраться отсюда или нет? — Незнакомец, предлагаю вам соглашение. — буркнул Угрик. — Я позволю вам выпустить меня отсюда. — Но при одном условии. — Вы позволите? — Да. — И какое же ваше условие? — Вы доставите меня туда, где я нашел реликвию. Дариан заморгал от удивления. Если бы он имел склонность к мигрени, то сейчас, вероятно, схватился бы за голову и взвыл бы от боли. Демонист, судя по всему, был также изумлен. — Угрик! — произнес Фрей. — У вас, наверное, мысли скачут словно хорьки в клетке. Йорд усмехнулся через плечо. — Но ведь не у меня ж черная метка на руке! Дариан открыл рот, но промолчал. Чтобы добраться до путешественника, он сколотил небольшую армию, организовал воздушную поддержку и пробился через гарнизон крепости. И никаких тебе проявлений благодарности и желания пойти навстречу Освободителю. Что за ерунда? Он вздохнул и сделал несколько шагов по тюремному коридору. — Знаете ли, у меня нет времени на всякие глупости! — заявил он. — Бес, Вэлла Мэка-дверь! Угрик идет с нами! Глава тридцать пятая Лазарет Последствия Горькое расставание Джесс лежала на хирургическом столе в лазарете Кэтти Джей. Небудь она заляпана с ног до головы чужой кровью, Фрей не подумал бы, что всего час назад она отрывала людям головы. Она была неподвижной и безмятежной. Ее грудь не поднималась и не опускалась. Посмотреть со стороны — мертвая. Впрочем, это являлось ее обычным состоянием. Просто она не могла очнуться. — Что с ней? — поинтересовал Сауну Малвори. — Не имею понятия, — ответил доктор. Она и прежде вырубалась. И, насколько я помню, в первый раз она довольно долго оставалась без сознания. Потом этого не случилось, поскольку она лучше владела собой. И сегодня он пожал плечами. Поживем-увидим! Джесс чудом обнаружил один из рабов Муртиан. Он наткнулся на женщину, лежащую без сознания. Поскольку она не являлась ни Даком, ни Сами, он решил, что она из компании их новых союзников и притащил ее к ним. Никто даже не отождествлял ее с демоном, наводившим ужас на врагов. Вдобавок большинство из находившихся в карьере вообще не заметили ничего, кроме странной и стремительной тени. Фрея мучила совесть. Он совсем не волновался о Джесс. Капитан был уверен, что когда сражение закончится, Джесс сама позаботится о себе. Но ситуация круто переменилась. Что она собой представляет? Осведомилась Ашуа. Единственный из посторонних, кому позволили войти в тесный и неопрятный лазарет Малвори. Фрей решил, что хранить от нее тайну штурмана вовсе не обязательно. В конце концов, Ашуа была свидетелем того, как Джесс мелькала. И, кстати, восприняла превращение весьма спокойно. Ему это понравилось. На борту Катти Джей было сложно найти уравновешенного человека. Но с Ашу он все-таки распрощается. «Наша Джесс наполовину ман», — объяснил он. «Долгая история». «Ман?» — переспросила Ашуа. «Я считала, что это сказки». «На юге возможно», — ответил Лук. «Дориан». «А вот на севере реальность». Он бросил на собеседницу пронизывающий взгляд. «Но только заикнись об этом кому-нибудь, бес вышвырнет тебя в море». «А мне никто не поверит», — парировала она. Такого заверения Фрею хватило. Он снова повернулся к Малвори. Доктор тревожно наблюдал за Джесс, приклаживая усы, и что-то бормотал. «Как пин?» «В норме. Я подсунул ему кое-что, и он отключился». «Отдохнем от него немножко». «А где наш ёрт?» Раздобыл провизию в кладовке и засел в кают-компании. Сначала устроил скандал, что, дескать, не может есть неблагословленное мясо. Я его и оставил. Пусть сам разбирается. «Ох уж эти ёрты!» Кивнул Малвори. «Их устраивает только мясо диких животных, над которым вдобавок нужно провести какой-то обряд сразу после охоты». Фрей пожал плечами. «Ну и ладно. Нам больше достанется». «Каковы ваши дальнейшие планы, капитан?» Вмешала Сяшуа. В её устах обращение «капитан» звучало насмешливо, хотя при разговоре через маску это было трудно понять. «Выберемся из тумана, когда стемнеет». Угрик дал мне координаты. Он заявил, что сам проложит курс, если Джесс не придёт в себя. «Ты ему доверяешь?» «А у меня есть выбор», — сказал Фрей. «А если он надует нас, у меня в запасе будут лишь сутки, чтобы пожалеть об этом». В двери лазарета появился Крейг. «Кэп у тебя гости. Она ждёт тебя в кабине». Дарья непроизвольно напрягся. Он рассчитывал оттянуть момент встречи с Тринникой как можно дольше. «А...» Небряжно произнес он. «Спасибо». Дверь, ведущая в кабину, оказалась против обыкновения закрыта. Испытывая дурное предчувствие, Фрей распахнул её. Тринника заняла пилотское кресло и смотрела в лобовое стекло. Снаружи быстро угасал день. Делириум Триггер зловеще висел на якоре в жёлтой мгле. Между ним и землей сновали челноки, доставлявшие бывших рабов Муртиан на гигантский фрегат. «Закрой дверь», — вымолвила она. Дарьян повиновался и наконец-то заметил, что Тринника без маски, а воздух чист. Что-то странно жужжало. «Стандартная система очистки», — сообщила Тринника. «Удаляет дым, если случится пожар». Фрей растерялся. Стащил маску, вдохнул полной грудью. «И сколько времени эта система здесь стоит?» «С тех пор, как я в эктаке переоборудовала для тебя Кэтти Джей». Знакомые интонации. Она говорила медленно, устала. Её голос исходил из глубочайшего провала самого дурного настроения. «Тринника». Начал он. «Пять человек», — произнесла она. Двое погибли в сбитых эквалайзерах, остальные на борту, когда Далериум Триггер попал на незащищенный участок. Фрей буквально парализовала. Он был бессилен и не мог исправить положение. Однако предпринял попытку. «С нами Йорд», — выдавил он. «Ты меня выручила. Я получил шанс. Его дала мне ты. Ради тебя пожертвовали собой пятеро». Сухо отчеканила она. На сей раз Фрей прислушался к инстинкту и промолчал. Тринника встала и отвернулась от окна. Она облачилась в черный мундир, брюки, серый плащ с капюшоном и перчатки. В руке она держала противогаз с круглыми линзами, закрывающий всю голову. Ее глаза были черными и пустыми, взор пиратской королевы, укравшей женщину, которую он когда-то любил. А еще они напомнили ему железного шакала. «Зря ты просил меня об услуге», — сказала она. «Лучше бы я умер. Это были мои люди. Они мне доверяли. Они свыклись с опасностью», — произнес Фрей. Она покачала головой. «Дариан, теперь они сомневаются. Даже Баламон, мой боцман. Ты очень долго ими командовала. Они простят тебя. Дело не в прощении», — прошипела она. Но вспышка гнева сразу погасла. «Они не дураки. И знают, почему я так поступила. Ты сделал меня слабой». Обвинение о Триннике возмутило Фрея. Он тут же завелся. Когда он спорил с ней, дипломатия мигом улетучивалась. «Ты что, забыла про Саккан?» — рявкнул он. «Я подверг смертельному риску свою команду, чтобы спасти твою голову!» «Проклятие!» «Тогда я почти не имел шансов на успех!» Она вздрогнула от его тона. Это сразу остудило его гнев. «Они мои должники!» — добавил он гораздо мягче. «Все ведь ясно!» «Ты многого не понимаешь!» — констатировала Тринника. Он терпеть не мог, когда она говорила эти слова. «Так объясни получше!» — потребовал он. «Они видят, что происходит между нами!» — выкрикнула она. «А их соратники и друзья из-за этого гибнут!» Она взяла себя в руки и вновь стала подавленной и печальной. Пламя угасло. «Я командую полусотней пиратов. Они выполняли мои приказы. Не догадываешься, почему?» «Я не давала им повода думать о себе как о женщине!» «Дарин, им нужно, чтобы я была безжалостна и жестока!» И она наконец-то встретилась с ним взглядом. В ее глазах блестели слезы. «Я могу все потерять!» Выдохнула она. Приближалось что-то неотвратимое. Фрей чувствовал это. «Я знаю тебя, Триника!» «Ты же не такая!» «Нет!» Возразила она и разжала кулак. «Ты знал меня!» В ее ладони лежало серебряное колечко, его подарок взамен другого украшения, которое он должен был надеть ей на палец в день свадьбы. Кольцо связывало их обоих. «Возьми его!» Прошептала она. «Нет!» Ответил он. В висках гулка пульсировала кровь. «Оно твое!» Триника опустила руку, и кольцо, соскользнув с ее ладони, упало на пол кабины. «Оно мне не нужно!» У Фрея вдруг ослабли колени, и он опустился на край металлического штурманского столика. На него будто надвигалась гремя непроглядная тьма. Он был потрясен тем, что в мире нашлось нечто, способное настолько выбить его из равновесия. Триника надела противогаз и набросила на голову капюшон. Она повернулась к нему, но он уже не мог видеть ее лица. «Я доставлю рабов в лагерь, как мы и договаривались», — произнесла она. «У тебя есть более срочные дела». Она подошла к двери и сдвинула ее в сторону, затем остановилась и слегка наклонила голову. «Думаю, я в расчете с вами за сакан, капитан Фрей. Прощайте». И она быстро удалилась по коридору. Дарин опустился на корточки, ему показалось, что пол накренился. Желудок напрягся в преддверии сильнейшего спазма, еще секунды и его скрючат в три погибели. Фрей поднял кольцо и медленно выпрямился. «Оно мне не нужно». Он положил его на ладонь, изуродованную меткой. Потом надел на мизинец. Все как обычно. В коридоре прозвучали приближающиеся шаги. Он сглотнул безымянное чувство, пытавшееся обосноваться в его нутре, задавил его. Нацепил маску. Сурово вгляделся в стену. «Держись. Будь капитаном. Сейчас нет времени на сантименты». Это был сила. Бортинженер просунул голову в открытую дверь. «Кап!» Фрей молчь кивнул. «Последний челнок с Делириум Триггер готов к отправлению. Треника ушла». «Да», — сказал Фрей. Двусмысленность короткой фразы едва не подкосила его, но оно прямо сжал губы. «Да», — кивнул бортинженер. «А я тут подумал, что ты захочешь знать». «Ты», — начал Дарьян и осёкся. «Ты не летишь с ними?» — спросил он. Сила всегда славился своей непроницаемостью, а сейчас сквозь маску нечего было и надеяться угадать его эмоции. В старину говорили «Никогда, дескать, не возвращайся в прежние места», — проворчал он. «Теперь здесь заправляет Эхри». Фрей встал позади пилотского кресла, уставил с Ноделириум Триггер и темневший в тумане здание Гагрииска. «Но кое-что хорошее мы всё же сделали, верно?» — пробормотал он. «Кое-что...» — согласился Сила. Дарьян почувствовал, что его почти совсем не трясёт. «Быть героем, оказывается, иногда очень даже не сладко». «Понятия не имею, Кэп», — ответил Сила. «Верно...» — кивнул Фрей. «Я тоже». Глава тридцать шестая Джесс, где ты? Неожиданная встреча. Хорошие новости, плохие новости. Турбулентность. Сила устроился в тугой паутине металлических помостов, окружавших двигательный агрегат Кэтти Джей. Одна его рука празднопокоилась на колени, а в другой он зажал гаечный ключ. Он глядел в пространство и вполухо прислушивался к гулу турбин. Всё работало бесперебойно, ни намёка на какую-нибудь неисправность. По выбритому черепу муртиянина ползли струйки пота. Уже давно наступила ночь, но благодаря двигателю в отсеке царила жара. Неподалёку раздавалось смачное чавканье, где-то вне пределов видимости слаг пожирал очередную крысу. Сила испытывал крайнее возбуждение. Его разум упорно не желал смириться с любым покоем. Он пытался отвлечься, но оказалось, что ему нечего делать. А если заглянуть в трюмы, залатать пулевые пробоины, которые получила бес? Но Крейг как одержимый занимался демонизмом и, конечно, не обрадовался бы тому, что его отвлекают. Ведь он искал способ помочь капитану. Бес получила лишь пару-тройку небольших пулевых пробоин, которые вполне могут подождать. Кроме того, ясно, что это просто работа ради работы, а значит, и отчаяние не с горами. Сила спрятал инструменты и поплёлся прочь из машинного отделения. Перед его глазами, как наяву, застыл мёртвый Фелл. Теперь Эхри ненавидела его Сила. Она считала, что в смерти её мужа виноват только он. Наверное, она когда-нибудь изменит своё мнение. Правда, Сила к тому времени будет далеко и не сможет узнать о прощении. А как насчёт Аккада? Правда, он был его другом. Что они сделали с ним? Отправили в крольчатник вместе с Баб Бадом а остальными союзниками? А как сложилась судьба его жены Мэнлил и их детей? Нет, Эхри ни за что не проявит такую жестокость. Сила ни о чём её не спросил, не осмелился. А теперь поздно. Вход в машинный отсек находился в самом конце главного коридора Кэтти Джей, служившего своеобразным хребтом корабля. Справа располагался лузарет, дверь оказалась открыта. Джесс лежала на операционном столе, а рядом, положив ноги на стул, сидел Малвори. Он без интереса листал газету и прихлёбывал из кружки. — Как она? — спросил Сила. — Всё так же. — буркнул доктор. — Не будешь возражать, если я побуду с ней. Малвори поднялся. — А ты можешь? Жду не дождусь, когда же найдётся кто-нибудь, кто согласится приглядеть за ней. — В сортир хочется, сил нет. Не встану с унитаза, пока не заполню его до краёв. Он свернул газету и, насвистывая, зашагал в носовую часть Кэтти Джей. Сила задвинул дверь и опустился в кресло. Джесс была совершенно неподвижной. Малвори смол кровь с её лица, волос и рук, но на одежде оставалась толстая запёкшаяся корка. Ничего в её облике не говорило о том, что она жива. Надо надеяться, что всё будет в порядке. Но разве когда-нибудь бывало иначе? Здесь тоже раздавался шум двигателей. Внизу раскинулась пустыня, они летели неведомо куда по курсу, проложенному йордским путешественникам. Завтра они достигнут цели и вернут триклятую реликвию. А если не получится? — Джесс, я запутался, — произнес бортинженер вслух и сам себе удивился. Каждое слово отражалось от голых стен лазарета сильным звенящим эхом. Он посмотрел на Джесс, она не шевелилась. Выждав несколько секунд, он вздохнул, успокоился и снова заговорил. Когда-то у меня не имелось ни выбора, ни вопросов. Я родился рабом. В конце концов, я сбежал. Но все было так же четко и ясно, как раньше. Черное и белое. Мы и они. И я без остановки тратил огромный запас ненависти. Он повел плечами, будто разминался, а затем выводил из карман брюк кесет. Все как-то усложнилось, — сообщил он. Сила принялся делать самокрутку. Он наслаждался умиротворяющим ритмом разделения сухой травы и свертывания бумаги. Пока его пальцы трудились, мысли Муртианина отправились в свободный полет. Он чиркнул спичкой, затянулся, откинулся на спинку кресла и стал ждать, когда ему на язык придут нужные слова. Он никуда не торопился, как и Джесс. Когда я вернулся к своему народу, начал он после продолжительной паузы. Мне казалось, что все опять встало на свои места. Будто минувших девяти лет вовсе не было. А я победил, а не потерпел поражения, выступив против Аккада. Мир вроде бы вращался без всяких перебоев. Он сильно затянулся и спустя миг заполнил лазарет едким запахом. Но, Джесс, я уже не тот молодой человек. Я постарел и ощутил свои потери. И быть со своими, чтобы убивать даков, мне этого не надо. Если бы я остался, они втянули бы меня обратно в свою жизнь. Твой народ тоже тянет тебя к себе. Хочешь ты того или нет? Сила осмотрел самокрутку. Он курил такие же с момента освобождения. Он считал, что это одна из тех вещей, которые присущи свободному человеку. И я решил, пусть другие делают выбор. Но ошибся. Вдруг завтра наш капитан умрет, а мы разбредемся в разные стороны. Он покачал головой. Сдается мне, что никто и никогда не может стать тем, кем был. Подытожил он. Но молчать я больше не буду. Он затянулся еще раз, набрав полную грудь дыма. Сила удерживала его в себе, пока не начала жечь легкие. И лишь тогда приоткрыла губы, выпустив клубы наружу. Джесс сохраняла неподвижность. Очнется ли она вообще? «Джесс, где ты?» «Неграмко спросил он». «Куда ты ушла?» Перед лицом Джесс мелькали снежинки, гонимые ледяным ветром. По ряде распущенных волос хлистали ее по щекам, она сверху вниз глядела на свое собственное мертвое тело. Йордское пограничье. Жалкий поселок, где она столкнулась с манами. Из терых туч сеялись белые хлопья, ее тело лежало на боку, свернутое калачиком, как младенец в материнской утробе. Снег уже заносил ее труп. Бывала ли она здесь? Увы, воспоминания слились в расплывчатое пятно. По своим собственным следам она отправилась в поселок, между домами с крышами-куполами она заметила убитых. Повсюду торчали окоченевшие кисти рук и проглядывали посиневшие лица. Однако основные следы побоища уже спрятались под белым покровом. Она отыскала главную улицу. Из глубокого сугроба виднелся угол кабины трактора-снегохода, занесенного метелью. Джесс мутно припоминала разбитые стекла и разбрызгавшуюся кровь на этом участке. Но теперь улица была безлюдна, безмолвие нарушал лишь неустанный свист ветра. В небе парил дредноут. С его бортов свешивались канаты и цепи, соединявшие корабль с землей. Они негромко позвякивали. Джесс с любопытством уставилась на корабль, пробегая взглядом вдоль утыканных шипами планширов и грязного стального киля. Она ждала и вскоре услышала. Протяжный нарастающий звук, вой и виск стаи. Они были над ней. Она знала, что они на дредноуте. Но они не взывали к ней. Вместо этого они сетовали и жаловались друг дружке. Их голоса будили в ней желание соединиться с ними и окунуться в жестокую первобытную охоту. Стать их сестрой, укутаться в тепло их сообщества. Она постоянно пребывала посередине. Полуман, получеловек. Она постоянно испытывала горечь собственного одиночества. К ее плечу прикоснулась чья-то рука, и Джесс обернулась. За ее спиной стоял одетый в меха тот, кого она не рассчитывала встретить вновь. Он был с ней в день нашествия манов и хотел спасти ее, когда у нее самой не хватило смелости. И он убил схватившего ее мана. Капюшон его шубы оказался отброшен на спину, маска, защищавшая лицо от холода, висела на перекинутой через шею ленте. Открытое частное лицо обрамляли густые черные волосы. Рис. Она порывисто обняла его, изумившись своему порыву. Он являлся последним человеческим существом, которое она видела перед смертью. Рис очутился здесь, что, несомненно, очень важно. Его руки сомкнулись вокруг нее с благоговением и трепетом, но потом прижали ее крепче. В его прикосновении чувствовалось вожделение. Пилот всегда испытывал к ней пылкие чувства, а она не могла ответить ему взаимностью. «Я думала, ты умер», произнесла она. «Не более, чем ты». Она разжала объятья. «Они захватили тебя?» «Да. Каким образом?» «Ты убежала в снега и решил следовать с тобой, но я остался один, и на меня наткнулись двое. Мне никто не мог помочь». Он улыбнулся. «Теперь я этому рад». Джесс всмотрелась в него. Он походил на того прежнего рисца. Солидный, надежный, беспредельно нормальный. «Ну и как?» Поинтересовалась она. Он легонько покачал головой, будто хотел сказать, «Тебе не понять». А потом протянул ей руку в перчатки. «Давай покажу». Предложил он. В следующий миг оба оказались в совсем другом месте. Они стояли посреди огромной ледяной пещеры, под ногами у них земля уходила вниз громадными ступенями, вырубленными в виде квадратов и прямоугольников. Лестница вела в узкую шахту, неподалеку застыли обледенелые землеройные машины с устрашающими лапами и бурами. Все они были облетены тросами и лесами, снаружи завывало вьюга, но в каверне стояла тишина. Место напоминало заброшенный храм. «Узнаешь?» спросил Рис. «Нет», ответила она. «Я и не представляла, что они зарылись так глубоко». Профессора предупреждали. Приближался сезон метелей, и именно в эту пору маны совершали рейды вдоль побережья Полярного моря. Но он был одержим. Он верил, что здесь находится город из риксов, и не хотел ждать. Она разглядывала раскопки. «А я всегда считала это сказками», пробормотала она. Легенды о замечательной технической цивилизации, об утопическом обществе, погребенном подо льдами. Джесс только сейчас заметила, что одета в шубу мехом внутрь, ту самую, которая была на ней в день смерти. Джесс запахнулась в нее плотнее, хотя совсем не замерзла. Романтика своего рода. На моих глазах рождалась история, и я пожелала принять в ней участие. «Но тут ничего нет», — сказал он. «Что случилось с профессором?» «Его убили», — бросил Рис. «Когда мы добрались до него, он вместе со своими людьми начал стрелять. Нам такое не нравится». Что-то в его голосе изменилось. Джесс повернулась, чтобы взглянуть на него. Глаза Рисса густо налились кровью, зубы вдруг заострились, лицо осунулось, а кожа на черепе сильно натянулась. Но преображение Рисса нисколько не встревожило, Джесс. «Зачем ты пришел?» Спросила она. «Дать тебе совет, Джесс. Ты пробуешь свои способности. Ты раскрываешься, раздвигаешь границы. Но ты не знаешь цену. Чем сильнее ты используешь свои возможности, тем больше ты уподобляешься нам. Но я же договорилась с манами. Мы все решили мирно. Да, манам не нужны те, кто не принимает их приглашение. Я простой посредник. Хотя, если честно, дело только в тебе». «А...» Протянула она. Любопытство погубило кошку. «Точно. Что я могу сделать?» «Ничего. Ты ман, но лишь наполовину». Она кивнула и погрузилась в размышления. Но внезапно она почувствовала, что зрелище участка раскопок ей надоело, и в следующий миг они переместились на ледник. Оттуда открывался вид на поселок и нависавший над ним дредноут. Палубы пустовали, но Джесс слышала пение собратьев, манившие ее к себе. «А если мне этого мало?» осведомилась она. «Тогда тебя, дорогая, с радостью примут у нас». Ответил Ларис. Теперь он был одет в лохмотье, его кожа походила на пергамент, а голос звучал резко и хрипло. Густые волосы превратились в сальные пряди, а губы ссохлись, открывая на показ острые, как ножи, пожелтевшие клыки. «Но если ты выберешь наш путь, ты должна ступать очень осторожно». Продолжал он. «Мы способны думать, поскольку являлись людьми, но демон, который обитает в тебе, лишен человеческого рассудка. И он превратит тебя в мана. Навсегда. Он не оставит тебе выбора». «Так случается с теми, кто отказывается от приглашения?» Не унималась она. «Вы отпускаете их, чтобы они могли вернуться к вам самостоятельно и добровольно? Мы все же не слишком коварны. Решение принимаешь ты». «Но я уверен, что рано или поздно они к вам присоединяются. Большинство. Кое-кто – нет. А прочие – они кончают с собой». Договорила за него Джесс. «Да». Она замолчала. Сама она никогда не помышляла о самоубийстве. Но ужас перед манами и настойчивость их призыва на первых порах могли легко довести ее до безумия. «Человек с тонкой душевной организацией с легкостью оборвал бы свою жизнь из боязни поддаться зову». Джесс смотрелась в северный пейзаж, снегопад усилился, и поселок был еле различим. «Когда я очнусь?» спросила она. «Это зависит от тебя». Она приблизилась к ледяному бугру и присела на него. «Кажется, мне стоит задержаться. Пора скинуть мозгами. Ты не побудешь со мной?» Рис снова стал прежним рисом, здоровым, развощеким, укутанным в шубу. Он устроился рядом с Джесс. «С удовольствием», сказал он. Крейг стоял в импровизированном святилище в глубине трюма Кэтти Джей. Потирая одной рукой свою аккуратную бородку, он с глубоким подозрением уставился на реликвию. Она лежала на полу в защитном круге, опутанном проводами, которые, в свою очередь, соединяли между собой разнообразные приборы. Черный футляр был открыт, и рельефное изображение головы шакала глядело на мир. Странный меч с двумя клинками покоился в своей изящной колыбели, Крейг боялся прикасаться к нему. Но, как выяснилось, в этом не было необходимости. Грайзер снова проверил показания осциллографа. Что-то не ладилось. Он нахмырился. «Проклятая штуковина!» Она будто из другого мира. Совершенно чужеродная вещь. Длинные узкие клинки по обеим сторонам были созданы из неизвестного материала. Он напоминал керамику, но казался очень плотным, твердым и не давал отражений. Крейг посещал музеи и видел разные модели оружия, но никогда не встречал ничего подобного. Кроме того, на реликвии имелись символы, выгравированные с впечатляющей точностью. Возможно, это надписи на древнем языке. Вдобавок возник вопрос возраста. О том, что предмет старинный, стало известно лишь со слов Крикслинта. Судя по состоянию, меч вполне могли выковать и в этом году. Но самая загадочная оставалась связь реликвии с демонизмом. Предмет не поддавался анализу. Крейгу удалось найти лишь отдельные зацепки, которыми, вероятно, и придется удовлетвориться. А если артефакту действительно пара тысяч лет, значит, он бесценен. Тогда Грайзер докажет, что демонизм существовал и находился на высокой ступени развития задолго до того, как большинство цивилизаций и религий оперились и встали на ноги. Перед людьми откроется безграничная сфера искусства, при условии, что они одолеют предрассудки, насаждаемые пробужденцами. И, конечно, если не всплывет неприятная информация о том, что маны появились из-за грубой ошибки старых демонистов. Но что если оружие свежее? Крейг глубоко задумался. Он сумел выявить честь аккорда, содержащегося в реликвии. И все свидетельствовало об одном, здесь применяли современную технику. Крейг завалил помещение листами бумаги с формулами и графиками. Светилище превратилось в мастерскую инженера. Грайзер без устали экспериментировал с устройствами и деталями, купленными в Теске. В углу неподвижно сидела бес, на ее плечи было наброшено одеяло, толстые ноги вытянуты вперед. Глаза, светящиеся за лицом решеткой, погасли. На огромной ладони лежала ее любимая книга сказок с красочными картинками. Стоило Крейгу взглянуть на голема, как его охватили печали и муки совести. В ее мягких кожаных сочленениях в суставах зияли пулевые пробоины, которые требовали ремонта. Бронь пестрела щербинами и вмятинами, она находилась в плохом, прямо-таки жалком состоянии. Грайзер ухаживал за ней не так старательно, как следовало, и корил себя за это. К тому же он с головой нырнул в исследования, которые должны были спасти капитана. А вдруг он потерпит фиаско? Или они не доставят реликвию вовремя? А вновь изобретенные и никем не опробованные методы Крейга не принесут пользу. Сам-то он выживет и без Котти Джей, но без. Он не мог появляться с големом на людях, все сразу поймут, что он демонист. А затем его больно резанула новая мысль. С самого начала истории с Шакалом он занимался исключительно своими делами, а потом проблемой капитана. Он почти не думал о без. «Грайзер Крейг, ты презренный тип!» Сказал он себе. «Ничего удивительного, что ты так дурно поступил с мисс Бри!» С мрачным видом он вышел из святилища, отодвинув брезентовый занавес. После перевозки в Гагрииск пятидесяти муртиан и крайне неаккуратной посадки корабля в трюме царил беспорядок. Но оборудование Крейга выдержало всю тряску. Разбился лишь гармонайзер, невелика потеря. Пескоходы после боя вернулись в трюм, использовали только две машины, те, на которых имелись пулеметы. Но они оказались в удивительно хорошем состоянии. Они, в общем-то, больше походили на груду металлолома, чем на средства передвижения, но Ашуа знала, что делает, когда покупала их. Вспомнив об Ашуа, он замер под ножья трапа и посмотрел в темноту у переборки. Оттуда доносился звук дыхания. К счастью, не железного шакала, а спящего человека. Ашуа устроилась за трубами, которые будто специально отделяли уголок трюма, где постелили на пол брезент. Она лежала на боку, упаковавшись в пыльный спальный мешок, и, похоже, не замечала ни вибраций, ни содроганий Кэтти Джей в воздушных ямах. Капитан устроил переполох по поводу того, где разместить Ашуа. Крейг боялся, что его заставят поменяться каютами с Джесс, и тогда он лишится верхней койки, где он хранил свои книги и вещи. Но девушка сама решила поселиться здесь. Ашуа заявила, что с детства прекрасно спала на полу. Кроме того, втремя просторно. Команда Кэтти Джей не стала возражать. Грайзер до сих пор не знал, как относиться к присутствию Ашуа на борту. Сперва он ужаснулся. Он не желал сталкиваться с кем-то, кто мог нарушить его шаткое равновесие. Но сейчас он думал, что, пожалуй, отреагировал излишне резко. У нее, похоже, были мозги, а данную человеческую особенность Крейг весьма одобрял. И она ни разу не обращала против него свое нахальство, что тоже говорило в ее пользу. Кстати, когда она хотела над кем-нибудь посмеяться, то частенько выбирала Крейга своим сообщником. Это было даже приятно. Малвари, судя по всему, принял Ашуа, а мнение доктора много значило для Крейга. Может, все неплохо. Главное, чтобы капитан удержался от попыток соблазнить ее. А сейчас ему нужно сообщить новости. Играйзер быстро зашагал в сторону кабины. Фрей вел корабль над бескрайним морем песчаных барханов, в небе висела луна почти правильной округлой формы, а лишь сбоку угадывалась узкая черноватая долька. Ночь была светлой. Крейг старался не думать об опасности, которая грозит им, если их засечет самарландский патруль. Вероятно, Дарьян именно по этой причине так близко прижимался к земле. За штурманским столиком сидел Угрик, обложившийся кучей карт. Когда демонист переступил через порог, Йорд повернулся к нему и противно захихикал. «Загадочный господин Крейг вылез из своей берлоги!» провозгласил Угрик. «Что вы там поделывали? Будоражили бесконечность?» «Вы правы», сухо отозвался тот. Йордская бесцеремонность всегда казалась ему обыкновенной грубостью. «И что еще за непонятная загадочность?» «Вы правы», в полголоса передразнил его Угрик. «Да, конечно, не спорю». Крейг проигнорировал реплику путешественника. В ней угадывалось скрытое оскорбление. Угрик вновь склонился над картами, Крейг с сомнением посмотрел на него и переключил свое внимание на капитана. Фрейг был максимально сосредоточен. Грайзер был в курсе того, что на корабле побывала Триника, поэтому понять, кто виноват в том, что у капитана такое настроение оказалось несложно. «Кэп, куда мы направляемся?» Угрик вновь захихикал. «Увидите?» Фрейг ткнул пальцем в сторону Йорта. Дескать, вот тебе и ответ. Крейг откашлялся. «Что хочешь сначала? Хорошие новости или плохие?» «По традиции вроде бы положено сначала выслушивать хорошее. Да. Выкладывай. Плохое известие заключается... Ладно. Хорошая новость. Я добился кое-какого прогресса. Поработал основываясь на героическом полевом испытании моего маскирующего устройства, которое ты провел. Придумал парочку полезных методов. Они могут пригодиться, если дело обернется драматически». Фрейг кивнул, хотя и без энтузиазма. «Крейг, я тебя уже поблагодарил?» «За что?» «За шар. Он меня спас». «О, да». Грейзер замолчал. «Нет, не благодарил. Спасибо тебе», сказал Дариан. «Ведь ты погряз в моих проблемах. Хочу, чтобы ты знал, я тебе глубоко признателен». Капитан произносил слова унылым монотонным голосом. Крейг начал тревожиться по поводу состояния рассудка Фрея. Но, вероятно, он просто вымотался, как и все они. Похоже, им некогда было перевести дух с того момента, когда Фрей продемонстрировал свою ладонь с черной меткой. «И тебе спасибо. А теперь давай дурную новость», сказал Фрей. «Итак». Крейг сделал небольшую паузу, решая, как лучше изложить то, что намеревался. «Полагаю, ты не осведомлен о скачках гармонического резонанса?» Фрей бросил на него ледяной взгляд через плечо. «Глупый вопрос. Попробую попроще», затороторил Крейг. «Помнишь, я когда-то дал тебе кольцо, связанное с компасом?» «А ну?» спросил Фрей, подняв руку. Грейзер внезапно всё понял. «Ау. Промямлилон. Какое пьяние. Поставишь мне выпивку, если я переживу завтрашнюю ночь. Продолжай». Крейгу потребовалось полминуты, чтобы собраться с мыслями. Принцип работы кольца и компаса состоит в том, что в оба предмета вселены два демона, осциллирующие на одной частоте. Это позволяет одному из них всегда отыскать второго. Принцип такой же, как у магнитов. Клипсы устроены подобным образом, но несколько сложнее. Когда демон вселяется в какую-нибудь вещь, он создаёт аккорд, не совпадающий по фазе с остальной частью предмета. Возникает невидимая волна, перемещающаяся между объектами, которую мы называем гармоническим ре... Крейг, считай, что я тупой. Раздраженно потребовал Фрей. Кто-то следит за реликвией. Ясно. Крейг вздохнул. Наверное, у него слишком сильна тяга к научным терминам. Всё точно так же, как с кольцом и компасом, но должен признать, сделано гораздо точнее. И некто владеет устройством, которое сообщает, в какой точке находится реликвия. И только демонист на такое способен? Да. Ты знаешь, кто? Навскидку. Нет. Ты можешь заблокировать сигнал? Пожалуй. Но потребуются сутки. Капитан мотнул головой. Чего у нас точно нет, так это... Кэти Джей содрогнулась и Крейг с трудом удержался на ногах. Времени. Закончил Фрей мрачно. Они помолчали, пристально изучая стены и потолок, как будто всерьёз рассчитывали обнаружить причину сотрясения. Турбулентность, предположил Фрей. Кэти Джей опять дёрнулась. Потом её тряхнуло ещё сильнее. Крейг пролетел через кабину и больно стукнулся о переборку. Он попытался прийти в себя и обнаружил, что пол кабины перекосился. Турбины Кэти Джей чихали, фыркали, умолкали и снова включались. Корабль тяжело накренился на правый борт, этот манёвр сопровождался непрерывно усиливающимся звуком, который Крейг научился ассоциировать с пикированием. Желудок демониста сжался. «Кэп!» крикнул он. «Что, слу? Заткнись!» рябкнул Фрей. Капитан отчаянно цеплялся за рукоять управления и яростно дёргал рычаги, нажимал на педали. «Заклинило!» Ухватившись за спинку пилотского кресла, Караик медленно встал. Через плечо Фрея он видел находившиеся на приборной доске циферблаты в медных оправах и блестящие регуляторы. Все стрелки будто обезумев метались в разные стороны, а к лобовому стеклу стремительно приближались волны пустыни, окрашенные в стальной цвет. «Клапаны» и румные цистерны в полуоткрытом состоянии!» Зарал Дариан, дёрнув за ближайшую рукоять. Корабль швырнула вперёд, Караик ударился грудью о кресло. «Проклятье!» Фрей выругался и нажал кнопку. Турбины громыхнули и ещё раз и стихли. Тишина, обрушившаяся на них, оказалась очень страшной. Носкотти Джею прямо клонился вниз, Фрей выворачивал рукоять, чтобы удержать корабль от падения на правый борт. «Что ты творишь?» – взвизгнул Крейг. «Точно как было у нас в Мордуке!» – весело сообщил Угрик. «Стоял жуткий холод, мотор замёрз, и мы... А ты тоже заткни плевательницу!» – рявкнул капитан, обернулся и крикнул в коридор. «Эй, там! Пристегнитесь, что ли!» «Как?» – взвыл Крейг. Он заметался по кабине в поисках хоть чего-нибудь, за что можно уцепиться. В конце концов ухватился за подлокотник кресла, Кэти Джей явно отяжелела, теряя Аэрум. Корабль с ужасающей безмолвной грацией скользил сквозь лунную ночь. «Сделай что-нибудь!» – потребовал Грейзер. «Предложи!» «Нажми на кнопку!» Капитан неожиданно просветлел лицом. «А ведь эту кнопку я ещё никогда не пробовал!» Он прицелился и ткнул пальцем. Тишину заполнило ровное жужжание, включилась система фильтрации воздуха. «О, так вот она где!» – победно воскликнул Фрей. В следующий миг Крейг ощутил мощный толчок, стукнулся головой обо что-то твёрдое и провалился в темноту. Глава 37. Затерянные в пустыне Фрей в отчаянии Шайн Так уж устроены неудачники. На фоне звёздного занавеса висела обрюзглая злорадная физиономия Луны. Куда ни глянь, повсюду раскинулась безжизненная пустыня. Бесконечные неподвижные барханы. Даже малейшее дуновение ветерка не тревожило серебряный песок. Таким мог быть пейзаж мёртвой планеты. Кэти Джей лежала в конце глубокой борозды, зарыв нос в песок. Корабль оставил грубый шрам на лики первозданной природы. Хвостовое оперение под пологим углом торчало в воздухе, Кэти Джей приземлилась на бархан, но бронированная обшивка уцелела. В цистернах имелась достаточная рума, чтобы заметно убавить вес судна. Фрей умудрился в последние секунды перед ударом почти полностью снизить скорость. Хотя Кэти Джей сильно досталась, она всё же не развалилась. Учитывая обстоятельства, посадка являлась практически идеальной. Правда, Фрею ничуть не становилось легче от осознания собственного мастерства. «Кэп, причины не понимаю», проворчал Сила, оставившаяся во вскрытую начинку приборной панели. В руке он держал электронную лампочку, наскоро соединённую проводами с аккумуляторной батареей, и пытался сунуть импровизированный фонарь поглубже. «Никаких поломок!» Фрей скорчился рядом с бортинженером. Он пробовал разогнать мрак при помощи масляного светильника, который он отыскал в кладовой. Лобовое стекло кабины было засыпано песком. Лишь сверху пробивалась узкая полоска лунного света, внутреннее освещение Кэтти Джей отключилось, даже указатели аварийных выходов. «В чём дело?» допытывался Дарьин. «Корабль недавно отремонтировали». «Он в полном порядке», подтвердил Сила. «Но системы не связанные между собой вдруг отказали». «В одну секунду». «Значит воздействие извне?» В свете тусклой лампочки выражения лица Муртианина казалось зловещим. «Не знаю, Кэп». «Он задумался». «У тебя есть карманные часы?» «Мои погибли вместе с другом». Фрей протянул ему свои, Сила посвятил на циферблат. «Тикают», произнес Дарьин, пожав плечами. «Они просто устроены. Заводной механизм. Похоже, пострадали более сложные устройства. А ты не можешь, ну, перезапустить систему». «Кэп, все было отлажено. А теперь вырубилось. Мы ведь даже свет не можем включить». Фрей помрачнел. «Если так, делай все, что можешь». Буркнул он, забрал лампу, направился в каюту и запер за собой дверь. Капитан поставил светильник на шкафчик, предварительно убедившись, что тот не соскользнет оттуда из-за неприятного корена Кэтти Джей. При слабом свете небольшое помещение будто съежилось в размерах. Огонек отбрасывал пляшущие отблески на металлические стены, Фрей умылся, вода все еще шла, хотя не нагревалась, и посмотрел на себя в зеркало. Он был измученным и осунувшимся. Под глазами темные мешки, да и не брился давно. Когда он в последний раз высыпался, Фрей вернулся к шкафчику и отпер ящик, в котором держал Шайн. В маленьком флаконе с закрытой кружечкой пипеткой вместо пробки плескалась прозрачная жидкость. Капитан присел на край койки и принялся окрутить емкость в руках. Пожалуй, хватит для того, чтобы себя угробить. Подумал он. И фыркнул. Хватит театральщины. Мысль о самоубийстве была просто глупой. Но пара капель Шайна ему не повредит. Забыть обо всем на несколько часов, уснуть и видеть сны, блаженные, воздушные, которые всегда дарует Шайн. И никаких сетований насчет того, что попал на самое дно. Он убедит себя в том, что настало время новых подвигов. Нужно вести себя так, как следует герою Саккана. Ведь от него другого и не ждут. И каков же результат? Он заполучил проклятие от трухлявой старинной железяки, потому что не смог удержать свои шаловливые ручонки. Отжест в коме, Пин получил два ранения, Файеркроу разбит, в Скотте Джей случилась авария, команда в безлюдной пустыне в нескольких тысячах километров от города. Возможно, экипаж погибнет здесь от голода и жажды, а ему надо готовиться к свиданию с Железным Шакалом, который спустит с него Фрея Шкуру. Похоже, он вдобавок спровоцировал гражданскую войну в Вардии. Ну а после переполоха в Ментонфорском институте на него открыла охоту рыцарская центурия. И в довершение всего он разрушил отношения с Триникой. Теперь он не представляет, удастся ли исправить их, даже если он останется цел и невредим. Если собрать все воедино, получается весьма жалкое зрелище. Наверное, он просто взялся не за свое дело. Ведь есть же люди, которые тащат груз ответственности безо всякой натуги. Они рождены для того, чтобы командовать. Аристократы, офицеры, вожди. Они спасают чужие жизни и платят соответствующую цену. Подобные решения нельзя передавать в руки безвольного сироты из приюта. Он обманывал сам себя. Ухитрился сделать так, что команда доверяет ему. Притворившись капитаном, он каким-то образом действительно стал им и сам искренне считал, что достоин этого звания. Он ошибался. И доказательство налицо. По крайней мере, утренники хватило ума отвернуться от него, пока он вторично не сломал ей жизнь. Фрей вытащил из кармана компас, который дал ему Крейг. Серебряное кольцо было на пальце. Стрелка осуждающая указывала на него Фрея. Он бросил компас на койку и открутил колпачок флакона. По отношению к Тринике он всегда старался поступать как надо и все равно без толку. По крайней мере, в первый раз виноват только он. Но улизнув собственные свадьбы, он испытал огромное облегчение. Он сбежал от нее и от их нерожденного ребенка, в обмен выскочил из капкана. К сожалению, пришло потом, не скоро. А когда он передумал, оказалось, что он опоздал. Но сейчас самовладело чувство, которого он не знал прежде. В груди стянулся тугой узел боли, он ощущал странную оглушительную пустоту и тупое недоумение. После того, как она покинула его, все вокруг поблекло. Члены команды будто призраки то заявлялись в его мир, то исчезали. Он почти не слышал их слов и отвечал автоматически. Лишь когда Кэтти Джей стала падать, Фрей вернулся в реальность. Опасность вырвала его из оцепенения. Однако теперь он продолжал тонуть в своей всеобъемлющей, глубокой, многослойной, нарастающей тоске. Он посмотрел на флакон с Шейном, покаплив каждый глаз, и наступит смутная радость наркотической дрема. Он провалится в свои грезы. Стоит ли цепляться за призрачную надежду на то, что Кэтти Джей доставит их к цели? Очень маловероятно. Ты неудачник самого рождения, сказал он себе. Ты никогда не был героем. Ты полное ничтожество. Так что принимай наркотик и не дергайся. Не прикидывайся тем, кем ты не являешься. Он кивнул своим мыслям. Он прав. Все время он строил из себя какого-то другого человека. Фрей швырнул флакон Шайна в стену, тот разбился, звякнув стеклом и обрызгав переборку прозрачной жидкостью. Значит, пора перестать прикидываться. Угрик! Рявкнул он, соскользнув по трапу в кует-компанию. Йорд, только что откусивший здоровенный кусок кекса, закашлялся и засыпал стол крошками. Кекс являлся одним из перенасыщенных сахаром изделий Малвори и хранился в кладовой с эпохи зарождения цивилизации. Угрик поспешно отхлебнул кофе прямо из кастрюльки, словно боялся, что у него отберут еду и питье. Дарьян рассматривал его со сдержанным отвращением. Йорд до сих пор не снял бежевую тюремную робу, пестревшую свежими кофейными пятнами. Он вытер рукавом бородатые щеки и громко рыгнул. Огонек стоявшего перед ним светильника дернулся и едва не погас. «Мы договорились», заявил путешественник. «Вы обещали доставить меня на то место, где я взял реликвию, иначе я не позволил бы вам освободить меня». «Нашелся умник! А что по-вашему я пытаюсь сделать?» отозвался Фрей. Он пребывал совсем не в благодушном настроении и не собирался выслушивать всякую чепуху. Дарьян энергично шагнул вперед, что было нелегко сделать на наклонном полу, и встал напротив Угрика. «Мне нужно несколько ответов и немедленно, и не наводи тень на плетень, а не только клянусь возьму все ножи и вилки и скромсаю тебя в мелкий фарш». Фрей хлопнул обеими руками по столу так, что Угрик подскочил. «Куда мы направляемся? Сколько осталось? Миль тридцать примерно?» ответил Йорд. Информация обнадеживала, правда, пешком к следующему вечеру не добраться. «Вы уже были там, верно?» произнес Фрей гораздо спокойней. «Естественно, раз тащили реликвию. Расскажите-ка поподробней». Угрик демонстративно закатил глаза. «Доехал на Кореиша с кочевниками сами?» «Это животное такое?» «Да». «И как вы обнаружили реликвию?» «И вообще где именно?» «Я кое-что знал о том, где искать». Уклончиво заявил Йорд. Нашел следы и отправился по ним. «Вот как?» «Да, мне повезло. День был тихий, безветренный. Их не успело занести песком?» «Что за следы?» «Колес». Фрей опять хлопнул по столу на сей раз от восторга. Угрик снова подскочил. «Нельзя ли потише?» Промямлил он. «Вы помните координаты?» «Да, точно на восток. Не ошибусь. Но я... Вставайте!» Перебил его Фрей. «Мы отправляемся. Можно сначала даем кекс?» «Нет!» рявкнул Дариан. Угрик ответил покорным вздохом и отодвинул стул. Затем внезапно схватил кекс и принялся быстро откусывать от него, пока Фрей не вырвал еду прямо у него из рук. Эйорд обжег его возмущенным взглядом. «Мерзавец!» Прочав колонн. Капитан поспешно набил мешок продуктами, оказавшимися в кают компании, и поволок угриков трем. По дороге они никого не встретили. Крейг лежал в каюте с легким сотрясением мозга, Малвари возился с ним. Пин и Джесс находились в отключке. Харкин спрятался, сила работал, а где находилась Ашуа Фрей не имел ни малейшего представления, так что останавливать его некому. Он пристроил мешок в заднюю часть одного из пескоходов, закрепленных посреди трюма, подошел к рычагу управления погрузочной рампой и потянул за него. Гидравлика заскулила, рампа со скрипом свет и прохладный ночной воздух. Правда, из-за того, что хвост Катти-Джея козылся задран, край рампы повис в нескольких футах над землей. «Отвязывайте машину!» Виолил он Угрику и добавил, указав в угол трюма. «И возьмите отсюда запас горючего!» Йорд принялся возиться с зажимами, которые удерживали машину во время полета. Фрей направился к святилищу Крейка и решительно откинул брезентовый занавес. Реликвия валялась в паутине проводов, спутавшихся из-за аварии. Оружие все так же покоилось в черном футляре, Дарьян захлопнул его и поднял. За спиной у него раздалось заинтересованное воркование и он обернулся. В тени сидела бес. Она пошевелилась, за ее решеткой лицом вспыхнули алые искорки. «Бес, это я, Фрей!» прошептал капитан. «Не беспокойся, спи». Голем скрипнул с уставами, устраиваясь поудобней, и огоньки и глаза погасли. Вернувшись, Фрей обнаружил, что Угрик грузит в пескоход не только канистры с горючим, но также кусок брезента и моток веревки. Дарьян не стал допытываться, зачем ему это понадобилось. Ему хотелось лишь смотаться поскорее, пока кто-нибудь из команды его не засек. «Думаете, эта штука поедет?» пробурчал Угрик, когда они сели в пескоход. «Вы говорили, что видели следы колес. По словам борта инженера, испортилось только сложное оборудование Котти Джей, а дреднауты устроены без затей», пояснил Фрей и повернул рычаг зажигания. Мотор пескохода сразу взревел. «Готово!» Угрик обвел взглядом пустой трюм. «А еще кто-нибудь будет нас сопровождать?» «Знаете, они уже более чем достаточно потрудились для меня», произнес Фрей. «Отправимся только мы с вами». «Ладно», ухмыльнулся Юрт. «Люблю людей, которые не согласны помирать без музыки. Так уж устроены неудачники. Все гадаем, побили нас или еще нет». Фрей нажал на акселератор, пескоход пересек трюм, скатился по рампе и тяжело грохнулся в темноту ночи. Глава 38 Беглецы. Исчезнувший остров. Как было на самом деле? Брезент. Возможно, мираж? Безжалостное солнце. Фрею не пришлось долго ломать голову над тем, зачем Угрик погрузил в пескоход Брезент. Сначала он предположил, что столкнулся с очередной странностью Йорта. Но ситуация прояснилась, когда рассвело и пассажир потребовал остановить машину. Угрик ловко закрепил веревкой брезент на ребрах жесткости. Элементы конструкции в виде пластин предназначены для сохранения прочности. Дариан запасся водой, а вот такого расклада не предусмотрел. Но, если честно, он почти никогда не думал на шаг вперед. Он сидел за рулем раздеты до пояса и обливался потом, сверкающий песок, летевший из-под колес, больно слепил глаза. Хуже всего было утром, когда они ехали, держа курс прямо на солнце. Теперь она поднялась, и брезент давал минимальную защиту от лучей. Дариан отхлебнул теплой воды и передал флягу Угрику, сидевшему на пассажирском сидении. Йорт тоже разделся, обнажив торс с многочисленными шрамами и татуировками. У него имелся заметный животик, однако он был сложен крепко, как бульдог. Угрик уже добрый час почти непрерывно бормотал себе под нос, тема разговора, который он вел сам с собой, постоянно менялась, но всегда возвращалась в прежнюю колею. Фрей мог лишь догадываться о том, что беспокоило соседа. Он не понимал ни слова на рычащем и воющем языке Йортов. В конце концов, терпение капитана иссякло, ему просто необходимо поболтать. Надо хоть как-то отвлечься и от монотонной поездки по пустыне, и от своих темных мыслей. И кроме того, он начал ощущать себя брошенным. «Что у вас все-таки произошло, Угрик?» Осведомился он. «Чего?» Растерялся тот. «Вы ведь путешественник?» «Да», с подозрением в голосе ответил Йорд. «Видели что-нибудь интересное?» «Конечно! Я был на первом корабле, который посетил Нью-Вардию после ее открытия. Провел там пару лет, посетил Трайблазин и так далее». «Неужели?» заинтересовался Фрей. Он часто думал о Нью-Варди и как о месте, где можно укрыться на крайний случай. «Ну и как там?» «Дикость!» «Каждый сам за себя!» Угрик собрал рыжую бороду в кулак и рассеянно подергал за косички. «Как раз по мне!» В газетах писали, что там в один миг исчезали деревни вместе с народом. Бесследно. «Это правда?» «Да», кивнул Угрик. «Трудно объяснить, чем причина. Бывало, люди уходили прямо в глушь, чтобы не платить налогов Эрцгерцогу, поговаривали, что в Нью-Варди есть тайное поселение, которое возглавляет парень по прозвищу Рыжий Аркус. Он не подчиняется ни Эрцгерцогам, ни вождям, ни Богу-Императору, ни спикеру республики, как в таке». Фрейн ответил Йорд. «Там много чего пропадает, но ведь это же граница». Он захихикал в своей обычной манере. «А я слышал бойки похуже. Кое-кто верит, что Нью-Варди а вовсе не такая пустынная, как считали первооткрыватели. И там аж ни народ не горит желанием делиться с нами своей территорией». Он поскрепно к теме щеку и хмыкнул. «Кто знает? А в Джага слетали?» спросил Фрей, чтобы поддержать разговор. Любой треп лучше молчание. «Да, одним из первых. И какие впечатления?» Угрик насупился. «Туманы и тени. Словно до тех краёв дотянулась сама погибель. Будь я проклят, если там нет чего-то жуткого и неестественного». «Не ожидал, что знаменитый путешественник окажется суеверным», произнес Фрей, искоса взглянув на спутника. «Там дворятся странные вещи. Торопятся, спешат заселять Нью-Варди, а в Джагас отправляются только сумасшедшие». Фрей открыл рот, чтобы указать на двусмысленность последней фразы, но решил не утруждаться насмешкой. «А есть места, где вы не бывали?» «В Пелешаре», боркнул Угрик. «Он у меня в ближайших планах. Обширный участок». «Вы разве не слышали?» «Он куда-то сгинул». «Да что вы, в газетах вычитали?» «Ага», согласился Дарян. Он действительно видел в газетах сенсационные заголовки «Пелешар исчезнувший остров». Крейг, конечно, только фыркал и заявлял, что это чушь. «Похоже, они не соврали. Сами потеряли его». Угрик захихикал. «Но я-то удачливый тип». Фрейв скинул брови. «Вы серьезно? По-вашему, страна может запросто взять и как сквозь землю провалиться?» «На Пелешаре сокрыто то, что и не снилось здешним мудрецам. Назидательно проговорил Угрик. Из первой экспедиции Сами вернулся лишь один корабль. Пилот оказался разговорчивый, но бестолковый. А потом эти глупцы отправили на остров военный флот. Так уж сами устроены. Ворваться, покарать, захватить. Из них никто домой не вернулся». «Вы сочиняете», усомнился Фрей. «Думайте, как хотите», хохотнул Угрик. «Но я, кстати, сын высокого вождя Йортланда, у нас есть твои шпионы, как и у всех остальных». Дарьян ничего не ответил и сосредоточился на управлении пескоходом. Он никак не мог сообразить, то ли Угрик заманивает его куда-то с дурными намерениями, то ли наоборот. Солнце палило немилосердно, драндулет раскачивался и скрипел. «Правда?» Спросил он, нарушив паузу и не в силах устоять перед искушением. «Я имею в виду, сами посылали туда флот и потеряли его целиком? Именно. Почему же об этом никто не слышал? Значит, сами построили военные корабли? Ведь они первыми лезут в драку и...» Угрик махнул на Фрея мозолистой рукой. О том, что происходит в Самарле, мало кому известно. К тому же все случилось больше двадцати лет назад. За несколько лет до Первой Румной войны. Тогда они жили с размахом. Шутите? Они так давно летали в Пилишар? Но... Дарьян замялся, подбирая слова. Это же случилось еще до того, как Крэвен и Скейл открыли Нью Вардию. «Крэвен и Скейл искали Пилишар!» проворчал Йорд. «Чушь!» воскликнул Фрей. «Вы мне голову морочите!» «Нет!» «Вы, вардийцы, получили информацию об острове от агентов в Самарле и послали своих ребят все проверить. Вот только Великий Пояс Бурь снова разыгрался, да и корабли тогда были похуже. Много народу погибло, и с курса они сбились, но наткнулись на Нью Вардию». «Чушь!» повторил Фрей, хотя рассказ Сугрика вполне ложился в его картину мира, который представлялся ему местом забавным и целиком основанным на случайностях. «Да вы вообще не в курсе!» «А из-за чего началась Первая Ирумная война?» «Самарланцы боялись» «И пили шара, и других областей, от которых исходила опасность». «И еще ущемленная гордость, конечно!» «Сами требовался Айрум, чтобы создать самый мощный флот!» «Чушь!» выкрикнул Фрей. Угрик громко расхохотался. «Чистая правда!» «Потом пояс бурь стал брыкаться по-настоящему, и в следующие лет пятнадцать проникнуть из Пандреки за впадину Ордик было невозможно. А у нас продолжалась эта проклятующая война. Короче, никто так и не сумел найти более удобный путь, чтобы вновь отыскать Пилишар. А когда люди прекратили убивать друг друга, все устремились на запад. Но Пилишара там не оказалось. С тех пор прошло семь лет», удивленно сказал Фрей. «Да, и сами, и ваш эрцгерцог, и мой отец узнали об этом вовремя. Ваши газетчики немного опоздали». Дарьян вздохнул. «Сказка! Надо бы это обмозговать!» «Хм!» фыркнул Огрик и приложился к фляге с водой. Они ехали без остановок, уже перевалило за полдень, путешественник задремал разморенной жарой. Дарьян вел драндулет по барханам, строго ориентируясь по компасу на восток. У него вдруг сделалось легко на душе. Он сбежал в пустыню в компании Йорта-проводника и чувствовал себя свободным. Бесконечное пространство и солнце не раздражали его. Он даже радовался той угрозе, которую они представляли. Впервые он мог тревожиться только о себе. Команда, на борту Катти Джей, он не способен повлиять на судьбы своих людей. Триника, единственный остаток прежней жизни, ушла. Он постарался выкинуть ее из головы. Горевать можно и завтра, если следующий день для него наступит. Ему не нужно думать ни о чем, кроме предстоящей ночи. Его жизнь сжалась до нескольких часов, и близость смерти не тяготила его. Если он выживет и сумеет уклониться от подступающей гибели, годы вновь растянутся перед ним, развернутся в будущем, как меха концертина. Он вернется на Катти Джей и займется сломанным кораблем, брошенным экипажем. Но пока в ближайшие сутки он не станет об этом беспокоиться. Лишь теперь он понял, насколько тяжелым грузом были для него обязанности капитана. Ничего, Дарин, пробормотал он. Все будет отлично. Двигатель пескохода зачихал, громко щелкнул и затрясся, а затем кашлянул и выпустил облако гнусного черного дыма. Машина плавно проехала еще немного и замерла. Угрик открыл глаза и увидел, как Фрей бился головой о руль. Йорд поморгал и принялся озираться по сторонам. «Чем дело?» спросил он. Дарин и не предполагал, что может тосковать по дому. Ведь настоящего дома у него никогда не было. Но патриотизм он считал чем-то вроде болезни, от которой пострадали например Малвари и Харкинс. Для Фрея страна являлась тем местом, где ему довелось родиться. Но сегодня все обстояло иначе. Дарин мечтал о родных краях. Он мог отдать что угодно за одно доброе честное вардийское облако, которое пролилось бы дождем. Или еще лучше за непроницаемое осеннее небо цвета мокрого шифера. Раньше такая погода иногда угнетала его, но сейчас он поклялся никогда не хулить климат варди, если ему каким-то чудом удастся пережить эту чудовищную жару. Песок глубоко проваливался под ногами, и шаги давались большим трудом. Угрик плелся рядом с Фреем. Оба упаковались в черный брезент, который Дарин разрезал сабли пополам. Они набросили материю на себя и завязали веревкой на плечах и запястьях, брезент нависал над головами наподобие грубых капюшонов и норовил сползти на глаза. Угрик сообщил Фрею, что в пустыне открытая кожа моментально обгорит, но капитан предпочел бы солнечные ожоги такому одеянию. Брезент раскалился, и кроме того, Фрей чувствовал себя смешным. Они походили на пару мант, морских дьяволов, или неумело склеенных воздушных змеев. Они вскарабкались по скату очередного бархана, который преграждал им путь. Угрик что-то привычно бормотал в полголоса, Фрей уже не понимал, то ли путешественник безумен, то ли просто оригинал. Тем не менее, он не доверял здравомыслию и знаниям Йорта. Ощущение свободы, которым он наслаждался, растаяло вскоре после того, как начался их пеший поход. Он начал с опаской задумываться, не ведет ли его Угрик в погоню за собственными фантазиями. Фрей остановился возле гребня бархана и осмотрелся по сторонам. Брезент болтался на нем как парус. Упершись руками в ноющие бедра, он перевел дыхание. День клонился к вечеру, и солнце спускалось к западному горизонту, окрашивая небо в красноватые тона. Зрелище наполнило его страхом. Фрей понял с пугающей ясностью, что может растратить последний день своей жизни, бесцельно таскаясь по пустыне в компании с непрерывно хихикующим йортом. Угрик, прижимая к груди футляр с реликвией, вскарабкался по склону вместе с Дорианом. Каждый его шаг вызывал миниатюрный обвал. Фрей был очень рад, что его спутник вызвался тащить артефакт. Он совершенно не хотел касаться его. «Далеко еще?» осведомился капитан. «Близко!» бодро ответил Угрик. Его, похоже, не волновало затруднительное положение, в которое они попали. «Другого ответа я от вас не ожидал!» Боркнул Фрей. Он выпрямился и сделал глоток из почти пустой флеги. Угрик прошел мимо, полез на гребень дюны, Дарьян закрутил крышку флеги и вздохнул. «Не беспокойтесь!» бросил Йорг через плечо. «По моим расчетам мы пойдем туда еще засветло!» Фрей добрался до вершины песчаного холма, то, что он увидел, лишило его последних сил, и он рухнул на колени. Перед ним до самого горизонта раскинулась пустыня. Повсюду сплошные барханы, над которыми дрожала знойная марева. С бугра открывался панорамный вид миль на десять, и везде только песок. «По вашим...» пробормотал Фрей, запнулся и сглотнул вязкую слюну. «По вашим расчетам?» Он почувствовал, как в нем стремительно вскипел гнев. «Конечно, возможны небольшие погрешности», беспечно сказал путешественник. Дариан медленно поднялся. «Вы это называете небольшими погрешностями?» Прокрепел он с давленным голосом. «Послушайте, зачем же сердиться на пустом месте?» произнес Угрик. «Ах ты безмозглый сукин сын!» заорал капитан. «Сегодня ночь, я наверняка умру. Ты что, ничего не понимаешь?» «Я мог напиться, залить глаза шайном, или, по крайней мере, попробовать подкатить кашу, но я должен сдохнуть здесь. Ты убил меня, тупая йордская скотина! Ты прикончил меня, а мне еще вдобавок надо таскать на себе этот проклятый дурацкий брезент!» Он принялся размахивать руками, пытаясь бросить себя плащ. Но тот прилип к телу, и тогда Дариан кинулся на Угрика и стиснул пальцами его горло. Весь страх, который он старательно подавлял, превратился в ярость, направленную против ухмыляющегося идиота. Йорд обманом выкрал у него последние драгоценные моменты существования. Да, он, Фрей, собирался умереть по-дурацки, как и жил, но это уже слишком. «Он во всем виноват!» Думал он, глядя на быстро наливавшиеся кровью глаза Угрика. Потом Угрик ударил его в живот футляром с реликвией. Фрей не устоял на сыпучем песке, и спустя миг они, толкаясь, брыкаясь и колотя друг друга, покатились по противоположному склону. Он оказался круче, чем тот, по которому они поднимались, и оба беспрепятственно полетели вниз. Они переворачивались, а куски черного брезента хлопали в воздухе. Внизу они оказались уже изрядно потрепанными. Дариан приподнял голову и обомлел. Приблизительно в полумиле, слегка расплываясь в Марьеве, находился огромный оазис. Там тесно росли мощные деревья с густыми темно-зелеными кронами, между ними проглядывали углы странных сооружений и зечные башни и арки, изгибавшиеся как ребра. Он смахнул песок запекшихся губ, закашлялся и позвал Йорта. Угрик! Путешественник возник, будто страшный мифический дух, вырастающий из-под земли. Он по-прежнему держал в руках футляр. Коррикнул он. Скажите мне, что это не мираж, потребовал Фрей. Угрик хихикнул. А вы сумасшедший? Капитан неуверенно поднялся на ноги и освободился от брезента. Он злобно швырнул его прочь. Как могло случиться, что мы подошли настолько близко и ничего не заметили? Думаю, по той же причине, по которой упал ваш корабль и пропал пелешар, ответил Угрик. Именно поэтому у вас сейчас это они устроили. У меня не обезьянья рука. Я проклятс, возмутился Дариан. Ладно, ответил Йорд и вдруг запел. Фрей сказал, Фрей сказал, Фрей чего-то показал. Капитан проигнорировал Угрика. Пусть себе развлекается стишками, если хочет. Мне кажется, продолжал он, вглядываясь в оазис, что древние самарланцы были очень даже умными ребятами. Угрик разинул рот. Они ни при чем. Он зашелся от хохота и поднял футлер над головой. Реликвии более десяти тысяч лет. В то время сами не умели спину себе почесать. Кто же сделал все это? Воскликнул Дариан, указывая настроение. Угрик оскалил зубы в хмылке, которая бесила Фрея с первой же минуты их знакомства. А он зашагал к оазису, не оборачиваясь. Глава тридцать девятая Оазис Глаз Медь и Кость За нами шпионят Ловушка для охотников Фрей пробивался через подлесок, под лиственным пологом царила духота, но все же он находился в тени. Заходящее солнце окрашивало стволы деревьев в красноватые оттенки, порхали летучие мыши, гонявшиеся за насекомыми. Перекликались между собой невидимые птицы, под деревьями воздух был уже не таким сухим, как в пустыне, и Фрей указал, что откуда-то пахнет водой. Всего час назад растором бескрайней пустыни, а Оазиса и в помине не было. Но теперь он здесь, и это реальность. Угрик шел первым, а рыжие косы мотались по широкой спине, почти сплошь покрыты татуировками. Фрей уже не понимал, как к нему относиться. Может, у Йорта и впрямь винтиков в голове не хватает, но если он побывал хотя бы в половине тех мест, о которых говорил, то с его мнением надо считаться. Но после всего случившегося, Фрей мог поверить любому слову Йорта. Потом они выбрались на полянку, усеянную яркими цветами, и обнаружили город. Фрей был не из тех, кто преклоняется перед историей. Он не разделял восторга, который Джесс и Крейг испытывали от полуразрушенных зданий и бессмысленных картинок. Но сейчас его пробрала дрожь восхищения. Затерянное поселение Азриксов. И он, вероятно, увидел его первым из всех вардийцев. Оазис располагался в просторной неглубокой впадине вокруг озера неправильной формы. Город начинался от его берегов и разбегался в стороны вверх по склонам. В основном постройки спрятались за кустами, но те, что оставались на виду, сохранились на удивление хорошо. Хотя настырная растительность обрушила несколько башен и развалили часть стен, здания продержались многие тысячи лет с поразительной стойкостью. Сооружения густо опутывали лианы или они были скрыты между могучими деревьями, росшими чуть не вплотную к стенам. Фрей почувствовал себя чужаком. Во всем присутствовало бросающееся в глаза своеобразие. Азриксы не использовали ни кирпич, ни цемент. Слишком плавными были изгибы и нисходящие линии, недоступные ни одному архитектору варди или другой страны. Материал, который применяли древние мастера, обладал невероятной прочностью. Поверхности, казавшиеся очень тяжелыми, опирались на тонкие стройные колонны. В ближайшем здании имелось овальное отверстие, напоминающее гигантский рот. Дарян не сразу сообразил, что это окно. Таких громадин не встречалось ни в одном из вардийских домов. Конечно, Азриксы прекрасно обходились без камня. Они строили свои жилища из керамики, наподобие того материала, из которого изготовлены клинки реликвии. Среди деревьев проглядывало что-то цвета пожелтевшей кости, возможно, все когда-то сверкало яркими красками, но они выцвели, оставив лишь скелет мертвого города. Чуждо или нет, но он был создан для людей. Дарян вставился на лестницы и бульвары, дверные проемы и тротуары, тут были хрупкие мосты, превратившиеся в опоры для мхая цветов, озеро было обнесено извилистой стеной, построенной на нижнем уровне склона. Она поразила Фрея. В ней имелся полусферический проем для ворот, но сами створки давно исчезли. Дарян рассматривал город меньше минуты. Внезапно Угрик схватил его за руку и заставил пригнуться. «Не стойте на виду!» предупредил он. «Мы же одни!» сказал Фрей, но слегка встревожился. Угрик подбежал к кустам на краю поляны, Дарян бросился за ним. Йорд отодвинул несколько веток и ткнул пальцем в сторону. «Сами!» прошептал он. Оказалось, что немного ниже их находится расчищенная часть поселения. Развесистые лианы вырублены, деревья лишены веток, снят верхний слой почвы. Там вовсю трудились землеройные машины. Они осторожно откапывали сооружения и высвобождали их от наросшей земли. Вокруг кишели десятки самарланцев, которые сновали между зданиями и управляли действиями подъемных кранов, переносивших какие-то предметы. Некоторые сами сгрудились вокруг столов заваленных чертежами, другие куда-то спешили, а кое-кто отдыхал в лагере разбитом на площади, многие были вооружены. Уфрея захватило дух. Обновленный город Азрикса впечатлил его. Приземистые дома с плоскими крышами, практически коробки, располагались возле горбатых конструкций, состоящих из геометрических сегментов. В целом они напоминали жуков-великанов. Поблизости обнаружился колоссальный шар, приплюснутый у основания. В конце улиц оказалась посадочная площадка, выстроенная на колонне, которая разветвлялась словно дерево. Но и это меркло по сравнению с центральной частью раскопок. Там возвышалась пара огромных песочных часов из меди и кости, стоявших вплотную. Нижние половины соединяло причудливое здание, но внимание привлекали, конечно же, часы. В их контурах размещались изящные конструкции из перекрученных прутьев и невысоких стопок дисков. Вокруг каждой половины часов вращался медный рычаг вроде клинка, время от времени детали механизма перемещались в иное положение словно по команде и начинали крутиться в другую сторону. Все вместе выглядело как вихревой поток, заключенный в жесткую структуру. Внутри песочных часов был цветной лаз. В платном переливчатом облаке кипели сотни бурь и вспыхивали миниатюрные молнии. Фрей не понимал, что вытворяла эта штука и знал только одно. Она работала и ею владели самми. «Давно они здесь ошиваются?» Спросил он. «Предполагаю, что со второй румной войны». Дорян зажмурился. Он уже не мог смотреть на слепящие часы. «Ясно, почему они предложили перемирие. Мы-то думали, что они отыскали источники рума на Пелешаре, а они наткнулись на город Азриксов». Буркнул Угрик. «И гадают, как с ним быть?» «Но зачем?» Угрик показал сквозь листья туда, где группа самайцев с помощью крана грузила в тракторную тележку массивное устройство из толстых и тонких труб. «Знаете, что это?» спросил он. «Нет», признал Сударян. «И они тоже», сказал Йорд. «Но они намерены все выяснить. Неужели они забрались сюда за утилем?» «За технологии», поправил Угрик. «Здесь есть нечто такое, чего вы и представить себе не можете. И сами собираются загробастать добычу. Они хотят научиться делать то же самое, что и Азриксы». До Фрея начала доходить чудовищные складывающиеся ситуации. Если они запустят технику Азриксов, они станут практически непобедимыми», закончил Угрик. «И смогут валиться к тебе во двор, прежде чем ты успеешь добежать до нужника». Похоже, Йорд и сам не заметил, что стал обращаться к Фрею запросто без прежней отчужденности. «И к тебе». «Точно». Капитан чуть слышно присвистнул. «Кто нибудь еще в курсе? Кроме Сами? Мы с тобой». Йорд захихикал. «Поэтому они упрятали меня в одиночку. Боялись, что растреплю на всю вардию. Ребята предусмотрительные». «Я не заявился бы сюда, если бы меня не угораздило связаться с реликвией», пожаловал Суфрей. «Забавно порой дела складываются», усмехнулся Угрик. «Да уж», согласился Дариан. «Утешайся хотя бы тем, что получил самое-самое мощное проклятие», заявил Йорд, почесывая щеку. «Есть чему порадоваться», пробормотал Фрей, но и впрямь просветлел лицом, взглянув на свою руку в перчатке. «Значит на мне настоящее зрикское проклятие», воскликнул он с оттенком гордости в голосе. «Верно», одобрительно заметил путешественник. Дариан вновь принялся наблюдать за раскопками. «А сколько будет стоить информация, если доставить ее кому следует?» «А у тебя вдруг прорезался оптимизм», произнес Угрик. «А как насчет того, чтобы сперва избавиться от черной метки?» «Солнце садится». Угрик был прав. В сердце Дариана затеплилась надежда. «Они уже уцели. Возможно, он увидит восход». Йорд махнул рукой. «Нам к озеру. Надо держаться отцами подальше. Они везде расставили патрули, так что будь осторожен». Фрей ощутил прилив сил. Оставалось всего лишь обдурить самми, пробраться мимо них к нужному зданию и вернуть реликвию на место. Проще некуда. Немного позже они нашли глаз. К тому времени они спустились по склону и подбирались к внешним границам города. Угрик снова принялся обормотать по-йордски. Оба надели рубашки, поскольку насекомые своим жужжанием истрекотам недвусмысленно сообщили о том, что открытое тело станет для них лакомым блюдом. В листве шуршали птицы и прочая мелкая живность. Фрей как раз задумался о крупных хищниках и внезапно резко остановился около скалы, возвышающейся слева. «Это что? Глаз? Что? Вот! Это? Да! Глаз? Глаз! О! Глаз высотой из Дариана белый и гладкий, бесстрастно таращился из густых заросли Лиан. Его установили высоко над землей, и он не имел ни век ни ресниц. Честно говоря, понять, что Азрикса создали именно каменное око было сложновато. Вероятно, Фрей почувствовал пропорции всего лица, укрытого деревьями. А может, ему просто стало неприятно, как будто глаз действительно пристально уставился на него. Дариан тут же оценил размеры заваяния цвета слоновой кости, он быстро вообразил очертания тяжелого подбородка, глубоко ушедшего в землю. Нос, похоже, отсутствовал, не то по замыслу скульпторов, не то пал жертвой времени. Зато имелось нечто вроде рыла. В таком случае получилось, что лицо явно не человеческое. Голова помещалась наклонно, и была поистине колоссальна. Да, протянул он, здоровенная статуя. Угрик неопределенно хмыкнул. Фрей покрутил головой, пытаясь понять, где тело, которому была приделана глава. Однако подлесок оказался совершенно непроницаем для взгляда. Но и жуткие у них боги были. Глубоко мысленно заметил он. Оглянувшись в ожидание ответа, он обнаружил, что Угрик держит в поднятой руке карманные часы и стучит пальцем по циферблату. О да, моя неизбежная смерть! Воскликнул Дарьян и шлепнул себя по лбу, как будто позабыл об этом. Мне не хочется второй раз попадать в руки сами, проворчал Угрик. Кто-то должен вывезти меня из Самарлы. Я сомневаюсь, что твоя команда радостно встретит меня, если я заявлюсь на твой корабль один-одинешник. Фрей прищурился. Ты вовсе не такой чокнутый, каким прикидываешься. Я был бы сумасшедшим, если бы сказал тебе, куда мы летим, когда ты спросил. Ты бы вышвырнул меня за борт, и никакое проклятие тебя бы не остановило. Фрей не мог не согласиться с Йортом. До недавнего времени он был уверен в том, что Азриксы обычная сказка. Пошли, произнес он. Миновав статую, они направились вниз по склону. А тебе что здесь понадобилось? Поинтересовался он, благоразумно понизив голос. А разве тебе не следовало сообщить о городе Азриксов отцу? Почему ты вернулся? Без реликвии мне не поверят, ответил Йорд. Я быстро понял, что ты мне ее не отдашь. Поэтому я и решил помогать тебе, пока ты не избавишься от черной метки. Тебе она так необходима? На, кивнул Угрик. Когда мы ее достаем обратно и ты снимешь с себя проклятие, он ухмыльнулся. В общем, я собираюсь опять утащить реликвию. Закончил он серьезно. Кстати, капитан Фрей, это мое условие. Когда мы уберемся отсюда, она достанется мне. Дарьяна слова Йорта застали врасплох. Ты что, торгуешься? Думаешь, сможешь найти нужное место до восхода Луны? Предприимчивость Угрика понравилась Фрею. Еще бы, сказал он. Штуковина, конечно, стоит бешеных денег, но будь я проклят, если опять свяжусь с ней. Мне она не принесла ничего, кроме неприятностей. А ты не хватайся за то, чего не понимаешь. Посоветовал Йорт. Спасибо за свой временный совет. Саркастически поблагодарил Фрей. А то я как раз собрался сотворить какую-нибудь глупость. Угрик пожал плечами и зашагал дальше. Ты сам как догадался, что к ней нельзя прикасаться? Спросил капитан, догоняя своего спутника. Стрекоза вознамерилась сесть ему на нос, и он отмахнулся от нее. Проклятие написано на клинке. Просто, ответил Угрик. Ты умеешь читать по-азрикски? Не, по-древней силийски. Оба замолчали, пробираясь сквозь заросли. Ну, объясни, что это. Осведомился Фрей наконец. Все языки, которые мы знаем, йордский, вардийский, самарландский, остальные, восходят корнями к одному давно умершему языку, древней силийскому. На реликвии имеется предупреждение, и суть мне все-таки удалось уловить. Не трогай! Когда я нашел оружие, оно лежало в коробке, и я не стал доставать. «Сдается мне ты парень толковый», заявил Дариан. «Да, но не могут же все быть одинаково толковыми», Фрей хмуро посмотрел на свою ладонь. «Точно». Они не останавливались. Теперь на их пути постоянно попадались стены с дверями и окнами, появилось даже подобие улиц. Они находились вдалеке от раскопок, но Угрик был на стороже, и Фрей последовал его примеру. Сейчас, получив более полное представление о ситуации, он чувствовал себя гораздо уверенней. По крайней мере, он понял, что с ним случилось, почему, и как можно исправить положение. Требовалось всего-навсего не попасться на глаза Сэмми и вернуть артефакт обратно. Время, конечно, поджимало, но ему приходилось оказываться и в более экстремальных условиях. До заката оставался час, и луна еще не показалась. Угрик скинул руку. Я не шу Дарьян недовольно умолк. Йорд замер к чему-то прислушивался. Фрей тоже, но различил только однообразные крики местной экзотической птицы. По-моему, за нами шпионят! Пробротал угрик. Фрей с опозданием вспомнил, о чем Крейк говорил ему перед самой аварией. Кто-то следит за реликвией, а потом слова Грайзера вылетели у него из головы, потому что Кэтти Джей потеряла управление, а сам Крейг получил сотрясение мозга. Угрик был рядом с ними в момент крушения. Интересно, он забыл об этом разговоре или вовсе не обратил на него внимания? И вдруг Фрейя осенило. Он сообразил, кто установил сигнал. Вообще-то он должен был додуматься до этого гораздо раньше. Если так, значит торопиться уже нет смысла. Они осторожно зашагали по узкой тропе и вскоре достигли особенно густых зарослей, а затем резко свернули, низко пригибаясь и прячась за углом невысокого строения. Его фундамент давно просел, а на крыше выросли разлапистые деревья. Кто бы ни спрятался за домом, он обязательно должен проскользнуть здесь. Тогда они выскочат и нападут на своих преследователей. Фрейй напряженно ждал, по его щекам обильно стекал пот, угрик, прихвативший с собой винтовку из арсенала Катти-Джей, бесшумно барабанил пальцами по стволу. Ничего не происходило, немного погодя капитан наклонился к ее арту и прошептал. — Ты точно слышал? Тссссс… Есно. Где-то поблизости громко хлюпые шуршали с твой и пробежала дикая свинья. Чирикали и жужжали птицы и насекомые. Фрей не представлял, как путешественник улавливает среди этого шума определенные звуки. Вдруг позади Дарьяна хрустнула ветка. Он обернулся. Там стояли, нацелив на них винтовки двое саммайцев. Фрей оторопел. Вообще-то он не был готов ко встрече с Замми. Угрик также заметил их. Он поднял руки над головой и произнес что-то на родном языке, потом на вардийском. «Они хотят, я и сам знаю, чтобы мы бросили оружие», — перебил его Дарьян. Он бросил на землю револьвер, достал из-за пояса второй и напоследок отцепил саблю. Угрик положил винтовку, сами не сводили с них прищуренных глаз. «Значит, ты почуял, как они подкрадывались?» — спросил Фрей Угрика, стараясь не шевелить губами. «Не-а», — ответил тот и дернул подбородком. «Я слышал их!» — до капитана донесся звук, который он не мог спутать ни с чем. Хруст передергиваемого цевья помпового дробовика. Спустя миг перед ним предстала Самандра Бри. Конечно, с ней был и напарник Колден Грудж со своей автоматической пещелью. «Привет, Фрей!» — поздоровалась Самандра. «Привет, Самандра!» — радостно откликнулся он. «Как тесен мир!» Сами поняв, что рыцари из Центурии взяли чужаков тепленькими, быстро побросали оружие. «Твои друзья?» — спросил Угрик у Дарьяна. «И, между прочим, лучшее!» — произнесла Самандра. «Правда, Фрей?» — Угрик нахмурился. «Похоже, она не очень-то искрена!» «Заметил?» — отозвался капитан. Грудж направился к Самме, угрожая пушкой, оттеснил их к стене. Самандра приблизилась к Фрею и Угрику, держа их под прицелом дробовиков. Дариан, вздернув бровь, обратился к Самандре. «Вы, наверное, сильно разозлились, если отправились за мной в пустыню?» «Верно. С тех пор, как ваш змей-демонист попытался сунуться в мои мозги, вы для меня не самые симпатичные люди. Но в рыцарской центурии тоже есть демонисты. Уверена, вас это удивит». «Если честно, я уже начал догадываться», — спокойно ответил Фрей. «Сожалею. Кстати, я видел вас еще в Шесиите. Не слишком умелая работа. Фрей, вы играете с огнем». Отчеканила она. «Овы, такое уж у меня настроение. Итак, вы поняли, что Крейка интересует реликвия, и поручили вашему демонисту пометить ее?» Сказал Фрей, и его посетило очередное озорение. «И вы специально позволили нам смыться. Сперва мы рассчитывали задать вам пару-тройку вопросов. А если бы вы отказались на них отвечать, разрешили бы вам убежать с реликвией?» «А после этого вы отправились за мной, чтобы выяснить, кто заказал ограбление. В тачку. Но вы же стреляли в меня!» Воскликнул Фрей. «Вы опередили меня». Парировала сама Андра. «Но я целился не в вас. Она пожала плечами». «Ладно», – произнес он. «Вероятно, вы уже поняли, что никто мне ограбление не заказывал». Он изобразил скорбную гримасу. «Мне больно, что вы обо мне такого низкого мнения. Но вы помогли нам устроить интересную охоту». Подытожила она. «И я вас все-таки схватила». Неожиданно в зарослях защелкал металл. Кто-то передернул затвор. На крыше дома появились Малвори, Пин и Крейг. Они сразу же взяли на прицел Груджа. Из-за деревьев позади Самандры выскользнули силой и Ашуа со стволами, нацеленными ей в спину. «Что, Аскет?» – осведомился Малвори. «Возникли трудности?» Самандра изумленно уставилась на Дариана. «А это вы как устроили?» – воскликнула она. Фрей продемонстрировал ей серебряное кольцо и широко улыбнулся. «Собрал хороших людей», – объяснил он. Глава сороковая Адарик Харкинс в темноте Фрей в роли свата Союз Первый помощник Снегопад усиливался. Это была не метель, как в день смерти Джесс, а густой пушистый снег, непрерывно сыпавшийся с неба и ложившийся на всю округу толстым одеялом. Джесс собиралась найти свое тело, но оно исчезло. За пределами поселка лежала бескрайняя белая пустыня без динного следа, возможно, ее тело скоро превратится в кусок льда. Но, впрочем, это уже не важно. Арис пропал, Джесс не заметила, когда он покинул ее, но так всегда бывает в сновидениях. Ну или трансе, в которой она буквально нырнула с головой. Она шла между юртскими домами, сугробы на крышах-куполах делали их очень высокими. Ни людей, ни животных. Что здесь случилось? Странно, но она ничего не могла вспомнить. Оглянувшись, она обнаружила, что снег заносит ее следы. Что-то она задержалась. Пора очнуться. Куда делся Рис? Ей было очень приятно разговаривать с ним, но все-таки о чем? Она равнодушно бродила по улочкам. Казалось, что мир опустел. Только она и мороз, и медленно, плавно парящие снежинки. Адарик. Название крошечного поселка. Там я умерла. Адарик. Почему ей потребовалось столько времени, чтобы извлечь это слово из своей памяти? Джесс выбралась на площадь и увидела дредноут. С него свешивались канаты и цепи, смутно вырисовывающиеся на фоне серого неба. Легкий ветерок чуть заметно покачивал их. Наверху пели они. Воющий, неблагозвучный животный хор затронул в ней какие-то струны. Она поняла, что хочет выйти вместе с ними. Вои манов она слышала свободу и избавление. Среди них не существовало самосознание. Каждый целиком и полностью знал своих соплеменников. Каждый связан друг с другом на примитивном и одновременно почти божественном уровне. Джесс тянула к этим звукам. Она пробыла среди людей слишком долго. Теперь ей необходимо кое-что сделать. Ее народ нуждался в ней. Джесс подошла к одной из свисающих цепей. Пора. Она ухватилась за цепь и начала карабкаться вверх. К своим соплеменникам. Которые ждали ее на дредноуте. Харкин стрясся от ужаса. Тут, конечно, не было ничего нового. Но нынче его страх имел особый привкус. Давно он такого не ощущал. Он остался один на борту Кэтти Джей. Ну, если не считать ее. Переминаясь ноги на ногу, он стоял в коридоре возле двери лазарета. В обоих руках он держал по фонарю. Иначе нельзя. Вдруг один погаснет. Тогда у него, Харкинса, разумеется, разорвется сердце. В Кэтти Джей воцелились тишина и полумрак. Закат светился чахлым алым светом, едва пробивавшимся в коридор сквозь засыпанное песком лобовое стекло кабины. Без моторов Кэтти Джей представляла собой обычную груду железа, успевшую за минувший день прогреться, как кухонная духовка. Пол под ногами, наклонившийся из-за того, что корабль зарылся носом, казался незнакомым и чужим. А Джандри не привык находиться в одиночестве на пустом корабле. Здесь всегда хоть кто-нибудь был рядом, хотя бы без. Сейчас он согласился бы даже на общество Кота, этого злокозненного мехового мешка с блохами и чесоткой. Однако слак скрылся в глубинах кровеносной и дыхательной системы Кэтти Джей, и не желал выбираться наружу. Почему он не поехал с остальными? Может, ему и удалось бы втиснуться в драндулет? Он же самый тощий из всех. Джандри не сомневался в том, что они подумали, когда он вызвался караулить корабль. Наш старина Харкинс вернулся. Как будто его недавняя смелость являлась случайным поветрием, и они точно знали, что скоро он опять станет прежним. Но они заблуждались насчет него. Он здесь, и это было настоящим подвигом. Он с ней. Вот где храбрость и удаль. Зачем ему гнаться за капитаном в обществе вооруженных до зубов спутников? Он решился. Харкинс проверил висевший на поясе нож. Большой, крепкий, острый. Вряд ли у него будет другой шанс. Он глубоко вздохнул, дрожа, медленно выдохнул и заглянул сквозь открытую дверь в лазарет. Она находилась на операционном столе, лежала неподвижно, как мертвая. Харкинсу полегчало. Если бы ее здесь не оказалось, ситуация бы осложнилась. Тогда его сфинктер не смог бы сдержать содержимое кишок. Он тихо переступил порог и поставил фонари на тумбочки. Их трепещущий свет отражался от стеклянных дверей шкафа, в котором Малвари хранил хирургические инструменты. Они холодно сверкали в ночи. Кроме них здесь не имелось чистых предметов. От запаха крови у Харкинса сразу свело живот. Одежда Джесс пропиталась ее насквозь. В комнатушке жужжали мухи, Котя Джей кряхтила и скрипела, остывая. Джандры облизал губы. «Джесс?» Хрипло прошептал он. Но догадавшись, что так его вряд ли услышит даже кот, он откашлился и повторил. «Джесс?» Уже чуть громче. Она не шевельнулась. Он шагнул к ней, вытянул палец, резко ткнул ее в бок и моментально отскочил в угол комнаты, предвкушая суровую расправу за дерзость. Никакой реакции, однако, не последовало, и он вынул нож. «Мне очень жаль, Джесс!» пробормотал он. «Я... правда жаль. Но мне придется это сделать... с тобой!» Харкинс подкрался ближе. Инстинкты труса предостерегали его от возможной пакости. А если она сейчас выжидает, чтобы вскочить и наброситься на него? Что, если она чувствует его намерение? Он сглотнул. «Будь мужчиной!» подумал он. «Давай!» «Я не знал...» промемлил он, и звук собственного голоса придал ему сил. «Мне говорили, что ты ман, но... кровь и сопли я... я видел только тебя, милую Джесс, которая всегда... была добра ко мне, когда остальные насмехались». Он оторвал взгляд от ножа и посмотрел на нее. «Я не представлял, как это... узнать, какая это настоящая... в глубине...» Она не шевельнула ни единым мускулом. «Она что, уже умерла?» «Тогда мне будет проще...» Но он не мог позволить себе никаких поблажек. Он наклонился на Джесс, и на нее легла длинная трепещущая тень. Харкин занес над ней нож, а лезвие ходило ходунам в его руке. «Так...» «Надо...» выдавил он. Острие подползло к ее горлу. «Это... ради всех нас...» Он собрался с духом и приготовился совершить необходимый поступок. «Дело в том...» произнес он. Снова вздохнул. И тут слова хлынули из него сплошным потоком. «Я тебя больше не люблю!» Одним суетливым движением он подцепил прядь волос Джесса и отрезал ее. Поднес к лицу и с отвращением обнаружил, что от них пахнет старой протухшей кровью. Он поспешно сунул добычу в карман и его вырвало. Чуть позже, вытирая рот рукавом, он заметил, что ее глаза открыты. Сердце у него в груди дернулось, и он запаниковал. Конечно, она все знала. «Просто на память!» взвизгнул он. Она обвела помещение затуманенным взглядом. «Харкинс? Я только хотел взять что-нибудь! На память! О Романе!» пробубнил он. Джесс совершенно растерялась. «О чем?» Она приподнялась на локтях, и это оказалось последней каплей. Харкинс забыл о любых попытках объясниться, провел что-то нечленораздельное, крутанулся на месте и кинулся на утек. Ему не удалось сбежать. Он утратил ориентировку в пространстве и промахнулся мимо двери. Он зацепился за косяк, споткнулся, вылетел в коридор и со всего размаху врезался головой в стену. От удара у него из глаз посыпались искры, после чего наступила тьма. Последним, что он воспринял, был голос Джесс, которая с величайшим недоумением окликала его по имени. «Харкинс?» И всё пропало. Фрей снял с руки перчатку без пальцев и предъявил ладонь Саман Дребри. «Ага», — хмыкнула она. «Обезьянья лапа?» «Ничего-то вы и не знаете. На мне одно из самых изящных проклятий из всех, с какими только можно столкнуться», заявил Дариан. «Не чьё-нибудь, а Азриксов. Десять тысяч лет!» «Похож на конгрену», — констатировал Самандра, на которую слова Фрея не произвели впечатление. Он натянул перчатку. «Но теперь-то вы ему верите?» Оба взглянули на Крейка, который не сводил Самандры печальных глаз. Он напоминал собаку, только что выпоротую любимым хозяином. «У меня не было выбора», — тихо вымолвил он. «Капитан обречён. Я так сожжил. Избавьте нас от ваших оправданий!» перебила его Самандра, полностью сокрушив несчастного демониста. «Хватит! Мне гораздо интереснее, что нам расскажут эти парни!» Она кивнула на самарландцев, патрульных, привязанных к дереву. Одному заткнули рот платком, второй быстро тараторил что-то силой Иашуа. Несомненно, его общительность стимулировал нож-сила, торчавший из ноги пленника, чуть ниже коленной чашечки. Фрея мелькнула мысль, что туда стоило направить Малвори. Доктор мог бы проследить за силой, если муртианин потеряет над собой контроль. Когда дело касалось Сами, бортинженер впадал в ярость, однако сейчас он казался на удивление спокойным. Как только рыцари из Центурии и команда Кэтти Джей перестали брать друг друга на мушку и договорились между собой, они занялись пленными и увели их вглубь леса. Следовало убраться с маршрута патрулей и провести быстрый и поэтому грубый допрос. Фрея нервничал из-за задержки, но был вынужден смириться. Если они будут сотрудничать с рыцарями, то шансы добраться до точки Х увеличатся. Кроме того, встреча с Сами изрядно встревожила его. Он не был уверен, что возвращение реликвии на место пройдет гладко и без запинок. «Послушайте», обратился он к Самандре. «Я привел вас к замечательной находке, важнейшей со времен открытия Нью-Вардии. Хотите узнать, почему сами прекратили войну? А как вы думаете, чего они добиваются последние лет восемь?» Он махнул в сторону раскопок и скрестил руки на груди. «Здесь вполне хватит добра, чтобы возместить разбитые музейные экспонаты и мелкое ограбление». «Неужели?» осведомилась Самандра. Фрей невозмутимо выдержал ее скепсис. «Именно». По выражению ее лица нельзя было ничего определить. Она перевела взгляд на Крейка и посуровела. Тот поежился, а Самандра решительно направилась к пленникам. Грудж последовал за ней, проходя мимо Фрея, он усмехнулся. Крейк бочком подошел к своему капитану. «Она презирает меня». Посетовал он. «Кто? Самандра?» «Нет». «Разве ты не обратил внимания, как она на тебя посмотрела?» «Конечно. Она меня вдобавок ненавидит». «Шутишь?» «Ее взгляд означает особую ненависть, которая называется «Я еще не созрела до того, чтобы простить тебя». «Понятия не имел, что существуют настолько тонкие нюансы», произнес Крейк. «Что-что? А уж в женщинах я разбираюсь», гордо сообщил Фрей. «Рано или поздно она простит тебя. Но тебе надо хорошенько попрыгать. Ты действительно так считаешь?» С срабкой надежды спросил Крейк. Дарья нахлопнула его по плечу. «Он запросто укажет товарищу дорогу сквозь рифы и мели сердечных трудностей. У тебя ведь были самые благородные намерения. Ты старался спасти мою жизнь. Подожди, пусть она остынет». У Крейка на лице отразилось недоумение. «Конечно, она должна хоть немного помучить тебя», добавил Фрей. «Я это заслужил». С несчастным видом вздохнул Грейзер. «Им нравится, когда мы признаем свои ошибки и тому подобное». «Но я виноват», возразил демонист. «Ничего», сказал Фрей, и подмигнул. Крейка вроде бы отказался от намерения понять советы и побрел с другой стороны поляны, где расселись под деревом Малвари и Пин. Там лежала куча рюкзаков, портативное оборудование Крейка, которое он потребовал обязательно взять с собой. А рядом скучала бес. Она порывалась кинуться за какой-нибудь из бабочек, летающих вокруг кустов, но тут же вспоминала полученные указания и возвращалась на место. После того, как Сила обнаружил вслед рыцарей, бес держалась поодаль, иначе бы к ним не удалось подкрасться незамеченными. Увы, бес была неспособна соблюдать тишину. Фрей смотрел на своих друзей и вдруг почувствовал, как в груди у него потеплело. Ведь тогда они будут издеваться над ним всю жизнь. Они помчались за ним. Он бросил их на корабле, а они все равно догнали его. Даже несмотря на то, что он снял с них всякую ответственность за свою историю с проклятием, а ведь он столько раз вовлекал их в собственные промахи и беды. Они отыскали в капитанской каюте компас и снарядили пескоходы. В два драндулета могли поместиться только четверо, и Харкинс остался приглядывать за Джесс. «Получается, вы шпионите за мной?» спросил он, когда ему все рассказали. Но его переполнила тайная радость. Находиться в центре чего-нибудь внимания совсем неплохо. А может, он не взял с собой компас, потому что подсознательно надеялся именно на такой поворот событий? Разрыв с треникой вызвал жгучую боль, но она существовала отдельно от любви к своей команде, которую он испытывал сейчас. Он был одновременно и счастливым, и удрученным, наверное, позже его чувства как-то упорядочатся, а сейчас ему некогда. Есть важное дело и люди, полагающиеся на него. Как ни крути, он капитан Катти Джей. Разгребая руками листву Ильианы, он направился к пленникам. Что они говорят? Обратился он к Сила. Мало чего особенного. Впрочем, кое-что интересное найдется. Тот большой дом с молниями. Они думают, что это источник энергии для целого города. Когда сами заявились сюда, он еще работал. Они знают, почему наш корабль упал? Осведомилась Самандра. И ваш тоже? Изумился Фрей. Так бывает со всеми, произнесла Ашуа. Здесь есть невидимая сила, выключающая все, что чуть сложнее двигателей внутреннего сгорания. Сами ездят только по земле. Вообще-то два корабля прилетают и улетают. Для них расчистили посадочную площадку. Но никто не понимает, почему на одних сила действует, а на других нет. Короче, место оказалось засекреченное. Значит, если мы захотим выбраться отсюда, нужно будет с ними побеседовать. Сказала Самандра и кивнула на пленников. Нет, они не помогут. Сразу ответил сила. Но могу поручиться, без энергии нам не взлететь. Самандра задумалась. Фрей, можно вас на минуточку? Они отошли от группы на несколько шагов. Самандра наклонилась к своему собеседнику и начала говорить полушепотом. Прежде Фрей готов был убить кого угодно ради того, чтобы оказаться рядом с такой красавицей, Самандра Бри, однако расставание с Триникой пригасило его страсть к противоположному полу. Вы, конечно, порядочная сволочь, но все обстоит куда серьезнее, чем наши с вами разногласия. Сами докопались до техники Азриксов, поэтому в интересах нашей страны я забуду о том, что вы натворили в Теске. Мы вместе должны вырубить эту энергостанцию и убраться отсюда. Надо сообщить Эрцгерцогу обо всем, что здесь творится. Ммм, протинал Дарьян. Видите ли, если я умру, политические разборки Варди и Самарл для меня от проклятия. Так что у меня другие приоритеты. Кровь и сопли. Фрей, тогда дайте нам в поддержку ваших людей и отправляйтесь куда хотите. Ведь сами заметят, что патруль куда-то запропастился. Мы не можем откладывать атаку. Фрей покачал головой. Мои люди за вами не пойдут. Да и не доверю я их вам. Но у меня есть идея. Только выполните одну просьбу. И какую? как он обошелся с вами было ради меня. У него после этого душа в кровь изодрана. Жаль, что мне пришлось заставить его выбирать между мной и тем, куда его тянет сердце. Он поднял на собеседницу скорбный взгляд. Но такая уж у меня дурная привычка. Самандра на мгновение растрогалась застегнутая врасплох столь прямыми словами. Впрочем, она спустя секунду отвернулась и громко фыркнула. Все как обычно. Нечего Крейку надеяться на легкое прощение. Но возможно он, Дарьян, как-то умаслил Самандру. Эй, сюда! крикнул он. Отряд направился к нему. Малвори, Пин, Ашо, Крейк и Сила. Затем подошел Угрик, а потом и Бес. Она старалась не скрипеть кожаными суставами и не бряцать металлом, а рыцари сохраняли настороженность. Фрей мельком взглянул разным ртом, никакого особого вреда Муртианин ему не причинил. Бортинженер вполне мог перерезать обоим самими глотки, но похоже после Гагрииска он изменился. Последние сомнения покинули капитана. Времени на споры у нас нет. Произнес он, а он посмотрел на краснеющее небо, солнце уже скрылось за деревьями. Угрик ведет меня туда, где нашел реликвию. Чем меньше шума, тем лучше. Крейг, ты у нас демонист, поэтому мы берем тебя с собой. А мы? Обидел Супин. Вы с Бри и Груджем. Вам, парни, надо отключить вон ту энергостанцию. Раздался хор протестующих голосов, громче всех возмущал Супин. Не стану ослушаться приказов всяких рыцарей, пусть даже ценных. Фрей скинуло руку. Ясно, но вы не переживайте. Командовать вами будет первый помощник капитана Кэтти Джей, сила. Послышался удивленный Гоман, все прикидывали последствия решения Дарриана, Малври и Крейг приглянулись. По-моему, разумно, пробасил доктор. Согласен, сказал Грейзер. Аррис насупился. Наверное, буркнул он без намека на энтузиазм. Значит, он первый помощник, растерял Сяшо. Сила в упор уставился в глаза Фрею, как будто искал за его поступком подспудные мотивы, которых там вовсе не было. Точно? Спросил он. Это надо было сделать много лет назад, заявил Фрей. А Сила улыбнулся. Даррен мог бы сосчитать по пальцам одной руки все те случаи, когда Муртианин показывал в улыбке зубы. Ладно, Кэп, сказал он. Идиот. Фрей обрадовался. Собственный выбор казался ему разумным, справедливым и очевидным. Однако он не был уверен, что Сила согласится. Если они справились, то... Начал Фрей и резко замолчал. В общем, Кэти Джей твоя. Продолжил он после паузы. Джесс знает код зажигания. Когда она очнется, то сможет пилотировать. А ты... он с изумлением обнаружил, что у него опять перехватило горло. Ты позаботься, чтобы команда не разбежалась. Наступила тишина. Потянулись медленные секунды, как это часто бывает, когда люди испытывают сильнейшее эмоциональное напряжение. Наконец Сила чуть заметно кивнул. Есть, Кэп. Фрей выдохнул, ощутив, как отпустила тяжесть. И моментально сделался энергичным и собранным. Огрик, Крейг, за мной. Нам надо взять приборы, напомнил демонист. В итоге каждый из троих взвалил на спину по рюкзаку. Поклажа была компактной, но весьма увесистой. Однако Фрей это не смутило. Крейгу предстояло создать последнюю линию обороны, а сам Дарья намеревался драться. Да будь он проклят, если позволит себе сдохнуть нынче ночью. Они распределили между собой переговорные клипсы, а Грейзер вручил силу компас, чтобы тот мог отыскать капитана. Затем Угрик, Крейг и Фрей направились в лес. Сделав несколько шагов, Фрей обернулся и сказал «Сила, постарайся, чтобы наши уцелели. Я вернусь». Глава сорок первая Динамит, озеро, гробницы, Ашуа пробивает вход. Вы должны это увидеть. Энергетическая станция возвышалась над окружающими зданиями, сверкая о сгущающихся сумерках миниатюрными бурями. Сила недоверчиво рассматривала ее из зарослей, пара колоссальных песочных часов полыхала молниями, светился газ, который непрерывно перемешивали циркулирующие громадные рычаги конструкции. Зрелище было зловещим. Энергетическая станция располагалась на трех огромных платформах, которые образовывали три неровных ступени. Платформы опирались на угрожающие тонкие колонны и были связаны друг с другом широкими мостами. Часть колонн вздымалась из узорчатого бассейна, находившегося в самом низу. Прежде он был очень красив, но сейчас мутная вода приобрела серо-зеленый оттенок. Они остановились на краю расчищенной части города, заросли обрывались, а постройки Азриксов открывались во всем своем своеобразии. Правда, там будет не очень много укрытий. Улицы освещали электрические фонари, энергию которым давали тарахтящие дымящие бензиновые генераторы. Вероятно, сами пока еще не выяснили, как работает агрегат Азриксов. Болтающиеся, провисающие провода и обшарпанный ржавый металл были здесь абсолютно неуместны. Они казались отпечатками грязных пальцев индустрии в пространстве безмятежности, тишины и гармонии. Вечером раскопки приостановили, и теперь оазис кишел землекопами. Тракторы и экскаваторы разом затихли, сами ходили группками, болтали и смеялись. Рабочие техники и ученые мельтешили вокруг лагеря, разбитого на границы расчищенной зоны. Патрульные явно не ожидали никаких неприятностей. Сила удивился тому, что здесь напрочь отсутствовали даки и муртияне. Город Азриксов являлся настолько засекреченным, что о нем не следовало знать даже рабам. В Самарле лишь муртияне занимались тяжелым физическим трудом, а даки присматривали за ними и организовывали рабочий процесс. Сами всем заправляли и давали общие указания, но здесь изрядно потели шаавэй, кореглазые самарланцы из простонародной касты и распоряжались ими золотоволосые яньси, благородные. При мысли о том, что сами замарали руки, Сила почувствовал горькое удовлетворение. Но ярость покинула его. Недавнее зрелище, фэл, истекающий кровью на руках жены, положило конец ненависти, которую Сила культивировал в себе с детства. Конечно, он продолжал ненавидеть сами, но после девяти лет, проведенных вдали от них, его жажда убийства угасла. Возвращение в Самарлу возродило прежнюю страсть, но ненадолго. Если потребуется, он пристрелит их, как любых других врагов, но сейчас он вовсе не жаждет этого, как раньше. Кроме того, у него появилась новая ответственность. Капитан сказал, постарайся, чтобы наши уцелели. Постараюсь, Кэп, но как получится. Зашуршало листва, затрещали ветки, сквозь кусты протиснулся толстяк Малвори. Энергостанция, конечно, красивая, ни дать, ни взять. Ворчал он. Но как до нее добраться? И что потом? Ответ на второй вопрос нам даст мой напарник. Отозвалась сама Андрабри. Грудж стоял позади нее, могучий рыцарь держался в тени, лишь глаза поблескивали между шапкой буйных черных волос и клочковатой бородой. Откуда-то из-под переплетения портупеи и патронташей он извлек небольшой мешочек и раскрыл его. Динамит, пробасил он. Колден никогда не выходит из дома без динамита. Пояснила сама Андра. Отличная вещь, заявил Грудж. Надежная. Стреляй в нее, она, скорее всего, и не взорвется. Сила взглянул на мешок. Внутри поместилось бы штук восемь шашек. Хватит, чтобы проделать громадную дыру в... да, пожалуй, в чему угодно. Мы проникаем туда, продолжила сама Андра. Ищем что-нибудь взрывоопасное и дело в шляпе. Вот и весь план рыцарской центурии, осведомила Сешу. Должна признаться, что я разочарована. А вас постоянно болтают, пишут в газетах. Я ожидала столкнуться с какой-нибудь умной стратегией, а такое можно было услышать от нашего капитана. Иногда проверенный метод оказывается самым лучшим, ответила сама Андра с очаровательной, но исполненной смертоносного яда улыбкой. Вы думали, что рыцари способны легко пробраться куда угодно и действовать без лишнего шума, чтобы сами еще неделю ни о чем не догадывались. Ну а подвернулись мы. Она посмотрела сквозь листву на энергостанцию Азриксов. На нашей стороне преимущество внезапной атаки и здравущая пищаль Груджа. А также ваш голем. Кстати, я и сама неплохо стреляю. Мы не будем перебегать под огнем сами по этим трем мостам, возразил сила. Кэп велел мне привезти их назад живыми. Ага, добавил Малвори. В Пинна за последний месяц попадали более чем достаточно. А каков ваш план, господин первый помощник? Спросил Пин. Судя по вызывающему тону, он изрядно завидовал повышению сила. Муртианин вгляделся в диковинные улицы и проспекты, сиявшие белизной даже в слабом свете электрических ламп. Он заметил несколько огромных землероек, отдыхавших на стоянке после трудового дня. Ашуа, сказал он, тебе приходилось угонять машины. Я выросла в трещобах Рабана, ответила девушка. Если так, произнес сила, у меня есть одна задумка. Последние отцветы заходящего солнца окрашивали озеро в мрачный красный цвет. В небо выкатилась идеально круглая полная луна, караик вздохнул. Птицы уже умолкли, и только насекомые стрекотали. Листва на берегу негромко шумело под веющим из пустыни теплым ветерком. Грейзер отчетливо различал в тишине голоса самарланцев, сгрудившихся на склоне. Он ощущал на себе бремя самой истории. Кровь и сопли. Ему довелось попасть сюда и увидеть древний город Азриксов. Несомненно, это было поселение именно Азриксов, или как там именовала себя Тараса, которую наугад пытался разыскать профессор Мальстром. Он не раз беседовал с Джесс о теориях ученого, Крейг посмеивался над ними, а Джесс жалел одержимого профессора. Но Мальстром не ошибался, он просто искал не там, где следовало. И архитектура, и материалы нисколько не походили на то, жили здесь задолго до того, как возникла любая из существующих ныне цивилизаций. Их познания в области искусства намного превосходили все современные наработки демонистов. Область, исследованию которой он посвятил свою жизнь, отнюдь не являлась новой. Мастера вновь открывали хорошо забытое старое, Крейг размышлял об этом и казался себе ничтожеством. Здание, к которому вел их Угрик, расположилось возле берега. За кольцевой стеной, отделявшей внутреннюю часть города от внешней. Крейг полюбовался формой строения, а она напоминала приплюснутый сверху мяч, окруженный четырьмя высокими шпилями. Йорд бродил по густому лесу, который примыкал к городу и непрерывно бормотал себе под нос. «Однажды он уже был здесь», заявил он. «Вот так-то». Постройки близ озера выглядели гораздо стройнее и элегантнее, чем дома на окраине. Там находились простые жилые кварталы и гигантские сооружения вроде энергостанции. Одного только пребывания в оазисе хватило для того, чтобы мысли Крейга начали путаться. Ученый в нем буквально захлебнулся от потока информации. Он решил, что центральный участок, примыкавший к озеру, предназначался исключительно для знати. Значит, труженики жили возле промышленных предприятий. Он обратил внимание и на то, что единственная посадочная площадка тоже располагалась в главной части. Но в стене были ворота, которые должны были разделять богатых и бедных обитателей. Что если азриксы, как и самарландцы, практиковали рабство? Или у них имелось строгое разграничение между сословиями? Или тут творилось нечто такое, чего он себе и представить не может? Нет. Место, разумеется, странное, чуждое и фантастическое, но построен город людьми и для людей. Но куда исчезли азриксы? И как получилось, что они столь бесследно пропали, что до недавних пор не удавалось найти никаких признаков их существования? Он смотрел на озеро и наряду с восхищением ощущал нарастающий страх перед грядущей ночью. «Надо бы поменьше шляться по лесам и поторопиться», сказал Крейг. Он сильно нервничал и потому сделался раздражительным. Фрейда стал из кармана часы. Тот жердей, самарландский колдун, сообщил, что пока совсем не стемнеет, ничего не случится. «В запасе у нас по меньшей мере час, а Угрик говорит, что вынес реликвию отсюда». Он защелкнул крышку часов. «Времени еще прорва». «Прорва?» Крейг изумился тому, насколько несерьезно его друг относится к происходящему. Сам-то он отличался пунктуальностью и не любил опаздывать. А поведение товарищей по команде перед лицом опасности нередко сбивало его с толку. Крейг был убежден, что интеллигентный человек, сталкиваясь с подобными неприятностями, должен бояться. Да и вообще любой, у кого хватает ума осознать свое затруднительное положение. Но тогда самым разумным на Кэтте Джей нужно будет признать Харкинса. Получается, его теория не так безукоризнена, как ему показалось на первый взгляд. «Грайзер, ты себе-то не ври. Ты трусишь, потому что не хочешь столкнуться с демоном». Чистая правда. Его графики и формулы укладывались в изящные теории, но он отнюдь не горел желанием проверить их на практике. Он желал неторопливо все проверить. Опрометчивый налет ужасал его до глубины души. Крейг помнил о том, как мечтал стать перопроходцем полевого демонизма абсолютно нового интригующего направления. Каким же пустым хвостовством стали его намерения теперь? Прошлый раз заносчивость привела его к трагедии, к появлению бес. Он перевел взгляд к раскопанному участку, к голому пятну, где белили эксгумированные кости города. Там находилась бес, а с ней и сама Андра. Крейг не мог решить, перед которой из них он испытывал более сильный стыд. Что бы там ни говорил капитан, маловероятно, что сама Андра простит его. Она и не должна так поступать. Но она способна позаботиться о себе, а бес нет. Как он допустил, чтобы она пошла без него, с Малвари, Сила, Пинном и Рыцарями? Конечно, от бес здесь не будет пользы, а он, Грейзер, нужен капитану. Но его терзали муки совести. Ему следовало заботиться о ней, а также, что еще важнее, приглядывать за големом. Бес чересчур возбудима, непредсказуема и запросто может наломать дров, а по-настоящему она слушается только его. Почему он не оставил ее на Кэтти Джейс, Харкинсом и Джесс? Но жалеть уже поздно. Нашел! Воскликнул Угрик и принялся раздвигать Лианы. Вход! У нас целый час, сказал Фрей демонисту, когда они взвалили на плечи рюкзаки и зашагали к Йорту. Зря ты надеешься, что демон будет соблюдать такую точность, да еще сверит свои часы с твоими. Буркнул Крейг. Они же как-никак многомерные инфернальные сущности из потустороннего мира. Его слова заметно встревожили Фрея. «Но ведь колдун тот типа себя-то не помнил, объявшись крюка корневой коры», напомнил Грайзер. «Конечно», воскликнул Фрей, «тогда нам надо поторопиться». Крейг направился следом за Угриком и Дарином в гущу Лиан, сквозь который лежал путь в здании Азриксов. Он испытывал мелкое злорадное удовольствие от того, что подорвал уверенность капитана. Они попали внутрь, вероятно, через окно. Дверной проем был наглухо загорожен древесными корнями, пробираясь внутрь, Грайзер изумленно глазел по сторонам. Вероятно, сюда частенько проникали семена и побеги растений, которые буйно разрослись. Краска потрескалась, и все покрылось толстым слоем пыли. Если бы не грязь и замшелый вид, помещение могло бы успешно соперничать с дворцом рцгерцога. Здесь было светло. Мягкое и спокойное сияние оказалось исходило отовсюду, и везде преобладал уже знакомый бледно-палевый цвет, хотя стены слегка отдавали в розовое. Потолок был фистончатый, как ракушка изнутри. Архитектурные детали плавно переливались из одной в другую. В целом у Крейка сложилось впечатление, будто помещение выросло само. Предметы обстановки круглый барьер. Грейзер несколько секунд разглядывал его, пытаясь понять его предназначение, а потом его осенило. Он напоминал стойку портье в вестибюле. От догадки у демониста слегка закружилась голова. Он почувствовал, как через десять тысяч лет перекинулась связующая нить, ощутил реальность существования Азриксов. Подумать только, я мог засесть в святилище и не познал бы этого мгновения. Угрик вел их по изогнутому коридору или тоннелю, который отклонился в одну сторону. Справа Крейг обнаружил очередной дверной проем, за которым оказалась комната с двумя рядами кроватей. Каркасы, походившие на панцирь крабов, были сделаны из той же самой странной керамики. А еще в помещении находились непонятные металлические коробки со стержнями венчиками, едва тронутые коррозией. «Эй!» — донесся до него настойчивый голос Фрея. «Крейг, не задерживайся!» Грейзер поправил ремни рюкзака и рассой кинулся вдогонку. От тяжести поклажа у него разболелась спина, и он, далеко не впервые в жизни, обругал выбранную им профессию. Мало того, что он как безумный возится в святилище, так он еще и тяжести на себе таскает. «Видели кровати!» — выдохнул он. «Ага!» — ответил Угрик. «Где мы?» Угрик шмыгнул носом и вытер его тыльной стороной ладони. В ноздри Йорта было продето большое кольцо. Крейг удивился тому, что его нос вообще еще как-то функционирует. «Больница!» — сказал он. «Между прочим, с другой стороны, операционная!» Крейга снова охватило волнение. Находясь здесь, он испытывал странную близость к Азриксам. Они давно умерли, но как же они похожи на нас! Коридор закончился просторным залом с двумя балконами-галереями. По всей его длине выстроились двенадцать контейнеров, стоящих столбиками. Белые продолговатые ящики были заключены в оправы медного оттенка. Помещение казалось зловещим, время пощадило его меньше, чем вестибюль, подошвы ботинок скрипели по каменному крошеву, в углах росла трава. Слабый свет подчеркивал пустоту и заброшенность. А ящики неприятно смахивали на саркофаге. Впрочем, у Греку и Фрею не было до них никакого дела. Они направлялись к изогнутой лестнице, будто выплавленной из стены. Она вела на одну из галерей. Караик поспешил за Йортом и капитаном, зал встревожил его. Контейнеры слабо мерцали, сквозь их тонкие стенки Грайзер рассмотрел неясные тени. Вдруг он замер на месте. Крайк! Окликнул его Фрей. Ты не мог бы по бойчею перебирать ногами? Он пропустил реплику капитана мимо ушей. Положив руку на поверхность ящика, он принялся ощупывать его, пытаясь найти щель. Что за игры ты затеял? Кап, на них нет пыли. Что? Повсюду полно пыли, а на них ее нет. И какая разница? А кто же их протирает? Заявил Грайзер, наконец обнаружив выемку. Крышка открылась, она приподнялась, сдвинулась вправо и бесшумно наклонилась. Крайк оцепенел. Крайк! Окликнул его Фрей. Кравь из сопли! Выругался тот. Тут лежат люди! Керамические стены энергостанции успешно сопротивлялись всем покушениям природы на свою целостность. Ашуа с помощью карьерного самосвала решила эту задачу менее чем за секунду. По металлическим бортам громадной машины звонко щелкали пули, Ашуа с трудом выбралась из кабины. После столкновения со стеной у девушки ломила спину, обломки разбили ветровое стекло, засыпали помятый капот. Ее спутники укрываясь за высокими бортами кузова отстреливались от самми. Зато они проникли внутрь. Сами не сразу отреагировали на неуклюже катившийся по улицам грузовик. Они не заподозрили диверсии иностранцев даже после того, как он заехал на мост соединявший платформы энергостанции. Возможно они слишком уверовали в абсолютную засекречность оазиса. Так или иначе, Ашуа довела отряд до второй платформы, прежде чем самарланцы открыли стрельбу. Но пассажиры были надежно укрыты, да и в водителя тоже было непросто попасть. И лишь добравшись до самого верха, она поняла, во что они вляпались. Здесь собралось двадцать сами, если не больше. Причем вооруженных пулеметом и к тому же предупрежденных об атаке. Охранники энергостанции оказались серьезными ребятами. Вряд ли они согласятся впустить непрошенных гостей, даже если те будут вежливо стучать в дверь. Но чудовищный грузовик, который выбрала Ашуа, весил несколько десятков тонн. Мощнейшие колеса, лесенка с поручнями, чтобы забираться в кабину. Та, в свою очередь, пряталась за капотом громадного мотора и была прикрыта козырьком кузова. И Ашуа решила, что стена энергостанции не выдержит напора. От ощущения мощи грузовика она почувствовала себя непобедимой. Поэтому девушка собралась с духом и надавила на педаль газа. Темноволосые сами со смоленной кожей, одетые в черную униформу, походили на призраков, которые обрели плоть. И они быстро рассеялись, увидев, как на них надвигается рычащая громадина. Яростно застрочил пулемет, Ашуа громко крикнула, чтобы предупредить команду, но сомневалась, что они услышат ее заревом двигателя. Инстинкт самосохранения заставил ее затормозить. Что-что, а чутье у нее было вполне здравое. Удар оказался не слишком резким, и девушку не швырнуло в разбитое лобовое окно. Однако он получился достаточно сильным для того, чтобы проломить тонкую эзрикскую керамику. И вместо того, чтобы с разгона врезаться в стену, грузовик просунул длинное рыло в проем и закашлявшись остановился. Когда Ашуа добралась до земли вокруг царил хаос. Смахнув с лица пыль, она принялась изучать обстановку. Грудж разнес пулеметное гнездо из своей пещели, сама дробрис стремительно скользнула вдоль борта, упала за заднее колесо, вскинула дробовики и принялась палить по охранникам самми. Несмотря на всю напряженность момента, Ашуа невольно залибовалась ее действиями. В Самандре было нечто магнетическое. Происходящее не имело ничего общего с уличными перестрелками шассиита. Она стала свидетелем заученных размеренных действий профессионального солдата. Самандра безостановочно двигалась, точно зная наперед каждый последующий шаг. После выстрела она молниеносно передергивала затвор, досылая патрон. Когда она нажимала пуск, кто-нибудь из сами находившихся вроде бы вне зоны выстрела падал замертво. Это и была та самая прославленная рыцарская центурия, о которой она столько слышала, те самые герои, которыми Ашуа восторгалась в детстве. «Идите внутрь, мы их удержим!» проорала Самандра, перекрыв грохот автоматической пищели Груджа. Отряд уже карабкался на капот грузовика и сквозь обломки по смятой передней лесенке пробирался на энергостанцию. Ашуа бросилась за ними. Она очутилась в просторном коридоре, откуда-то лился неяркий свет, но выцветшая краска стен была темной и будто излучала опасность. Попотолок утянулся гребень, от которого отходили тонкие ребра. В помещении угадывались приметы обветшания, многое потрескалось и обвалилось, однако в целом оно не до конца «Адеус!» — подумала она. «Мрачная элегантность! Тебе бы здесь понравилось!» Бес приподняла нос машины и отпустила. Ашуа подпрыгнула от грохота, Малвари хлопнула ее по спине. «Некогда мечтает, детка!» — весело воскликнул он. «Вам-то легко говорить!» — ответила Ашуа и, скривившись, покрутила головой. «Вы-то сидели сзади!» «Ну ничего, ты крепкая штучка!» «Переживешь!» Прогудел доктор и поспешил на помощь Пинну, который застрял на полпути. Скажи такое кто-нибудь другой, кроме Малвари, она сочла бы эти слова обидные снисходительностью. Но ей вовсе не хотелось огрызаться, когда она имела дело с доком. От его грубоватого добродушия и приятельского понебратства у нее теплело на душе. Он пробуждал в ней неведомые прежде эмоции. Доверие. В Малвари присутствовала порядочность, что ли? Даже Мадеус не мог похвастаться этим. Легкая улыбка тронула уголки ее губ. Все-таки Мадеус не прогадал, отправив ее с этой бандой. Наверняка он уже давно, с тех пор, как узнал свой диагноз, стал искать выход из положения. Она попыталась понять, имел ли он сведения о команде Катти Джей, когда она явилась к нему и сообщила, что работает вместе с ними. И кто же первым пустил тот слух, из-за которого Фрей отыскал ее? Скорее всего, Мадеус. Он не был порядочным человеком, но всегда заботился о ней. Аша поспешила выкинуть мысли о своем бывшем опекуне из головы. Для таких раздумий предназначалась ночь, когда она лежала в треме корабля, завернутая в спальник и погруженная в черную печаль. А сейчас следовало действовать четко и строго, как подобает человеку, способному преодолеть любые преграды и уцелеть. Отряд тем временем быстрым шагом направился в здание, впереди шествовала бес. Аша стиснула в ладони рукоять револьвера и побежала за ними. Ее жизнь протекала сначала в разрушенном бомбами Раббани, а потом на узких пыльных улочках Шассиита. Она никогда не видела ничего подобного и ей постоянно мерещилась угроза. Но она справилась. Она видела и голема и полудемона Джесс. Аша принимала мир таким, каким он представал перед ее глазами. Она ничего не ждала и не рассчитывала что-то получить. Что есть, то есть, и этого ей хватает. Коридор разогнулся, и бес исчезла из виду. Аша приостановилась. Вдруг где-нибудь затаились сами. Потом раздались громкие крики, стрельба, заречала бес, и послышался хлюпующий звук, будто разрывали что-то мокрое. Коротко застонался марланец, взывая к матери. Когда Аша миновала плавный изгиб коридора, вопли смолкли. Пол был залит кровью. Бес гналась за парой солдат, которые отчаянно удирали от голема. Пин ногой отбросил с дороги оторванную руку. Они добрались до разветвления или слияния трех коридоров, которые соединялись так естественно, будто являлись струйками замерзшей жидкости. Бес, упустивший охранников, ждала остальных. Команду догнали Бри и Грудж, Самандра на ходу перезаряжала оружие. Они пока присмирели, сказала Самандра, ткнув пальцем через плечо. Следом за ней пятясь шел по коридору Грудж с пищелью. Но скоро полезут. Обратно нам придется пробиваться с боем. А они народу соберут немало. Помяните мое слово. Бес, обратился сила к голему. Как по-твоему, стены очень крепкие. Та моментально пробила стену кулаком. Мы сможем сделать запасной выход, когда захотим, произнес сила. Холден, окликнула Самандра своего богатыря напарника и указала на дыру. А ты что медлишь? Боюсь мне не по силам. Без тени юмора ответил тот. Самандра подмигнула муртиянину. Колден, он у нас весельчак. Сила как обычно и бровью не повел. А вы муртияни не слишком любите смеяться? Заметила Самандра. Мне наше положение не кажется смешным. Парировал он. Аша привыкла к невозмутимости сила. Поначалу она думала, что он держится так из-за высокомерия. Освободившийся раб просто подражает манерам самарланской знати. Потом решила, что он глуп. Но она не могла не заметить немногословного уважения, с которым к нему относился экипаж Кэтти Джей. Конечно, она безропотно согласилась с приказом капитана поставить его старшим. Даже Крейг, умнейший человек во всей команде. Наверное, в силу есть что-то еще, спрятанное в самой глубине. Вскоре они наткнулись на несколько самарланцев. Не все они были охранниками. Судя по всему им попадались техники или ученые. Отряд пропускал их, зато ни один вооруженный не ушел от выстрелов Самандры. Она убивала самми чуть ли не беззаботно. Аша восхищалась ее бессердечием. В мире рыцарей не было места сентиментальности. Здесь было немного самми. Кроме того, они не могли оказать сопротивление стремительно передвигающимся налетчикам. Коридоры сгибались и ветвились, разбегаясь по зданию словно вены. Прямых участков и резких поворотов встречалось очень мало. Попадавшиеся на пути помещения пустовали, но производили потрясающее впечатление. Отряд миновал длинные комнаты, в которых с потолка свисали искусственные сталактиты, черные, блестящие, состоящие из миллионов крошечных кубиков. По ним в непонятном ритме проносились волны света. Залы со множеством платформ и искусным переплетением идеально гладкой керамики сменяли комнаты с веселыми мигающими огоньками по периметру. Самандра, выступавшая в авангарде, вернулась к соратникам и со странной улыбкой поманила их за собой. «Леди и джентльмены», произнесла она, «Вы должны это увидеть». Глава 42 Кошмарный механизм «Черные ящики». Бес встречается с местным жителем «Мост». «Что-то тут неладно», думал Сила. Помещение, в которое их привела Самандра, не отличалось бы ничем от всех остальных, если бы не огромная эллиптическая дыра в стене. Поряжденно служило окном. Оттуда доносился разноголосый машинный гул, через это отверстие они увидели то, что так поразило Самандру. Перед ними был громадный умопомрачительных размеров зал. Он раскинулся на всю длину центрального здания энергостанции, за стенками нижних половин песочных часов бурлил газ и сверкали молнии. Гигантские рычаги басовитора катали и перемешивали содержимое странных сосудов с интервалом в пару секунд. Ближнюю часть зала занимали крупные черные параллелепипеды, стоящие вертикальные, расположенные неровными рядами. Между этими коробами неторопливо вспыхивали и гасли электрические разряды. За ними пол внезапно обрывался и оставался лишь узкий мостик, перекинутый через широкий провал к полукруглой платформе. Там сила заметил нечто вроде пульта управления, усеянного выключителями и верньерами. Они казались совсем крошечными по сравнению с нависавшим над ним механизмом и походили на клавиатуру взгляд сразу привлекла именно машина. Она потрясла его устрашающее чуждое устройство. Вдобавок сооружение непрерывно судорожно двигалось. Подпрыгивали и опускались клапаны, крутились медные рычаги, щелкали и перемещались зубчатые колеса. Рядом со знакомыми частями имелись и совершенно загадочные цилиндры, в которых были словно запечатаны молнии, сверкающие в цветном газе. Ряды длинных шипов поочередно наклоняющиеся в разные стороны и спускающие снопы ярких искр. Шары, потрескивающие от заключенной в них энергии. Целые площадки крошечных реле, лихо перекидывавшихся туда-сюда. Металлические части были еще более-менее понятны Сила. Молнии восхищали его, но дело было в другом. У проклятой штуковины имелись мускулы. Сперва Сила решила, что ему это почудилось. И лишь приглядевшись к тому, как изгибался и поворачивался невероятный механизм, он опознал их по движениям. Исполинские мускулы, встроенные в машину, заставляли напрягаться и расслабляться многочисленные детали. Между звеньями вытягивались тугие диафрагмы, напрягались сухожилия, темная красно-черная плоть машины блестела от смазки. У Пинна на лице возникло отвращение. «Ну и кошмар!» заявил он наконец. «Если здесь и нужно что-то взрывать, то именно эту пакость!» проворчал Малвари. Самандра кивнула на мост и полукруглую платформу, в которую он упирался. «Значит, туда!» Сила одобрительно хмыкнул. «Идем!» сказал он и указал на овальный проем в боковой стене. Спустя миг они очутились в галерее, проходившие вдоль машинного зала на высоте четырех лестничных маршей шокировало. Высоченный потолок обладал тем же мрачным неопределенным величием, что и в коридорах. Теперь отряд реально оценил размеры песочных часов, их корпуса из меди и кости так и вздымались к небу. Место напоминало храм и могло быть изумительным, если бы не его омерзительные дергающиеся сердцевина. Между чужаками и мостом находились черные контейнеры. Пин, одним из первых спустившийся с лестницы, уставился на один из них как зачарованный. Пилот не отрывал взгляда от голубой молнии, медленно двигающейся в темноте. «Что это?» спросил он. «Аккумуляторы», пояснил Сила. «А может и нет». «А это?» осведомился Малвори. Стена позади них была усеяна странными выпуклостями каплевидной формы. Настоящие стручки. Вот только в их кожистые белые внутренности были встроены металлические каркасы с лимбами и шкалами. Но никто не успел высказать свои догадки. Сверху донеслись голоса Самми. Прибыло подкрепление. «Ничего не трогайте!» предупредил Сила, и они бросились в лес пар лилипипедов. Зал раздражал Сила. Эта машина, ее существование противно природе и самой матери. Соединенные вместе механизмы и плоть. Может ли она быть живой хоть в каком-то смысле? Он сплюнул. Лучше и не думать, какой же народ создал такое. Углубившись в проход, они увидели Сами, которые высыпали на галерею. Один из них уже вскинул винтовку и прицелился, но на него сердито прикрикнул напарник. Затем оба преследователя вступили в жаркий спор между собой. А потом наступила тишина, никто не стал стрелять. Сами даже не попытались спуститься с лестницы и догнать злоумышленников. Сила забеспокоился. Почему они не бегут за нами? Удивился Пин. Сила мельком заметил какое-то движение чуть дальше по ряду ящиков. Он быстро развернулся, но так ничего и не увидел. Миг спустя он засомневался в себе. Вперед! Сказал он негромко и напряженно. Он продолжал следить за тем местом, а через секунду принял решение. Лучше промолчать. Его назначили командиром. Вовсе ни к чему пугать бойцов. Они лишь начнут сомневаться в его действиях. Они двигались среди угольно-черных коробов, держась к ним почти вплотную, чтобы не попадаться на мушку неприятеля. Охранники не намеревались стрелять, но сила был на чеку. Никто не хотел подставлять спину сомайским ружьем, и поэтому отряд короткими перебежками перемещался от укрытия к укрытию. Между контейнерами было изрядное расстояние, и пробираться между ними оказалось легко. Однако это означало, что противники могли в любой миг застать пришельцев расплох. Диверсанты перешли на РСЦу, постоянно лавируя и пригибаясь к полу. Но Пин все же споткнулся и врезался в один из коробов, но Эрис не чуть-чуть успокоилась. «Сила!» — окликнул его Малвари серьезным тоном. «Я что-то разглядел!» Муртяненке внул и оценил обстановку. С двух сторон крались рыцари из Центурии. Позади граммка и беззаботно топала бес, остальные разбрелись по залу. Он открыл рот, чтобы приказать им соблюдать строй, но вдруг услышал звон и скрип в составах бронированного голема. Оказалось, что бес она наверняка что-то почувствовала. «Не волнуйся, бес!» — произнес Сила. Он обогнул голема, вступил в следующий проход и остолбенел. Неужели он не бредит? Первой его реакцией стало инстинктивное отвращение. То, что он видел, походило на белого паука размером с человека, но затем она пошевелилась, продемонстрировав мускулы и механические детали. Существо обладало чем-то вроде лица, округлой гладкой маской с полудюжиной линз. Она была покрыта хитином, но в сочленениях влажно поблескивала плоть. Создание карабкалось на контейнер, две пары длинных конечностей еще не оторвались от пола, третья пара доставала до углов, а четвертая вцепилась в поверхность короба. В последнем сочленении каждая из лап разделилась на несколько придатков. Они заканчивались сверлами, щипцами, паяльниками и еще какими-то инструментами. Автомат? Нет. Животное? Тоже нет. Непристойный гибрид живого мяса и техники. Полумеханический монстр, подобный той машине, которая фыркала и скрипела поблизости. Гибрид ловко отодвинул верхнюю часть совершенно гладкой стенки и залез в короб своими металлическими пальцами. И произошла разительная перемена. Сразу же изменилось движение медлительных молний, они стали извиваться и кружиться не так, как прежде. Сила понял цель действия монстра. Ремонт. Он следил за работой энергостанции даже спустя тысячи лет после того, как исчезли его хозяева. Ремонтник поставил крышку на место, а Сила поудобнее перехватил дробовик. Когда гибрид сполз с контейнера, придатки на его передних конечностях сложились и втянулись. Он наконец-то заметил человека и повернулся к нему лицам. Лензы разнокалиберных глаз еле слышно зажужжали, выдвигаясь, чтобы сфокусироваться на Сила. Потом существо неторопливой мерзкой паучьей походкой двинулось к Муртианину. Сила не на шутку испугался, подумал, что надо стрелять, но сдержался. Он попятился, готовый отреагировать на любую неожиданность и уткнулся в бес, который оказался рядом. Голем шагнул в сторону и замер, как кошка, который охотится на мышь. «Спокойно, бес!» повторил Сила, он поднял голову. Сами все еще торчали на галерее. Неудивительно, что они не решились спуститься сюда. Их пугала встреча с гибридом. Голем сделал быстрый неуверенный выпад. Бес волновалась, и это было плохо. Жаль, рядом нет Крейка. Из-за ближайшего короба выскочил Груч и нацелил в монстра свою пещаль. Почти одновременно с ним беззвучно появилась Самандра с дробовиком наготове. Создание, не обращая ни малейшего внимания на оружие, двигалось дальше. «Командой?» обратилась Самандра к Муртианину. «Не надо», сказал тот. «Оно вроде не агрессивно. Просто уберемся с его пу...» Его слова заглушил рев бес. Мимо Сила, а вернее отшвырнула его в сторону с силой бульдозера и рванулась вперед. «Бес!» рявкнул он. Она встала как вкопанная, вызывающе наклонившись. Гибрид тоже притормозил и, жужжа линзами, оглядел голем с головы до ног. «Что тут за дрянь?» поинтересовался Малвари из-за спины Сила. «Я таких только поменьше как-то подхватил от одной шлюхи!» радостно сообщил Пин. Сила промолчал. Почти все слова вылетавшие изо рта Эрриса можно было игнорировать. Он внаю сосредоточился на големе. «Бес!» сказал он тоном, каким успокаивал бы разъяренную собаку. «Не трогай его и не связывайся с ним!» Последовала долгая пауза, а потом гибрид поднял лапу. Что он намеревался сделать, напасть или просто обойти препятствие, никто так и не узнал. Бес, возбужденная до крайности, проявила жестокость. Она стиснула свои ручища одну из передних конечностей и вывернула ее. Гибрид задергался, заскреб механическими пальцами по полу, но бес словно молотом ударила его по спине сжатым кулаком. Создание рухнуло на пол, его хитиновый панцирь треснул. «Бес, не надо!» — заорола вовсю глотку сила, но, увы, без толку. Голем полностью вышел из-под контроля. Бес наступила на голову гибрида как ребенок, топчущий паука. Голова хрустнула и рассыпалась осколками стекла, из нее что-то потекло. Затем бес отодвинулась. Гибрид неподвижно прозрачной жидкости в нос сила ударил резкий нефтяной запах. «Ммм», сказала сама Андра, опуская оружие. «А ваша куколка не в восторге от местных?» Пенз захихикал. «Сила нет». У него появилось нехорошее предчувствие. Вдобавок сами всполошились и покинули галерею. Внезапно раздалось шипение, и инстинкт инженера не подвел сила. С таким звуком вырывается на свободу газ, когда открывают клапан. А клапана в помещении имелось множество. Тут муртьянин вспомнил стручки на роста на стене под галерей. «Бежим!» произнес он. «Прошу прощения!» Вопросительным тоном отозвался Малвори. «Бежим!» завопил сила, с обескураживающей ясностью представив себе грозившую им мучесть. «К мосту! Живо!» Никто не стал задавать вопросов. Страх сила, редкость для муртьянина, передался остальным. Его спутники кинулись в центр зала, где находился гигантский агрегат. Сила мчался вместе с отрядом, огибая контейнеры с медлительными голубыми молниями. Он слышал позади себя возрастающий шум, торопливые щелчки и постукивания. Рискнув обернуться, он понял, что его худшие опасения подтвердились. Аккумуляторы не позволяли увидеть всех гибридов, но некоторые уже забрались на короба и перескакивали с одного на другой. Они двигались точь в точь как пауки, каждый как две капли воды походил на ремонтника, которого убила бес, за исключением того, что глаза у них сияли алым светом. Они были враждебны и бежали на звук топающих ног. Сила не мог сосчитать их количество. Команда Кэти-Джей вырвалась на открытое пространство и очутилась перед глубоким рвом, через который оказался перекинут узкий мост. Перед ними возвышалась скрижащая, дергающаяся машина из мышц меди. Сила не хотел идти туда. На острове они попадут в западню, однако там был единственный участок, пригодный для обороны. Кроме того, гибридам придется двигаться гуськом, а не лавиной, а значит численное преимущество им не поможет. А если отряд догонят, конец без всяких вариантов. Рыцари опередили остальных и открыли огонь, прикрывая команду, вокруг силы свистели пули и снаряды автоматической пищали, добравшись до мостика, он тоже начал стрелять. Здесь уже валялись мертвые гибриды. Автоматическая пищаль Груджа исправно превращала их в фонтаны прозрачной жидкости. Дробовики Самандры не пробивали хитиновую броню, но Бри сообразила в чем дело. Теперь она палила по живым частям, конечностям и тому, что можно назвать горлом. Она с поразительной меткостью калечила монстров. Сила отчаянно пытался помочь команде, но его дробовик не был рассчитан на дальние расстояния, и Муртианин лишь оглушал нападавших. Он решил, что оружие Самандры усовершенствовано, и магазины в нем повышенной емкости. Она стреляла почти без перезарядки, но у нее закончились патроны, и как раз в этот момент какой-то гибрид вырвался вперед. Бес опаздывала, и именно она подверглась нападению. Паук прыгнул ей на спину и обхватил ее туловище нижними лапами, а из передних выползли щупальца, вооруженные ремонтными инструментами, и тварь принялась сверлить и царапать голема. Бес размахивала руками, стараясь достать врага, но не останавливалась. «Пошли!» обратилась Самандра к Силе. «Мы сделали, что могли, пускай продолжают тяжеловооруженные». И она потянула его за рукав. Сила уперся, не желая бросать бес на произвол судьбы, но подумав, согласился с Самандрой. «Бри права, они принесут немного пользы». Они расстреляли содержимое магазинов, а возиться с пушками некогда. Они взбежали на мостик, и Сила посмотрела вниз. Там оказалась глубокая пропасть, напоминающая пересохший рот. Стены впадины усеивали крошечные лампочки и разнокалиберные приборы. Вероятно, это нутроагрегата, сложнейшая система древней техники Азриксов. Еще на стенах имелись разбросанные в геометрическом порядке дыры величиной с кулак. Сила не представляла, какие же устройства подключались к подобным разъемам. Грудж пятясь ступал по мосту, за ним шагала бес с гибридом оседлавшим ее. Бес поводила плечами и каким-то образом смогла ухватить монстр за лапу. Она метнула его в стену, и тот, ударившись о твердую поверхность, рухнул вниз. Из груди бес рвалось колокочущее рычание. Она обернулась и встала посреди моста, заняв собой почти всю его ширину. Грудж остановился с пищалю наперевес. Отряд уже успел дойти до полукруглой платформы и спрятаться за многочисленными панелями, несомненно являющимися пультом управления. Сила и Самандра присоединились к ним, Самандра принялась перезаряжать дробовики, а Муртиани накинул взглядом людей, вверенных его попечению. Никто не пострадал, хотя все были весьма мрачные. Они понимали свое шаткое положение, покинуть платформу можно только по мостику, а противоположная сторона кишела порождениями Азриксов, преграждавшими путь к спасению. Боеприпасы для пищали Груджа рано или поздно иссякнут, а Бес отнюдь не всемогущие. Но гибриды почему-то прекратили атаку, они сгрудились в кучу, и похоже с любопытством наблюдали за Бес и Груджем. Наверняка они оценивали своих противников, взвешивали их возможности и выбирали тактику. Сила знала, чем они думали, потому что он думал о том же самом. У них не было выхода. Глава 43 Трофей Крейг погружен в размышления. Вандализм Надо избавить тебя от поганого проклятия. Крейг нагнулся к ящику. Перед ним находился непогребальный саркофаг, как он решил сначала. Это был бак, заполненный прозрачной жидкостью, сквозь которую струился неприятный свет. И в ней лежал Азрикс. Плававшее тело было опутано паутиной трубок и проводов. В том, что человек мертв не могло возникнуть никаких сомнений. Однако выглядел он так, будто это случилось совсем недавно, а не несколько тысяч лет тому назад. Глазницы и щеки запали, мышцы сохли, ребра отчетливо проглядывали сквозь тугую коричневую кожу, череп облепили жиденькие пряди черных волос. Они действительно существовали, подумал Грайзер. Даже попав в город Азриксов, пройдя по его улицам и побывав в домах, он не воспринимал эту мысль с такой ясностью, как сейчас. Зрелище древнего Азрикса, пусть и умершего, наполнило его благоговением, сравнимым разве что с трепетом перед искусством. Рот и нос Азрикса закрывала дыхательная маска, имелась и система для отвода испражнений, присоединенные к соответствующим местам. От вибрирующего устройства, расположенного в углу, ответвлялись трубки, вставленные в артерии. Крейг предположил, что и жидкости аппарата сохраняют тело от разложения, а еще догадывался о главной причине, по которой тело положили в бак. Человека изуродовала какая-то болезнь вроде оспы, на его лице, туловище и конечностях зияли жуткие язвы. Грайзера осенило. Он приблизился к следующему баку и открыл его. Внутри оказалось еще одно тело в таком же состоянии. Азрикс был высок, очень смугл, как и его сосед, и также искалечен недугом. Что здесь случилось? Крейг! рявкнул Фрейг. Они с угриком стояли в дальнем конце зала у подножья лестницы. Осматривать все, что душе угодно будешь потом! Да, конечно, извини, пробормотал демонист. Он вскинул рюкзак на плечи и отступил от саркофагов. Мысли спутались. Открытия последних часов настолько поразили его своей колоссальной значимостью, что он чуть не забыл о цели их визита. Когда мы разберемся с мелкой проблемой капитана, я сразу вернусь сюда. Пообещал себе Крейг. И никакие сами ему не помеха. Угрик провел их по плавно изгибающейся лестнице на галерею, нависающую над залом. Затем Йорд в здание, поднимаясь по широким ступеням. Облик помещения изменился, Крейг ожидал увидеть палаты операционные, как в знакомых ему больницах. Но верхний этаж оказался выдержан совершенно в ином стиле. Здесь не могли прохаживаться пациенты и суетиться медицинский персонал. Это место напоминало роскошный особняк, хотя судить было трудно, поскольку большая часть обстановки превратилась в прах, а в окна лезли Лилианы. А за телами в баках кто-то присматривает, сказал Крейг своим спутникам, которые, как и он, брели по коридорам, сгибаясь под тяжести оборудования. Пэль ведь не стирается сама. Ясно. Пробормотал Дариан. Если не появятся, мы их пристрелим. И порядок. Весьма дипломатично, ответил Крейг. Они миновали еще несколько дверных проемов, но Крейг почти ничего его занимали изуродованные язвами тела Азриксов. Эпидемия? И они напрочь вымерли? Но кто же ухаживал за ними все эти тысячелетия? Коридор закончился просторной комнатой со стенной нишей, похожей на камин. А там, под жемчужно-розоватым сводом, находился металлический каплевидный предмет, нетронутый временем. Фрей оторопел. Предмет выглядел в точности как камея, вделанная в крышку футляра реликвии, только отличался размером. Даже изображение шакала имелось. Стойте! Встревожился Крейг. Здесь недавно убирались. Да, кивнул Угрик. Это я, когда был тут в прошлый раз. Хотел прочесть надпись. Он вскинул руку, предваряя вопрос, готовый сорваться с языка Крейга. Я знаю древний Иссилийский. Они довольно схожи. Замечательно. Искренне восхитился Крейг. Основываясь на внешнем впечатлении, он считал Йорта тупым грубияном. И очень сложно было ему поверить, что кольцо в носу и синие узоры на лице могут сочетаться с высокой образованностью. Я могу читать на нем, уточнил путешественник. А говорить на нем никто не может. Разумеется. И что, азрикские письмена родственные Иссилийскому? Эминно. Значит, гипотеза о том, что древний Иссилийский язык происходит от азрикского верна. Радостно устремился в научную дискуссию Крейг. Поэтому а что написано на шакалье башке? Нетерпеливо перебил его Фрей и добавил, скорчив нервную гримасу. Хотя лучше по дороге расскажете. Вперед! Я понял, не слишком много. Признался Угрик, направляясь в соседнее помещение. Наверное, там были имя Азрикса и еще два слова. Воин и ученик. Скорее всего, это фамильный герб. Издается мне, что воин-ученый, который жил над больницей, являлся ее хозяином или, допустим, изучал больных. Аристократы при том неубогое ничтожество? Воскликнул Дарьян. Да чтоб я сдох. Такого быть не может. Прости. Запамятовал. Грейзер не стал развивать тему. Тем более, что, если поразмышлять, капитан не очень-то ошибался. Во всяком случае, теперь можно объяснить появление шакала, произнес Крейг. Я о том, который гоняется за тобой. И что? Он представляет собой своеобразную визитную карточку. Чтобы ты был в курсе насчет того, кто тебя проклял. Демон принимает форму фамильного герба с некоторыми дополнениями, основанными на тех страхах, которые ему удалось вытащить из твоей психики. Фрейн охмурился. Но почему шакал вылезает снова и снова? Ему что, трудно сразу забрать реликвию? Вероятно, Азриксы не могли наделить демона таким могуществом. Крейг искоса взглянул на Угрика. Он был доволен, что получил шанс восстановить ощущение интеллектуального преимущества над Йортом. Он способен оставаться в нашей реальности лишь ограниченное время, но с каждым разом он задерживается здесь примерно на полчаса. Согласен? Исходя из его натуры, я подозреваю, что шакал питается энергией страхов своей жертвы, черпает из нее силу. Сегодня ночью он полностью явится в наш мир и не уйдет, пока не покончится своим делом, если только реликвия не будет возвращена на свое законное место. Короче, выигрыши либо его распугается и принесет вещицу назад, либо демон в конце концов разделается с бедолагой и сам доставит украденное по адресу. Точно, подтвердил Крейг. По-моему, умное решение. Да, сухо бросил Дориан. Но у нас есть преимущество. До сих пор демон являлся только одному человеку. Другие вообще о нем не слыхали ни сном, ни духом. Но когда шакалу оплатится полностью, то он станет осязаемым. И мы все его увидим. Ладно, но сможем ли мы его убить? Не унимался капитан. Вряд ли. Он как-никак демон. Но, по крайней мере, ты встретишься с ним не в одиночку. Ну, хватит беспокоиться. Вмешался Угрик. Он помахал футляром с реликвией, указал на дверь справа и заявил. Я нашел ее здесь. Укрейка сразу полегчала на душе. Дориан испытал такое же чувство. Неужели их путешествие скоро закончится? Они поспешно вошли в комнату. Здесь царил полумрак. Густые переплетения вьющихся растений, пробившихся внутрь сквозь дыру в противоположной стене, затмевали слабый искусственный свет. Заросли захватили половину помещения, а остальные побеги дотянулись почти до самой двери. В проем глядела полная луна. Я взял ее здесь, сказал Йорд. Посреди комнаты возвышалась изящная колонна, вылитый морской коралл. Она горбилась и ветвилась, простираясь в разные стороны, так что получались петли, полки и подпорки. Кое-где сохранились и предметы. В одной нише уютно покоился черный шар, а поблизости темнели останки какого-то механического устройства. Рядом лежали керамические штучки, возможно декоративные статуэтки и линограды. Стилизованный шакал, вырезанный на ластове колонны, горделиво взирал на чужаков. На изрядной высоте от главного ствола коралла отходили две тонкие ветви, на концах загибавшиеся вверх под прямым углом. Всем моментально стало понятно предназначение полки. Фрей вопросительно взглянул на Угрика. «Да», подтвердил тот, протягивая футлер Дориану. «Реликвия была в этом коробе. Между прочим, он оказался открыт. Думаю, так и надо. Дело за малым». Крейг посмотрел через пролом в стене на синее бархатное небо. «Еще не стемнело», удовлетворенно сказал он. «Кэп, ты успеваешь, несмотря на твое пристрастие, откладывать все на последнюю минуту». Они поснимали с плеч громоздкие рюкзаки и составили их в стороне. Дориан опустил футлер на пол и принялся ощупывать его бока. «Отлично». Пробормотал он. «Кроме того, мне всегда нужно не меньше четверти часа, чтобы добраться до крышки». Грейзер втайне надеялся, что капитан преувеличивает. Угрик присел на корточке возле Фрея и полез к нему с непрошенными советами. Он пытался обнаружить замки, пока Дориан не шлепнул его по рукам. Крейг взбирался с футляром, а сам принялся изучать комнату. Сквозь сплетение Лиан в ближние части помещения виднелись и другие ниши. Вблизи он заметил педестал, поваленный бульной порослью. Он вновь поймал себя над том, что хочет вернуть к жизни умершую культуру и соприкоснуться с ней. Что если здесь была коллекция трофеев? И Крейг ринался в сплетение Лиан. Вдруг он отыщет ключи к разгадке тайны Азриксов. «Ага!» Сказал он себе. «Это что-то вроде...» Внезапно он понял. В темноте обрисовалось белое изможденное лицо. Крейг с криком отскочил назад. «Что? Где?» Фрей выхватил револьвер и озирался в поисках опасности. Сердцебиение Грайзера понемногу стихало, а плетенная лозами фигура не шевелилась. Он почувствовал себя глупцом. «Ничего, Кэп!» буркнул он. «Мне померещилось...» Начал он и оборвал себя на полусловие. Ведь углубившись в объяснение, он только увезнет в недомолвках. Поэтому он поспешно закончил. «Так, ничего...» Фрей сердитом отнул головой и вернулся к прерваному занятию. «Я и без того на взводе. Если ты опять заорешь, я сперепугаю в тебя, пыльно!» Демонист не слушал ворчания Дориана. Заросли притягивали и манили его. То, что Крейг принял за мертвеца, являлось всего лишь одеянием. Черный облегающий костюм наподобие трико, сделанный из мелких чешуек. Рядом висели прикрепленные к рукавам перчатки, наверняка внизу есть обувь. Должно быть, костюм был выставлен в комнате как выставочный экспонат. Он похож доспехи, только тоньше и гораздо более гибкий, чем современное снаряжение. А вледно осунувшееся лицо было его собственным. Оно просто отразилось в пустом гладком забрали шлема. Кровь и сопли. Неужели он пугается самого себя? За последние дни он действительно измучился от бессонницы и забот. Под покрасневшими глазами набрякли мешки, а щеки впали. Крейг гордился своей окладистой ухоженной бородкой, но теперь она превратила его в бродягу. Грайзер, Крейг. Обратился он к себе. Ты должен взять себя в руки. Он повнимательнее пригляделся к шлему, который полностью закрывал голову. От подбородка к спине шли трубки. Каково же их предназначение? Задумался Крейг и уставился на свое отражение в прозрачном забрале. В этом зеркале он мог наблюдать за капитаном и угриком, которые продолжали возиться с футляром. Погоди, проворчал Дарьен. Готово. В комнате шевельнулось что-то еще. Крейг наклонился к шлему и прищурился. В дверном проеме появился кто-то бесшумный и незаметный, тускло блеснул оцвет на матовом металле. Крейг с воплем резко повернулся на месте и выхватил из-за пояс револьвер. «Ну что еще?» воскликнул Фрей и тут же изменился в лице. Демонист целился в своего капитана. Они с угриком метнулись в стороны, спасаясь не столько от подкрадывающейся с тылу неведомой опасности, сколько и страха перед оружием Крейга. Грейзер успел только мельком разглядеть странное существо, оно медленно плыло в воздухе. Сложенные кольцом руки опоясывали цилиндрический торс, на котором покоилась плоская круглая голова с двумя разнокалиберными линзами. Автомат. В панике Крейг принялся палить, судорожно дергая пальцем спусковой крючок и мигом расстрелял все пять патронов. Пули отскакивали от цели со свистом рикошетели. Возможно, после первого выстрела Грейзер зато он точно не сомневался в том, что промазал. Однако, когда он открыл глаза, азрикский автомат лежал на полу. Крейг с величайшим облегчением, все еще не веря самому себе, выдохнул. Одна из линз машины была разбита выстрелом. «Я попал!» крикнул он. «Ты чуть не пристрелил нас!» произнес Дарьян, поднимаясь на ноги. Угрик захихикал. «И он все-таки испортил азрикскую игрушку!» «Да я спас вас обоих!» с негодованием заявил Крейг и направился к разбитому автомату. Ему стало обидно, что капитан не рассыпался в благодарностях. А Угрик был уже там. «Вы уверены, что она собиралась напасть на нас?» Он приподнял одну из бессильно разбросанных рук манипуляторов. То, что показалось Крейгу страшными когтями, на самом деле выглядело слабым и хрупким. «Ну я...» промямлил тот. «Э...» «Возможно, вы уничтожили созданную десять тысяч лет назад Азрикскую машину!» «Она собиралась прикончить вас!» возразил Крейг. «Она ощупывала пространство и тянулась вперед!» Он помахал пальцами, надеясь, что жест получится зловещим и внушающим ужас. «Ага!» усмехнул Судариан. «И кто из нас теперь вандал?» «Тот хлам, который я поломал в Ментонфордском институте!» «Вместе взятый не тянул наполовину возраста этой штуки!» Если честно, автомат был безобидным. Металлический предмет способный передвигаться. Вероятно, машина следила за телами в баках и являлась частью сложного медицинского комплекса. Такого, до которого всем достижениям вардейской науки далеко, как от земли до неба. «Но я...» Беспомощно проблеял Крейг и замолчал. Неужели он уничтожил научные открытия, крупнейшие с тех пор, как кто-то рафинировал Аэром? От этой мысли к его горлу подступила тошнота. «Что ты называешь хламом?» Выпалил он в слабой попытке перевести обвинение обратно на Фрея. «Вандал!» заявил капитан и подмигнул. Протиснувшись мимо Грайзера, он опустился на колени рядом с реликвией. Футляр был открыт, меч с двумя коленками покоился в своем металлическом ложе. Крейг, ошеломленный кошмарным поворотом событий, уставился на реликвию. Она сохранила свои идеальные формы и знать не знала о трагедиях и смуте, которые она осеяла вокруг себя. Причина треволнений и раздоров. Хорошо бы никогда больше не видеть ее. «Положи ее на место!» произнес он. «Надо избавить тебя от поганого проклятия и вернуться к нормальной жизни!» «Верно!» кивнул Фрейг, поднимая футлер. «Угрик, куда?» «Вот сюда, экло...» начал Йорд и осекся. «О, нет!» прошептал Дариан. От его интонации у Крейга сразу похолодело внутри, по коже побежали отвратительные мурашки. В двух коротких словах не осталось и те непривычные дерзости Фрея. Крейг посмотрел на колонну. Из двух коралловых ветвей, простертых для того, чтобы принять реликвию, осталась только одна. Вторая валялась на полу, расколотая на несколько частей. Разбитая пулей! Фрейг рухнул на колени. Сила и энергия покинули его, подобно тому, как воздух улетучивается через прореху воздушного шара. «Вот уж невезение!» Сказал он. «Малое дерьмо жрал, но чтоб так не повезло!» Отчаяние и полный отказ от борьбы, прозвучавшие в его голосе, перепугали Крейка. Ему страшно захотелось помочь. Ему необходимо исправить содеянное, снять грех с души. Он поспешно бросился к реликвии. «Может, быть мы?» Грейзер тщетно пытался пристроить футляр на сломанную полку. «Если попробовать?» Антек и этак старался прикрепить его, но, увы, у демониста ничего не получалось. «Был бы у нас клей!» Его спутники молчали, Крейк обернулся. Фрей снял перчатку и пустыми глазами сверлил свою ладонь. Черная метка никуда не исчезла. Глава 44 Ближний бой Изобретение Пинна Сила отрезан от своих молнии «Надо убираться отсюда!» заорал Пин. Сила первым последовал бы совету Арриса, если бы увидел хоть какой-нибудь выход. Посередине моста бес боролась с парой паукообразных гибридов, которые сверлили и царапали голема в поисках слабого места. Нападение не представляло для нее серьезной опасности, но пока бес возилась двумя, остальные просачивались мимо нее. На краю платформы, где за непостижимыми механизмами затаилась команда Кэтти Джей, расположились рыцари Центурии. Брей и Грудж точными выстрелами расправлялись с врагами, прикрывая друг друга, когда кому-то из них нужно было перезарядить оружие. Им удавалось сдерживать натиск, но боеприпасы скоро закончатся и тогда наступит развязка. Сила чувствовал, что надо принять решение. Малваре Пин и Ашу осмотрели на него, он пообещал капитану, что приведет их обратно живыми. Но каким образом? Они в ловушке, если попытаются прорваться, то наверняка погибнут. На открытом месте монстры попросту задавят их. Он огляделся по сторонам, ничего обнадеживающего. Полукруглая платформа с трудом вместит отряд. Вокруг изогнутого края тянулись приборные панели. Позади плита с переключателями, встроенная в основание огромной машины из плоти и металла, которая без устали рассекает воздух над пришельцами. Мигали лампочки, дергали стрелки. Почти все казалось знакомым, рычажки, верниеры и тому подобное, но он понятия не имел, для чего они предназначены. «Давай, Сила!» «Капитан положился на тебя!» «Ты не имеешь права на ошибку!» «Внизу!» услышал он голос Самандры, обращавшийся к своему напарнику. Сила очнулся от раздумий. Несколько гибридов быстро спускались по стене рва. Муртианин внезапно понял функцию тех отверстий, на которые он раньше обратил внимание. Их сделали специально для гибридов. Они цеплялись за них конечностями, чтобы добираться до любых деталей агрегата, а значит они через минуту выберутся на платформу. Все соображения о дальнейшей обороне сразу вылетели из головы. Откладывать приказ уже нельзя, но все пути вели к поражению и смерти. Грудж мгновенно отреагировал на предупреждение Самандры, он повернулся к краю моста и открыл огонь. Рыцарь сбил две твари. Третья дернулась и снаряд попал в панель, усеянную лампочками. Реакция гибридов оказалась неожиданной. Они разом замерли, а потом возобновили атаку, словно ничего не случилось. Но не все. Гибрид, по которому Грудж промахнулся, прекратил спуск. Выпустив из передних лап манипуляторы с инструментами, он устремился к поврежденной панели. Спустя миг к нему присоединились еще двое. И тогда во мраке окутывающем мысли Сила мелькнул проблеск надежды. Маленький и зыбкий, но все же лучше, чем ничего. Грудж! крикнул он. Дай мне динамит! Тот вытащил мешок из-под патронных лент, обвивавших его торс, и не оглядываясь кинул через плечо. Надо пробиваться вперед! Зарал Сила, обращаясь к рыцарям сквозь грохот их оружие. Когда я скажу, не раньше! Будем прорываться обратно через мост! Во взгляде Самандры читалось подозрение, она решала доверять ему или нет. А ты, обратился Муртианин к Груджу, не трать заряды на пауков! Стреляй по машине! Он не стал дожидаться от богатыря согласия, и устремился на платформу. Затем скрючился у подножья огромного механизма, отряд окружил Сила. «Эээ, дружище!» обратился к нему Малвари. «Если взорвать весь динамит, от нас ничего не останется!» «Мы должны вовремя убраться отсюда!» ответил Сила. «Нужно, чтобы эта штука взорвалась, когда мы будем там!» «Только не с этими шнурами!» заявила Ашо, указав на шашку, которую он держал в руке. Сила мысленно обозвал себя дураком. Шнуры на шашках были короткими, Грудж носил динамит с собой не для того, чтобы устраивать диверсии, а чтобы швырять его во врагов. Муртианин молча выругался. «Такие огрызки горят самое больше пять секунд. Они не могут отбежать на безопасное расстояние от взрыва восьми динамитных шашек. Кроме того, гибриды преграждают им дорогу. Он стреловко карабкались по стенам рва и неумолимо приближались. Действительно, сперва Сила был уверен, что он нашел спасительный выход, но надежда превратилась в фальшивку. Надо атаковать. Если они чудом вырвутся с моста, то и динамит пригодится. Хотя в душе то он знал, что силы не равны. Он набрал в грудь воздуха, чтобы выкрикнуть приказ, но тут пин выпалил. «Огненная слизь!» Малвари и Ашуа переглянулись. «Если не ошибаюсь, он упомянул свое изобретение», пробасил доктор. «Невероятная огненная слизь профессора Пинна!» Поправил его Аррис, его круглая физиономия сияла от восторга. Пилот вытащил из кармана маленькую жестянку. «Вывалить немного на запальные шнуры и...» Он был в полном восхищении от самого себя. Малвари похоже согласился с Пинном. «Правда получится!» Повторил он. Сила взял жестянку и открутил крышку. Банка была полна прозрачным желе. Если окунуть кончики в слизь, шнур не вспыхнет до тех пор, пока не выгорит вещество. «Сколько времени?» Спросил он у Пинна. «Тридцать-сорок секунд!» Ответил тот и гордо добавил. «Я засекал! По-научному!» «Сила!» крикнула Самандра с моста. «Скорей! Если что-то затеял, то не тяни!» «Тридцать-сорок секунд и еще пять. Должно хватить». «Приготовьтесь!» произнес он, а они серьезно кивнули. У них появился шанс, и они намеревались им воспользоваться. Теперь Муртианин понял, что должен испытывать капитан в подобные моменты. Гордость. Пусть они обычная шайка-бродяг, но никто не посмеет отказать им в доблести. «Бес!» заорал он. «Расчисти нам путь!» Голем не только услышал сила, но и послушался. Только Крейг умел останавливать разъяренную бес, зато подтолкнуть ее к драке и разрушению мог кто угодно. Она взревела и разбросала толпу гибридов, как снегоочиститель. За ней крались рыцари Центурии, стреляя во все, что проскальзывало под ее расставленными ручищами. «Вперед!» гаркнул сила. «Помогите им!» Отряд повиновался. Муртянин зачерпнул огненную слизь из баночки и намазал конец запального шнура. Потом поставил шашку вертикально и прислонил мешок с динамитом к стене. Конечно, не идеальное положение для заряда, но ничего лучшего придумать он не мог. Даже засунуть шашки некуда. Оставалось уповать лишь на то, что механизм управляющей энергостанцией окажется столь же хрупким, насколько он сложен. «Они поднимаются!» крикнула с моста Ашуа. Сила вынула с кармана спичечный коробок. Сейчас не до изящных умозаключений. Если слизь работает не так, как они рассчитывают, то можно попрощаться с жизнью. «Но если он будет рассиживаться на островке, гибрида точно разорвут его на куски». Он черкнул спичкой. На кончике заиграл огонек, но он не шипел, как обычно бывает, когда поджигаешь запальный шнур. Горела только слизь, но жар еще не добрался до заполненной порохом сердцевины. «Сила!» завопила Ашуа. Обернувшись, Муртианин вздрогнул. На краю платформы виднелись передние конечности гибрида. Ашуа принялась палить по твари с моста, но пули револевера даже не заставили ее сбавить темп. Сила вскочил, схватил дробовик, лежавший рядом с динамитом, и как только голова гибрида очутилась над краем, выстрелила в упор. Брызнуло стекло разбитых ленз, биомеханический паук сорвался вниз и полетел в ров. Агрудж незамедлительно последовал совету муртиянина. Стену испещряли воронки от разрывов снарядов автоматической пищали, вокруг каждой суетились по два-три гибрида, пытавшихся поспешно исправить повреждения. Многие находились на дне пропасти, и количество нападающих сильно поубавилось. Бес толкала перед собой целую груду тварей. Она почти добралась до противоположной стороны, люди следовали за ней, стреляя во все, что двигалось. Сила наблюдал за отрядом одно мгновение, и в этот самый миг гибрид стремительно вырвался из рва и очутился на мосту, отрезав муртиянина от команды. Время вокруг растянулось до бесконечности. Сила будто бы неторопливо дослал новый патрон, поглядывая на динамит, на шнуре горела слизь. Сколько секунд прошло? Сколько еще осталось? Гибрид вскинул вверх передние лапы, они разделились на добрый десяток отростков вооруженных орудиями для сварки и резки. Возможно, бес была неуязвима для них, но сила-то не железной. Отряд заметил, что муртиянин попал в опасное положение, но они уже находились слишком далеко, почти у конца моста, куда неровным зигзагом прорывалась бес. Сила выстрелил, паук притормозил, муртиянин передернул затвор и снова выстрелил. Картечь оторвала одну из задних конечностей монстра, тварь попятилась, спазматически сжимая конечности. Шаг, затвор, выстрел. Наконец сила расправился с пауком, но на платформу хлынули новые. Пара кинулась к нему, а один устремился к динамиту. Сила ступил на мост, ему больше никто не преграждал дорогу, но он испугался поступка гибрида. Если динамит не взорвется, отряду наверняка придет конец. Гибрид между тем крутил головой и жужжа многочисленными линзами рассматривал мешок. Похоже, динамит являлся для него чем-то совершенно неизвестным. Запальный шнур зашипел, от него полетели искры. Гибрид растерянно отшатнулся, сила помчался во весь дух. Позади гибрид поднял горящую свернулся. Взрыв подкинул сила в воздух и швырнул вперед. Пролетев немного, он грохнулся на мост, прокатился немного по инерции и неподвижно свалился перед своими товарищами. Череп был словно набит ватой, все ощущения покинули муртианина, лишь в лобных позухах пульсировала кровь, дослышался высокий пронизывающий свист. Он почувствовал прикосновение теплой руки, это Малвари буквально вздернул его на ноги. Доктор что-то говорил, это было ясно потому, как шевелились его пышные усы. Но сила ничего не понимал, он шатался как младенец, недавно научившийся ходить. Потом его потащили за собой, он с трудом успевал за своими провожатыми. Вокруг гремели ружья, навстречу мчились огромные пауки. Орда чудовищ деловито ввалилась на мост, но теперь ремонтники вовсе они торопились взойти на поврежденную платформу, а там-то и раздавался непрерывный свист, который ежесекундно усиливался. Верный признак того, что газ вырывается откуда-то на свободу, и его давление стремительно нарастает. Раздался второй взрыв. По золу полетели клочья мяса, хитина и искореженные панели. Взрывная волна опять швырнула сила, теперь на Малворе. Доктор споткнулся, и они оба рухнули на пол. Кто-то помог сила встать. Способность воспринимать окружающее постепенно возвращалась к нему. Он принялся озираться по сторонам, платформа разрушилась, вместе с ней исчезла и половина моста. Лишь в основании машины чернела большая дыра. Внутри нее сверкали и жужжали электрические разряды, а изнутри агрегата доносился неприятный скрежет металла. Уцелевшие гибриды торопились взяться за ремонт, Сила надеялся, что они полностью забыли о диверсантах. Есть! Заорал Пин. Ура, невероятные огненные слизи профессора Пинна! Да здравствует изобретатель Аррис Пин! Малвари открыл рот для ядовитого ответа, но его слова заглушил третий взрыв. Он прогремел сбоку, там, где из пола вырастал бок громадных песочных часов. Боковая часть гигантского сосуда оказалось повреждена, из трещин поползли облачка цветного газа, на поверхности которых змеились медленные молнии. А-а-а-а! Промычал Пин. Внезапно через все помещение протянулась разветвленная молния, мимоходом разнесшая в дребезги поврежденную стену. Вверх взметнулись мощные огненные языки, силы Малвари застыли завороженные хаосом, Самандра положила руки им на плечи. «Мальчики?» – проникновенным голосом сказала она. «По-моему, нам надо пойти в другое место. Это будет гораздо полезнее для здоровья. Вы не находите?» «Леди как никогда права», – ответил Малвори. Самандра повернулась и опрометью бросилась на утек. Глава 45. Откровение. Причины жить дальше. Появление железного шакала. Круг. Буря голосов проклятых. «Фрей, не отвлекайся!» Капитан старался максимально сосредоточиться на том, что ему бубнил Крейг. «Нажимать нужно сюда, ясно?» – произнес демонист, указывая на единственную кнопку устройства, которая лежала на его ладони. «Да-да», – пробормотал Фрей. На самом деле он ничего не понял. Действительность не укладывалась у него в голове. До сих пор, даже пребывая в подавленном настроении, он втайне рассчитывал на то, что он сможет избежать роковые встречи. Как бы не складывались шансы, он никогда не верил, что дело дойдет до такой крайности. Но сейчас почти совсем стемнело, и железного шакала следовало ждать с минуты на минуту. Крейг нес ахинею насчет своих установок, бросаясь терминами вроде «палеинтерференции», «резонансных траекторий» и тому подобного. Они стояли в зале, где находились жуткие баки с мертвыми азриксами. «Гробницы», – думал Фрей. «Чудесно». Дариан и Угрик тащили громоздкие рюкзаки, в каждом из которых находились тяжеленные аккумуляторы с подсоединенным к нему прибором Крейка. Йорк держал подмышкой футляр с реликвией, наотрез отказавшись расставаться с ним после недавних неприятностей. В кулаках он сжимал по толстому короткому металлическому цилиндру. Каждый был отыкан стержнями, похожими на чешую. Цилиндры соединялись проводами с теми же приборами в рюкзаках. Грайзер с помощью силы быстро собрал весь комплект еще на коттедже и в своем святилище. В основном он использовал подручные материалы. То, что получилось, он называл генераторами гармонических дуг. Фрейу было, в общем, наплевать. Просто это стало их единственным оружием. Демонов нужно затащить в мир людей частотами и вибрациями и обратно их отправляют точно такими же средствами. Крейг уверял, что барахло, которое он притащил с собой, сможет дезориентировать шакала при помощи интенференции и резонанса, противоположного его основной гармонии. Кроме того, его, вероятно, разорвет на атомы звуковым ударом. При этих словах Фрей окончательно отключился. Грайзер постоянно бросал на капитана виноватые взгляды. Его терзали муки совести за то, что он сдуру выпустил пулю, которая погубила их надежды. Он без остановки просил прощения, пока Фрей не велел ему заткнуться. «Я взял тебя в команду незаметкую стрельбу», — заявил он. «Ты с нами потому, что ты демонист. И, я даже не знаю, демонизируешь что-нибудь, или как там правильно, иначе мы все омертвеем». Даже погрузившись головой в пучину стыда, Крейг не оставил такой прокол капитана без внимания. «Кап, послушай», — сказал он. «А мертветь и умереть — это разные вещи. Неужели? А мертветь означает, что человек лишь выглядит как труп. Кстати, термин проказа не обязательно подразумевает низличимую болезнь. Когда так говорят, имеют в виду и недобрую шутку. «Неужели?» — повторил Фрей. «А когда Аша восхищается твоим нарциссизмом, она вовсе не считала тебя смельчаком. Она намекала на то, что ты чрезмерно восхищаешься собой». «А-а-а», — деловито протянул Фрей. «Ну ладно». Крейг ожидал от него более энергичные реакции. «Ты не сердишься?» «На что?» «Мы же смеялись над тобой». Он помедлил, подбирая слова. «На тем, что ты... мало читаешь». Дарья не сообразил, в чем тут цель. «Верно. Я почти никогда книг не раскрываю. Знаешь, я рад, что ты воспринял все именно так, а не иначе». Вымолвил Крейг и смущенно закашлялся. «Я подумал, что надо выложить все на чистоту. У нас немного времени». Затем Крейг, не отвлекаясь, принялся готовиться к появлению железного шакала. Для размещения своих устройств он выбрал самое просторное помещение из тех, которые им попались, объяснив, что ему требуется много места. Он разместил двойным кругом стержни на подставках и металлические шары, соединенные проводами с резонатором, на крышке которого красовались циферблаты и переключатели. В свою очередь резонатор был связан с переносным аккумулятором и компактным ящиком с одной кнопкой. «Это пуск», — произнес он. «Чтобы генератор включился, нужно нажать сюда». Покончив с настройкой, он занялся оборудованием, находившимся в рюкзаках Фрея и Угрика. Потом опять начал что-то вещать. Большую часть объяснений Фрей пропустил мимо ушей, но кое-что уловил. «Ты ударишь по нему свою звуковой штуковиной, мы наводим на демона стержни, нажимаем кнопки, и шакала парализует. Приборы очень жадно жрут электричество», — напомнил Крейг. «Поэтому нам пришлось тащить громоздкие аккумуляторы. У нас будет от силы 30 секунд, не тратьте их впустое». План, изложенный Грейзером, не успокоил капитана. Он не слишком доверял демоническим штучкам. Он не полагался на всякие невидимые силы, хотя и вынужден был признать, что сила притяжения довольно полезна. Если только дело не касается падения воздушных кораблей. Но парадом командовал Крейг, а Дарину оставалось лишь положиться на него. «Впрочем, теоретические представления уже ни к чему», — добавил Крейг. «У нас нет никаких гарантий, что аппаратура вся выдержит». «Не мог обойтись без гадостей», — проворчал Фрейг. «Неужели нельзя хотя бы притвориться, что ты уверен? Ради моего спокойствия». «Прости, капитан. Я просто хотел быть честным». «Ну, это твои проблемы», — буркнул Фрейг. «Я предупреждал тебя насчет извинений». «Про...» — он прикусил язык, заметив, что в глазах Дарина вспыхнул опасный огонек. «А если мой план провалится, у тебя останется сабля». Капитан обратил внимание на то, что Крейг не произнес слово «твоя». Он, похоже, так и не перестал считать ее своей собственностью. Наверняка Грейзер продолжал жалеть, что расплатился за проезд на борту к Ти-Джей. Фрейг вытащил сабли из-за пояса. «И какой от нее толк? Обычные вещи не действуют на всяких тварей. Но она-то не совсем обычная. В клинок вселен демон. И не постесняюсь сказать такое о себе. Это блистательная работа. Лучше сражаться против демона с помощью другого инфернального существа. «Чего ж ты до сих пор молчал? Не хотел, чтобы ты схватился с шакалом один на один раньше времени». Фрейг покрутил саблю в руке и словно на пробу несколько раз взмахнул ею. Неплохо, что у него есть оружие, а не только эта ерунда с гармоническими резонансами. Свет, исходивший от стены пола зала, внезапно потускнел. Все трое встревоженно вскинули головы. Что случилось? Может, сила испортила энергостанцию? Или нет? Фрейл стала страшновато. Атмосфера в помещении изменилась. Зал будто пропитался ощущением распада и медленного тления. Крейг вынул из мешка охапку фальшфайеров и принялся расставлять их неровным кругом, в центре которого помещалось кольцо, созданное им для борьбы с шакалом. Фальшфайеры зашипели, все окутало красная мгла. В воздухе поплыл резкий запах фосфора. По мере того, как сияние стен угасало, понижалась и температура. Из пустыни повеяло холодом. Дариан, Угрик и Крейг находились среди баков с азриксами. За пределами огненного круга уже сгустилась полная тьма. Они стояли спина к спине. Фрей держал саблю на готове. А левой рукой сжимал металлический цилиндр, который ему вручил Крейг. Йорд вооружился дробовиком и вторым цилиндром. Фальшфайер, оказавшийся неподалеку, освещал путешественника. Татуированный орнамент, покрывавший лицо Угрика, делал его похожим на кровожадного йордского ворвара из Легенд. Крейг вцепился в металлический шар, присоединенный к висящему на поясе маленькому аккумулятору. Эта система, заверил Грайзер своих спутников, будет действовать очень эффективно. В кровавых отблесках сигнальных факелов они выглядели именно так, как подобает проклятым. Капитан посмотрел на серебряное кольцо на своем мизинце, и ему на память сразу непрошено явилась Триника. «Прощай!» Будто наяву он услышал ее слова, интересно, будет ли она плакать, когда ей доложат о его смерти. Впрочем, зачем ерунду городить? Если он погибнет здесь, то пропадет бесследно, канет в пустыне. Город Азриксов станет его могилой. Ощущение потери ошеломило его. Почти обрести ее вновь и опять утратить. Нет, такое невыносимо. Теперь он по-настоящему испугался. Не из-за подступающей смерти, а из-за того, что она будет означать. Значит, ему грозит бесповоротное расставание с Триникой. Получается, что он сдался и отдал Тринику безжалостному призраку ее самой, но она оставалась внутри себя, подлинная Триника. Она могла бы возродиться, обрести счастье, позволить себе быть любимой. Он знал это. Но лишь в том случае, если он не погибнет. И Фрей дал себе клятву. Принес твердую, непререкаемую присягу. Если он доживет до восхода, то отыщет ее. Он вернется в Вардию и сделает все, что угодно, но заслужит ее прощения. Ладно, Дарьен. Подумал он. Стоит Триника того, чтобы жить ради нее? Он никогда не признавался в этом самому себе, даже когда тонул в море Грога. Но здесь, в полной безнадежности, эта мысль придавала ему силы. Он переступил с ноги на ногу и поднял саблю. На самой границе освещенного круга кто-то двигался. Он пришел, произнес Фрей. На. Угрюмо ответил Крейг. Угрик по обыкновению что-то бормотал себе под нос. Дарьен нервно облизал губы. Все его чувства напряглись, чтобы уловить малейший признак, ту долю секунды, которая может оказаться зыбкой гранью. Не бросай меня! Заорал из темноты Рабби. Последний отчаянный крик штурмана, которого он оставил на верную смерть. К спине Фрея будто прикоснулась ледяная рука. Не слушай его! Поспешно бросил Грейзер. Ни на что не обращай внимания! Тебе легко! Вздохнул капитан. Он был почти беззащитен. Скоро железный шакал доберется до него. С паранойей и ужасом Дарьен уже сроднился, но сейчас новообретенная привычка не слишком помогала. С его виска на небритую щеку стекала струйка пота. «Че он ждет?» спросил Угрик. Никто не ответил. В темноте раздалось басовитое рычание, в поле зрения показалась вытянутая морда. Одна половина покрыта влажным мехом, а вторая — гладкая и металлическая. Сияние искусственного глаза затерялось в красном свете фальшфайеров, но второй глаз уставился, словно черная дыра прямо на Фрея. «Ну и пакость!» — буркнул Угрик и выстрелил из дробовика. По залу, среди баков, где безмолвно почивали азриксы, разнеслось громкое эхо. Попал он или нет, никто не понял. Железный шакал исчез. «Не тратьте патроны!» — заявил Крейг. «Свинец не причинит ему вреда!» «Неужто?» — осведомился Угрик, досылая патрон. «А я попробую!» Вдруг раздался женский смех. Презрительное веселье Триники в ее наих худшем самом стервозном состоянии. Для Фрея это было последней каплей. В нем что-то оборвалось. Страх сменился гневом. «Иди сюда, раз уж приперся!» — заорал он. «Я не боюсь!» «Жалкая крыса!» «Болван!» «Давай, щенок!» «И я всажу в тебя твои же штыки, которые ты присобачил вместо когтей!» Угрик громко захихикал, а Грайзера торопил. Возможно, он считал, что не следует злить демона. Но спустя несколько секунд ничего не произошло. И Крейг успокоился. «Итак?» — пробормотал он. «Это не работает!» Железный шакал огромным прыжком влетел в освещенный круг и, растопырив пальцы штыки и раззевив пасть, кинулся на Фрея. Тот подался в сторону, но тяжеленный рюкзак за плечами сковывал движение. От штыков капитан уклонился, но демон ухитрился зацепиться за злосчастную поклажу. От рывка Фрея зашатался и рухнул навзничь, больно ударившиеся приборы. Цилиндр выпал из его руки и покатился к факелу. Дарян захотел встать, но у него не получилось. Он мог лишь размахивать руками и ногами и барахтаться, как перевернутая черепаха, а Железный шакал пригнулся, готовясь к следующей атаке. На Фрея накатила паника. Он потянулся к цилиндру, который, согласно Крейгу, являлся главным оборонительным оружием, но ухватил только провод, уходящий в рюкзак. Дарян отчаянно потянул за него, понимая, что уже поздно. Шакал молниеносно рванулся к добыче и... громко выстрелил дробовик Угрика. Фрей вздрогнул всем телом от неожидности. Железного шакала отбросило прочь, будто ударом гигантского кулака. Он пролетел по полу и сгинул в темноте. Капитан с трудом повернулся на бок и в конце концов сумел подняться на ноги. Сжимая саблю в одной руке, цилиндр в другой, он крутил головой. Угрик подмигнул Крейгу. «Ну как?» «Но вы ничего ему не сделали», — ответил Грейзер, отрешенно смотря в свой шар. «А ты где был?» — рявкнул Фрей. «Почему ты не остановил шакала?» «Не работает!» Убитым голосом простонал Крейг и в очередной раз нажал кнопку на устройстве. «Проверь провода от аккумулятора», — посоветовал Дарьян, вспомнив о приключении в Шассиите. «Кровь и сопли!» — воскликнул Крейг. «Кровь и сопли, точно!» «Как ты догадался?» «Вот так!» Демонист бросился исправлять неисправность. «Сейчас вернется!» «Продержись еще пару секунд!» «Продержись!» — крикнул Фрей. В это же мгновение чудовище действительно выпрыгнуло из мрака и приземлилось перед жертвой, покачиваясь на зашипевших от рязкого движения гидравлических конечностях. Когда шакал надвинулся на Фрея, тому показалось, что его нутро превратилось в желе. Озаренный алым сиянием, демон грозно рычал и словно увеличивался в размерах. Сквозь жидкую шерсть виднелись механические сухожилия. Демон замахнулся когтистой лапой, и сабля Дарьяна мгновенно парировала удар. Клинок ударил по штыкам и выбил из них искры. Клинок даже помог своему хозяину сохранить равновесие, однако Фрей споткнулся и еле выстоял. Железный шакал продолжил яростный натиск. Он рубил, колол и заставлял Фрея отступать. Сабля плясала, отражая выпады чудовищной твари. При каждом столкновении клинка со штыками в воздухе рассыпался огненный фонтан, озарявший рычащую морду с черным глазом треники. Угрик попятился и вскинул дробовик. Но шакала и Фрея разделяло всего несколько дюймов, и Йорк не решился выстрелить. Капитану хотелось заорать, чтобы Угрик не мешкал, ведь он Фрея не сможет долго сопротивляться. Но, увы, ему удавалось лишь судорожно хватать ртом воздух. Шакал обрел небывалую мощь, и с каждым разом Фрей защищался все слабее. Мышцы стремительно теряли упругость и силу. Наконец тварь выбросила вперед лапы, и пальцы Фрея разжались, клинок зазвенел и упал. Дарян замер, когти демона приближались. И тут раздался тончайший виск, который больно ударил по ушам. Одновременно завержало железный шакал. Он отпрыгнул назад, споткнулся, корень пробившийся сквозь пол, и врезался в бак с озриксом. Оттуда водопадом выплеснулась неведомая жидкость, а вместе с ней клубок проводов и обтянутая сморщиной кожей тело. Фрей в изумлении смотрел, как шакал неуверенной и пьяной походкой поплялся куда-то прочь. «Генераторы гармонических дуг!» — крикнул Крейг. «Быстрее, пока он не очнулся!» Фрей не сразу понял, о чем он говорит. В суматохе боя он почти забыл о цилиндре с чешуйками, которые до сих пор держал в руке. Сейчас он быстро направил его на демона. «Стой!» — предупредил Крейг. «Пусть Угрик зайдет с другой стороны!» Йорд занял нужное место. Судя по всему, он запомнил инструкции Грайзера, которые Фрей пропустил мимо ушей. «Готовы?» — спросил Крейг. «Давайте!» Они одновременно нажали на кнопки. В рюкзаке Фрея зажужжал, включившись прибор, а шакал застыл и дико завыл. Он пытался улизнуть на волю, но звуковые волны, подобранных демонистом частот, держали его, как смирительная рубашка. Дариан почувствовал, как его губы растянулись в безбашенной ухмылке. «Сработало!» «По Гансу стало больно!» «Но ты, многомерный ублюдок, как тебе это нравится?» «Ведите его к кругу!» — командовал Крейг. Тонкий вой, спускаемый его шаром, заметно слабел. Видимо, аккумулятор садился. «Скорей!» «Скорей!» Фрей вспомнил предупреждение Грайзера. У них максимум 30 секунд. Они осторожно направились к кругу из стержней шаров, не выпуская шакалы из силового поля. Демон сопротивлялся, и уверенность, пришедшая к Фрею, заколебалась. Что если приборы Крейг разом отключатся? Вспомнив о том, что нужно торопиться, он прибавил шагу, рассчитывая, что тварь так и потащится за ним на невидимой привязи. Внезапно напряжение в его руке ослабло, шакал дернулся к нему, но ужас лишь на краткий миг успел взметнуться в сознании Фрея. Демон опять оказался в клетке и начал извиваться, как безумный. «Идиоты!» — завопил Крейг. «Идите в ногу! Иначе он вырвется!» Фрей взмок от пота. Напуганный до нельзя, он старался точно выполнять приказы Грайзера и смотрел только на Угрика. Нет, зря все-таки он не слушал демониста. Сколько у них еще секунд? Пятнадцать? Меньше? Вдруг чудовище освободится? Они вели за собой железного шакала, как пара скотников укращает разъяренного быка. Демон сопротивлялся. Сдерживавшие его путы были слишком хрупкими для такой твари, но все же действовали. Шаг, другой, третий. Они достигли границы круга. Осталось пятнадцать секунд. Фрею казалось, что прошло добрых десять минут. Крейг склонился к ящичку с кнопкой, чтобы включить весь комплекс. Дарья нахмырился. Гудение в его рюкзаке утихло или ему мерещатся? «Нооо!» — не унимался Крейг. Фрей и Угрик двинулись вдоль круга. Шакал упирался изо всех сил. И ударя на свело руку. Но они с Угриком тянули согласованно, и демон нехотя шагнул вперед. Едва он оказался в кругу, Крейг нажал кнопку. Крик демона не мог сравниться с его прежними воплями. Звук, словно песчаная буря в пустыне, забивал все органы чувств. В красном свете фальшфайера в шакал метался, бился и переворачивался, как на сковородке. Фрей и Угрик отступили и наблюдали за чудовищем, совершенно забыв о своих теперь бесполезных цилиндрах. Демон вроде бы расплывался по краям. Он начал истаивать, подобно облачку дыма, но больше в нем ничего не менялось. Тварь явно страдала, но сохраняла форму. «Чего ты ждешь?» — крикнул капитан Крейгу. «Убей его!» Грейзер, широко раскрывшимися от ужаса глазами, крутил регуляторы. «Не могу! Он очень силен! Его уже давно должно было разорвать флюктуациями! Аккумуляторы долго не протянут!» После этих слов тварь уставилась на Фрея, будто хотела сказать «Я пришел с тобой! Когда эта ерунда закончится, я с тобой разделаюсь!» «Нет, Дарья не позволит демону победить себя!» Он много раз был на грани жизни и смерти, и он не сдастся. Он преодолел страх и ярость, сейчас в нем осталось только непокорство. Фрей сбросил рюкзак со спины, поклажа упала на пол, затем он поднял саблю и повернулся к демону. «Я готов!» — мрачно сказал он. «Немедленно!» — выкрикнул Крейг. Фрей шагнул к кругу. Железный шакал оскалил зубы. То ли приборы работали еле-еле, то ли тварь пересилила боль, Дарья не знал. Капитан направил остреек линка к просвету между бронированными пластинами на груди демона, а тот исчез. Перемена свершилась мгновенно, как во сне. Перед ним стояла Триника. Она была в центре круга, одетая в черное. Меркнувшие факелы придали ее белому лицу багряный оттенок, фальшфайры догорали, но он видел слезы, мерцавшие в ее черных глазах. Она скорбно смотрела на него. «Дарьян!» — прошептала она. «Умоляю!» А он заколебался. Сознание говорило ему, что демон просто сменил маску, но инстинкты дружно восстали. Фрей понимал, что шакала хочет выиграть время, пока не разрядится аккумулятор, но его парализовала мысль о том, что он причинит Тринике боль. Конечно, здесь и двойник, но все же... Нет, это была не она, а пиратская королева. Пустая оболочка, бессердечная Немезида, постоянно предававшая его. «Ты не Триника!» — произнес Дарьян и вонзил саблю ей в сердце. Раздавшийся крик пронзил его до глубины души. На него обрушилась буря проклятых голосов, целиком состоящей из инфернальных тонов и созвучий. Из круга ударил порыв ураганного ветра, разбросавший людей снаряжение. Вихрь сбил Фрея с ног, фальшфаеры замигали и угасли. И все закончилось. Тишина и темнота. Потом блекло засветились стены, напоминающие морские раковины. Постепенно мрак рассеялся. Дарьян, Угрик и Крейг постепенно приходили в себя. Фрей принялся озираться по сторонам, не в состоянии поверить в реальность случившегося. Лицо Треники, ее мольба, неужели он действительно... Нет. Ты убил демона. Хватит. Крейг стряхивал с себя пыль. Итак, джентльмены, это была практическая демонстрация полевого демонизма. А как твоя рука, Кэп? Дарьян снял перчатку, кожа под ней оказалась гладкой и розовой, без малейшего следа гангренозной черной метки. Он долго изучал ладонь, потом уставился на Крейга. У тебя получилось. Прошептал он. У нас получилось. Поправил его Грейзер. Если честно, я уверен, что это прежде всего твоя заслуга. Я никогда не видел ничего подобного! Воскликнул Угрик и громко захихикал. Потрясающе! Фрей подошел к Крейгу. Спасибо тебе! Сказал он. От чистого сердца. Демонист протянул ему руку. Рад, что оказался полезным, капитан. Дарьян стеснул Крейга в объятиях, так что у того дух перехватило. Фрей уцелел. Все напряжение, копившееся в нем, мигом улетучилось, и он ощутил лишь одно невероятную немыслимую благодарность. Команда прикрывала, защищала его и стала для Фрея последним оборонительным рубежом. Крейг работал на износ, чтобы спасти его, вытащить капитана из жуткой заварухи, в которую тот ввязался по собственной глупости. И они выстояли. «Крейг, ты настоящий друг!» Пробормотал Фрейг. Тут ему стало неловко, он разжал объятия и крепко по-мужски хлопнул демонисту по плечу. К тому же еще и настоящий гений. «Правда?» осведомился Грейзер. «В таком случае, можно мне получить назад саблю?» Фрейг сразу перестал улыбаться. «Ты хочешь ее забрать?» В качестве небольшой благодарности. Фрейг попытался сохранить на лице благодушное выражение. Он имел две драгоценных, бесценных вещи. Первая — Кэти Джей, а вторая — сабля. Она не единожды выручала его. Но разве он мог отказать Крейгу? Радость как-то потускнела, но он пересилил себя, проглотил подступившую горечь утраты и кивнул. «Ладно», — буркнул Дариан и оглянулся в поисках клинка. Проткнув демона, он выронил оружие. Оно спокойно лежало поблизости. «Так будет справедливо». Капитан нагнулся, поднял саблю и фесом вперед протянул ее Крейгу. Тот взял ее и рубанул воздух. «Отличная штука», — заявил Фрейг. «Да», — согласился Крейг и вдруг кинул саблю Фрею, который поймал ее на лету. Грейзер широко улыбнулся. «Капитан, я пошутил. Просто хотел посмотреть, согласишься ты или нет». Фрейг разъянул рот от изумления. «Ах ты гад!» — начал он и поспешно сунул саблю за пояс, пока Крейг не передумал. Теперь и Крейг обнял Дариана. «Здорово, что ты до сих пор с нами», — проникновенно сказал он. «Без тебя жизнь была бы совсем не та». И тут Фрейг почувствовал, как ему на спину легла сильная рука. Оглянувшись, друзья обнаружили возле себя довольное бородатое лицо Угрика. Йорд обнимал их обоих. «А что вы делаете?» — сухо осведомился демонист. «Просто хотел приобщиться к воцарившейся здесь атмосфере любви!» — высокопарно ответил Йорд. «Не могли бы вы нас отпустить?» — шаркая ногами, смущенно потупившись, они отступили друг от друга. «Ну ладно», — проворчал Угрик, обводя взглядом пустой зал. «Проклятие снято!» «Что дальше?» Фрей ощутил, что пол под ногами задрожал. «Чувствуете?» — спросил он. Крейг поднес палец к губам. «Я что-то слышу снаружи», — пробормотал он. Дариан тоже навострил слух, но звуки были слишком слабые и отдаленные. Тут пол вновь сотрясся словно от землетрясения, и Фрей что-то уловил. «Это крики?» — произнес Крейг. «Да», — подтвердил капитан. Глава сорок шестая. Джек Гернаут. Связь. Путь на точку рандеву. Лианы. Он пропал. Самандра Бри предсказала, что покинуть энергостанцию будет труднее, чем попасть туда. Она ошиблась. В здании не осталось ни одного сумарландца. Выйдя наружу, они сразу поняли истинную причину. Ворота, черные створки, отливавшие зеленым, как панцирь жука, оказались распахнуты. Их никто не охранял. Рыцари, готовые встретить нападение из засады, шли впереди в сопровождении бес. Сила, ковалявший следом услышал, как Самандра пробормотала длинное, заковыристое, совершенно не дамское ругательство. Верхняя платформа, на которой располагалась энергостанция, пустовала. Здесь еще валились трупы самарландцев, погибших в первой перестрелке, но живые убрались в освоесе. Озеро оставалось сзади. Город Азриксов, сбегавший по склонам зеленого оазиса, раскинулся прямо перед ними. Сквозь густую растительность виднелись древние здания. Высоко над головами висела луна, последние отблески солнечных лучей давно угасли. Отряд выбрался к раскопкам, где были расчищены бульвары и площади. Повсюду носились сами, ветер разносил по улицам их истерические вопли. Громадная платформа дрогнула, сила подняла голову и остолбенел. Так вот почему ругалась Самандра. Выше по склону, сразу за границей города что-то вылезало из-под земли, вздыбливая почву, разрывая лианы и выворачивая деревья. Нечто громадное. И оно было больше, чем гигантская энергостанция. Вот что подняло целый холм, который сорвался оползнем и похоронил под собой ближние здания. Сначала сила подумал, что это немыслимый корабль или колоссальная землеройная машина. Но потом оно расправило конечности и встряхнулось. Земля разлетелась в стороны на добрую милю и шумно обрушилась на лиственный покров джунглей. Затем сила узрел самое гигантское создание, которое когда-либо существовало на свете. Во имя причиндала всеобщей души, что это такое? Крипло воскликнул Пин. Ему никто не ответил. По виду создание напоминало обезьяну с могучими передними лапами и не столь впечатляющей задней частью. Но на этом сходство заканчивалось. Чудовище покрывали пластины белой брони, сделанные из матового гладкого вещества, похожего на яичную скорлупу. В тех местах, где туловище и конечности должны были сгибаться, проглядывали темно-красные мускулы. Мордотворе не имело никакого выражения и выглядело как противогаз. Над выдававшимся вперед коротким рылом с круглым ртом вылитой турбиной воздушного корабля горели два пустых глаза без век и бровей. Сила взирал на существо с благоговейным ужасом, а он сразу понял, что оно создано по той же технологии, что и блестители энергостанции. В нем слились воедино органические и неорганические части. Но рядом с такой громадиной гибриды ремонтники казались игрушечными. В доме мечты сестры ведьмы рассказывали муртианам легенды. Среди них была история о высоких ходоках. Их-то мать и отправила в мир, чтобы они очистили его от своих первых потомков, впавших во зло. В Ворде их называли гаргантами. Когда новые чудовища покончили со старыми, они умерли и освободили землю для нового народа – людей. Но вера в мать сохранилась только у муртиан. У самарланцев было иное представление об истории. По их версии, высокие ходоки являлись карой исчезнувших богов, да и именовались они по-другому. Сила слышал, как вопили самми, но на память ему пришло вардийское слово «Джеггернаут». «Интересно, это мы его разбудили?» Слабым голосом спросила Ашу. Малвари положила руку ей на плечо. «Добро пожаловать в команду, Кэтти Джей!» Усмехнулся он. «У нас полноценным членом экипажа считается тот, кто устроил по меньшей мере одну грандиозную катастрофу». В глубине энергостанции прогремел взрыв. Молнии башен энергостанции сверкали чаще и короче. Они ступленно били во все стороны и ломились в стены своей тюрьмы. Рычаги, перемешивавшие содержимое песочных часов, потеряли ритм и крутились в разнобой. Свет в городе мигнул и погас. Сто тысяч сверкающих глаз закрылись одновременно и склоны оделись во мрак. Остались только самарландские прожекторы, освещавшие территорию раскопок и работавшие отчадных генераторов. И лонный свет. Джаггернаут медленно повернул громадную голову к городу Азриксов. Его бессмысленные глаза изучали происходящее, рот сохранял форму идиотского «о». Перед его мордой зароилось множество искр, в воздухе возникли миллионы светящихся частиц, чудовище сделало глубокий вдох и втянуло их внутрь себя со свистом. Чем больше яркой пыли, мерцавшей во мраке, оно всасывало, тем громче становился этот зловещий звук. Вдох прекратился, огоньки погасли, свист умолк. Сердце успело ударить только раз. Потом Джаггернаут выдохнул. Его рот оказался пушкой. Лучки пищи, обжигающие энергию, ударил сверху по улицам, где бежали самарланцы. Монстр провел смертоносным оружием по городу, оставляя за собой разруху и ревущее пламя. Взрывы происходили примерно в полумиле от энергостанции, но и на таком расстоянии отряд ощущал жар. А Джаггернаут вызывал инстинктивное желание броситься на утек и залечь на дно. Все продолжалось секунд петь, но и этого отрезка времени хватило для того, чтобы через зону раскопок пролег пылающий шрам. По черневших аллеях пылали деревья и падали здания. Пин опустил перевязанную руку, которой прикрывал лицо. «Мне нужно такое ружье!» Благоговейно произнес он. «Сила, ты это видел?» Сила вспомнила клипси, пристегнутой к уху. Капитан, наверное, только что прицепил переговорное устройство. Фрей терпеть не мог носить ее без особой необходимости. Он заявлял, что непрерывное бормотание Пинна, Харкинса и остальных раздражает его и не дает сосредоточиться. Получалось, что с капитаном можно общаться лишь когда он сам того пожелает. В общем, куда ни кинь, порядки устанавливал Фрей. «Да, Кэп, вы в порядке?» «Лучше не бывает. А у вас как дела?» «Пока все целы. Надо поскорее добираться до пескоходов». «Где капитан? Он жив?» Полез с вопросами Пин. Сила отмахнулся и кивнул. Он только сейчас осознал. Фрей действительно снял проклятие. «Значит, мантия владельца Кэти Джей и предводителя ее команды все же не перейдет к муртиянину». Он так сконцентрировался на своей задаче, что не успел оценить толком бремя ответственности за экипаж. Но теперь у него гора с плеч свалилась. Он не хотел снова стать рабом, но и примерять капитанские башмаки тоже не по его части. Звание первого помощника его вполне устроит. «Эй, вы как?» Прозвучал у него в ухе новый бодрый голос. «Джаз!» отозвался капитан. «Как ваш паралич?» «Поучительно», произнесла она. «Хочу вам сообщить, что Кэти Джей прекрасно работает». «Вы ее починили?» «Я тут ни при чем. Просто все взяло и включилось». «Все дело в энергостанции», сказал Сила, и я вздрогнул от очередного взрыва в здании за своей спиной. «Может, мы уберемся отсюда?» поинтересовалась Самандра, указав на Джаггернаута, который тяжело топал по склону оазиса. Сила пропустил ее слова мимо ушей. «Кэп», сообщил он, «забудь о пескоходах, мы не успеваем. Энергостанция в очень паршивом состоянии. Джесс, Катти Джей может лететь? Еще бы! Нас нужно забрать отсюда», произнес Дариан. «Немедленно!» «Будет сделано», ответила Джесс. «Какие координаты?» «Точно на восток. Ищите посадочную площадку. Встретимся там. Вы разглядите город и без света». «Город?» «Долгая история. Отправляйтесь!» «Эй, Джесс, еще одно!» «Да, капитан?» «Будьте внимательны. Между нами и вами бродит жуткое чудовище!» Связь оборвалась, вероятно, капитан снял клипсу. Отряд выжидательно уставил сной силы. Он кивнул на посадочную площадку, находившуюся на краю зоны раскопок. Ее поддерживала тонкая колонна, от которой отходили ветви, что придавало сооружению облик безлиственного дерева с плоской кроной. «Нам туда!» «Наконец-то!» воскликнула Самандра, считавшая планы ненужной помехой действиям. Они спустились на улицы, а Джаггернаут находился довольно далеко, но недостаточно далеко для того, чтобы Сила чувствовал себя спокойно. Обернувшись, он обнаружил, как монстр поднялся на задние лапы. Оказалось, что у него широкие плоские ступни с четырьмя мощными броневыми когтями, а Джаггернаут будто ненароком наступил на один из самых крупных домов, находившихся на его пути, и мгновенно проломил крышу. Он направлялся к раскопкам, где сгрудились Сами. Сила не понимал, зачем. Возможно, его влек туда свет прожекторов, или он испытывал тягу к бессмысленному разрушению. Впрочем, какими бы ни были его мотивы, он, несомненно, стремился уничтожить город своих хозяев. И для чего Азрикса создали подобного биомеханического монстра? Никто не мог ответить на этот вопрос. Вероятно, устройство просто разладилось. Возможно, оно предназначалось для уничтожения всего живого, а может, решило избавиться от чужаков. Впрочем, уже ничего не имело значения. Любые догадки были бессмысленными. Сейчас нужно думать о том, чтобы удрать. Из раздумий сила вывела неожиданная стрельба. Два солдата, Сами, вероятно, разрывавшиеся между чувством долга и стремлением спастись, заметили отряд и открыли огонь. Самандра совершила изящный кувырок навстречу пулем и вскочила с дробовиками наперевес. Она выстрелила из обоих одновременно и сами отшвырнула назад. При этом Бри каким-то образом умудрилась остаться в своей знаменитой треуголке. Передернув затворы, она дослала патроны и взглянула через плечо на своих спутников. Соблюдая осторожность, пояснила она, надо остерегаться не только этого урода. Муртианин выбрал извилистый путь к посадочной площадке, чтобы не идти по открытому пространству. Расчищены зонероскопок. Отряд держался у самой границы, там, где город смыкался с зарослями и не было электрических ламп. Они могли разменуться с аморландцами и, пожалуй, избежать внимания Джиггернаута. Они опять услышали звук втягиваемого воздуха в миг спрессованной энергии и тишину перед предстоящим хаосом. На сей раз взрывная волна докатилась до соседних улиц. Команда Кэти Джей и рыцари кинулись искать укрытия отлетевших с неба осколков керамики. Самарландцы ещё не оправились от паники, но в отдалении застрекотали пулемёты, кто-то пытался сопротивляться. Типичное поведение Сами. Думал он. Они погрязли в своих представлениях о благородстве и кодексах поведения. Сейчас надо бежать, куда глаза глядят. Здесь нет оружия, чтобы повредить такую громадину. Однако Муртианин готов был поручиться, что стрелки подчиняются приказам высшего эшелона. Они не бунтуют, выполняют свой долг и защищают город Азриксов любой ценой. Силы и прочие торопились. К счастью, они столкнулись лишь с несколькими солдатами. Рыцари без колебаний разделались с ними. Никто и сами оружие поднять не успел. Джаггернаут топал вперёд. За ним тянулась полоса руин. Увы, чудовище приближалось. Пусть оно отличалось медлительностью, но делало громадные шаги, и ему не требовалось петлять по улочкам. Монстр сотрясал землю, разносил в щебень здание и вертел туда-сюда мордой противогазом, высматривая противника, а точнее, мишени. Наконец, перед беглецами вырос барьер густого леса. Сила хотела вести команду в заросли, но, оглянувшись на энергостанцию, изменил решение. Из окон сооружения валил дым, а очередной взрыв разнёс часть крыши. Одна из башен песочных часов треснула около верхушки, оттуда сочился газ пастельного цвета, вокруг сверкали молнии. Под деревьями, конечно, безопасней, но тогда они потратят втрое больше времени и опоздают. А задерживаться нельзя. Сила не имел представления о том, как работает техника Азриксов, но энергостанция, несомненно, скоро взлетит на воздух. И он повёл людей по городу, стараясь быть поближе к лесу и подальше от сердцевины конфликта. Они потеряли Джаггернаута из виду, но каждый ощущал тяжёлую поступь монстра и бежал без остановки. У них не было выбора. Иногда им преграждали путь деревьей и заросли лиан, но они неуклонно продвигались к своей цели. Потом они выбрались в переулок, который круто поднимался вверх и достигал уровня крыш. Делать было нечего, а они направились туда. Дорожка вилась между двумя домами и сменилась изящным мостом, перекинутым через Нижнюю улицу. Раскидистые лозы зацепились за него и окутали окрестные здания. Беглецы оказались на мостике и увидели Джаггернаута. Усила перехватило дыхание. От монстра их отделяло три сотни футов, а он стоял не шевеляясь и заслоняя собой горизонт. Муртианин услышал, как потрескивают под броневой чешуей могучие мускулы. Сила застыл, как мышь при виде кошки, буквально сокрушенный непостижимым созданием. Даже понимая, что Джаггернаута сделали Азриксы, он ощущал себя словно в присутствии непостижимого колоссального бога. Джаггернаут не заметил отряд, раздался визгливый свист, чудовище принялось засасывать светящуюся пыль, предупреждая о новом выстреле из пушки. «Идем!» – произнесла Самандра. Она пропускала всех мимо себя, не отрывая взгляда от чудовища. Бес была первой, за ней следовали Малвари, Пину и Ашуа. Силой рыцари Центурии прикрывали тыл. Все звуки резко смолкли. Последовал напряженный момент ожидания, а потом завизжала, теперь уже освобождаясь энергия, и с пасти чудовище ударил убийственный луч. Джаггернаут лениво поворачивал голову слева направо, и столб света описывал широкую дугу по городу Азриксов. Сила увидела его приближение за мгновение до того, как луч коснулся моста, но не успел ничего предпринять. Его ослепило и оглушило, подобное осветопредставление могло сопровождать гнев матери. Спустя секунду мост позади него взорвался. Накатившаяся волна заставила его споткнуться, мир покачнулся, опора под ногами накренилась и исчезла, Сила метнулся вперед, стремясь уцепиться за что-нибудь, и больно стукнулся грудью о керамическую поверхность, соскользнул, и все же за что-то ухватился. Его потянуло вниз, но пальцы нащупали край конструкции и намертво вцепились в него. Сила висел в пустоте. Мост провалился посередине, обломки не сорвались, а держались на прочных упругих канатах, служивших арматурой для строительного материала. Муртианин прижался всем телом к болтающемуся фрагменту моста. Ему удалось дотянуться до края и второй рукой. Внизу под ним раскинулись серосеребристые древесные кроны. Его спутники начали перекрикиваться между собой. Малвари и Пин звали Ашуа, изредка ругалась сквозь зубы Самандра. Справа доносились другие звуки. Джагернаут уходил. Ему было наплевать на сила. Люди являлись для него насекомыми. Мышцы силы заныли, Муртианин постарался переменить позу, но поверхность оказалась удручающе скользкой. Внезапно он увидел слева густую прядь Лиан. Пожалуй, далековато. Однако он решил дотянуться до растений, но пальцы другой руки стали разгибаться, и он опять вернулся в прежнее положение. «Эй!» — крикнул он. «Эй!» — над ним появилась голова Ашуа. Ее лицо на фоне Луны было совсем темным. «Сила здесь!» — завопила она и принялась изучать обрыв. Стенку из расстряткавшейся керамики и струн азрикской резины. Ее и Сила разделили считанные футы, но дотянуться до него Ашуа не могла. И почему-то ее образ запечатлелся в его сознании, как на ферротипе. Какая-то часть Сила, предвидя скорый конец, жадно впитывала каждую деталь окружающего мира. Сила невольно залибовался ее быстрыми насторожными глазами, тонкой линией татуировки, ее худощавой фигурой, так соответствующей ее скудному, но беззаботному бытию. Лицемерка, падальщица, способная выжить везде и всюду. Безжалостная и бесчувственная, поскольку она выросла в такой реальности. Он не знал об истинных мотивах, побудивших ее присоединиться к команде Катти Джей, но, несомненно, за ними крылась эгоистическая подоплека. Катти Джей и ее команда полезны Ашуа только и всего. На нее можно не надеяться. Она помогла бы ему, но не ценой опасности для собственной жизни. Были бы рядом Джесса или Фрей, они бы, конечно, рискнули. Пин ранен, а Малвори слишком толст. Рыцари Центурии, наверное, могли бы попытаться, но звуки, которые издает Самандра, похожи на сдерживаемые стоны, а Колдена Груджа вообще не слышно. Его пальцы задрожали. Суставы болели, их прямо-таки жгло огнем изнутри. Еще немного, и он сорвется. Если он не разобьется насмерть, то переломает все кости, так что никакой разницы не будет. Глаза Ашуа сурово блестели в тени, внезапно она недовольно поморщилась и прошипев, «Вот дрянь!» соскользнула с обламанного края и принялась карабкаться к нему. Она родилась в Раббане, городе, превращенном в груда обломков, и без труда двигалась по раскрошившемуся куску моста. Сочтя, что спустилась уже достаточно, девушка отыскала надежные опоры для ног, запустила одну руку в трещину, а вторую протянула к сила. Муртианин не стал испытывать судьбу. Вытянувшись насколько мог, он вцепился в рука Ашуа, девушка потащила его на себя. Сила захотел подтянуться, но у него ничего не получилось. «Ты очень тяжелый!» сказала она. Наверху показались малвори и пин, где-то вдалеке гремела стрельба. «Не сдавайтесь!» крикнул доктор. «Я спущу вам что-нибудь!» Но времени было в обрез. Ашуа делала все, что могла, но у нее не хватало сил, да и сам Муртианин быстро слабел. Если она не выпустит его, они оба погибнут. А малвори, разве он сможет их выручить? И чем? Только лианами. «Точно!» «Раскачай меня!» прошептала сила и посмотрел налево. Проследив за его взглядом, Ашуа обнаружила толстую прядь лиан. Она кивнула, на ее скулах заиграли желваки. «Туда и обратно, да?» пробормотала она. «Готов!» «Поехали!» Он распрямил пальцы левой руки, на которой держался, и схватил запястье Ашуа. При этом он уперся ногой в лианы, оттолкнулся, качнулся как маятник и полетел обратно. Ашуа вскрикнула от натуги, потом резко дернулась и ее пальцы разжались. Сила тут же отпустил ее руку, на короткий миг завис в воздухе и, наконец-то, поймал стебли. Затем врезался в упругие плеть и нащупал стопой как будто специально приготовленную петлю. Сила встал на нее и почувствовал громадное облегчение. Он обнял растение и вдохнул резкий аромат зелени. «Я еще жив!» Он посмотрел на Ашуа. Одна ее рука беспомощно болталась вдоль тела, вторая девушка держалась за трещину. Пин лежал на животе, свесившись через край. «Дак!» – завопил Аррис. «Хорош лет себе с дела! Сюда!» Ашуа позволила Пинну вытащить себя. Удостоверившись, что она в безопасности, Сила начал карабкаться вверх, Малвари ждал его. Мортианин не стал тратить ни секунды на то, чтобы прийти в себя. Положение он оценил в тот же миг, когда ощутил под ногами твердую почву. Команда, к счастью, была цела, бесплюхнулась на камни и всем своим обликом, как нетрудно было поверить, что голем без лица на такое способен. Выражало недоумение. Самандра сидела среди крупных обломков, стиснув зубы и вытянув перед собой ногу. Ее ступня была вывернута под неестественным углом. «Где Грудж?» Спросил Сила. Малвари пожал плечами. «Не знаю», — произнес он. «Извини, я должен смотреть Ашуа». Девушка скорчилась, стоя на коленях. Ее лицо налилось кровью и своей яркостью успешно соперничала с рыжей шевелюрой. «Ты вывихнула плечо», — заявил Малвари. «Да», — сказала она. «Вы его вправите?» «Придется», — извиняющимся тоном ответил доктор. «Я не шучу. Будет больно». «Вы так думаете?» Осведомилась Ашуа саркастическим и явно истерическим смешком. И тихо добавила. «Ладно». Малвари велел ей лечь на спину, она повиновалась. Он уперся ногой ей в грудь и поднял вывихнутую руку. Ашуа стиснула зубы. «Насчет пять», — предупредил доктор. «Раз. Два!» Он дернул за руку, раздался громкий хруст хряща. Ашуа испустила сдавленный звук, не то всхлипнула, не то простонала. А потом долго, медленно выдыхала воздух. «Лучше?» — осведомил Сумалвари. «Чтоб вам!» «Лучше!» — ответила Ашуа, глаза которой сверкнули необыкновенно радостным блеском. Доктор повернулся к Пинну и прищелкнул пальцами. «Давай сюда косынку!» «Какую еще косынку?» — удивился Пин, но все-таки понял, что доктор имеет в виду его повязку, и взвизгнул. «А она моя!» «Ты носишь руку подвешенной, потому что как дурак всадил в себя пулю!» «А она только что спасла жизнь сила!» «Угадываешь разницу?» «Нет!» — буркнул Аррис, но позволил Малвари снять со своей шеи перевесь. Ашуа сидела прямо и осторожно поглаживала плечо. Сила серьезно кивнул ей в знак благодарности, похоже, он здорово недооценил ее. Такое с ним нечасто бывает. «Колден!» — позвала Самандра, пытаясь встать. «Эй, стоп!» — громыхнул Малвари. «Через секунду я займусь тобой! У тебя лодыжка сломана!» Она проигнорировала его слова. «Где Колден?» Сила шагнул к краю пролома и посмотрел вниз. Когда мост обрушился, Колден находился где-то позади. Муртианин ощутил легкое сожаление, но его гораздо больше занимала судьба членов команды. Джаггернаут удалялся, но земля до сих пор тряслась под его ногами. Сила услышал треск и обернулся, в поверхности моста возникла свежая трещина. «Здесь опасно!» — произнес он. «Убираемся отсюда и побыстрее!» Пин помог Ашу оподняться, завистливо приговаривая что-то насчет ее новой повязки. Муртианин убедился, что бес делает то, что он сказал, и приблизился к Самандре. Малвари поспешил за ним. «Колден!» — отчаянно крикнула Самандра. «Колден, проклятий, откликнись!» «Он пропал!» — констатировал Сила. «Он где-то внизу! Мы должны вернуться!» Сила сохранял невозмутимость. «Я не буду рисковать своими людьми. Он не из наших. Как и вы!» «Тогда я останусь здесь!» «Сейчас вы бессильны, а мост может рухнуть в любой момент!» Он обхватил ее за талию, чтобы поднять, но она вырвалась. «Колден!» — не унималась она. «Я пойду!» — проворчал Малвари. «Он не из наших!» — отчеканил Муртианин. Но у Малвари на лице появилось непреклонное выражение, которое Сила хорошо знал. Самандра уставилась на доктора с сумасшедшей надеждой в глазах. «Умоляю вас!» «Я пойду!» — повторил он, пристраивая дробовик за спиной. Сила промолчал. «Не его дело приказывать этому человеку. А если он и попытается, Малвари не подчинится. Отвечать за чужую жизнь можно лишь до определенных пор. В итоге все равно отвечаешь только за себя». «Мы будем ждать тебя на площадке!» — бросил он. «Увидимся!» — пробормотал Малвари и зашагал прочь. Сила поднял Самандру куда грубее, чем следовало бы. Он страшно разозлился на нее. Она позволила себе сломать ногу, упросила Малвари спасти ее напарника и заставила члена команды подвергнуться огромной опасности. «Довольны, мисс Бри!» — процедил он. «А теперь надо сматываться, а не то вы присоединитесь к вашему Колдену!» На сей раз Самандра не сказала ни слова. Тяжело опираясь на сила, бледная как смерть, она хромала рядом с ним. Глава 47 Долгая прогулка Чужеродный предмет Проспект Малвари или Команда Тяжело отдуваясь, Малвари крапкался вниз по склону, увитому лианами и усыпанному щебнем. Он потратил больше времени, чем рассчитывал на поиски пути к улице, проходившей под мостом. Прежде он не обращал внимания на то, как странные причудливо Азриксы прокладывали свои дороги. А сейчас с сомнением думал, сможет ли он добраться до посадочной площадки. Прогремел мощный взрыв на энергостанции, показавшийся в ночи оглушительным. Малвари встревоженно оглянулся в ту сторону и поспешил дальше. Если Колдена не уничтожила взрывом, что если рассуждать честно, вполне вероятно, он должен был упасть в заросли под мостом. Конечно, здесь высоко, но раскидистые кроны, в отличие от ровной поверхности, представляли собой неплохую подушку. И Малвари предстояло выяснить, сработал этот шанс или нет. Он не испытывал особой симпатии к рыцарю, и он его почти не знал. К тому же Грудж частенько оказывался то его противником, то союзником. Но такой расклад ничего не менял. Колден просто выполнял свой долг, и полная уверенность в своих силах гнала его вперед. Он являлся представителем верной гвардии арцгерцога, в которую входили лучшие вардийские воины. «Нет уж», – подумал Малвари, «я не оставлю бойца своей страны». Он решил перевести дух. Эх, если б он пил поменьше и поддерживал физическую форму. Но за время, прожитое в Теске, он обленился, ну а позже любил прикладываться к бутылке. Однако в теле толстого никчемного бездельника билось сердце юноши. Того самого, который когда-то отправился воевать за вардию. Того, которого предал старик, пришедший ему на смену. Возбужденный этими мыслями, Малвари устремился в заросли, граммко выкрикивая имя Колдена. Ему навстречу, размахивая винтовкой, выскочил самарландский солдат, тоже юноша, остолбеневший при виде вардиица с пышными седыми усами и криво сидящими на носу очками с зелеными стеклами. Возможно, он никогда не сталкивался с чужеземцами, секундная растерянность лишила его возможности когда-нибудь увидеть еще одного иностранца. Малвари передернул затвор и прибавил шагу. Он был уже под мостом. Несмотря на мрачные прогнозы сила, конструкция пока не ломалась. А Джаггернаут еще топтался поблизости и разносил город, Малвари постарался выкинуть чудовище из головы. Находясь на поле боя, нельзя думать об окружающих тебе опасностях. Начнешь размышлять, и тебя парализует страх. Каждый знает, что в тебя в любую секунду может угодить снаряд или пуля снайпера, но нельзя знать, когда это случится. И неважно, насколько ты аккуратен или хорошо обучен, все решает случайность. Тут нужно смириться, вот и все. Он обнаружил Груджу подножье дерева, тот лежал опустившийся до земли колыбели из толстых лиан. Повсюду плясали пятна лунного света и длинные тени, вокруг торчали сломанные ветки, рядом валялась знаменитая автоматическая пещель. Малвари приложил пальцы к его горлу и нащупал пульс. «Ничего себе!» вслух произнес он. Затем он проверил тело Груджи на предмет переломов, но нашел одну-единственную шишку размером с куриное яйцо на затылке. Перевернув лицо Груджа к серебристым лучам, Малвари приподнял его веки, чтобы посмотреть, нет ли кровоподтеков на белках. Пару раз шлепнул рыцаря по щекам, но не дождался никакой реакции. «Травма головы. Возможно, проломлен череп. Он может очнуться через минуту или никогда. Вероятно, он вообще уже умер, но сердце и легкие пока еще не знают об этом. Давай-ка снимем с тебя доспехи!» пробурчал Малвари. «Я не намерен тащить тебя вместе с твоими железками». С железом или без него, на Малвари потребовалось меньше минуты, чтобы понять, насколько тяжел двухметровый Верзила. Доктор всегда был сильным, и его массивная фигура плохо сочеталась с той тончайшей работой, которой он занимался, но сейчас он решил, что переоценил себя. Очень уж его захватила идея о том, как он вытащит рыцаря Центурии из-под огня, как тех солдат во время Первой Эйрумной войны. А ведь тогда он находился в превосходной форме и прошел армейскую подготовку, да и ребята, которых он спас, были полегче Груджа. Увы, об этом он вспомнил с большим опозданием. Ноги горели, спину ломило, а он не преодолел и сотни футов. Долгая получится прогулка. Карабкаться вверх не было смысла, догнать силы не получится. И он двинулся вглубь города. Улицы путались, причудливо петляли и ветвились на разных уровнях. К тому же Азриксы до отвращения любили тупики. Малвари старался придерживаться общего направления на посадочную площадку, временами появляющуюся между зданиями. А Джаггернаут ошивался неподалеку, но был весьма занят. Грохот обвалившихся стен стал почти непрерывным шумовым фоном, а вот когда раздавался визгливый свист, предупреждающий о выстреле из огненной пушки, Малвари вздрагивал. Сами все еще отбивались от монстра, непрерывно гремела стрельба. Малвари брел вперед, повесив голову, его сил хватало лишь на то, чтобы переставлять ноги и надеяться, что его не заметят. Вскоре, хотя по его мнению спустя целую вечность, он обнаружил, что достиг огромной площади. Он уже видел это место. Здесь раскинулся главный лагерь самарландцев жилыми казармами, штабом и тому подобным. Центр деятельности Сами. Там, где раньше тянулись ровные ряды палаток, теперь остались жалкие дымящиеся клочья тряпок, развивающихся на горячем ветру. Воздух пропитался запахом обожженной человеческой плоти, схожим с вонью подгоревшей свинины. Всюду валилось имущество военного лагеря, почерневшие печки, обугленные сундучки. По обе стороны площади громоздились кучи обломков, огненный луч Джаггернаута не пощадил никого и ничего. Малвари на мгновение застыл, пораженный могуществом чудовища. А тот, кто учинил хаос, уже выискивал новые жертвы. Иногда в его гладкую белую чешуечатую броню, высекая искры, ударились пули, а за ним, немного выше по склону, словно древнее дерево вздымалась посадочная площадка. Малвари постоял, собираясь с духом и переводя дыхание, и поплялся напрямую. Он не собирался делать лишний крюк, силы улетучивались. Доктор обливался потом, кровь прилила к его пылающему лицу, вдобавок каждая мышца ныла. Он и не представлял, сколько минут еще продержится на ногах. Кроме того, он боялся находиться на открытом пространстве, но иного выбора не было. Хоть бы проклятая тварь не обратила на него внимания. Спотыкаясь, он еле-еле тащился через лагерь. Смрад сгоревших тела седал в глубине его гортани, трупы лежали среди обрывков палаток, то скрючивший сто гротеск на воздев к небу растопыренные руки. Джиггернаут ударил по городу, когда здесь собралось множество самми. Свалка мертвецов не слишком тревожила Малвори. За годы медицинской практики он привык к подобному зрелищу. И сейчас он воспринимал их как засохшие стволы или разбитые повозки. Просто неотъемлемый элемент поля битвы. Он пересек почти всю площадь, когда ему на глаза попалось нечто знакомое. Малвори приблизился к предмету и остановился. Его внимание привлек узор, витиеватый орнамент из линии кружков. Яркая золотая эмблема сверкала в отцвете близкого огня, изображение было нанесено на металлическую шкатулку, покоившуюся среди разбросанных смятых бумаг. Малвори взглянул на Джиггернаута. «Прости, дружище», сказал он, обращаясь к рыцарю, которого волок на себе. «Придется тебе побыть тут». Он позволил Груджу соскользнуть со своей спины, поймал и осторожно уложил на землю. Потратив несколько секунд на беглый осмотр пациента, который не подавал признаков жизни, доктор, превозмогая боль, шагнул к находке. Затем, поморщившись, он присел возле нее на корточке. Ящичек оказался горечь на ощупь и золото слегка оплавилось. «Наверное, это шкатулка для документов, и она предназначена для перевозки ценной корреспонденции», подумал Малвори. Он захотел открыть ее, но она не поддавалась. Доктор повертел шкатулку в руках, но не обнаружил ничего, кроме орнамента. Шесть кружочков, соединенных перекрещивающимися линиями. Такую эмблему каждый вардеец много раз встречал в любом городе или селении, в том числе и в виде татуировок на лбах посвященных. Знак. Символ церкви пробуждения. Но почему здесь, в Саморле? У Малвори пробежал холодок по позвоночнику. Несомненно, если он догадается, то распахнутся двери, которые ему никогда не удастся закрыть. Но прежде чем он смог осознать что-то еще, раздался треск ружейного выстрела. Поле просвистела в трех футах над ним и расщепила крепежный шерст палатки. Подняв голову, он увидел на краю площадки двух солдат, один из них заряжал ружье, а второй снова целился. Доктор выругался и, переваливаясь, побежал к Олдену. Шкатулку он прихватил с собой. Вскинув груджи на плечи как мешок, он стиснул зубы и постарался подняться на ноги. Малвори закряхтел от поистине нечеловеческих усилий, поднять громадного рыцаря во второй раз оказалось вдвое труднее, чем в первый. Переутомленные мышцы отказывались работать, спину жутко ломило, может ему повезет и он выберется из передряги без смещения диска или двусторонней грыжи. Наконец Малвори встал и каким-то чудом сохранил равновесие. Ты, парень, всего-навсего никчемный балласт и ничего больше. Пропыхтел он. Прижимая локтем груди шкатулку, он устремился прочь со всей скоростью, на которую был способен. Сами позади заорали открыли огонь, но промазали. Впрочем, если не догонят его, особая меткость им не потребуется. Малвори решил не беспокоиться на этот счет. Он не оглядывался, поскольку грудж висел на нем, как медвежья туша. Доктор мог только ковылять к посадочной площадке. Но ему груджа и спасаться самому. Перед ним снова открылись улицы, извилистые проходы между белыми керамическими строениями с огромными окнами. Здания перетекали одно в другое, словно были отлиты из расплавленного стекла. Малвори поморгал, пытаясь избавиться от соленого пота. Он совсем выбился из сил. Но какая-то инерция тащила его вперед, хотя ноги у него были как ватные. Теперь с ним могли расправиться с Амми и шансы удрать от них уменьшались. Хорошо бы оттянуть этот момент, вздохнул Малвори. Впереди затарахтел пулемет. Внезапно с грохотом горной лавины рухнул дом. Джиггернаут находился рядом, Малвори мельком заметил его в просвете между домами и загнутый проход, который он выбрал, вел как раз к чудовищу. Ну, значит, туда. В конце переулка доктор сделал перерыв, перед ним как спокойная река раскинулся в желтом свете электрических ламп широкий проспект. Малвори понял, что не сбился с пути, до посадочной площадки в общем рукой подать. Но вдруг загрохотало так, будто он сам сидел за пулеметом. Что случилось? Слева от него посреди проспекта дюжина Сами построила баррикаду из обломков. Справа в улицу заворачивал джиггернаут, толкая перед собой груду щебня, в которую превратилось очередное жилище азриксов. Пулемет выпустил длинную очередь, и монстр начал неторопливо продвигаться к стрелкам. Малвори отчетливо слышал крики гнавшихся за ним солдат, он покрутил головой и посмотрел на противоположную сторону проспекта. Ясно, участок насыщен агентами смерти. А джиггернаут уже свистел и накапливал энергию. Ладно, подумал он и удивился сам себе. Каким образом человек, когда-то полностью управлявший своей упорядочной жизнью, мог превратиться в существо, смирившееся с отсутствием выбора? Ямалвори побежал через проспект. Нахмурив брови, он уставился в ту точку, которой намеревался достичь, как будто рассчитывал силой воли и полной концентрацией уберечься от самайских пуль. Он проигнорировал и возгласы солдат на баррикаде и виск пушки джиггернаута. Малвори просто упрямо стремился вперед со всей доступной ему скоростью. Секунды словно растянулись до бесконечности, потом джиггернаут умолк и раздавался только треск пулемета. Малвори осталось сделать последний рывок. Он сосредоточился, но споткнулся и упал, к счастью, в соседней узкой улочке. Рыцарь свалился Малвори оказался на боку. Джиггернаут изверг из своего рта гигантский луч, сами бросились в рассыпную и все, что он видел, сменилось ослепительной белизной. Малвори зажмурился и в тот же миг проспект взорвался. В горловине укрывшей их улицы вскипело пламя, стена горячего воздуха толкнула их с груджем дальше, на землю громко шмякались огромные обломки керамики, каждый из них мог бы если не убить, то покалечить. А потом тишина. Малвори поднял голову, очки упали с его носа и разбились, он чувствовал, что его кожа, горла и легкие обожжены. Он был потрясен и испытывал неимоверную усталость. Проклятье! Харипло прошептал он. Медленно превозмогая боль, он поднялся на ноги, с трудом подошел к груджу, рыцарь пребывал без сознания, но, в общем, не пострадал. Малвори сразу захотелось лечь и уснуть прямо здесь. Однако он усадил Колдена, взвалил его на плечи и выпрямился. Посадочная площадка находилась совсем недалеко. Правда, Малвори сомневался, что доберется до нее, но попытаться-то надо, ничего не поделаешь. «Вот она!» — воскликнул Крейг, указывая в звездное небо. Он не ошибся. Коазис ускользила Кэтти Джей, освещенная лунным светом. Фрей взял рюкзак и довольно улыбнулся. Корабль приближался без огней на самых малых оборотах турбин. Джесс не участвовала в событиях с самого налета на Гагрииск, но ей не требовалось лишних объяснений. Иногда он готов был расцеловать эту женщину, невзирая на то, что она могла в любой момент превратиться в чудовище и голыми руками вырвать из человека почки. Джаггернаут не заметил корабля. Он рьяно громил город, хотя минуту другую он все же был весьма опасной близости, и Фрей внутренне приготовился к тому, что монстр из вредности уничтожит древнее сооружение. Но Джаггернауту похоже больше нравилось истреблять людей, нежели бесцельно крушить здания. Кроме того, Дарьян подумал, что увидев корабль, злобная громадина проявит неподдельный интерес к посадочной площадке. Капитан от души надеялся, что ему не придется выяснять, так ли это на самом деле. Угрик бодро трусил рядом с ним, груз нисколько не мешал Йорту, караек шел налегке. Ради скорости они побросали часть оборудования, поскольку упаковывать его было некогда. Грайзер протестовал, пока Фрей не пообещал возместить утраты. Эти покупки плюс новый Файер Кроу должны были сожрать все деньги, которые Дарьян выиграл в тотализаторе, когда ставил на победу Харкинса в гонках. Но ради того, чтобы заставить демониста сдвинуться с места, Фрей готов был пообещать ему золотые горы. Они очень спешили, и капитан насквозь вымок от пота. Если честно, сперва они немного попетляли по городу, пробираясь мимо разрушенных участков, но Фрей был уверен, что им крайне повезло, ведь они ни разу не нарвались на живых самми. Он искренне считал, что после всех несчастья, которые сыпались на него в последнее время, он заслужил хоть немного удачи. «Как мы туда попадем?» спросил Крейг, казавшийся до обидного бодрым. Угрик тоже не слишком вспотел. Переход вымотал лишь Дариана. «Что за несправедливость судьбы?» Капитан взглянул на ствол площадки и наивно поинтересовался. «Разве это не лифт?» «Электричество кончилось!» буркнул Угрик. «Но где-то наверняка есть лестница». Он был прав, но пока они лезли наверх, Фрей успел пожалеть о том, что не погиб от лап железного шакала. В конце концов они вскарабкались по ступеням и обнаружили наверху Кэтти Джей с опущенной погрузочной рампой. Турбины корабля чуть слышно пели на холостом ходу. «Милая, прекрасная Кэтти Джей!» И остальная команда была здесь. Капитан увидел, как в трюм нырнула Джесс, за ней повинуясь решительному жесту Сила направили спины Ашуа. Они придерживали сама Андру Бри, которая прыгала на одной ноге. Сила поспешил к Фрею, а тот согнулся пополам и уперся руками в колени, пытаясь перевести дух. «Кэп, тебе нельзя снимать клипсу!» рявкнул бортинженер. «Я понятия не имел, где ты!» «Эээ, да, извини», обескураженно ответил Фрей. Но Сила уже обнимал его, и Дориан тоже обнял своего бортинженера и первого помощника. Крейг уставился на Кэтти Джей. «Я мог бы пойти и... пробормотал он и бочком двинулся к рампе. Фрей стряхнул с плеч рюкзак и сунул его к Грайзеру. «Вот, донеси хотя бы до трюма. Сейчас увидишь свою красотку!» Огрик захихикал и направился вслед за демонистом на Кэтти Джей, что-то рассказывая самому себе на ходу. Фрей покрутил головой и с наслаждением помял ноющие плечи. «Все в порядке?» спросил он. Сила на мгновение потупил глаза. «Нет, Грудж пропал. Док отправился его искать». «И ты его отпустил?» крикнул Дарьян. «Кэп, когда человек упрется по-настоящему, у него на пути лучше не вставать». Фрей подавил порыв гнева. Сила говорил правду. Дарьян сам много раз оказывался бессилен удержать свою команду от различных глупостей, а они же не в армии. А если он устроит разгон Сила, то подорвет авторитет первопомощника. Ладно. Ровным голосом произнес он и посмотрел по сторонам. Сверху открывался панорамный вид на весь город Азриксов, большая часть территории была покрыта буйной растительностью, а в зоне раскопок до сих пор светились прожекторы. Они озарели разгром, учиненный Джиггернаутом. В этот момент монстр выплюнул в ночь новый флакел. На его пути тут же ударили огненные фонтаны взрывов. Внезапно Сила к чему-то прислушался. Да, Джесс, он на месте. Конечно, без клипсы. Фрей понял намек и, порывшись в кармане, достал переговорное устройство. Джесс, это я. Что случилось? Как что? Воскликнула она. А чудовище? Нельзя ли убраться отсюда поскорее? Дарьян напрягся. Рано или поздно Джиггернаут заметит их. И если он обрушит на них свой гнев, они просто не успеют подняться в небо? Сила думал о том же. Что ты намерен делать, Кэп? Действительно, что? Краткие часы в пустыне, когда он чувствовал себя свободным, давно канули в прошлое. На нем вновь лежало бремя ответственности. Возможно, Даг мертв. Ожидая его, легко погубить экипаж. Но бросить Малвори? Неужели он пожертвует им ради спасения других? Нет. Заваруха с шакалом научила его тому, что они должны держаться вместе. Его команда примчалась за ним, хотя он попытался отвязаться от нее. Он не отплатит за эту преданность предательствам. Подождем, сказал он, и будем надеяться, что тварь нас не тронет. И словно услышав слова Дариана, Джиггернаут повернул к ним свое страшное рыло. Кэп, заявил Сила, по-моему, он с вами не согласен. Фрея будто окатила ледяной водой. Это был тот самый глаз, на который капитан обратил внимание в зарослях, сразу после того, как явился сюда с угриком. Тогда он решил, что перед ним обычная статуя, изображение какого-нибудь древнего бога. Увы, в реальности все оказалось гораздо хуже. Не хочется этого говорить, послышался голос Джесс. Но нам надо сматываться. Нет, заявил Фрей. Надуйте хорошенько и румные цистерны. Турбины на холостой ход и... Уже готово. Перебила его Джесс. Оно приближается. Теперь ударено не было сомнений в том, что заинтересовало чудовище. А Джаггернаут направлялся к посадочной площадке. Кто-нибудь засекал, сколько минут ему требуется для выстрела? Спросил Фрей. Что? Удивилась Джесс. Этот урод запросто уничтожит нас своим лучом, но он делает передышки. В общем, ему нужно время для зарядки. Я нахожусь тут, наверное, минут пять, сообщила Джесс. За это время он выстрелил дважды. Фрей закусил губу. Мы можем подняться, немного покружиться и вернуться, предложила Джесс. Взгляд Дарьяна остановился на энергостанции, оба корпуса песочных часов покрылись трещинами. Молнии били сверху донизу, а вокруг плавало газовое облако, которое переливалось красно-бурым цветом. Если они поднимутся, Смалвари можно проститься навсегда. Джесс вряд ли это понимала, но она штурман, а он Фрей капитан и должен обеспечить безопасность экипажа. Он всю жизнь привычно полагался на удачу, но сейчас ставки слишком возросли. Кэп, пора! Неграмко пробурчал Сила. Нет! Упрямо отрезал он. Док не придет! Дарьян проглотил просившийся на язык ответ, в любом случае его реплика прозвучит по-детски. Он и сам знал, что с доктором покончено, ему лишь хотелось верить, что он ошибался. Джаггернаут грозно попирал ногами обломки зданий, его пустое лицо являло собой маску бесстрастной жестокости. И как Фрейл стоять перед ним? Надо убегать, ждать дольше, равносильно самоубийству. Он открыл рот, чтобы отдать приказ, но тут раздался «Кто-нибудь мне поможет?» Если бы Фрей верил во всеобщую душу, ему следовало бы рухнуть на колени и возблагодарить ее. Он услышал рев Малвори. Малвори измученного до нельзя. Спустя миг на лестнице возник доктор, он, пошатываясь, еле-еле поднимался по ступенькам, таща на спине Колдена Груджа. Его лицо и лысина попогровели, и он напоминал помидор с усами. Забравшись наверх, он скинул рыцаря на пол и рухнул рядом. Фрей и Сила кинулись к ним, Малвори хрипло дышал, и Дарья не на шутку испугался, что у него случился сердечный приступ. «Проклят ступень!» просипел доктор. Подобный звук могла бы издавать проколотая шина. Впрочем, времени на выражение сочувствия не было, Сила подхватила Груджа, а Фрей помог Малвори. «Коробка!» прошептал доктор, указывая на шкатулку, которую он выронил, когда падал. Капитан не глядя взял ее, и они сила потащили пострадавших в трюм. Ночь прорезал резкий свист, а Джаггернаут накачивался энергией. На погрузочной рампе их встретили Ашуа, оставившая Самандру на попечении Пинна, и Крейг. Демонист, видимо, решил пока не сталкиваться с Бри. «Джесс, давай!» крикнул Дарьян, едва успев поставить ногу на рампу. «Быстрей!» Катти Джей рванулась, заскрежетав упорами по площадке. Турбины бросили ее вперед, прежде чем подъемная сила Айрума позволила кораблю взлететь. Фрей толкнул Малври в подставленные руки Ашуа и Крейга, все трое не удержались на ногах и повалились друг на дружку. Внезапный старт застиг врасплох и силы с бесчувственным груджем. Фрей покачнулся и вцепился в гидравлический поршень рампы. Катти Джей делала восходящий вираж, тело Колдена отъехало к стене, бортинженера хватился за одно из креплений, на которых еще недавно держались пескоходы. Ашуа и Грейзер надрываясь волокли в безопасное место доктора, глотавшего воздух. Мир за пределами Катти Джей качался и стремительно менялся, посадочная площадка уже исчезла. Фрей внезапно очутился на краю бездонной пропасти. У него никак не получалось дотянуться до рычага управляющего рампой. Джей смогла задраить ее из кабины, но Дарин решил не отвлекать штурмана. Кроме того, он не хотел, чтобы она закрывалась. Сама мысль о том, что команда окажется заперта в темном трюме, была для него невыносима. Нет уж, они не будут гадать, когда их уничтожат. Если им суждено погибнуть, они встретят смерть с открытыми глазами. Джаггернаут вновь появился в поле зрения, теперь позади корабля. Капитан ничего не слышал заревом турбин, зато рассмотрел сияющее облако вокруг пасти жерла. И тут свечение исчезло. «Джесс!» крикнул Фрей. «Сейчас ударит!» Кэтти Джей резко дернулась, Дарья на миг ослеп, а взрыв полыхнул за кормой, не достав до корабля каких-то считанных футов. Фрей не упускал из рук опору, чтобы не сорваться, а Кэтти Джей набирала высоту и скорость. Когда к нему вернулось зрение, он заметил внизу зону раскопок и окружающие ее темные деревья. Джаггернаут яростно поливал ночное небо огнем, пытаясь ухватить беглецов своим убийственным лучом, однако Кэтти Джей хорошенько разогналась, а заряд вскоре иссяк. Пламя погасло так же внезапно, как и вспыхнуло, корабль был вне пределов досягаемости Джаггернаута. Древние здания быстро уменьшались в размерах, ветер свистел вокруг Фрея и хлистал его волосами по лицу. Одна из башен песочных часов начала неуклюже падать, из нее будто огромные растопыренные пальцы ударили многоглавые молнии. Они сразу же растянулись на весь оазис, Фрей понял, что сейчас случится и напрягся. Нам бы еще несколько секунд. Теперь он видел все целиком. И клочок расчищенной зоны с прожекторами, и густые заросли, и бескрайнюю пустыню. Таким он и запомнил город Азриксов. Взрыв энергостанции оказался беззвучным, не было ударной волны, не летели в разные стороны обломки, он просто зародился в одной точке, из которой мгновенно развернулась огромная шаровая молния. Она поглотила оазис и рассыпалась электрическими дугами по дюнам во всех направлениях. Чем больше разрастался шар, тем слабее он становился. Через пару минут он превратился в блеклый контур, тающий в воздухе. Свершилось мирное безвозвратное самоуничтожение. От города остался лишь почерневший кратер, над которым загорались редкие вспышки. Почувствовав, что опасность миновала, Джесс убавила обороты турбин. Кэти Джей перешла на скорость крейсера и ветер немного утих. Фрейя захлестнула всеобъемлющее спокойствие. Все кончилось. Наконец-то. Крейг проковылял через трюм капитану и вцепился во второй гидравлический поршень. На глазах демониста блестели мы уничтожили здание, которое Азриксы построили десять тысяч лет назад, спросил он дрожащим голосом. Да, гордо ответил Дариан. И, по-моему, только что. Глава сорок восьмая Отцепили с крючка Самандра и Крейг Решение Патриота про ореха в мире С усыпанными звездами небо осмотрела полная луна и выражение у нее было явно доброжелательное. Она заливала пустыню безмятежным светом, Фрей стоял на чуть слышно шепчущем песке рядом сила, капитан скользил взглядом по растрескавшейся поверхности темной трещины, которая рассекала песок, будто рано. За его спиной находилась Кэтя Джей с открытой погрузочной рампой, поблизости приземлился еще один корабль, новейшие рыцарские файтера Ярость Таббингтона. Впрочем, сейчас, наполовину зарывшись бархан, он выглядел непрезентабельно. Между кораблями горел костер, который команда Фрея разожгла с помощью остатков невероятной огненной слизи профессора Пинна. Маловари, Арис и Аша уже пьяные, воодушевленные, нестройно пели, передавая по кругу бутылку. Аша и доктор прижимались друг к другу, как старые приятели. Неподалеку, тоже изредка пригубливая спиртное, сидел Крейг. Его одолевали мрачные раздумья. Демонист тяжело переживал гибель Азрикского города. Возможно, разжечь костер посреди пустыни, откуда его было видно на много миль вперед, являлось не особенно мудрым решением. Но Фрей подумал, что ребята заслужили право сбросить пар, самарландские патрули наверняка знали, что от этих мест надо держаться подальше, ведь если сунешься куда не следует, грохнешься на землю. Вдобавок сами проглядели самое главное. Что ж, если зрелище пылающего Азиса их не заставило, то маленький костерок им, конечно, не интересен. В общем, экипаж был в сборе, правда, Джесс куда-то пропала. Харкинс лежал в лазарете и приходил в себя после полученного при загадочных обстоятельствах сотрясения мозга. Бес устроился спать в святилище, а Угрик бродил поблизости и что-то бормотал. Фрей почувствовал облегчение, исцеляющее измученное тело и сознание. Если бы хоть кто-то из команды погиб, он бы с трудом оправился от потери. И он радовался, что беды удалось избежать. Ты отлично действовал, Сила, произнес он. И ты тоже, Кэп. К ним приблизилась Самандра. Она хромала и опиралась на дробовик, как на костыль. Малварев правил ее перелом и наложил шину. Она наступала на ногу с величайшей осторожностью, но сильно морщилась от боли. «Думаю, мы готовы отправляться», сказала она. «Полагаю, что если я не буду пробовать сложный пилотаж, то вполне долечу с одной лапой». Как Грудж очнулся и удивлен случившимся. Потерял какое-то количество мозговых клеток, но вряд ли будет беспокоиться из-за этого. Самандра кинула сила неприветливым взглядом. «Если бы не ваш доктор, его бы точно не было с нами». «Значит, можно рассчитывать на то, что мы пришли к перемирию после маленького разгрома в Ментонфорском институте?» «Только вы с Груджем знали, кто проник в это заведение. Но мы в свою очередь навели вас на некие чрезвычайно важные военные тайны». «Да-да», отмахнулась Самандра. «Вас отцепили с крючка? Снова. А реликвия, за которой мы гонялись, погибла вместе с городом, верно?» Угарик, как раз проходивший мимо, услышал ее слова и тихо хихикнул. «Да», серьезно и честно ответил Фрей. Самандра прикоснулась к краю треуголки. «У меня нет к вам вопросов. Мне еще предстоит разгребать кучу мусора, когда мы вернемся домой. По крайней мере, после того, как Эрцгерцог будет в курсе того, что здесь творилось». «Надеюсь, вы не станете упоминать мое имя». «Как пожелаете. Хотя мне всегда казалось, что вы стремитесь к славе». Фрейс морщил нос. «Слава, она не для нашего брата. Я предпочел бы незаметно разбогатеть». «Желаю удачи». Улыбнулась Самандра и повернулась, чтобы уйти. «Эй, еще не все». Остановил ее Фрейс и крикнул, махнув рукой в сторону костра. «Крейг, сюда, живо!» «А ради...» Начала Самандра, но Дарьян проявила решительность. «Погодите, мы оказали вашей стране громадную услугу и избавили от ужасной гибели вашего напарника. Так что вы могли бы...» «Фрей, вы не патриот!» «Вы примчались сюда лишь для того, чтобы спасти собственную шкуру!» «А вы примчались сюда, чтобы угробить меня!» «Но финал-то получился достойный!» «А вот и Крейг!» Закончил он. Демонист очень нервничал. «Мисс Бри...» произнес Крейг очаровательно испуганным голосом. «Господин Крейг, хозяин золотого зуба!» Ядовито перебила его Бри. «А мы с вами прежде встречались!» Лицо Грайзера вытянулось. «Ну, так не годится!» «Без ложной скромности признаюсь, что я кое-что соображаю в вопросе деликатных отношений между мужчинами и женщинами!» «Позвольте мне открыть вам глаза на некоторые простые истины!» «Прекратите в конце концов свои дурацкие пляски!» «Фрей, не надо!» Испуганно воскликнул Крейг. Капитан пропустил его реплику мимо ушей. «Этот человек!» Сказал он, указав пальцем на Грейзера. «Самый большой смельчак, какого я когда-либо видел!» «Сегодня ночь он расправился с демоном, рядом с которым чудовище, спалившее целый город дотла, показалось бы громадной, но детской игрушкой!» «Он мой друг!» «И его преданность сравнится разве что с вашей верностью Арцгерцогу!» Крейг рисковал многим ради меня. «Ведь вы же не раздумывая убили бы любого из чушь насчет уязвленной гордости! Вы сами прекрасно понимаете, что такое долг! И вы иногда совершаете поступки, которые вам порой поперек горла становятся! В общем, в одном я уверен! Этот парень от вас без ума! Фрей!» В отчаянии выкрикнул Крейг. «Да и вы, Самандра, к нему неравно дышите! Почему бы вам не вести себя как взрослые люди? Поцелуйтесь и помиритесь!» Грейзер словно загипнотизированный уставился на Дарьяна, а затем на Самандру, чтобы увидеть ее реакцию. Она впала в глубокую задумчивость, после долгой паузы она вздохнула. «Вы не подержите?» Обратилась она к Фрею, протянув ему дробовик. Потом сделала шажок и оперлась на плечо демониста. «Почему бы тебе не обнять меня? Я не слишком хорошо сохраняю равновесие?» Похоже, Крейг не решался прикоснуться к ней. Однако, набравшись смелости, он все же обхватил Самандру ладонями за талию, явно не веря своим глазам. «Отлично!» вымолвила покачнувшись Самандра. «Вот так!» одобрительно добавила она. И вдруг, резко размахнувшись, она нанесла Крейгу сокрушительный апперкот, после которого тот потерял сознание и рухнул на песок. Дарьян Разинов от изумления рот вытарешился на Самандру, которая деловито забрала у него свой костыль. «Благодарю», улыбнулась она. «Когда оклемается, передайте ему, что он может навестить меня. Он меня найдет, хотя некоторое время я буду крайне занята». «Ага», кивнул он. «Так точно. Рада была вновь повидаться, капитан Фрей», произнесла она, подмигнув. После этого Самандра с ледяным выражением лица кивнула сила и запрыгала к своему кораблю. «Да, Кэп, просто поразительно», заявил Муртианин. «Но и кто будет отрицать, что я не знаю женщин?» Бодро отозвался Фрей, притворившись, что не заметил иронии. Пин и Ашуа покатывались со смеху, а Малвори, слегка покачиваясь на ходу, направлялся к Дориану. Видеть доктора без его неизменных очков, криво сидящих на бесформенном носу, было очень непривычно. «Помощь нужна?» осведомился он, наблюдая за Крейком, который начал шевелиться. «Дай ему глотнуть грогу и порядок». «Есть!» кивнул Малвори. «Слушай, Кэп, можно тебя на короткий разговор?» «Конечно. Только сперва разберусь с Грейзером». Малвори подхватил демониста под руку и потащил прочь. Крейг не сопротивлялся, но бормотал что-то невнятное. Капитан проводил их взглядом. По серым бараханам пролетел порыв прохладного ветерка. «Бедняга Малвори!» произнес Фрей. «Даже не представляю себе, что он будет делать, когда я выгоню Ашуа». Сила повернул голову к капитану, но ничего не сказал. «А как же иначе? Я высажу ее там, где она пожелает, дополнительных объяснений не требовалось. Фрей отянула Ашуа, и можно было гарантировать, что спустя несколько недель все закончится какой-нибудь пакостью. Дарьян был научен собственным горьким опытом, что любовные связи на борту Кэтти Джей не приносят ничего хорошего. А он сомневался, что сумеет устоять перед искушением. «Ты заключил с ней договор», напомнил Сила. Фрей тяжело вздохнул. Договор, заключенный под принуждением не имеет значения. Кстати, нам были необходимы припасы. Между прочим, для твоих людей. Ты не прав, Кэп. С каких пор ты так беспокоишься? Она спасла меня от верной гибели. И она ладит с доком. Крэйку она тоже нравится. Я уверен, что она заслужила свое место. Капитан пожал плечами. Сила я не могу. Мы притерлись друг к другу. А она все разрушит. Если я нужен тебе как первый помощник, оставь ее. Фрей присвистнул. А ты быстро научился пользоваться своим положением. Кэп, она будет полезна. Все наши слышали, как ты договаривался с ней. Фрей потер ладонью затылок и сплюнул на песок. Сила говорил правду. Можно с чистой совестью разрывать сделки с чужими, но девчонка внедрилась в команду. Если экипаж перестанет верить обещаниям капитана, все будет кончено. Вот поганство! Сердито бросил он. Ты согласен или нет? Первое, ответил насупившись Дарьен. Проклятие, я начинаю жалеть, что назначил тебя своей совестью. Сила громко хохотнул. Вот так-то! Воскликнул Мортианин и, увидев приближающегося Малвори, хлопнул Фрея по спине и взбежал по рампе в трюмко Ти-Джей. Когда доктор, державший в руке металлическую коробку, подошел к капитану, тот еще ругался про себя. Но шкатулка отвлекла его от грустных мыслей. Он принялся внимательно разглядывать на ее крышке причудливый орнамент, символ пробужденцев. Неужели ты нашел ее в городе? А где же еще? Пробасил Малвори. И что внутри? Доктор продемонстрировал ему сломанный замок. Распоряжение, произнес он. Вроде бы на всякие грузы. Я не знаю самарландского, но кое-что напечатанное по-вардиски. Фрей вдруг ощутил некое усталое смирение. На сегодня он получил свою долю потрясений, и новое открытие не могло всерьез обескуражить его. Сами что-то поставляют пробужденцам? По-моему снабжают их эрикской техникой. Дарьен следствиях инцидента. Куда ты ее денешь? Малвари взвесил коробку на ладони. Пожалуй, отдам рыцарям. Тогда начнется гражданская война. А если она начнется и без моего подарка? А у эрцгерцога не будет никаких сведений о том, что у пробужденцев за кромах. Но канитель между эрцгерцогом и этими ребятами может утихнуть сама собой. Наверное. Не уверенно пробормотал Малвари. Фрей помолчал и наконец нарушил паузу. Док, я не особо предан своей стране. Слишком много и сильно она била меня по всем местам. Поэтому решение должен принимать патриот. Малвари хмыкнул и уставился куда-то вдаль. Потом коротко кивнул. Зажав шкатулку под мышкой, он полез в карман и извлек оттуда медаль. Дарьен выпучив глаза смотрел, как доктор прикалывает ее к грязной пропотевшей рубахе. Когда она у тебя появилась? Давно, ответил Малвари. Он выпрямился и слегка выпятил подбородок. Только я не мог ее носить. Не заслужил. Он четким движением отдал военный салют. Приложил предплечье к груди и коснулся кулаком левого плеча. Капитан, Фрей постарался в точности повторить его движение. Поступай, как считаешь нужным, док. Малвари развернулся и зашагал к кораблю рыцарей Центурии, Дарьен подумал, что для человека, несущего на плечах будущее страны, у него чересчур легкая поступь. Что дальше, Кап? Голос прозвучал откуда-то сверху, и Фрей даже подскочил от неожиданности. Задрав голову, он обнаружил Джесс. Она сидела на хвостовом стабилизаторе Кэти Джей, и Фрей снова встревожился. Она напоминала дикое своенравное общаться со мной, то лучше спускайтесь. Произнялся он, пытаясь успокоиться. Мне неохота кричать. Джесс сорвалась со стабилизатора и приземлилась перед ним, песок хрустнул под ее ногами. А нельзя ли вести себя поосторожней? Недовольно, спросил он. Я из кожи вон лезу, чтобы никто не узнал, что вы наполовину мам. Она посмотрела на него яркими от удовольствия глазами, лунный свет прямо-таки играл в них. Вас что-то изменилось? — проворчал он. Я все та же прежняя, Джесс. Ухмыльнувшись, заверила она. Вероятно, она как-то по-особому улыбнулась или тени так легли, но проклятие. Ее зубы казались острее, чем раньше. А потом все пропало, будто ничего и не было. Какой у вас план? Для начала мы должны выбраться из пустыни, объяснил он. Улететь за ночь как можно дальше, отсидеться в какой-нибудь дыре, прячась от патрулей с Амми и следующей ночью мчатся в Вардию. Купим Харкинсу новый файр-кроул, кройку оборудования. Звучит убедительно, заявила Джесс. Она пошла к рэмпе, замерла и сказала, полуобернувшись. Не знаю, стоит ли, капитан, я вам сочувствую насчет нее. Я еще не сдался, вымолвил он, слабо улыбнувшись. Она недоверчиво вскинула брови. И не сдадитесь. Она сделала еще шаг и опять остановилась. Фрей разглядел влажный блеск в ее глазах. Она счастливая, капитан, потому что у нее есть вы. И Джесс удалилась, прежде чем Дарьен успел спросить, что она имела в виду. Он, не торопясь, побрел в противоположную сторону, подкидывая песок ногами ботинок. За спиной раздавались пьяные голоса Пинна и Ашуа, которые дразнили Крейка за то, что его побила женщина. Губы Фрея невольно растянулись в улыбке. Конечно, трудные времена не за горами, но они бывали у него и прежде, однако он уцелел. Раньше он противостоял миру в одиночку, но сейчас все по-другому, подумал он. Те дни прошли безвозвратно. Его команда уже давно перестала быть просто командой, но лишь после недавних событий он окончательно в этом убедился. Полное опасности и непостоянства жизнь сделала из него человека, которому доверие отдавалось с большим трудом. Но теперь он был уверен в них. И зачем ему доказательства? Мало того, что его люди рисковали, они даже не имели перспектив хоть какой-нибудь выгоды. Клей, соединивший их вместе, состоял в равных частях из случайных обстоятельств, дружбы, привычек и безысходности. Но связал он их быстро и крепко, и Фрей был глубоко благодарен своей судьбе. Люди, обитавшие на Кетте Джей, стали его семьей, и, как в любой семье, они бывали раздражительными, и веселыми, и капризными, и нежными, и требовательными, и готовыми к самопожертвованию. Он не смог бы отвязаться от них, даже если бы попытался. Луна бесстрастно освещала дюны, и ему показалось, что он балансирует на самом краю пропасти. Близились перемены. Скоро герои выберутся из укрытий и рассчитаются по порядку. Ну и пусть. У Фрея куча собственных забот. На борту Кэтти Джей появился новичок, а старый экипаж надеется лишь на своего капитана. Но у него есть кое-что еще. Дарин посмотрел на серебряное кольцо на своем мизинце, он дал клятву. Пообещал искупить грех, и он не отступится. Он изрядно отдалился от Кэтти Джей, и его окружала беспредельная тишина пустыни. Здесь находилась прореха мира, и почему-то его это устраивало. Фрей ощущал в себе нечто совершенно незнакомое, хотя догадки зародились в нем с самого начала. Сейчас он понял, что должен дать название своему новому состоянию и распробовать его на языке. Не будет оно фальшивкой. Он не осмеливался сделать это в чем-либо присутствии, и поэтому обратился к Луне. Я люблю ее. Еще долго он стоял неподвижно, чтобы отзвуки произнесенного проникли в его сознание. Наконец он кивнул. Верно. Прошептал он, и Фрей направился к Этти Джей, к своим друзьям и ко всему тому, что ждало его впереди. Конец третьей книги. Читал Адреналин. Этти Джейдин. Конец